Александр Иванович Куприн. Яма. Собрание сочинений. Том 6. Москва. Художественная литература. 1972 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. «Знаю, что многие найдут эту повесть бездравственной и неприличной. Тем не менее, от всего сердца посвящаю ее матерям и юношеству». Александр Куприн. Часть первая. Давным-давно, задолго до железных дорог, на самой дальней окраине большого южного города, жили из рода в род ямщики, казенные и вольные. Оттого и вся эта местность называется Ямской слободой, или просто Ямской, Ямками, или еще короче, Ямой. Впоследствии, когда паровая тяга убила конный извоз, лихое ямщичье племя понемногу растеряло свои буйные замашки и молодецкие обычаи, перешло к другим занятиям, распалось и разбрелось. Но за Ямой, на много лет, даже до сего времени, осталась темная слава, как о месте развеселом, пьяном, дрочливом и в ночную пору небезопасном. Как-то само собой случилось, что на разваленных тех старинных насиженных гнезд, где раньше румяные разбитные солдатки и чернобровые сдобные ямские вдовы тайно торговали водкой и свободной любовью, Постепенно стали вырастать открытые публичные дома, разрешенные начальством, руководимые официальным надзором и подчиненные нарочитым суровым правилам. К концу девятнадцатого столетия обе улицы Ямы, Большая Ямская и Малая Ямская, оказались занятыми сплошь, и по ту и по другую сторону исключительно домами терпимости. Частных домов осталось не больше пяти-шести, но и в них помещаются трактиры, портерные и мелочные лавки, обслуживающие надобности ямской проституции. Образ жизни, нравы и обычаи почти одинаковы во всех тридцати слишком заведениях, разница только в платье, взимаемой за кратковременную любовь, а, следовательно, и в некоторых внешних мелочах. В подборе более или менее красивых женщин, в сравнительной нарядности костюмов, в пышности помещения и роскоши обстановки. Самое шикарное заведение — Треппеля, при въезде на Большую Ямскую, первый дом налево. Это старая фирма. Теперешний владелец ее носит совсем другую фамилию и состоит гласным городской думы и даже членом управы. Дом двухэтажный, зеленый с белым, выстроен в ложно-русском, ерническом, рапетовском стиле, с коньками, резными наличниками, петухами и деревянными полотенцами, окаймленными деревянными же кружевами. Ковер с белой дорожкой на лестнице. Впередние чучело медведя, держащие в протянутых лапах деревянные блюда для визитных карточек. В танцевальном зале паркет. На окнах малиновые, шелковые, тяжелые занавеси и тюль. Вдоль стен белые золотом стулья и зеркала в золоченых рамах. Есть два кабинета с коврами, диванами и мягкими атласными пуфами. В спальне голубые и розовые фонари, канаусовые одеяло и чистые подушки. Обитательницы одеты в открытые бальные платья, опушенные мехом, или в дорогие маскарадные костюмы гусаров, пажей, рыбачек, гимназисток. И большинство из них, аздейские немки, крупные, белотелые, грудастые, красивые женщины. У Треппеля берут за визит три рубля, а за всю ночь десять. Три двухрублевых заведения — Софья Васильевна, старокиевской, и Анны Марковны, несколько поплоше, победнее. Остальные дома по Большой Ямской рублевые, они еще хуже обставлены. А на Малой Ямской, которую посещают солдаты, мелкие воришки, ремесленники и вообще народ серый, и где берут за время пятьдесят копеек и меньше, совсем уж грязно и скудно. Пол в зале кривой, облупленный, занозистый. Окна завешаны красными кумачевыми кусками. Спальни точно стойла разделены тонкими перегородками, ненастающими до потолка. А на кроватях, в сверхсбитых синяков, валяются скомканные кое-как рваные, темные от времени пятнистые простыни и дырявые байковые одеяла. Воздух кислый и чадный, с примесью алкогольных паров и запаха человеческих извержений. Женщины, одетые в цветное ситцевое тряпье или в матросские костюмы, по большей части хриплые или гнусавые, с полупровалившимися носами, с лицами, хранящими следы вчерашних побоев и царапин, и наивно раскрашенными при помощи послюненные красные коробочки от папирос. Круглый год, всякий вечер, за исключением трех последних дней страстной недели и кануна Благовещения, когда птица гнезда не вьет и стриженная девка косы не заплетает, едва только на дворе стемнеет, зажигаются перед каждым домом над шатровыми резными подъездами висячие красные фонари. На улице точно праздник — Пасха. Все окна ярко освещены, веселая музыка скрипок и рояли доносятся сквозь стекла, беспрерывно подъезжают и уезжают извозчики. Во всех домах входные двери открыта настиж, и сквозь них видны с улицы крутая лестница и узкий коридор вверху, и белые сверка немногогранного рефлектора лампы, и зеленые стены синей, расписанные швейцарскими пейзажами. До самого утра сотни и тысячи мужчин подымаются и спускаются по этим лестницам. Здесь бывают все — полуразрушенные слюнявые старцы, ищущие искусственных возбуждений, и мальчики, кадеты и гимназисты, почти дети, бородатые отцы семейств, почтенные столпы общества в золотых очках, и молодожены, и влюбленные женихи, и почтенные профессоры с громкими именами, и воры, и убийцы, и либеральные адвокаты, и строгие блюстители нравственности, педагоги, и передовые писатели, авторы горячих страстных статей о женском равноправии, и сыщики, и шпионы, и беглые каторжники, офицеры, и студенты, и социал-демократы, и анархисты, и наемные патриоты, застенчивые и наглые, больные и здоровые, познающие впервые женщину, и старые развратники, истрепанные всеми видами порока, гесноглазые красавцы и уроды, злобно исковерканные природой, глухонемые, слепые, безносые, с дряблыми, отвислыми телами, с зловонным дыханием, плешивые, трясущиеся, покрытые паразитами, брюхатые, геморроидальные обезьяны. Приходят свободно и просто, как в ресторан или на вокзал, сидят, курят, пьют, судорожно притворяются веселыми, танцуют, выделывая гнусные телодвижения, имитирующие акт половой любви, иногда внимательно и долго, иногда с грубой поспешностью, выбирают любую женщину и знают наперед, что никогда не встретят отказа. Нетерпеливо платят вперед деньги, и на публичной кровати, еще не остывшие от тела предшественника, совершают бесцельно самые великое и прекрасное из мировых таинств, таинства зарождения новой жизни. И женщины с равнодушной готовностью, с однообразными словами, с заученными профессиональными движениями, удовлетворяют как машины их желанием, чтобы тотчас же после них, в ту же ночь, с теми же словами, улыбками и жестами, принять третьего, четвертого, десятого мужчину, нередко уже ждущего своей очереди в общем зале. Так проходит вся ночь. К рассвету яма понемногу затихает, и светлое утро застает ее безлюдной, просторной, погруженной в сон, с накрепко закрытыми дверями, с глухими ставнями на окнах. А перед вечером женщины проснутся и будут готовиться к следующей ночи. И так без конца, день за днем, месяцы и годы, живут они в своих публичных гаремах, странной, неправдоподобной жизнью, выброшенные обществом, проклятой семьей, жертвы общественного темперамента, клоаки для избытка городского сладострастия, оберегательницы семейной чести, 400 глупых, ленивых, истеричных, бесплодных женщин. Два часа дня. Во второстепенном двухрублевом заведении Анны Марковны все погружено в сон. Большая квадратная зала с зеркалами в золоченых рамах, с двумя десятками плюшевых стульев, чинно расставленных вдоль стен, с олиографическими картинами Маковского, боярской пир и купания, с крустальной люстрой посредине, тоже спит и в тишине, и полумраке кажется непривычно задумчивой, строгой, странно печальной. Вчера здесь, как и каждый вечер, горели огни, звенела разудалая музыка, колебался синий табачный дым, носили с вихряя бедрами и высоко вскидывая ногами вверх пары мужчин и женщин, и вся улица сияла снаружи красными фонарями над подъездами и светом из окон, и кипела до утра людьми и экипажами. Теперь улица пуста, она торжественно и радостно горит в блеске летнего солнца. Но в зале спущены все гордины, и оттого в ней темно, прохладно и так особенно нелюдимо, как бывает среди дня в пустых театрах, манежах и помещениях суда. Тускло поблескивает портопиано своим черным, изогнутым, глинцевитым боком. Слабо светятся желтые, старые, изъеденные временем, разбитые и щербатые клавиши, застоявшийся неподвижный воздух еще хранит вчерашний запах. Пахнет духами, табаком, кислой сыростью большой нежилой комнаты, потом нездоровой, нечистого женского тела, пудрой, борно-тимоловым мылом и пылью от желтой мастики, которой был вчера натерт паркет. И со странным очарованием примешивается к этим запахам запах увядающей болотной травы. Сегодня троица. По давнему обычаю, горничные заведения ранним утром, пока их барышни еще спят, купили на базаре целый воз осоки и разбросали ее длинную, хрустящую под ногами толстую траву повсюду, в коридорах, в кабинетах, в зале. Они же зажгли лампады перед всеми образами. Девица по традиции не смеет этого делать своими оскверненными за ночь руками, а дворник украсил резной в русском стиле подъезд двумя срубленными березками. Так же и во всех домах. Около крылец, перил и дверей красуются снаружи белые тонкие стволики с жидкой умирающей зеленью. Тихо, пусто и сонно во всем доме. Слышно, как на кухню рубят к обеду котлеты. Одна из девиц, Любка, босая, в сорочке, с голыми руками, некрасивая и в веснушках, но крепкая и свежая телом, вышла во внутренний двор. У нее вчера вечером было только шесть временных гостей, но на ночь с ней никто не остался, и оттого она прекрасно сладко выспалась одна, совсем одна, на широкой постели. Она рано встала в десять часов и с удовольствием помогала кухарке вымыть в кухне пол и столы. Теперь она кормит жилами и обрезками мяса цепную собаку Амура. Большой рыжий пёс с длинной блестящей шерстью и черной мордой то скачет на девушку передними лапами, туго натягивает цепи и храпята душья, то весь волнует спиной и хвостом, пригибает голову к земле, морщит нос, улыбается, скулит и чихает от возбуждения. А она, дразняя его мясом, кричит на него с притворной строгостью, «Ну ты, болван, я тебе дам! Как смеешь!» Но она от души рада волнению и ласке Амура и своей минутной власти над собакой и тому, что выспалась и провела ночь без мужчины, и троице по смутным воспоминаниям детства и сверкающему солнечному дню, который ей так редко приходится видеть. Все ночные гости уже разъехались. Наступает самый деловой, тихий будничный час. В комнате хозяйки пьют кофе. Компания из пяти человек. Сама хозяйка, на чье имя записан дом, Анна Марковна. Ей лет под шестьдесят. Она очень мало ростом, но кругло-толста. Ее можно себе представить, вообразив снизу вверх три мягких студенистых шара, большой, средней и маленькой, втиснутых друг в друга без промежутков. Это ее юбка, торс и голова. Странно, глаза у нее блекло-голубые, девичьи, даже детские, но рот старческой, с отвисшей бессильно мокрой нижней малиновой губой. Ее муж Исай Савич, тоже маленький, седенький, тихонький, молчаливый старичок, он у жены под башмаком. Был швейцаром в этом же доме, еще в ту пору, когда Анна Марковна служила здесь экономкой. Он самоучкой, чтобы быть чем-нибудь полезным, выучился играть на скрипке и теперь по вечерам играет танцы, а также траурный марш для загулявших приказчиков, жаждущих пьяных слез. Затем две экономки, старшая и младшая, старшая Эмма Эдуардовна. Она высокая, полная шатенка, лет сорока шести, с жирным зобом из трех подбородков. Глаза у нее окружены черными, геморроидальными кругами. Лицо расширяется грушей, от лба вниз к щекам и землистого цвета. Глаза маленькие, черные, горбатый нос, строго подобранные губы, выражение лица спокойно властное. Ни для кого в доме не тайно, что через год, через два Анна Марковна, удалясь на покой, продаст ей заведение со всеми правами и обстановкой, причем часть получит наличными, а часть в рассрочку по векселю. Поэтому девицы чтут ее наравне с хозяйкой и побаиваются. Провинившихся она собственноручно бьет. Бьет жестоко, холодно и расчетливо, не меняя спокойного выражения лица. Среди девиц у нее всегда есть фаворитка, которая она терзает своей требовательной любовью и фантастической ревностью. И это гораздо тяжелее, чем побои. Другую зовут Зося. Она только что выбилась из рядовых барышень. Девица покамест еще называют ее безлично, льстиво и фамильярно-экономочкой. Она худощава, вертлява, чуть косенькая, с розовым цветом лица и прической барашком. Обожает актеров, преимущественно толстых комиков. К Эмме Эдуардовне она относится с подобострастием. Наконец, пятое лицо местный околоточный надзиратель Кербиш. Это атлетический человек. Он лосоват, у него рыжая борода веером, ярко-синие сонные глаза и тонкий, слегка хриплый, приятный голос. Всем известно, что он раньше служил по сыскной части и был грозой у жуликов благодаря своей страшной физической силе и жестокости при допросах. У него на совести несколько темных дел. Весь город знает, что два года тому назад он женился на богатой семидесятилетней старухе, а в прошлом году задушил ее. Однако ему как-то удалось замять это дело. Да и остальные четверо тоже видели кое-что в своей пестрой жизни. Но, подобно тому, как старинные бритори не чувствовали никаких угрызений совести при воспоминании о своих жертвах, так и эти люди глядят на темное и кровавое в своем прошлом, как на неизбежные маленькие неприятности профессий. Пьют кофе с жирными топлеными сливками, околоточный с бенедиктином, но он, собственно, не пьет, а только делает вид, что делает одолжение. «Так как же, Фома-Фомич?» спрашивает искательна хозяйка. «Это же дело выеденного яйца не стоит. Ведь вам только слово сказать». Кербиш медленно втягивает в себя полрюмки ликера, слегка разминает языком по небу маслянистую острую крепкую жидкость, проглатывает ее, запивает не торопя с кофеем и потом проводит безымянным пальцем левой руки по усам вправо и влево. «Подумайте сами, мадам Шойбис», говорит он, глядя на стол, разводя руками, ищурис. «Подумайте, какому риску я здесь подвергаюсь». «Девушка была обманным образом вовлечена в это... в как его... в дом терпимости, выражаясь высоким слогом. Теперь родители разыскивают ее через полицию». «Хорошо-с». «Она попадает из одного места в другое, из пятого в десятое. на конец след находится у вас, и, главное, подумайте, в моем околотке... Что я могу поделать?» «Господин Кербиш, но ведь она же совершеннолетняя», говорит хозяйка. «Они совершеннолетние», подтверждает Исай Савич. «Они дали расписку, что по доброй воле». Эмма Эдуардовна произносит басом с холодной уверенностью. «Ей-богу, она здесь как за родную дочь». «Да ведь я не об этом говорю», досадлива морщица колоточной. «Вы вникните в мое положение, ведь это служба. Господи, и без того неприятностей не оберешься». Хозяйка вдруг встает, шаркает туфлями к дверям и говорит, мигая о колоточном, ленивом, невыразительном блекло-голубым глазом. «Господин Кербиш, я прошу вас поглядеть на наши переделки. Мы хотим немножко расширить помещение». «А-а-а, с удовольствием». Через десять минут оба возвращаются, не глядя друг на друга. Рука Кербиша хрустит в кармане новенькой сто-рублевой. Разговор о совращенной девушке более не возобновляется. А колоточный, поспешно допивая Бенедиктин, жалуется на нынешнее падение нравов. «Вот у меня сын-гимназист, Павел. Приходит подлец и заявляет, «Папа, меня ученики ругают, что ты полицейской и что служишь наемской и что берешь взятки с публичных домов». «Ну, скажите, ради Бога, мадам Шойбис, это же не нахальство?» «Ай-яй-яй, и какие тут взятки?» «Вот и у меня тоже». Я ему говорю, «Иди, негодяй, и заяви директору, чтобы этого больше не было, иначе папа на вас на всех донесет начальнику края». «Что же вы думаете?» «Приходит и говорит». «Я тебе больше не сын. Ищи себе другого сына». «Аргумент». «Ну, и всыпал же я ему по первое число. Ого-го! Теперь со мной разговаривать не хочет. Но я ему еще покажу». «Ах, и не рассказывайте», вздыхает Анна Марковна, отвесив свою нижнюю малиновую губу и затуманив свои блеклые глаза. «Мы нашу Берточку, она в гимназии Флейшера, мы нарочно держим ее в городе в почтенном семействе». «Вы понимаете, все-таки неловко». «И вдруг она из гимназии приносит такие слова и выражения, что я прямо аж вся покраснела». «Ей богу, Анночка вся покраснела», подтверждает Исай Савич. «Покраснеешь», горячо соглашается околоточный. «Да, да, да, я вас вполне понимаю». «Но боже мой, куда мы идем, куда мы только идем? Я вас спрашиваю, чего хотят добиться эти революционеры и разные там студенты или как их там. И пусть пеняют на самих себя. Повсеместно разврат, нравственность падает, нет уважения к родителям. Расстреливать их надо». «А вот у нас был третьего дня случай, вмешивается суетливо Зося, пришел один гость, толстый человек». «Не концай», строго обрывает ее на жаргоне публичных домов Эмма Эдуардовна, которая слушала околоточного, набожно кивая склоненный набок головой. «Вы бы лучше пошли распорядили завтраком для барышень». «И ни на одного человека нельзя положиться», продолжает ворчливая хозяйка. «Что ни прислуга, то стерва, обманщица. А девица только и думают, что о своих любовниках, чтобы только им свое удовольствие иметь. А о своих обязанностях не думают». Неловкое молчание. В дверь стучат. Тонкий женский голос говорит по ту сторону двери. «Экономочка, примите деньги и пожалуйте мне марочки. Петя ушел». Околоточный встает и оправляет шашку. «Однако пора и на службу всего лучшего, Анна Марковна, всего хорошего, Исай Савич. Может, еще рюмочку на дорожку тычется над столом подслеповатый Исай Савич. Благодарю-с, не могу, укомплектован, имею честь. Спасибо вам за компанию, заходите. Ваши гости-с, до свидания». Но в дверях он останавливается на минуту и говорит многозначительно. «А все-таки мой совет вам. Вы эту девицу лучше сплавьте куда-нибудь заблаговременно. Конечно, ваше дело, но как хороший знакомый предупреждаю-с». Он уходит. Когда его шаги затихают на лестнице и хлопает за ним парадная дверь, Эмма Эдуардовна фыркает носом и говорит презрительно «Фараон! хочет и здесь и там взять деньги». Понемногу все расползаются из комнаты. В доме темно, сладко пахнет полувядшей осокой. Тишина. До обеда, который подается в шесть часов вечера, время тянется бесконечно долго и нестерпимо однообразно. Да и вообще этот дневной промежуток самый тяжелый и самый пустой в жизни дома. Он отдаленно похож по настроению на те вялые пустые часы, которые переживаются в большие праздники в институтах и в других закрытых женских заведениях, когда подруги разъехались, когда много свободы и много безделья, и целый день царит светлая сладкая скука. В одних нижних юбках и в белых сорочках, с голыми руками, иногда босиком, женщины бесцельно слоняются из комнаты в комнату, все немытые, непричесанные, лениво тычут указательным пальцем в клавиши старого фортепиано, лениво раскладывают гадания на картах, лениво перебраниваются и с томительным раздражением ожидают вечера. Любка после завтрака снесла амуру остатки хлеба и обрезки ветчины, но собака скоро надоела ей. Вместе с Нюрой она купила барбарисовых конфет и подсолнухов, и обе стоят теперь за забором, отделяющим дом от улицы, грызут семечки, скорлупа от которых остается у них на подбородках и на груди, и равнодушно судачат обо всех, кто проходит по улице, о фонарщике, наливающем керосин в уличные фонари, о городовом с разносной книгой под мышкой, об экономке из чужого заведения, перебегающей через дорогу в мелочную лавочку. Нюра маленькая, лупоглазая, синеглазая девушка, у нее белые льняные волосы, синие жилки на висках, в лице у нее есть что-то тупое и невинное, напоминающее белого пасхального сахарного ягненочка, она жива, суетливо, любопытна, во все лезет, со всеми согласна, первой знает все новости, и если говорит, то говорит так много и так быстро, что у нее летят брызги изо рта и на красных губах вскипает пузыри, как у детей. Напротив, из пивной, на минуту выскакивает курчавый, из пятой, бельмистый парень, услужающий, и бежит в соседний трактир. Прохор Иванович, а Прохор Иванович, кричит Нюра, не хотите ли подсолнухами угощу? Заходите к нам в гости, подхватывает Люба. Нюрка фыркает и добавляет сквозь давящий ее смех на теплые ноги, но парадная дверь открывается, в ней показывается грозная и строгая фигура старшей экономки. «Пфу, что это за безобразие?» кричит она начальственно. «Сколько раз вам повторять, что нельзя выскакивать на улицу днем и еще пфу, в одном белье?» «Не понимаю, как это у вас нет никакой совести?» «Порядочные девушки, которые сами себя уважают, не должны вести себя так публично. Кажется, слава богу, вы не в солдатском заведении, а в порядочном доме, не на Малой Емской!» Девицы возвращаются в дом, забираются на кухню и долго сидят там на табуретах, созерцая сердитую кухарку просковью, болтая ногами и молча грызя семечки. В комнате у маленькой Маньки, которую еще называют Манькой Скандалисткой и Манькой Беленькой, собралось целое общество. Сидя на краю кровати, она и другая девица Зоя, высокая красивая девушка с круглыми бровями, с серыми глазами на выкате, с самым типичным белым добрым лицом русской проститутки, играют в карты в 66. Ближайшая подруга Маньки маленькой Женя лежит за их спинами на кровати навзничь, читает растрепанную книжку «Ожерелье королевы», сочинение господина Дюма и курит. Во всем заведении она единственная любительница чтения и читает запоем и без разбора. Но против ожидания усиленное чтение романов с приключениями вовсе не сделало ее сентиментальной и не раскислило ее воображение. Более всего ей нравится в романах длинная, хитро задуманная и ловко распутанная интрига, великолепные поединки, перед которыми Виконт развязывает банты у своих башмаков в знак того, что он не намерен отступить ни на шаг от своей позиции, и после которых Маркиз, проткнувши насквозь графа, извиняется, что сделал отверстие в его прекрасном новом камзоле. Кошельки, наполненные золотом, небрежно разбрасываемые налево и направо главными героями, любовные приключения и остроты Генриха Четвертого, словом, весь этот пряный в золоте и кружевах героизм прошедших столетий французской истории. В обыденной жизни она, наоборот, трезва умом, насмешлива, практична и цинична зла. По отношению к другим девицам заведения она занимает такое же место, какое в закрытых учебных заведениях принадлежит первому силачу, второгоднику, первой красавице в классе, тиранствующей, обожаемой. Она высокая худая брюнетка с прекрасными карими горящими глазами, маленьким гордым ртом, усиками на верхней губе и со смуглым нездоровым румянцем на щеках. Не выпуская изо рта папироски и щурю сад дыма, она то и дело переворачивает страницы на муслин пальцем. Ноги у нее до колен голые, огромные ступни самой вульгарной формы, ниже больших пальцев резко выдаются внаружу острые некрасивые неправильные желваки. Здесь же, положив ногу на ногу, немного согнувшись, с шитьем в руках сидит Тамара, тихая, уютная, хорошенькая девушка, слегка рожеватая, с тем темным и блестящим оттенком волос, которые бывают у лисы зимою на хребте. Настоящее ее имя Гликерия или Лукерия по-простонародному. Но уже давнишней обычай домов терпимости заменять грубые имена Матрена, Агафий, Секлетини, звучными преимущественно экзотическими именами. Тамара когда-то была монахиней или, может быть, только послушницей в монастыре, и до сих пор в лице ее сохранилась бледная опухлость и пугливость, скромное и лукавое выражение, которое свойственно молодым монахиням. Она держится в доме особняком, ни с кем не дружит, никого не посвящает в свою прошлую жизнь. Но должно быть у нее кроме монашества было еще много приключений, что-то таинственное, молчаливое и преступное есть в ее неторопливом разговоре, в уклончивом взгляде ее густые темно-золотые глаз из-под длинных опущенных ресниц, в ее манерах, усмешках и интонациях скромные, но развратные святоши. Однажды вышел такой случай, что девицы чуть не с благоговейным ужасом услыхали, что Тамара умеет бегло говорить по-французски и по-немецки. В ней есть какая-то внутренне сдержанная сила. Несмотря на ее внешнюю кротость и сговорчивость, все в заведении относятся к ней с почтением и осторожностью. И хозяйка, и подруги, и обе экономки, и даже швейцар, этот истинный султан дома терпимости, всеобщая гроза и герой. «Прикрыла!» говорит Зоя и поворачивает козырь, лежавший под колодой рубашкой кверху. «Выхожу с сорока. Хожу с туза пик. Пожалуйста, Манечка, десяточку. Кончила. Пятьдесят семь, одиннадцать, шестьдесят восемь. Сколько у тебя?» «Тридцать», говорит Манька обиженным голосом, надувая губы. «Ну да, тебе хорошо. Ты все ходы помнишь. Сдавай». «Ну так что ж дальше, Тамарочка?» обращается она к подруге. «Ты говори, я слушаю». Зоя стасовывает старые черные замаслившиеся карты и дает Мане снять, потом сдает, поплевав предварительно на пальцы. Тамара в это время рассказывает Маньке тихим голосом, не отрываясь от шитья. «Вышивали мы гладью, золотом, на престольнике, воздухе, архиерейские облачения травками, цветами, крестиками. Зимой сидишь бывало у окна, окошки маленькие с решетками, свету немного, маслицем пахнет, ладаном, кипарисом. Разговаривать нельзя было, матушка была строгая. Кто-нибудь от скуки затянет великопостный Ирмос? Вонми небо и возглаголи воспою. Хорошо пели, прекрасно. И такая тихая жизнь, и запах такой прекрасный, снежок за окном, но точно во сне». Женя опускает истрепанный роман себе на живот, бросает папиросу через Зойну голову и говорит насмешливо. «Знаем мы вашу тихую жизнь. Младенцев нужники выбрасывали. Лукавые-то все около ваших святых мест бродит». «Сорок объявляю». «Сорок шесть у меня было». «Кончила!» — возбужденно восклицает манька маленькая и плечет ладонями. «Открываю три!» Тамара, улыбаясь на слова Жени, отвечает с едва заметной улыбкой, которая почти не растягивает губы, а делает в их концах маленькие лукавые двусмысленные углубления, совсем как у Моны Лизы на портрете Леонардо да Винчи. «Плетут много, промонахинь-то, мирские. Что же, если бывал грех?» «Не согрешишь, не покаешься», — вставляет серьезно Зоя и мочит палец во рту. Сидишь, вышиваешь, золото в глазах рябит, а от утреннего стояния так вот спину и ломит, и ноги ломит, а вечером опять служба. Постучишься к матушке в келью, молитвами святых отец наших, Господи, помилуй нас. А матушка из кельи так боском ответит «Аминь». Женя смотрит на нее несколько времени пристально, покачивает головой и говорит многозначительно «Странная ты девушка, Тамара». Вот гляжу я на тебя и удивляюсь. Ну, я понимаю, что эти дуры вроде Соньки любовь крутят, на то они и дуры. А ведь ты, кажется, во всех золах печена, во всех щелоках стирена. А тоже позволяешь себе этакие глупости. Зачем ты эту рубашку вышиваешь? Тамара, не торопясь, перекалывает поудобнее ткань на своем колене булавкой, заглаживает наперстком шов и говорит, не поднимая с ощурьих глаз, чуть склонив голову на бок. «Надо что-нибудь делать. Скучно так. В карты я не играю и не люблю». Женя продолжает качать головой. «Нет, странная ты девушка, право, странная. От гостей ты всегда имеешь больше, чем мы все. Дура, чем копить деньги, на что ты их тратишь? Духи покупаешь по семи рублей за склянку. Кому это нужно? Вот теперь набрала на пятнадцать рублей шелку. Это ведь ты Сеньке своему? Конечно, Сенечке тоже нашла сокровище. Вор несчастный. Приедет в заведение точно полководец какой. Как еще он не бьет тебя? Воры они это любят. И обирает небось? Больше чем я захочу я не дам, коротко отвечает Тамара и перекусывает нитку. Вот этому-то я и удивляюсь. С твоим умом, с твоей красотой я бы себе такого гостя захороводила, что на содержание бы взял. И лошади свои были бы, и бриллианты. Что кому нравится, Женечка? Вот и ты тоже хорошенькая и милая девушка, и характер у тебя такой независимый и смелый. А вот застряли мы с тобой у Анны Марковны. Женя вспыхивает и отвечает с непритворной горечью. Да, еще бы. Тебе везет. У тебя все самые лучшие гости. Ты с ними делаешь что хочешь. А у меня все либо старики, либо грудные младенцы. Не везет мне? Одни сопливые, другие желторотые. Вот больше всего я мальчишек не люблю. Придет гаденыш, трусит, торопится, дрожит, а сделал свое дело, не знает, куда глаза девать от стыда. Корчит его от омерзения, так и дала бы по морде. Прежде чем рубль дать, он его в кармане в кулаке держит, горячий весь рубль-то, даже потный молокосос. Ему мать на французскую булку с колбасой дает гривенник, а он на девку сэкономил. Был у меня на днях один кадетик. Так я нарочно назло ему говорю, на тебе, миленькой, на тебе, карамелик на дорогу, пойдешь обратно в корпус, пососешь. Так он сперва обиделся, а потом взял. Я потом нарочно подглядел с крыльца, как вышел, оглянулся, и сейчас карамельку в рот, поросенок. Ну, со стариками еще хуже, говорит нежным голосом манька маленькая и лукаво заглядывает на Зою. Как ты думаешь, Зоинька? Зоя, которая уже кончила играть и только что хотела зевнуть, теперь никак не может раздеваться. Ей хочется ни то сердиться, ни то смеяться. У нее есть постоянный гость, какой-то высокопоставленный старичок с извращенными эротическими привычками. Над его визитами к ней потешается все заведение. Зои удается наконец раздеваться. Ну, вас к чертовой матери, говорит она сиплом после зевка голосом, будь он проклят старая анафема. А все-таки хуже всех, продолжает рассуждать Женя, хуже твоего директора Зоинька, хуже моего кадета, хуже всех ваши любовники. Ну, что тут радостного? Придет пьяный, ломается, издевается, что-то такое хочет из себя изобразить, но только ничего у него не выходит. Скажите, пожалуйста, мальчишечка, хам-хамом, грязный, избитый, вонючий, все тело в шрамах, только одна ему хвала, шелковая рубашка, которую ему Тамарка вышьет. Ругается сукин сын по-матерному, драться лезет, тьфу! Нет, вдруг воскликнула она веселым, задорным голосом, кого люблю верно и нелицемерно во веки веков, так это мою манечку, маньку беленькую, маньку маленькую, мою маньку скандалисточку. И неожиданно обняв за плечи и грудь Маню, она притянула ее к себе, повалила на кровать и стала долго и сильно целовать ее волосы, глаза, губы. Манька с трудом вырвалась от нее с растрепанными светлыми, тонкими, пушистыми волосами, вся розовая сопротивление и с опущенными влажными от стыда и смеха глазами. — Оставь, Женечка, оставь, ну что ты Маня маленькая, а самая кроткая и тихая девушка во всем заведении. Она добра, уступчива, никогда не может никому отказать в просьбе и невольно все относятся к ней с большой нежностью. Она краснеет по всякому пустяку и в это время становится особенно привлекательна, как умеют быть привлекательны очень нежные блондинки с чувствительной кожей. Но достаточно ей выпить три-четыре рюмки ликера Бенедиктина, который она очень любит, как она становится неузнаваемой и выделывает такие скандалы, что всегда требуется вмешательство экономок, швейцара, иногда даже полиции. Ей ничего не стоит ударить гостя по лицу или бросить ему в глаза стакан, наполненный вином, опрокинуть лампу, обругать хозяйку. Женя относится к ней с каким-то странным, нежным покровительством и грубым обожанием. — Барышни, обедать, обедать, барышни! — кричит, пробегая вдоль коридора, экономка Зося. На бегу она открывает дверь в Манину комнату и кидает торопливо. — Обедать, обедать, барышни! Идут опять на кухню, все так же в нижнем белье, все немывшиеся, в туфлях и босиком. Подают вкусный борщ со свиной кожицей и с помидорами, котлеты и пирожные, трубочки со сливочным кремом. Но ни у кого нет аппетита благодаря сидячей жизни и неправильному сну, а также потому, что большинство девиц, как институтки в праздник, уже успели днем послать в лавочку за халвой, орехами, рахат-лукумом, солеными огурцами и тянучками и этим испортили себе аппетит. Одна только Нина, маленькая курносая, гнусавая деревенская девушка, всего лишь два месяца назад обольщенная каким-то камэвэйжором и им же проданная в публичный дом, ест за четверых. У нее все еще не пропал чрезмерный запасливый аппетит простолюдинки. Женя, которая лишь брезгливо поковыряла котлетку и съела половину трубочки, говорит ей тоном лицемерного участия. Ты бы, фиклуша, скушала бы и мою котлетку, кушай, милая, кушай, не стесняйся, тебе надо поправляться. А знаете, барышня, что я вам скажу? Обращается она к подругам. Ведь у нашей фиклуши солитер, а когда у человека солитер, он всегда ест за двоих, половину за себя, половину за глисту. Нина сердит и сопит и отвечает неожиданным для ее роста басом и в нос. Никаких у меня нет глистов, это у вас есть глисты, оттого вы такая худая. И она невозмутимо продолжает есть и после обеда чувствует себя сонной, как удав. громко рыгает, пьет воду и кает и украдкой, если никто не видит, крестит себе рот по старой привычке. Но вот уже в коридорах и комнатах слышится звонкий голос Зоси «Одеваться, барышня, одеваться, нечего рассиживаться, на работу!» Через несколько минут во всех комнатах заведения пахнет паленым волосом, борно-тимоловым мылом, дешевым одеколоном. Девицы одеваются к вечеру. Настали поздние сумерки, а за ними теплая темная ночь. Но еще долго, до самой полуночи, тлела густая малиновая заря. Швейцар заведения Симеон зажег все лампы по стенам залы и люстру, а также красный фонарь над крыльцом. Симеон был сухопарый, сутуловатый, молчаливый и суровый человек с прямыми широкими плечами, брюнет, шадровитый, с вылезшими от оспы плешинками бровями и усами и с черными матовыми наглыми глазами. Днем он бывал свободен и спал, а ночью сидел безотлучно в передней под рефлектором, чтобы раздевать и одевать гостей и быть готовым на случай всякого беспорядка. Пришел топер, высокий белобрысый и деликатный молодой человек с бельмом на правом глазу. Пока не было гостей, он с Иса и Савичем потихоньку разучивали под Испань, танец, начинавший входить в то время в моду. За каждый танец, заказанный гостями, они получали тридцать копеек за легкий танец и по полтиннику за кадриль. Но одну половину из этой цены брала себе хозяйка, Анна Марковна, другой же музыканты делили поровну. Таким образом, топер получал только четверть из общего заработка, что, конечно, было несправедливо, потому что Исаи Савич играл самоучкой и отличался деревянным слухом. Топеру приходилось постоянно его натаскивать на новые мотивы, поправлять и заглушать его ошибки громкими аккордами. Девицы с некоторой гордостью рассказывали гостям о топере, что он был в консерватории и шел все время первым учеником, но так как он еврей и к тому же заболел глазами, то ему не удалось окончить курса. Все они относились к нему очень бережно и внимательно, с какой-то участливой немножко приторной жалостливостью, что весьма вяжется с внутренними закулисными нравами домов терпимости, где под внешней грубостью и щегольством похабными словами живет такая же слащавая истеричная сентиментальность, как и в женских пансионах и, говорят, в каторжных тюрьмах. Все уже были одеты и готовы к приему гостей в доме Анны Марковны и томились бездельем и ожиданием. Несмотря на то, что большинство женщин испытывало к мужчинам за исключением своих любовников полное, даже несколько брезгливое равнодушие, в их душах перед каждым вечером все-таки оживали и шевелили смутные надежды. Неизвестно, кто их выберет, не случится ли что-нибудь необыкновенного, смешного или увлекательного, не удивит ли гость своей щедростью, не будет ли какого-нибудь чуда, которое перевернет всю жизнь. В этих предчувствиях и надеждах было нечто похожее на те волнения, которые испытывает привычный игрок, пересчитывающий перед отправлением в клуб свои наличные деньги. Кроме того, несмотря на свою бесполость, они все-таки не утеряли самого главного инстинктивного стремления женщин нравиться. И правда, иногда приходили в дом совсем диковинные лица и происходили сумбурные пестрые события. Являлась друг полиция вместе с переодетыми сыщиками и арестовала каких-нибудь приличных на вид безукоризненных джентльменов и уводила их, толкая в шею. Порою завязывались драки между пьяной скандальной компанией и швейцарами изо всех заведений, сбегавшимися на выручку товарищу швейцару, драки, во время которых разбивались стекла в окнах и фортепьянные деки, когда выламывались как оружие ножки у плюшевых стульев. Кровь заливала паркет в зале и ступеньки лестницы, и люди с проткнутыми боками и проломленными головами валились в грязь у подъезда к звериному жадному восторгу Женьки, которая с горящими глазами, со счастливым смехом лезла в самую гущу свалки, хлопала себя по бедрам, бронилась и науськивала, в то время как ее подруги визжали от страха и прятались под кровати. Случалось, приезжал со стаи прихлебателей какой-нибудь артельщик или кассир, давно уже зарвавшийся в многотысячной растрате, в карточной игре и безобразных кутежах, и теперь дошвыривающий перед самоубийством или скамьей подсудимых в угарном пьяном нелепом бреду последние деньги. Тогда запирались наглухо двери и окна дома, и двое суток кряду шла, кошмарная, скучная, дикая, с выкриками и слезами, с надругательством над женским телом, русская оргия. Устраивались райские ночи, во время которых уродливо кривлялись под музыку нагишом пьяные, кривоногие, волосатые, брюхатые мужчины и женщины с дряблыми, желтыми, обвисшими, жидкими телами. Пили и жрали как свиньи в кроватях и на полу, среди душной проспиртованной атмосферы, загаженной человеческим дыханием и испарениями нечистой кожи. Изредка появлялся в заведении цирковой атлет, производивший в невысоких помещениях странно громоздкое впечатление, вроде лошади, введенной в комнату. Китаец в синей кофте, белых чулках и с косой, негр из кафешантана в смокинге и клетчатых панталонах, с цветком в петлице и в крахмальном белье, который, к удивлению девиц, не только не пачкался от черной кожи, но оказался еще более ослепительно блестящим. Эти редкие люди будоражили присыщенные воображения проституток, возбуждали их истощенную чувственность и профессиональное любопытство. И все они, почти влюбленные, ходили за ними следом, ревнуя и огрызаясь друг на друга. Был случай, что Симеон впустил в залу какого-то пожилого человека, одетого помещански. Ничего не было в нем особенного. Строгое, худое лицо, с выдающимися, как желваки костистыми злобными скулами. Низкий лоб, борода клином, густые брови, один глаз заметно выше другого. Войдя, он поднес к колбу сложные для креста пальцы, но, пошарив глазами по углам и не найдя образа, нисколько не смутился, опустил руку, плюнул и тотчас же с деловым видом подошел к самой толстой во всем заведении девицы, Катьки. Пойдем, скомандовал он коротко и мотнул решительно головой на дверь. Но во время его отсутствия всезнающий Симеон с таинственным и даже несколько гордым видом успел сообщить своей тогдашней любовнице Нюре, а она шепотом, с ужасом в округлившихся глазах рассказала подругам по секрету о том, что фамилия мещанина Дятченко и что он прошлой осенью вызвался за отсутствием палача совершить казнь над одиннадцатью бунтовщиками и собственноручно повесил их в два утра. И, как это не чудовищно, не было в этот час ни одной девицы во всем заведении, которая не почувствовала бы зависти к толстой Катьке и не испытала бы жуткого, терпкого, головокружительного любопытства. Когда Дятченко через полчаса уходил со своим степенным и суровым видом, все женщины безмолвно разинов рты провожали его до выходной двери и потом следили за ним из окон, как он шел по улице. Потом кинули с комнаты одевавшиеся Катьке и засыпали ее расспросами. Глядели с новым чувством, почти с изумлением, на ее голые красные толстые руки, на смятую еще постель, на бумажный старый засаленный рубль, который Катька показала им, вынув его из чулка. Катька ничего не могла рассказать. Мужчина как мужчина, как все мужчины, говорила она со спокойным недоумением. Но когда узнала, кто был ее гостем, то вдруг расплакала, сама не зная почему. Этот человек, отверженный из отверженных, так низко упавший, как только может представить себе человеческая фантазия, этот добровольный палач обошелся с ней без грубости, но с таким отсутствием хотя бы намека на ласку, с таким пренебрежением и деревянным равнодушием, как обращаются не с человеком, даже не с собакой или лошадью, даже не с зонтиком, пальто или шляпой, а как с каким-то грязным предметом, в котором является минутная неизбежная потребность, но который по минованию надобности становится чуждом, бесполезным и противным. Всего ужаса этой мысли толстая Катька не могла объять своим мозгом откормленной индюшки и потому плакала, как и ей самой казалось, беспричинно и бестолково. Бывали и другие происшествия, взбалтывавшие мутную и грязную жизнь этих бедных, больных, глупых, несчастных женщин. Бывали случаи дикой, необузданной ревности, спальбой из револьвера и отравлением. Иногда очень редко расцветала на этом навозе нежная, пламенная и чистая любовь. Иногда женщины даже покидали при помощи любимого человека заведение, но почти всегда возвращались обратно. Два или три раза случалось, что женщина из публичного дома вдруг оказывалась беременной, и это всегда бывало по внешности смешно и позорно, но в глубине события трогательно. И как бы то ни было, каждый вечер приносил с собой такое раздражающее, напряженное, пряное ожидание приключений, что всякая другая жизнь после дома терпимости казалась этим ленивым, безвольным женщинам пресной и скучной. Окна раскрыта настежь в душистую темноту вечера, и тюлевые занавески слабо колышутся взад и вперед от незаметного движения воздуха. Пахнет росистой травой из чахлого маленького полисадника перед домом, чуть-чуть сиренью и вянущим березовым листом от троицких деревцов у подъезда. Люба в синей бархатной кофте с низковырезанной грудью и Нюра одетые как бэби в розовый широкий сак до колен с распущенными светлыми волосами и с кудряшками на лбу лежат обнявшись на подоконнике и поют потихоньку очень известную между проститутками злободневную песню про больницу. Нюра тоненько в нос выводит первый голос. Люба вторит ей глуховатым альтом. Понедельник наступает мне на выписку идти доктор Красов не пускает. Во всех домах отворенные окна ярко освещены а перед подъездами горят висячие фонари. Обеим девушкам отчетливо видна внутренность зала в заведении Софьи Васильевны что напротив. Желтый блестящий паркет темно-вишневые драпри на дверях перехваченные шнурами. Конец черного рояля, трюмо в золоченой раме и то мелькающие в окнах, то скрывающиеся женские фигуры в пышных платьях и их отражение в зеркалах. Резное крыльцо трепеля направо ярко озрено голубоватым электрическим светом из большого матового шара. Вечер тих и тепел. Где-то далеко-далеко за линии железной дороги, за какими-то черными крышами и тонкими черными стволами деревьев, низко над темной землей, в которой глаз не видит, а точно чувствует могучий зеленый весенний тон, рдеет алым золотом, прорезавшись сквозь сизую мглу узкая длинная полоска поздней зари. И в этом неясном дальнем свете, в ласковом воздухе, в запахах наступающей ночи, была какая-то тайная, сладкая, сознательная печаль, которая бывает так нежна в вечера между весной и летом. Плыл неясный шум города, слышался скучающий гнусавый напев гармонии, мчание коров, сухо шар клечит и подошвы, и звонко стучала окованная палочка о плиты тротуара, лениво и неправильно погромыхивали колеса извозящей пролетки, катившейся шагом по яме, и все эти звуки сплетались красиво и мягко в задумчивой дремоте вечера. И свистки паровозов на линии железной дороги, обозначенной в темноте зелеными и красными огоньками, раздавали с тихой певучей осторожностью. Вот сиделочка приходит, булку с сахаром несет, булку с сахаром несет, всем поровну раздает. Прохор Иванович, вдруг окликает Нюра кудряву слугу из пивной, который легким черным силуэтом перебегает через дорогу. А, Прохор Иванович, ну вас, сипло грызает столь, чего еще? Вам велел кланяться один ваш товарищ. Я его сегодня видела. Какой такой товарищ? Такой хорошенькой, брюнетик симпатичный. Нет, а вы спросите лучше, где я его видела? Ну, где? Прохор Иванович приостанавливается на минуту. А вот где, у нас на гвозде на пятой полке, где дохлые волки. Вот дура еловая. Нюра хохочет визгливо на всю яму и валится на подоконник, брыкая ногами в высоких черных чулках, потом, перестав смеяться, она сразу делает круглые удивленные глаза и говорит шепотом. А знаешь, девушка, ведь он в позапрошлом годе женщину одну зарезал, Прохор та. Гей-богу. Ну, до смерти? Не, не до смерти, выкачалась, говорит Нюра точно с сожалением. Однако два месяца пролежала в Александровской. Доктора говорили, что если бы вот столечка повыше, то окончена бы амба. За что ж он ее? А я знаю, может быть, деньги от него скрывала или изменила. Любовник он у ней был, кот. Ну, и что же ему за это? А ничего, никаких улик не было. Была тут общая из клока человек сто дралось. Она тоже в полицию заявила, что никаких подозрений не имеет. Но Прохор сам потом хвалился. Я, в тот раз Дуньку не зарезал, так в другой раз дорежу. Она, говорит, от моих рук не уйдет, будет ей амба. Люба вздрагивает всей спиной. Отчаянные они эти коты, произносит она тихо, с ужасом в голосе. Страсть до чего! Я, ты знаешь, с нашим Симеоном крутила любовь целый год. Такой ирод подлец! Живого на мне места не было, вся в синяках ходила. И не то, чтобы за что-нибудь, а просто так. Пойдет утром со мной в комнату, запрется и давай меня терзать. Руки выкручивает, за груди щиплет, душить начнет за горло. А то целует-целует, да как куснет за губы, так кровь аж и брызнет. Я заплачу, а ему только этого и нужно. Так зверем на меня и кинется, аж задрожит. И все, деньги от меня отбирал. Ну вот, все до копеечки. Не на что было десятка папирос купить. Он ведь скупой, Симеон-то. Все на книжку, на книжку относит, говорит, что, как соберет тысячу рублей в монастырь, уйдет. Ну, ей-богу, да посмотри у него в комнатке. Круглые сутки, днем и ночью, лампадка горит над образами. Он очень до Бога усердный. Только я думаю, что он от того такой, что тяжелые грехи на нем. Убийца он. Да что ты! Ах, да ну его, бросим о нем, Любочка. Ну, давай дальше. Пойду в хаптеку, куплю я хаду, сама себя я хатравлю, заводит Нюра тоненьким голоском. Женя шесть, с Пашей, причем обе женщины для удобства сдачи оставили между собой пустой стул, а взятки собирают себе в юбки, распяленные между коленями. На маньке коричневое, очень скромное платье, с черным передником и плаемым черным нагрудником. Этот костюм очень идет к ее нежной белокурой головке и маленькому росту, молодит ее и делает похожей на гимназистку предпоследнего класса. Ее партнерша Паша очень странная и несчастная девушка. Ей давно бы нужно быть не в доме терпимости, а в психиатрической лечебнице из-за мучительного нервного недуга, заставляющего ее иступленно, с болезненной жадностью отдаваться каждому мужчине, даже самому противному, который бы ее не выбрал. Подруги издеваются над нею и несколько презирают ее за этот порог, точно как за какую-то измену корпоративной вражде к мужчинам. Нюра очень, похоже, передразнивает ее вздохи, стоны, выкрики и страстные слова, от которых она никогда не может удержаться в минуты экстаза, и которые бывают слышны через две или три перегородки в соседних комнатах. Про Пашу ходит слух, что она вовсе не по нужде и не соблазном или обманом попала в публичный дом, а поступила в него сама, добровольно, следуя своему ужасному ненасытному инстинкту. Но хозяйка дома и обе экономки всячески балуют Пашу и поощряют ее безумную слабость, потому что благодаря ей Паша идет на расхват и зарабатывает в четверо, в пятеро больше любой из остальных девушек. Зарабатывает так много, что в бойкие праздничные дни ее вовсе не выводят к гостям по сирии или отказывают им под предлогом Пашиной болезни, потому что постоянные хорошие гости обижаются, если им говорят, что их знакомая девушка занята с другим. А таких постоянных гостей у Паши пропасть. Многие совершенно искренне, хотя и по-скотски влюблены в нее. И даже не так давно двое почти одновременно звали ее на содержание. Грузин, приказчик из магазина Кахетинских вин, и какой-то железнодорожный агент, очень гордый и очень бедный дворянин высокого роста, с махровыми манжетами, с глазом, замененным черным кружком на резинке. Паша, пассивная во всем, кроме своего безличного сладострасти, конечно, пошла бы за всяким, кто бы позвал ее. Но администрация дома зорко оберегает в ней свои интересы. Близкое безумие уже сквозит в ее миловидном лице, в ее полузакрытых глазах, всегда улыбающихся какой-то хмельной, блаженной, кроткой, застенчивой, непристойной улыбкой, в ее томных, размягченных, мокрых губах, которые она постоянно облизывает, в ее коротком, тихом смехе, смехе идиотки. И вместе с тем она, эта истинная жертва общественного темперамента, в обиходной жизни очень добродушна, уступчива, совершенно бессребреница и очень стыдится своей чрезмерной страстности. К подругам она нежна, очень любит целоваться и обниматься с ними и спать в одной постели, но ею все как будто бы немного брезгуют. Манечка, душечка, миленькая, говорит умильно Паша, дотрагиваясь до Маниной руки. Погадай мне, золотая моя деточка. Ну, надувает Маню губы точно ребенок, поиграем еще. Манечка, хорошенькая, пригоженькая, золото мое, родная, дорогая. Маня уступает и раскладывает колоды у себя на коленях. Червонный дом выходит, небольшой денежный интерес и свидание в пиковом доме при большой компании с трефовым королем. Паша всплескивает радостно руками. Ах, это мой Ливанчик! Ну да, он обещал сегодня прийти. Конечно, Ливанчик. Это твой грузин? Да, да, мой грузинчик. Ох, какой он приятный! Так бы никогда его от себя не отпустило. Знаешь, он мне в последний раз что сказал? Если ты будешь еще жить в публичном доме, то я сделаю ЭТБ смерть, ЭСБ сделаю смерть. И так глазами на меня сверкнул. Женя, которая остановилась вблизи, прислушивается к ее словам и спрашивает высокомерно. Это кто это так сказал? «А мой грузинчик Ливан и тебе смерть, и мне смерть». «Дура!» «Ничего он не грузинчик, а просто армяшка». «Сумасшедшая ты дура!» «А нет, грузин!» «И довольно странно с твоей стороны, говорю тебе армяшка, мне лучше знать, дура». «Чего ж ты ругаешься, Женя? Я ж тебя первой не ругала». «Если б ты первой стала ругаться, дура!» «Не все тебе равно, кто он такой». «Влюблена ты в него, что ли?» «Ну и влюблена». «Ну и дура!» в этого с кокардой в кривого тоже влюблена?» «Так что ж, я его очень уважаю, он очень солидный». «И в кольку бухгалтера, и в подрядчика, и в Антошку картошку, и в актера толстого». «О, бесстыдница!» вдруг вскрикивает Женя. «Не могу видеть тебя без омерзения, сука ты! Будь я на твоем месте такая разнесчастная, я бы лучше руки на себя наложила, удавилась бы на шнурке от корсета. Гадина ты!» Паша молча опускает ресницы на глаза, налившиеся слезами. Маня пробует заступиться за нее. «Что уж это так, Женечка? Зачем ты на нее так?» «Эх, все вы хороши!» резко обрывает ее Женя. «Никакого самолюбия! Приходит хам, покупает тебя, как кусок говядины, нанимает, как извозчика по такси, для любви на час! А ты раскисла! Ах, любовничек, ах, неземная страсть! Тьфу!» Она гневно поворачивается к ним спиною и продолжает свою прогулку по диагонали залы, покачивая бедрами и щурясь на себя в каждое зеркало. В это время Исаак Давидович, топер, все еще бьется с неподатливым скрипачем. «Не так, не так, Исаисович, вы бросьте скрипку на минуточку, прислушайтесь немножко ко мне, вот мотив». Он играет одним пальцем и напевает тем ужасным козлиным голосом, каким обладают все капельмейстеры, в которые он когда-то готовился. «Эстам, эстам, эстям, тям, ну, ну, теперь повторяйте за мной первое колено за первый раз, ну, энцвей». За их репетицией внимательно следят сероглазая, круглолицая, круглобровая, беспощадно намазавшаяся дешевыми румяными и белилами Зоя, которая облокотилась на фортепиано, и Вера, жиденькая, со спитым лицом, в костюме жокея, в круглой шапочке с прямым козырьком, в шелковой полосатой сине с белым курточке, в белых обтянутых туго ритузах и в лакированных сапожках с желтыми отворотами. Вера и в самом деле похожа на жокея, с своим узким лицом, на котором очень блестящие голубые глаза, под спущенный на лоб лихой гривкой, слишком близко посажены к горбатому, нервному, очень красивому носу. Когда, наконец, после долгих усилий музыканты слаживаются, низенькая Вера подходит к рослой Зое, той мелкой связанной походкой с оттопыренным задом и локтями на отлете, какой ходят только женщины в мужских костюмах, и делает ей, широко разводя вниз руками, комический мужской поклон. И они с большим удовольствием начинают носиться по зале. Прыткая Нюра всегда первая объявляющая все новости, вдруг соскакивает с подоконника и кричит, захлебываясь от волнения и торопливости. К Трепелю подъехали лихач с электричеством. Ой, девоньки, умереть на месте! На оглоблях электричество! Все девицы, кроме гордой Жени, высовываются из окон. Около трепелевского подъезда действительно стоит лихач. Его новенькая щегольская пролетка блестит свежим лаком. На концах оглобель горят желтым светом два крошечных электрических фонарика. Высокая белая лошадь нетерпеливо мотает красивой головой с голым розовым пятном на храпе. Перебирает на месте ногами и придет тонкими ушами. Сам бородатый толстый кучер сидит на козлах как из вояния, вытянув прямо вдоль колен руки. Вот бы прокатиться! взвизгивает Нюра. Дяденька лихач, а дяденька лихач! кричит она, перевешиваясь через подоконник. Прокатай бедную девчоночку! Прокатай за любовь! Нюра. Лихач смеется, делает чуть заметное движение пальцами, и белая лошадь тотчас же, точно только этого и дожидалась, берет с места доброй рысью, красиво заворачивает назад и с мерной быстротой уплывает в темноту вместе с пролеткой и широкой спиной кучера. Фу! Безобразие! раздается в комнате негодующий голос Эммы Эдуардовны. Но где это видано, чтобы порядочные барышни позволяли себе вылезать на окошко и кричать на всю улицу «О, скандал!» И все Нюра! Не всегда это ужасная Нюра! Она величественна в своем черном платье, с желтым дряблым лицом, с темными мешками под глазами, с тремя висящими дрожащими подбородками. Девицы, как провинившиеся пансионерки, чинно рассаживаются по стульям вдоль стен, кроме Жени, которая продолжает созерцать себя во всех зеркалах. Еще два извозчика подъезжают напротив, к дому Софьи Васильевны. Яма начинает оживляться. Наконец, еще одна пролетка грохочет по мостовой, и шум ее сразу обрывается у подъезда Анны Марковны. Швейцар Симеон помогает кому-то раздеться в передние. Женя заглядывает туда, держа с обеими руками за дверные косяки, но тотчас же оборачивается назад и на ходу пожимает плечами и отрицательно трясет головой. Не знаю, какой-то совсем незнакомый, говорит она в полголоса. Никогда у нас не был. Какой-то папашка, толстый в золотых очках и в форме. Эмма Эдуардовна командует голосом, звучащим как призывная кавалерийская труба. Баршни, в залу, в залу, баршни! Одна за другой надменными походками выходит в залу. Тамара с голыми белыми руками, обнаженной шеей, обвитой ниткой искусственного жемчуга. Толстая Катька с мясистым четырехугольным лицом и низким лбом. Новенькая Нина, курносая неуклюжая, в платье цвета зеленого попугая. Другая Манька, Манька большая или Манька крокодил, как ее называют. И последний Сонька руль, еврейка, с некрасивым темным лицом и чрезвычайно большим носом, за который она и получила свою кличку, но с такими прекрасными большими глазами, одновременно кроткими и печальными, горящими, влажными, какие среди женщин всего земного шара бывают только у евреек. Пожилой гость в форме благотворительного ведомства вошел медленными нерешительными шагами, наклоняясь при каждом шаге немного корпусом вперед и потирая кругообразными движениями свои ладони, точно умывая их. Так как все женщины торжественно молчали, точно не замечая его, то он пересек залу и опустился на стул рядом с Любой, которая, согласно этикету, только подобрала немного юбку, сохраняя рассеянный и независимый вид девицы из порядочного дома. — Здравствуйте, барышня, — сказал он. — Здравствуйте, — отрывисто ответила Люба. — Как вы поживаете? — Спасибо, благодарю вас. Угостите покурить. — Извините, не курящий. — Вот так-так, мужчина и вдруг не курит. — Ну так угостите лафитом с лимонадом. — Ужас, как люблю лафит с лимонадом. Он промолчал. — О, какой скупой, папашка! Вы где это служите? Вы чиновники? — Нет, я учитель. Учу немецкому языку. — А я вас где-то видела, папочка. Ваша физиономия мне знакома. — Где я с вами встречалась? — Ну уж не знаю права, на улице разве? — Может быть, и на улице. — Вы хотя бы апельсином угостили. — Можно спросить апельсин? Он опять замолчал, озираясь кругом. Лицо у него заблестело, и прыщи на лбу стали красными. Он мысленно оценивал всех женщин, выбирая себе подходящую и в то же время стесняясь своим молчанием. Говорить было совсем не о чем. Кроме того, равнодушная назойливость Любы раздражала его. Ему нравилась своим большим коровьим телом толстая Катя. Но должно быть, решал он в уме, она очень холодна в любви, как все полные женщины, и к тому же некрасива лицом. Возбуждала его также и Вера своим видом мальчишки и крепкими ляжками, плотно охваченными белым трико. И беленькая Маня, так похожая на невинную гимназистку, и Женя, своим энергичным смуглым красивым лицом. Одну минуту он совсем уж было остановился на Жене, но только дернулся на стуле и не решился. По ее развязанному, недоступному, небрежному виду, и потому как она искренно не обращала на него никакого внимания, он догадывался, что она самая избалованная среди всех девиц заведения, привыкшая, чтобы на нее посетители шире тратились, чем на других. А педагог был человек расчетливый, обремененный большим семейством и истощенный, исковерканный его мужской требовательностью женой, страдавшей множеством женских болезней. преподавая в женской гимназии и в институте, он постоянно жил в каком-то тайном сладострастном бреду, и только немецкая выдержка, скупость и трусость помогали ему держать в узде свою вечно возбужденную похоть. Но раза два-три в год он с невероятными решениями выкраивал из своего нищенского бюджета пять или десять рублей, отказывая себе в любимой вечерней кружке пива и выгадывая на конках, для чего ему приходилось делать громадные концы по городу пешком. Эти деньги он отделял на женщин и тратил их медленно, со вкусом, стараясь как можно более продлить и удешевить наслаждение. И за свои деньги он хотел очень многого, почти невозможного. его немецкая сентиментальная душа смутно жаждала невинности, робости, поэзии в белокуром образе Гретхен. Но как мужчина он мечтал, хотел и требовал, чтобы его ласки приводили женщину в восторг и трепет и сладкое изнеможение. Впрочем, того же самого добивались все мужчины, даже самые ледащие, уродливые, скрюченные и бессильные из них. И древний опыт давно уже научил женщин имитировать голосом и движениями самую пылкую страсть, сохраняя в бурные минуты самое полнейшее хладнокровие. — Ну, хоть по крайности закажите музыкантам сыграть полечку. Пусть барышни потанцуют, попросила ворчливо Люба. Это было ему с руки. Под музыку среди толкотни танцев было гораздо удобнее решиться встать, увезти из зала одну из девиц, чем сделать это среди общего молчания и чопорной неподвижности. — А сколько это стоит? — спросил он осторожно. — Кадриль полтинник, а такие танцы тридцать копеек. — Так можно? — Ну, что ж, пожалуйста. — Мне не жаль, согласился он, притворяясь щедрым. — Кому здесь сказать? — А вон, музыкантам. — Отчего ж я? С удовольствием. — Господин музыкант, пожалуйста, что-нибудь из легких танцев, сказал он, кладя серебро на фортепиано. — Что прикажете? — спросил Исай Саевич, пряча деньги в карман. — Вальс, Польку, Польку-Мазурку. — Ну, что-нибудь такое. — Вальс, вальс! — закричала свое место Вера, большая любительница танцевать. — Нет, Польку! Вальс! Венгерку! Вальс! — потребовали другие. — Пускай играют Польку! — решила капризным тоном Люба. — Исай Саевич, сыграйте, пожалуйста, Полечку. Это мой муж, и он для меня заказывает, прибавила она, обнимая за шею педагога. — Правда, папочка? Но он высвободился из-под ее руки, втянув в себя голову, как черепаха, и она без всякой обиды пошла танцевать с Нюрой. Кружились еще три пары. В танцах все девицы старались держать талию как можно прямее, а голову как можно неподвижнее, с полным безучастием на лицах, что составляло одно из условий хорошего тона заведения. Под шумок учитель подошел к Маньке маленькой. «Пойдемте?» — сказал он, подставляя руку калачикам. «Поедемте!» — ответила она, смеясь. Она привела его в свою комнату, убранную со всей кокетливостью спальни публичного дома средней руки, комод, покрытый вязаной скатертью, и на нем зеркало, букет бумажных цветов, несколько пустых бомбоньерок, пудреница, выцветшая фотографическая карточка белобрысого молодого человека с гордо изумленным лицом, несколько визитных карточек. Над кроватью, покрытой пикейным розовым одеялом, вдоль стены прибит ковер с изображением турецкого султана, нежащегося в своем гареме, с кальяном во рту. На стенах еще несколько фотографий фронтоватых мужчин лакейского и актерского типа. Розовый фонарь, свешивающийся на цепочках с потолка, круглый стол под ковровой скатертью, тревенских стула, эмулированный таз и такой же кувшин в углу на табуретке за кроватью. — Угости, милочка, лафитом с лимонадом, — попросила по заведенному обычаю манька маленькая, расстегивая корсаж. — Потом, — сурово ответил педагог, — это от себя самой будет зависеть. И потом, какой же здесь у вас может быть лафит? Бурда какая-нибудь? — У нас хороший лафит, — обидчиво возразила девушка. — Два рубля бутылка. Но если ты такой скупой, купи хоть пиво. — Хорошо? — Ну, пиво это можно. — А мне лимонаду и апельсинов, да? — Лимонаду бутылку, да, а апельсинов нет. — Потом, может быть, я тебя даже и шампанским угощу. Все от тебя будет зависеть, если постараешься. — Так я спрошу папашка четыре бутылки пива и две лимонаду, да? И для меня хоть плиточку шоколаду, хорошо, да? — Две бутылки пива, бутылку лимонаду и больше ничего. Я не люблю, когда со мной торгуются. Если надо, я сам потребую. — А можно мне одну подругу пригласить? — Нет уж, пожалуйста, без всяких подруг. Манька высунулась из двери в коридор и крикнула звонко. — Экономочка! Две бутылки пива и для меня бутылку лимонаду. Пришел Симеон с подносом и стал с привычной быстротой откупоривать бутылки. Следом за ним пришла экономка Зося. — Ну вот, как хорошо устроились. С законным браком поздравила она. — Папаша, угости экономочку пивом, попросила Манька. Кушайте экономочка. — Ну в таком случае за ваше здоровье, господин. Что-то лицо мне ваше точно знакомо. Немец пил пиво, обсасывая близовые усы и нетерпеливо ожидал, когда уйдет экономка. Но она, поставив свой стакан и поблагодарив, сказала, позвольте господин получить с вас деньги. За пиво сколько следует и за время. Это и для вас лучше, и для нас удобнее. Требование денег покоробило учителя, потому что совершенно разрушало сентиментальную часть его намерений. Он рассердился. — Что это в самом деле за хамство? Кажется, я бежать не собираюсь отсюда. И потом, разве вы не умеете разбирать людей? Видите, что к вам пришел человек порядочный, в форме, а не какой-нибудь босяк. Что за назойливость такая? Экономка немного сдалась. — Да вы не обижаетесь, господин. Конечно, за визит вы сами барышне отдадите. Я думаю, не обидите, она у нас девочка славная. А уж за пиво и лимонад потрудитесь заплатить. Мне тоже хозяйке надо отчет отдавать. Две бутылки пива по пятидесяти рубль и лимонад тридцать. Рубль тридцать. Господи, бутылка пива пятьдесят копеек, возмутился немец. «Да я я в любой портер и достану его за двенадцать копеек». «Ну идите в портер ну, если там дешевле», обидел Зося. «А если вы пришли в приличное заведение, то это уже казенная цена, полтинник. Мы ничего лишнего не берем. Вот так-то лучше». «Двадцать копеек вам сдач?» «Да, непременно сдачи», твердо подчеркнул учитель. «И прошу вас, чтобы больше никто не входил». «Нет, нет, нет, что вы?» засуетилась около двери Зося. «Располагайтесь как вам будет угодно, в полное свое удовольствие. Приятного вам аппетита». Манька заперла за ней дверь на крючок и села немцу на дно колена, обняв его голой рукой. «Ты давно здесь?» спросил он, прихлебывая пиво. Он чувствовал смутно, что то подражание любви, которое сейчас должно произойти, требует какого-то душевного сближения, более интимного знакомства. И поэтому, несмотря на свое нетерпение, начал обычный разговор, который ведется почти всеми мужчинами наедине с проститутками и который заставляет их лгать почти механически, лгать без огорчения, увлечения или злобы по одному пристарому трафарету. «Недавно. Всего третий месяц. А сколько тебе лет?» «Шестнадцать», — соврала маленькая Манька, убавив себе пять лет. «О, такая молоденькая», удивился немец, и стал, нагнувшись и кряхтя, снимать сапоги. «Как же ты сюда попала?» «А меня один офицер лишил невинности там у себя на родине, а мамаша у меня ужас какая строгая. Если бы она узнала, она бы меня собственными руками задушила. Но вот я и убежала из дому и поступила суда». «А офицера-то ты любила? Который первый-то? Коли не любила бы, то не пошла бы к нему. Он под лет жениться обещал, а потом добился, чего ему нужно, и бросил». «Что же, тебе стыдно было в первый раз?» «Конечно, что стыдно». «Ты как папашка, любишь со светом или без света? Я фонарь немножко притушу, хорошо?» «А что же ты здесь не скучаешь?» «Как тебя зовут?» «Маней». «Понятно, что скучаю. Какая наша жизнь?» Немец поцеловал ее крепко в губы и опять спросил. «А мужчин ты любишь?» «Бывают мужчины, которые тебе приятны». «Доставляют удовольствие». «Как не бывать?» засмеялась Манька. «Я особенно люблю вот таких, как ты, симпатичных, толстеньких». «Любишь, а?» «Отчего любишь?» «Да уж так люблю. Вы тоже симпатичный». Немец соображал несколько секунд, задумчиво отхлебывая пиво. Потом сказал то, что почти каждый мужчина говорит проститутке в эти минуты, предшествующие случайному обладанию ее телом. «Ты знаешь, Марихин, ты мне тоже очень нравишься. Я бы охотно взял тебя на содержание». «Вы женат», возразила она, притрагиваясь к его кольцу. «Да, но понимаешь, я не живу с женой, она не здорова, не может исполнять супружеских обязанностей». «Бедная!» «Если бы она узнала, куда ты, папашка, ходишь, она бы, наверное, плакала». «Оставим это». «Так знаешь, Мари, я в себе все время ищу вот такую девочку, как ты, такую скромную и хорошенькую. Я человек состоятельный. Я бы тебе нашел квартиру со столом, с отоплением, с освещением и на булавке сорок рублей в месяц. Ты бы пошла? Ничего не пойти, пошла бы». Он поцеловал ее в засос, но тайное опасение быстро проскользнуло в его трусливом сердце. «А ты здорова?» спросил он враждебным, сдрагивающим голосом. «Ну да, здорова. У нас каждую субботу докторский осмотр». Через пять минут она ушла от него, пряча на ходу в чулок заработанные деньги, на которые, как на первый почин, она предварительно поплевала по суеверному обычаю. Ни о содержании, ни о симпатичности не было больше речи. Немец остался недоволен холодностью Маньки и велел позвать к себе экономку. «Экономочка, вас мой муж к себе требует», сказала Маня, войдя в зал и поправляя волосы перед зеркалом. Зося ушла, потом вернулась и вызвала в коридор Пашу, потом вернулась в зал уже одна. «Ты что это, Манька маленькая, не угодила своему кавалеру?» спросила она со смехом. «Жалуется на тебя. Это, говорит, не женщина, а бревно какое-то деревянное. Кусок леду. Я ему Пашку послала». «Не, противный какой!» сморщилась Манька и отплюнулась. И лезет с разговорами, спрашивает, «Ты чувствуешь, когда я тебя целую? Чувствуешь, приятные волнения, старый пес! На содержание, говорит, возьму!» «Все они это говорят», заметила равнодушно Зоя. Но Женя, которая с утра была взлом настроения, вдруг вспыхнула. «Ах, он хам этакой, хамло несчастное!» воскликнула она, покраснев, энергично уперши с руками в бока. «Да я бы взяла его, поганца, старого, за ухо! Да подвела бы к зеркалу и показала бы ему его гнусную морду, что хорош, а как ты еще будешь лучше, когда у тебя слюни изо рта потекут и глаза перекосишь, и начнешь ты захлебываться и хрипеть и сопеть прямо женщине в лицо. «И ты и ты хочешь за свой проклятый рубль, чтобы я перед тобой в лепешку растрепалась и чтобы от твоей мерзкой любви у меня глаза на лоб полезли? Да по морде бы его подлеца, по морде, до крови! «О, Женя, перестань же! Пфуй!» остановила ее возмущенно ее грубым тоном щепетильная Эмма Эдуардовна. «Не перестану!» резко оборвала она, но сама замолчала и гневно отошла прочь с сдувающимися ноздрями и с огнем в потемневших красивых глазах. Зал понемногу наполнялся. Пришел давно знакомый в сей яме Ванька-встанька, высокий, худой, красноносый, седой старик в форме лесного кондуктора, в высоких сапогах с деревянным оршином, всегда торчащим из бокового кармана. Целые дни и вечера проводил он за всегдатами в бильярдной при трактире, вечно в полпьяна, рассыпая свои шуточки, рифмы и приговорочки, помильярничая со швейцаром, с экономками и девушками. В домах к нему относились все от хозяйки до горничных с небрежной, немного презрительной, но без злобы, насмешечкой. Иногда он бывал и не без пользы, передавал записочки от девиц их любовникам, мог сбегать на рынок или в аптеку. Нередко благодаря своему развязно-привешенному языку и давно угасшему самолюбию втирался в чужую компанию и увеличивал ее расходы, а деньги, взятые при этом взаймы, он не уносил на сторону, а тут же тратил на женщин. Разве-разве оставлял себе мелочи на папиросы? Его добродушно по привычке терпели. — Вот и Ванька встань-ка пришел, — доложила Нюра, когда он, уже успев поздороваться дружески за ручку со швейцаром Симеоном, остановился в дверях залы длинной форменной фуражки, лихо сбитой на бекрень. — Ну-ка, Ванька, встань-ка, валяй! — Имею честь, представиться. Точно же закривлялся Ванька-встань-ка, по-военному прикладывая руку в козырьку. — Тайный почетный посетитель местных благоугодных заведений, князь Бутылкин, граф Наливкин, барон Трутенкевич Фютенковский, господину Бетховену, господину Шопену, поздоровался он с музыкантами, — сыграйте мне что-нибудь из оперы «Храбрый и славный генерал Анисимов или Суматохов в Калидоре». Политической экономочке Зосе, мое почтение. — Ага, только на Пасху целуетесь? Запишем-с. — Ути моя тамалочка, мусисюпенька эти моя. Так шутками и со щепками он обошел всех девиц и, наконец, уселся рядом с толстой Катей, которая положила ему на ногу свою толстую ногу, оперла со своего колено локтем, а на ладонь положила подбородок и равнодушно и пристально стала смотреть, как землемер крутил себе папиросу. — И как тебе не надоест, Ванька-встанька? Всегда ты вертишь свою козью ногу. Ванька-встанька сейчас же задвигал бровями и кожей черепа и заговорил стихами. — Папироска, друг мой тайный, как тебя мне не любить? Не по прихоти случайно и стали все тебя курить. — Ванька-встанька, а ведь ты скоро подохнешь, — сказала равнодушно Катька. — И очень просто. — Ванька-встанька, скажи еще что-нибудь посмешнее стихами, — просила Верка. И он сейчас же послушно, встав в смешную позу, начал декламировать. — Много звезд на небе ясно, но их счесть никак нельзя. Ветер шепчет, будто можно, а совсем никак нельзя. Расцветают лопухи, поют птицы, петухи. Балагури таким образом Ванька-встанька просиживал в залах заведения целые вечера и ночи. И по какому-то странному душевному сочувствию девицы считали его почти своим. Иногда оказывали ему маленькие временные услуги и даже покупали ему на свой счет пиво и водку. Через некоторое время после Ваньки-встаньки ввалилась большая компания парикмахеров, которые в этот день были свободны от работ. Они были шумны, веселы, но даже и здесь, в публичном доме, не прекращали своих мелочных счетов и разговоров об открытых и закрытых бенефисах, о хозяевах, о женах хозяев. Все это были люди в достаточной степени развращенные, лгуны, с большими надеждами на будущее, вроде, например, поступления на содержание какой-нибудь графини. Они хотели как можно шире использовать свой довольно тяжелый заработок и потому решили сделать ревизию положительно во всех домах ямы, только к трепелю не решили зайти. так как там было слишком для них шикарно. Но у Анны Марковны они сейчас же заказали себе кадриль и плясали ее особенно пятую фигуру, где кавалеры выделывают соло, совершенно как настоящие парижане, даже заложив большие пальцы в проймы жилетов. Но остаться с девицами они не захотели, а обещали прийти потом, когда закончат всю публичных домов. И еще приходили и уходили какие-то чиновники, курчавые молодые люди в лакированных сапогах, несколько студентов, несколько офицеров, которые страшно боялись уронить свое достоинство в глазах владельницы и гостей публичного дома. Понемногу в зале создалась такая шумная чадная обстановка, что никто уже там не чувствовал неловкости. Пришел постоянный гость, любовник Соньки Руль, который приходил почти ежедневно и целыми часами сидел около своей возлюбленной, глядел на нее томными восточными глазами, вздыхал, млел и делал ей сцены за то, что она живет в публичном доме, что грешит против субботы, что ест трефное мясо и что отбилось от семьи и великой еврейской церкви. По обыкновению это часто случалось. Экономка Зоси подходила к нему под шумок и говорила, кривя губы, «Ну что вы так сидите, господин? Зад себе греете? Шли бы заниматься с девочкой». Оба они, еврей и еврейка, были родом из Гомеля и, должно быть, были созданы самим Богом для нежной, страстной, взаимной любви. Но многие обстоятельства, как, например, погром в происшедшем в их городе, обеднение, полная растерянность и спуг на время разлучили их. Однако любовь была настолько велика, что аптекарский ученик Нейман с большим трудом, усилиями и унижениями сумел найти себе место ученика в одной из местных аптек и разыскал любимую девушку. Он был настоящим правоверным, почти фанатическим евреем. Он знал, что Сонька была продана одному из скупщиков живого товара ее же матерью, знал много унизительных безобразных подробностей о том, как ее перепродавали из рук в руки. И его набожная, брезгливая, истинно еврейская душа корчилась и содрогалась при этих мыслях, но, тем не менее, любовь была выше всего. И каждый вечер он появлялся в зале Анны Марковны. Если ему удавалось с громадным решением вырезать из своего нищенского дохода какой-нибудь случайный рубль, он брал Соньку в ее комнату, но это вовсе не бывало радостью ни для него, ни для нее. После мгновенного счастья, физического обладания друг другом, они плакали, укоряли друг друга, ссорились с характерными еврейскими театральными жестами. И всегда после этих визитов Сонька руль возвращалась в залу с набрякшими покрасневшими веками глаз. Но чаще всего у него не было денег, и он просиживал около своей любовницы целыми вечерами, терпеливо и ревниво дожидаясь ее, когда Соньку случайно брал гость. И когда она возвращалась обратно, и садилась с ним рядом, то он незаметно, стараясь не обращать на себя общего внимания, и не поворачивая головы в ее сторону, все время осыпал ее упреками. И в ее прекрасных, влажных, еврейских глазах всегда во время этих разговоров было мученическое, но кроткое выражение. Приехала большая компания немцев, служащих в оптическом магазине. Приехала партия приказчиков из рыбного и гастрономического магазина Киришковского. Приехали двое очень известных на ямках молодых людей. Оба лысые, с редкими мягкими нежными волосами вокруг лысин, Колька бухгалтер и Мишка певец, так называли в домах их обоих. Их так же, как Карла Карловича из оптического магазина и Володьку из рыбного встречали очень радушно, с восторгами, криками и поцелуями, лестя их самолюбию. Шустрая Нюрка выскакивала в переднюю и, осведомившись, кто пришел, докладывала возбужденно по своему обыкновению «Женька, твой муж пришел! Или Манька маленькая, твой любовник пришел!» И Мишка певец, который вовсе не был певцом, а владельцем аптекарского склада, сейчас же, как вошел, запел вибрирующим, пресекающим сокозлиным голосом «Чуют правду ты ж заря!» что он проделал в каждое свое посещение Анны Марковны. Почти беспрерывно играли кадриль, вальс, польку и танцевали. Приехал Исенька, любовник Тамары, но против обыкновения он не важничал, не разорялся, не заказывал Исай Савичу траурного марша и не угощал шоколадом девиц. Почему-то он был сумрачен, хромал на правую ногу и старался как можно меньше обращать на себя внимания. Должны быть его профессиональные дела находились в это время в плохом обороте. Он одним движением головы на ходу вызвал Тамару из зала и исчез с ней в ее комнате. Приехал также и актер Эггмонд Лаврецкой, бритой, высокой, похожей на придворного лакея своим вульгарным и нагло презрительным лицом. Приказчики из гастрономического магазина танцевали со всем усердием молодости и со всей чинностью, которую рекомендует самоучитель хороших нравов Германа Гоппе. В этом смысле и девицы отвечали их намерением. У тех и у других считалось особенно приличным и светским танцевать как можно неподвижнее, держа руки опущенными вниз и головы поднятыми вверх и склоненными с некоторым гордым и в то же время утомленным и расслабленным видом. В антрактах между фигурами нужно было со скучающим небрежным видом обмахиваться платками. Словом, все они делали вид, будто принадлежат к самому изысканному обществу. И если танцуют, то делают это только снисходя до маленькой товарищеской услуги. Но все-таки танцевали так усердно, что с приказчиков Керешковского подкатился ручьями. Случилось уже два-три скандала в разных домах. Какой-то человек, весь окровавленный, у которого лицо при бледном свете лунного серпа казалось от крови черным, бегал по улице, ругался и, нисколько не обращая внимания на свои раны, искал шапку, потерянную в драке. На Малой Ямской подрались штабные писаря с матросской командой. Усталые топеры и музыканты играли, как в бреду, сквозь сон по механической привычке. Это было на исходе ночи. Совершенно неожиданно в заведение Анны Марковны вошло семеро студентов, приват-доцент и местный репортер. Все они, кроме репортера, провели целый день с самого утра вместе, справляя маевку со знакомыми барышнями. Катались на лодках по Днепру, варили на той стороне реки в густом горько-пахучем лозняке полевую кашу, купались мужчины и женщины поочередно в быстрой теплой воде, пили домашнюю запеканку, пили звучные малороссийские песни и вернулись в город только поздним вечером, когда темная, бегучая, широкая река так жутко и весело плескала с оборта их лодок, играя отражениями звезд, серебряными зыбкими дорожками от электрических фонарей и кланяющимися огнями бакенов. И когда вышли на берег, то у каждого горели ладони от весел, приятно ныли мускулы рук и ног, и во всем теле была блаженная бодрая усталость. Потом они проводили барышень по домам, и у калиток и подъездов прощались с ними долго и сердечно, со смехом и такими размашистыми рукопожатиями, как будто бы действовали рычагом насоса. Весь день прошел весело и шумно, даже немного крикливо и чуть-чуть утомительно, но по-юношески целомудренно, не пьяно и, что особенно редко случается, без малейшей тени взаимных обид или ревности или невысказанных огорчений. И, конечно, такому благодушному настроению помогало солнце, свежий речной ветерок, сладкие дыхания трав и воды, радостное ощущение крепости и ловкости собственного тела при купании и гребле и сдерживающие влияние умных, ласковых, чистых и красивых девушек из знакомых семейств. Но почти помимо их сознания, их чувственность, не воображение, а простая, здоровая, инстинктивная чувственность молодых игривых самцов зажигалась от нечаянных встреч их рук с женскими руками и от товарищеских услужливых объятий, когда приходилось помогать барышням входить в лодку или выскакивать на берег, от нежного запаха девичьих одежд, разогретых солнцем, от женских кокетливо испуганных криков на реке, от зрелища женских фигур, небрежно полулежавших с наивной нескромностью в зеленой траве вокруг самовара, от всех этих невинных вольностей, которые так обычны и неизбежны на пикниках, загородных прогулках и речных катаниях, когда в человеке в бесконечной глубине его души тайно пробуждается от беспечного соприкосновения с землей, травами, водой и солнцем древний, прекрасный, свободный, но обезображенный и напуганный людьми зверь. И потому в два часа ночи едва только закрылся уютный студенческий ресторан воробьи, и все восьмеро, возбужденные алкоголем и обильной пищей, вышли из прокуренного чадного подземелья наверх, на улицу, в сладостную тревожную темноту ночи, с ее манящими огнями на небе и на земле, с ее теплым хмельным воздухом, от которого жадно расширяются ноздри, с ее ароматами, скользившими из невидимых садов и цветников, то у каждого из них пылала голова и сердце тихо и томно таяло от неясных желаний. Весело и гордо было ощущать после отдыха новую свежую силу во всех мышцах, глубокое дыхание легких, красную упругую кровь в жилах, гибкую послушность всех членов. И без слов, без мысли, без сознания влекло в эту ночь бежать без одежд по сонному лесу, обнюхивать торопливо следы чьих-то ног в расистой траве, громким кличем призывать к себе самку. Но расстаться было теперь очень трудно. Целый день, проведенный вместе, сбил всех в привычное цепкое стадо. Казалось, что если хоть один уйдет из компании, то нарушится какое-то наладившее соравновесие, которое потом невозможно будет восстановить. И потому они медлили и топтались на тротуаре около выхода из трактирного подземелья, мешая движению редких прохожих. Обсуждали лицемерно, куда бы еще поехать, чтобы доконать ночь. В сад Тиволи оказывалось очень далеко, да к тому же еще за входные билеты платить, и цены в буфете возмутительные, и программа давно окончилась. Володя Павлов предлагал ехать к нему. У него есть дома дюжина пива и немного коньяку. Но всем показалось скучным идти среди ночи на семейную квартиру, входить на цыпочках по лестнице и говорить все время шепотом. — Вот что, брательники, поедемте-ка лучше к девочкам. — Это будет вернее, — сказал решительно старый студент Лихонин, высокой, сутуловатой, хмурой и бородатой малой. По убеждениям он был анархист-теоретик, а по призванию страстный игрок на бильярде, на бегах и в карты. Игрок с очень широким фатальным размахом. Только накануне он выиграл в купеческом клубе около тысячи рублей в Макао, и эти деньги еще жгли ему руки. — А что ж, и верно поддержал кто-то. — Ай да, товарищи! — Стоит ли? Ведь это на всю ночь заводиловка. С фальшивым благоразумием и неискренней усталостью отозвался другой. А третий сказал сквозь притворный зевок, — Поедемте лучше, господа, по домам, спатеньки. Довольно на сегодня. — Во сне шубы не сошьешь, презрительно заметил Лихонин. — Герр профессор, вы едете? Но приват-доцент Ярченко уперся и казался по-настоящему рассерженным, хотя, быть может, он и сам не знал, что пряталось у него в каком-нибудь темном закоулке души. — Оставь меня в покое, Лихонин. — По-моему, господа, это прямое явное свинство, то, что вы собираетесь сделать. — Кажется, так чудесно, мило и просто провели время. Так нет, вам непременно надо, как пьяным скотам, полезть в помойную яму. — Не поеду я. — Однако, если мне не изменяет память, со спокойной язвительностью, сказал Лихонин, припоминаю, что они дали, как прошлой осенью мы с одним будущим Молмсеном лили где-то крюшон со льдом в фортепиано, изображали бурятского бога, плясали танец живота и все такое прочее. Лихонин говорил правду. В свои студенческие годы и позднее, будучи оставленным при университете, Ярченко вел самую шалую и легкомысленную жизнь. Во всех трактирах, кафе-шантанах и других увеселительных местах, хорошо знали его маленькую, толстую, кругленькую фигурку, его румяные, отдувшиеся, как у раскрашенного амура щеки и блестящие, влажные, добрые глаза, помнили его торопливый, захлебывающийся говор и визгливый смех. Товарищи никогда не могли постигнуть, где он находил время для занятий наукой, но тем не менее все экзамены и очередные работы он сдавал отлично и с первого курса был на виду у профессоров. Теперь Ярченко начинал понемногу отходить от прежних товарищей и собутыльников. У него только что завелись необходимые связи с профессорским кругом. На будущий год ему предлагали чтение лекций по римской истории и нередко в разговоре он уже употреблял ходка среди приват-доцентов выражения «мы ученые». Студенческая фамильярность, принудительное компанейство, обязательное участие во всех сходках, протестах и демонстрациях становились для него невыгодными, затруднительными и даже просто скучными. Но он знал цену популярности среди молодежи и потому не решался круто разорвать прежним кружком. Слова Лихонина однако задели его. Ах, боже мой, мало ли, что мы делали, когда были мальчишками. Воровали сахар, пачкали штанишки, отрывали жукам крылья, заговорил Ярченко горячас и захлебываясь. Но всему есть пределы мера. Я вам, господа, не смею, конечно, подавать советов и учить вас, но надо быть последовательными. Все мы согласны, что проституция — одно из величайших бедствий человечества, а также согласны, что в этом зле виноваты не женщины, а мы, мужчины, потому что спрос родит предложение. И, стало быть, если, выпив лишнюю рюмку вина, я все-таки, несмотря на свои убеждения, еду к проституткам, то я совершаю тройную подлость перед несчастной глупой женщиной, которую я подвергаю за свой поганый рубль в самой унизительной форме рабства, перед человечеством, потому что, нанимая на час или на два публичную женщину для своей скверной похоти, я этим оправдываю и поддерживаю проституцию. И, наконец, эта подлость перед своей собственной совестью и мыслью и перед логикой. Фю! свиснул протяжно Лихонин и проскандировал унылым тоном, кивая в такт опущенный набок головой. Понес, философ, наш обычный вздор. Веревка вервия простоя. — Конечно, нет ничего легче, как поясничать, — вслухо отозвался Ярченко. — А, по-моему, нет в печальной русской жизни более печального явления, чем эта расхлябанность и растленность мысли. Сегодня мы скажем себе, э, все равно, поеду я в публичный дом или не поеду, от одного раза дело не ухудшится, не улучшится. А через пять лет мы будем говорить, несомненно, взятка — страшная гадость, но, знаете, дети, семья. И точно так же через десять лет мы, оставшись благополучными русскими либералами, будем вздыхать о свободе личности и кланяться в пояс мерзавцам, которых презираем, и околачиваться у них в передних. — Потому что, знаете ли, скажем мы, хихикая, с волками жить, поволчьи выть? Ей-богу, недаром какой-то министр назвал русских студентов будущими столоначальниками. — Или профессорами, — вставил Лихонин. — Но самое главное, — продолжал Ярченко, пропустив мимо ушей эту шпильку, — самое главное то, что я вас всех видел сегодня на реке и потом там, на том берегу, с этими милыми, славными девушками. — Какие вы все были внимательные, порядочные, услужливые, но едва только вы просили с ними, вас уже тянет к публичным женщинам. Пускай каждый из вас представит себе на минутку, что все мы были в гостях у его сестер и прямо от них поехали в яму. Что, приятно такое предположение? — Да, но должны же существовать какие-нибудь клапаны для общественных страстей, — важно заметил Борис Собашников. Высокий, немного надменный и манерный молодой человек, которому короткий китель, едва прикрывавший толстый зад, модные к валерийскому фасону брюки, пенсне на широкой черной ленте и фуражка прусского образца придавали фотоватый вид. — Неужели порядочнее пользоваться ласками своей горничной или вести за углом интригу с чужой женой? Что я могу поделать, если мне необходима женщина? — Эх, очень необходима, — досадливо сказал Ярченко и слабо махнул рукой. Но тут вмешался студент, которого в товарищеском кружке звали Рамзесом. Это был изжелто-смуглый горбоносый человек, маленького роста. Бритое лицо его казалось треугольным благодаря широкому, начинавшему лысеть двумя взлысинами лбу, впалым щекам и острому подбородку. Он вел довольно странный для студента образ жизни. В то время, когда его коллеги занимались перемешку политикой, любовью, театром и немножко наукой, Рамзес весь ушел в изучение всевозможных гражданских исков и претензий, ключкотворные тонкости имущественных, семейных, земельных и иных деловых процессов, запоминания и логический разбор кассационных решений. Совершенно добровольно, ничуть не нуждаясь в деньгах, он прослужил один год клерком у нотариуса, другой — письмоводителем у мирового судьи, а весь прошлый год, будучи на последнем курсе, вел в местной газете хронику городской управы и нес скромную обязанность помощника секретаря в управлении синдиката сахарозаводчиков. И когда этот самый синдикат затеял известный процесс против одного из своих членов, полковника Баскакова, пустившего в продажу против договора избыток сахара, то Рамзес в самом начале предугадал и очень тонко мотивировал именно то решение, которое вынес впоследствии по этому делу Сенат. Несмотря на его сравнительную молодость, к его мнениям прислушивались, правда, немного свысока, довольно известные юристы. Никто из близко знавших Рамзеса не сомневался, что он сделает блестящую карьеру. Да и сам Рамзес вовсе не скрывал своей уверенности в том, что к 35 годам он сколотит себе миллион исключительно одной практикой, как адвокат-цивилист. Его нередко выбирали товарищи в председатели сходок и в курсовые старосты. Но от этой чести Рамзес неизменно уклонялся, отговариваясь с недостатком времени. Однако он не избегал участия в товарищеских третейских судах, и его доводы, всегда неотразимо логичные, обладали удивительным свойством оканчивать дела миром к обоюдному удовольствию судящих со сторон. Он также, как и Ярченко, знал хорошо цену популярности среди учащейся молодежи. Если даже поглядывал на людей с некоторым презрением свысока, то никогда ни одним движением своих тонких, умных, энергичных губ этого не показывал. «Никто вас и не тянет, Гаврил Петрович, непременно совершать грехопадение», — сказал Рамзес примирительно. «К чему этот пафос и эта меланхолия, когда дело обстоит совсем просто?» Компания молодых русских джентльменов хочет скромно и дружно провести остаток ночи, повеселиться, попеть и принять внутрь несколько галлонов вина и пива. Но все теперь закрыто, кроме этих самых домов. «Эрго?» «Следовательно?» «Следовательно, поедем веселиться к продажным женщинам, к проституткам, в публичный дом?» Насмешливый враждебно перебил его Ярченко. «А хотя бы». Одного философа, желая его унизить, посадили за обедом куда-то около музыкантов. А он, садясь, сказал, «Вот верные средства сделать последнее место первым». «Наконец, я повторяю, если ваша совесть не позволяет вам, как вы выражаетесь, покупать женщину, то вы можете приехать туда и уехать, сохраняя свою невинность во все ее цветущие неприкосновенности». «Вы передергиваете, Рамзес», — возразил с неудовольствием Ярченко. «Вы мне напоминаете тех мещан, которые еще затемно собрались глазеть на смертную казнь и говорят, «Мы здесь ни при чем, мы против смертной казни, это все прокурор и палач». «Пышно сказано». «И отчасти верно, Гаврила Петрович». «Но именно к нам это сравнение может и не относиться. Нельзя, видите ли, лечить какую-нибудь тяжкую болезнь заочно, не видавши самого больного. А ведь все мы, которые сейчас здесь стоим на улице и мешаем прохожим, должны будем когда-нибудь в своей деятельности столкнуться с ужасным вопросом о проституции. Да еще какой проституции? Русской. Лихонин, я, Борис Абашников и Павлов как юристы, Петровской и Толпыгин как медики. Правда, у Вельтмана особенная специальность — математика. Но ведь будет же он педагогом, руководителем юношества и, черт побери, даже отцом. А уж если ее пугать букой, то лучше всего самому на нее прежде посмотреть. — Наконец, вы сами, Гаврил Петрович, знаток мертвых языков и будущее светило гробокопательства. Разве для вас неважно и непоучительно сравнение хотя бы современных публичных домов с какими-нибудь помпейскими лупанарами или с институтом священной проституции в Фивах и в Ниневии? — Браво, Рамзес, великолепно! — взревел Лихонин. — И что тут долго толковать, ребята? Берите профессора под жаброй и зажайте на извозчика. Студенты, смеясь и толкаясь, обступили Ярченко, схватили его под руки, обхватили за талию. Всех их одинаково тянуло к женщинам, но ни у кого, кроме Лихонина, не хватало смелости взять на себя почин. Но теперь все это сложное, неприятное и лицемерное дело счастливо свелось к простой и легкой шутке над старшим товарищем. Ярченко и упирался, и сердился, и смеялся, стараясь вырваться. Но в это время к возившим со студентом подошел рослый черноусый городовой, который уже давно глядел на них зорко и неприязненно. — Господа студенты! Прошу не скопляться! Невозможно! Проходите куда и шли! Они двинулись гурьбой вперед. Ярченко начинал понемногу смягчаться. — Господа! Я, пожалуй, готов с вами поехать. Не подумайте, однако, что меня убедили софизмы египетского фараона Рамзеса. Нет, просто мне жаль разбивать компанию. Но я ставлю одно условие. Мы там выпьем, поврем, посмеемся и все прочее. Но чтобы ничего больше, никакой грязи! Стыдно и обидно думать, что мы, цвет и краса русской интеллигенции, раскиснем и пустим слюни от вида первой попавшейся юбки. — Клянусь! — сказал Лихонин, поднимая вверх руку. — Я за себя ручаюсь, — сказал Рамзес. — И я, и я! Ей-богу, господа, дадимте слово! Герченко прав, — подхватили другие. Они рассели с подвоей по трое на извозчиков, которые уже давно зубоскали и переругиваясь, вереницей следовали за ними и поехали. Лихонин, для верности, сам сел рядом с приват-доцентом, обняв его за талию, а на колени к себе и соседу посадил маленького толпыгина, розового миловидного мальчика, у которого, несмотря на его двадцать три года, еще белел на щеках детской мягкой и светлой пух. — Станции у Дорошенки! — крикнул Лихонин след отъезжавшим извозчикам. — У Дорошенки остановка! — повторил он, обернувшись назад. У ресторана Дорошенки все остановились, вошли в общую залу и столпились около стойки. Все были сыты, и никому не хотелось ни пить, ни закусывать. Но у каждого оставался еще в душе темный след сознания, что вот сейчас они собираются сделать нечто ненужно позорное, собираются принять участие в каком-то судорожном, искусственном и вовсе не веселом веселье. И у каждого было стремление довести себя через опьянение до того туманного и радужного состояния, когда все-все равно, и когда голова не знает, что делают руки и ноги, и что болтает язык. И должно быть, не одни студенты, а все случайные и постоянные посетители ямы испытывали в большей или меньшей степени трение этой внутренней душевной занозы, потому что Дорошенко торговал исключительно только поздним вечером и ночью, и никто у него не засиживался, а так только заезжали мимоходом на перепутье. Пока студенты пили коньяк, пиво и водку, Рамзес все приглядывался к самому дальнему углу ресторанного зала, где сидели двое. Лохматый, седой, крупный старик, и против него, спиной к стойке, раздвинув по столу локти и, оперши с подбородком на сложные друг на друга кулаки, сгорбился какой-то плотный, низко остриженный господин в сером костюме. Старик перебирал струны лежавших перед ним гуслей и тихо напевал сиплым, но приятным голосом «Долина моя, долинушка, раздолье широкое». «Позвольте-ка, ведь это наш сотрудник», — сказал Рамзес и пошел здороваться с господином в сером костюме. Через минуту он подвел его к стойке и познакомил с товарищами. «Господа, позвольте вам представить моего соратника по газетному делу, Сергей Иванович Платонов, самый ленивый и самый талантливый из газетных работников». Все перезнакомились с ним, невнятно пробурчав свои фамилии. «И потому выпьем», — сказал Лихонин. Ярченко расспросил с утонченной любезностью, которая никогда его не покидала. «Позвольте, позвольте, ведь я же с вами немного знаком, хотя и заочно». «Не вы ли были в университете, когда профессор Приклонский защищал докторскую диссертацию?» «Я», — ответил репортер. «Ах, это очень приятно», — мило улыбнулся Ярченко и для чего-то еще раз крепко пожал Платонову руку. «Я читал потом ваш отчет. Очень точно, обстоятельно и лобко составлено. Не будете ли добры за ваше здоровье?» «Тогда позвольте и мне», — сказал Платонов. «А ну, Фри Захарыч, налейте нам еще раз, два, три, четыре, девять рюма к коньяку». «Нет уж, так нельзя, вы наш гость, коллега», — возразил Лихонин. «Ну, какой же я ваш коллега», — добродушно засмеялся репортер. «Я был только на первом курсе, и то только полгода, вольнослушателем. Получите, Ануфрий Захарыч, господа, прошу». Кончилось тем, что через полчаса Лихонин и Ярченко ни за что не хотели расстаться с репортером и потащили его с собой в яму. Впрочем, он и не сопротивлялся. «Если я вам не в тягость, я буду очень рад», — сказал он просто. «Тем более, что у меня сегодня сумасшедшие деньги. Днепровское слово заплатило мне гонорар. А это такое же чудо, как выиграть двести тысяч на билет от театральной вешалки. Виноват я сейчас». Он подошел к старику, с которым раньше сидел, сунул ему в руку какие-то деньги и ласково попрощался с ним. «Куда я еду, дедушка, туда тебе ехать нельзя. Завтра опять там же встретимся, где и сегодня. Прощай». Все вышли из ресторана. В дверях Боря Собашников, всегда немного фатоватый и без нужды высокомерный, остановил Лихонина и отозвал его в сторонку. «Удивляюсь я тебе, Лихонин», — сказал он брезгливо. «Мы собрались в своей тесной компании, а тебе непременно нужно было затащить какого-то бродягу. Черт-то знает, кто он такой». «Оставь, Боря», — дружелюбно ответил Лихонин. «Он парень теплый». «Ну уж это, господа, свинство», — говорил ворчливо Ярченко на подъезде заведения Анны Марковны. «Если уж поехали, то, по крайней мере, надо было ехать в приличную, а не в какую-то трущобу. Право, господа, поедемте лучше рядом, к Треппелю. Там хоть чисто и светло». «Пожалуйста, пожалуйста, сеньор», — настаивал Лиходеев, отворяя с придворной учтивостью дверь перед приват-доцентом, кланяя сопростирая вперед руку. «Пожалуйте». «Да ведь мерзость!» «Утрепили хоть женщины покрасивее». Рамзес, шедший сзади, сухо рассмеялся. «Так, так, так, — говорил Петрович, — будем продолжать в том же духе. Осудим голодного воришку, который украл с лотка пятачковую булку. Но если директор банка растратил чужой миллион на рассаков и сигары, то смягчим его участь». «Простите, не понимаю этого сравнения», — сдержанно ответил Ярченко. «Да по мне все равно. Идемте». «И тем более», — сказал Лихонин, пропуская вперед приват-доцента, «тем более, что этот дом хранит в себе столько исторических преданий. Товарищи, десятки студенческих поколений смотрят на нас с высоты этих вешалок. И кроме того, в силу обычного права, дети и учащиеся здесь платят половину, как в паноптикуме. Не так ли, гражданин Симеон?» Симеон не любил, когда приходили большими компаниями. Это всегда пахло скандалом в недалеком будущем. Студентов же он вообще презирал, за их малопонятный ему язык, за склонность к легкомысленным шуткам, за безбожие и, главное, за то, что они постоянно бунтуют против начальства и порядка. Не даром же в тот день, когда на Бессарабской площади казаки, мясоторговцы, мучники и рыбники избивали студентов, Симеон, едва узнав об этом, вскочил на проезжавшего лихача и, стоя точно полицмейстер, в пролетке помчался на место драки, чтобы принять в ней участие. Уважал он людей солидных, толстых и пожилых, которые приходили в одиночку, по секрету, заглядывали опасливо из передней в залу, боясь встретиться со знакомыми, и очень скоро и торопливо уходили, щедро давая на чай. Таких он всегда величал ваше превосходительство. И потому, снимая легкое серое пальто с Ярченко, он мрачно и многозначительно огрызнулся на шутку Лихонина. — Я здесь не гражданин, а вышибала. — С чем имею честь поздравить? — с левежливым поклоном ответил Лихонин. В зале было много народу. Оттанцевавшие приказчики сидели около своих дам, красные, мокрые, быстро обмахиваясь платками. От них крепко пахло старой козлиной шерстью. Мишка-певец и его друг-бухгалтер, оба лысые, с мягкими пушистыми волосами вокруг обнаженных черепов, оба смутными перламутровыми пьяными глазами, сидели друг против друга, облокотившись на мраморный столик, и все покушались запеть в унисон такими дрожащими и скачущими голосами, как будто бы кто-то часто-часто колотил их сзади по шейным позвонкам. Чуют правду. А Эмма Эдуардовна и Зося изо всех сил уговаривали их не безобразничать. Ванька-встанька мирно дремал на стуле, свесив вниз голову, положив одну длинную ногу на другую и обхватив сцепленными руками острое колено. Девицы сейчас же узнали некоторых из студентов и побежали им навстречу. — Тамарочка, твой муж пришел, Володенька. — И мой муж тоже, Мишка! — взвизгнула Нюра, вешаясь на шею длинному, носастому, серьезному Петровскому. — Здравствуй, Мишенька! Что так долго не приходил? Я за тобой соскучилась. Ярченко с чувством неловкости озирался по сторонам. — Нам бы как-нибудь, знаете ли, отдельный кабинетик, — деликатно сказал он подошедшей Эмме Эдуардовне. — И дайте, пожалуйста, какого-нибудь красного вина. Ну, там еще кофе. Вы сами знаете. Ярченко всегда внушал прислуге и метродотелям доверие своей щегольской одеждой и вежливым, но барским обхождением. Эмма Эдуардовна охотно закивала головой. Точно старая и жирная цирковая лошадь. — Можно, можно. Пройдите, господа, сюда, в гостиную. Можно, можно. — Какого ликеру? — У нас только бенедиктин. — Так бенедиктину? — Можно, можно. — И барышням позволите войти? — Если уж это так необходимо, — развел руками со вздохом Ярченко. И тотчас же девушки одна за другой потянулись в маленькую гостиную с серой плюшевой мебелью и голубым фонарем. Они входили, протягивали всем поочередно непривычные кругопожатием негнущиеся ладони, называли коротко в полголоса свое имя Маня, Катя, Люба, садились к кому-нибудь на колени, обнимали за шею и по обыкновению начинали клянчить. — Студентик, вы такой красивенький! Можно мне спросить апельцинов? — Володенька, купи мне конфет, хорошо? А мне шоколаду. — Толстенькой! — ластилась одетая Жакеем Вера к приват-доценту, карабкаясь к нему на колени. — У меня есть подруга одна, только она больная и не может выходить в залу. Я ей снесу яблоко и шоколаду. Позволяешь? — Ну уж это выдумки про подругу, а главное, не лезь ты ко мне со своими нежностями. Сиди, как сидят умные дети, вот здесь, рядышком, на кресле, вот так, и ручки сложи. — Ах, когда я не могу! — извивался от кокетства Вера, закатывая глаза под верхние веки. — Когда вы такие симпатичные! Али Хонин на это профессиональное попрошайничество только важно и добродушно кивал головой, точно Эмма Эдуардовна, и твердил, подражая ее немецкому акценту, — мощно, мощно, мощно! — Так я скажу Дуся Лакею, чтобы он отнес моей подруге сладкого и яблок, — приставала Вера. Такая навязчивость входила в круг их негласных обязанностей. Между девушками существовало даже какое-то вздорное детское странное соревнование в умении высадить гостя из денег. Странное, потому что они не получали от этого никакого барыша, кроме разве некоторого благоволения экономки или одобрительного слова хозяйки. Но в их мелочной, однообразной, привычно праздной жизни было вообще много полуребяческой, полуистерической игры. Симеон принес кофейник, чашки, приземистую бутылку бенедиктина, фрукты и конфеты в стеклянных вазах, и весело и легко захлопал пивными и винными пробками. — А вы что же не пьете? — обратился Ярченко к репортеру Платонову. — Позвольте, я не ошибаюсь, Сергей Иванович, кажется. — Так, позвольте предложить вам, Сергей Иванович, чашку кофе. Это освежает. — Или, может быть, выпьем с вами вот этого сомнительного лафита? — Нет уж, разрешите мне отказаться. — У меня свой напиток. — Симеон, дайте мне коньяку! — поспешно крикнул Нюра. — И с грушей! — так же быстро подхватила Манька беленькая. — Слушаю, Сергей Иванович, сейчас! — неторопливо, но почтительно отозвался Симеон и, нагнувшись и крякнув, звонко вырвал пробку из бутылочного горла. — В первый раз слышу, что в яме подают коньяк! — с удивлением произнес Лихонин. — Сколько я ни спрашивал, мне всегда отказывали. — Может быть, Сергей Иванович знает такое петушиное слово? — пошутил Рамзес. — Или состоит здесь на каком-нибудь особом почетном положении? — колка с подчеркиванием вставил Борис Собашников. Репортер вяло, не поворачивая головы, покосился на Собашникова, на нижний ряд пуговиц его короткого фронтовского кителя и ответил с растяжкой. — Ничего нет почетного в том, что я могу пить, как лошадь, и никогда не пьянею. Но зато я ни с кем и не ссорюсь, и никого не задираю. Очевидно, эти хорошие стороны моего характера здесь достаточно известны, а потому мне оказывают доверие. — Ах, молодчинище! — радостно воскликнул Лихонин, которого восхищала в репортере какая-то особенная, ленивая, немногословная и в то же время самоуверенная небрежность. — Вы со мной поделитесь коньяком? — Очень-очень рад, — приветливо ответил Платонов, и вдруг поглядел на Лихонина со светлой, почти детской улыбкой, которая скрасила его некрасивое скуластое лицо. — Вы мне тоже сразу понравились. И когда я увидел вас еще там, у Дорошенки, я сейчас же подумал, что вы вовсе не такой шершавый, каким кажетесь. — Ну вот и обменялись любезностями, — засмеялся Лихонин. — Но удивительно, что мы именно здесь ни разу с вами не встречались. По-видимому, вы-таки частенько бываете у Анны Марковны? — Даже весьма. — Сергей Иванович у нас самый главный. — Главный гость! — наивно взвизгнула Нюра. — Сергей Иванович у нас вроде брата. — Дура! — остановила ее Тамара. — Это мне странно, — продолжал Лихонин. — Я тоже завсегдатый. Во всяком случае, можно только позавидовать общей к вам симпатии. — Местный староста, — сказал, скривив сверху вниз губы Борис Собашников, но сказал настолько в полголоса, что Платонов, если бы захотел, мог притвориться, что он ничего не расслышал. Этот репортер давно уже возбуждал в Борисе какое-то слепое и колючее раздражение. Это еще ничего, что он был не из своего стада. Но Борис, подобно многим студентам, а также офицерам, юнкерам и гимназистам, привык к тому, что посторонние штатские люди, попадавшие случайно в кутящую студенческую компанию, всегда держали себя в ней несколько зависимо и подобострастно. В стиле учащиеся молодежи удивлялись ее смелости, смеялись ее шуткам, любовались ее самолюбованием, вспоминали со вздохом подавленной зависти свои студенческие годы. А в Платонове не только не было этого привычного виляния хвостом перед молодежью, но наоборот чувствовалось какое-то рассеянное, спокойное и вежливое равнодушие. Кроме того, сердила Собашникова и сердила мелкой ревнивой досадой то простое и вместе предупредительное внимание, которое репортеру оказывали в заведении все, начиная со Швейцара и кончая мясистой молчаливой Катей. Это внимание сказывалось в том, как его слушали, в той торжественной бережности, с которой Тамара наливала ему рюмку, и в том, как Манька Беленькая заботливо чистила для него грушу, и в удовольствии Зои, поймавшей ловко брошенный ей репортером через стол портсигар, в то время как она напрасно просила папиросу у двух заговорившихся соседей. И в том, что ни одна из девиц не выпрашивала у него ни шоколада, ни фруктов, и в их живой благодарности за его маленькие услуги и угощение. — Кот! — злобно решил было про себя Собашников, но и сам себе не поверил. Уж очень был некрасив и небрежно одет репортер. И, кроме того, держал себя с большим достоинством. Платонов опять сделал вид, что не расслышал дерзости, сказанной студентом. Он только нервно скомкал в пальцах салфетку и слегка отшвырнул ее от себя. И опять его веки дрогнули в сторону Бориса Собашникова. — Да, я здесь, правда, свой человек, — спокойно продолжал он, медленными кругами двигая рюмку по столу. — Представьте себе, я в этом самом доме обедал изо дня в день ровно четыре месяца. — Нет, серьезно? — удивился и засмеялся Ярченко. — Совсем серьезно. Тут очень недурно кормят, между прочим. Сытно и вкусно, хотя чересчур жирно. — Ну, как же это вы? — А так, что я подготавлял дочку Анны Марковной, хозяйки этого гостеприимного дома, в гимназию, ну и выговорил себе условия, чтобы часть месячной платы вычитали мне за обеды. — Что за странные фантазии, — сказал Ярченко. — Этого добровольно? Или, простите, я боюсь показаться вам нескромным, может быть, в это время крайняя нужда? — Вовсе нет. Анна Марковна с меня содрала раза в три дороже, чем это стоило бы в студенческой столовой. Просто мне хотелось пожить здесь поближе, потеснее, так сказать, войти интимно в этот мирок. — А-а-а, я, кажется, начинаю понимать, — просиял Ярченко. — Наш новый друг, извините за маленькую фамильярность, по-видимому, собирает бытовой материал. И, может быть, через несколько лет мы будем иметь удовольствие прочитать трагедию из публичного дома, — вставил громко по-актерски Борис Собашников. В то время, когда репортер отвечал Ярченке, Тамара тихо встала со своего места, обошла стол и, нагнувшись над Собашниковым, сказала ему шепотом на ухо. — Миленькой, хорошенькой, вы бы лучше этого господина не трогали. Ей-богу, для вас же будет лучше. — Что это? — высокомерно взглянул на нее студент, поправляя двумя расставленными пальцами пенсне. — Он твой любовник? Кот? — Клянусь вам, чем хотите. Он ни разу в жизни ни с одной из нас не оставался. Но, повторяю, вы его не задирайте. — Ну да, ну конечно, — возродил Собашников, презрительно кривляясь. — У него такая прекрасная защита, как весь публичный дом, и, должно быть, все вышибал с Ямской его близкие друзья и приятели. — Нет, не то, — возродила ласковым шепотом Тамара, — а то, что он возьмет вас за воротник и выбросит в окно, как щенка. Я такой воздушный полет однажды уже видела, не дай бог никому, и стыдно, и опасно для здоровья. — Пошла вон, сволочь! — крикнул Собашников, замахиваясь на нее локтем. — Иду, миленькой, — кротко ответила Тамара и отошла от него своей легкой походкой. Все на мгновение обернулись к студенту. — Не буянь, Барбарис! — погрозил ему пальцем Лихонин. — Ну-ну, говорите, — попросил на репортера. — Все это так интересно, что вы рассказываете. — Нет, я ничего не собираю, — предложал спокойный и серьезный репортер. А материал здесь действительно огромный, прямо подавляющий, страшный. И страшны вовсе не громкие фразы о торговле женским мясом, о белых рабынях, о проституции, как о разъедающей язве больших городов и так далее, и так далее. Старая всем надоевшая шарманка. Нет, ужасные буднишные привычные мелочи, эти деловые, дневные, коммерческие расчеты. Это тысячелетняя наука любовного обхождения, этот прозаический обиход, устоявшийся веками. В этих незаметных пустяках совершенно растворяются такие чувства, как обида, унижение, стыд. Остается сухая профессия, контракт, договор. Почти что честная торговляшка. Не хуже, не лучше какой-нибудь бокалейной торговли. Понимаете ли, господа, в этом-то весь и ужас, что нет никакого ужаса. Мещанские будни и только. Да еще привкус закрытого учебного заведения с его наивностью, грубостью, сентиментальностью и подражательностью. — Это верно, — подтвердил Лихонин. А репортер продолжал, глядя задумчиво в свою рюмку. Читаем мы в публицистике, в передовых статьях, разные вопли суетливых душ. И женщины-врачи тоже стараются по этой части. И стараются довольно противно. Ах, регламентация, ах, аболиционизм, ах, живой товар, крепостное положение, хозяйки эти жадные гетеры, эти гнусные выродки человечества, сосущие кровь проституток. Но ведь криком никого не испугаешь и не проймешь. Знаете, есть поговорочка, визгу много, а шерсти мало. Страшнее всяких страшных слов, в сто раз страшнее какой-нибудь этакой маленькой прозаической штрешок, который вас вдруг точно по лбу ошарашит. Возьмите хотя бы здешнего швейцара Симеона. Уж, кажется, по-вашему, ниже некуда спуститься. Вышибало в публичном доме. Зверь. Почти, наверное, убийца. Обирает проституток. Делает им черный глаз, по здешнему выражению. То есть просто-напросто бьет. А знаете ли, на чем мы с ним сошлись и подружились? На пышных подробностях архиерейского служения. Накануне Андрея, пастыря Клицкого. На творениях отца, приблаженного Иоанна Дамаскина. Религиозен необычайно. Заведу его, бывалый, он со слезами на глазах поет мне. «Приидите, последнее целование дадимте, братья, усопшему». «Ищи на погребение мирских человек». «Нет, вы подумайте. Ведь только в одной русской душе могут ужиться такие противоречия». «Да, такой помолится, помолится, потом зарежет, а потом умоет руки и поставит свечу перед образом», — сказал Рамзес. «Именно. Я ничего не знаю более жуткого, чем это соединение вполне искренней набожности с природным тяготением к преступлению. Признаться ли вам, я, когда разговариваю один на один с Симеоном, а говорим мы с ним подолгу и неторопливо, так, часами, я испытываю минутами настоящий страх. Суеверный страх. Точно вот я стою в сумерках на зыбкой дощечке, наклонившись над каким-то темным зловонным колодцем и едва-едва различаю, как там на дне копошатся гады. А ведь он по-настоящему набожен, и, я уверен, пойдет когда-нибудь в монахи и будет великим постником и молитвенником, и черт его знает, каким уродливым образом переплетется в его душе настоящий религиозный экстаз с богохульством, с кощунством, с какой-нибудь отвратительной страстью, с садизмом или еще с чем-нибудь вроде этого. — Однако вы не щадите объекта ваших наблюдений, — сказал Герченко и осторожно показал глазами на девиц. — Все равно. У нас с ним теперь прохладные отношения. — Почему так? — спросил Володя Павлов, поймавший конец разговора. — Да так, не стоит и рассказывать, — уклончиво улыбнулся репортер. — Пустяк. — Давайте-ка сюда вашу рюмку, господин Ярченко. Но торопливая Нюра, у которой ничто не могло удержаться во рту, вдруг выпалила скороговоркой, потому что Сергея Ивановича ему по морде дали из-за Нинки. К Нинке пришел один старик и остался на ночь, а у Нинки был красный флаг, и старик все время ее мучил, а Нинка заплакала и убежала. — Брось, Нюра, скучно, — сказал, сморщившись, Платонов. — Одепни, отстань, — строго приказал на жаргоне домов терпимости Тамара. Но разбежавшуюся Нюру невозможно было остановить. А Нинка говорит, — я, говорит, ни за что с ним не останусь, хоть режьте меня на куски. Все, говорит, меня слюнями обмочил. Ну, старик, понятно, пожаловался швейцару, а швейцар, понятно, давай Нинку бить. А Сергей Иванович в это время писал мне письмо домой, в провинцию. И как услышал, что Нинка кричит, — Зоя, зажми ей рот, — сказал Платонов. Так сейчас скачил и ап! И Нюрин поток мгновенно прервался, заткнутый ладонью Зои. Все засмеялись, только Борис Собашников под шумок пробормотал с презрительным видом. О, рыцарь без страха и упрека! Он уже был довольно сильно пьян, стоял, прислонившись к стене, в вызывающей позе. С заложенными в карманы брюк руками и нервно жевал папиросу. — Это какая же Нинка? — спросил с любопытством Рамзес. — Она здесь? — Нет. — Ее нету. Такая маленькая, курносая девчонка, наивная и очень сердитая. Репортер вдруг внезапно и искренне расхохотался. — Извините, это я так, своим мыслям, — объяснил он сквозь смех. Я сейчас очень живо вспомнил этого старика, как он в испуге бежал по коридору, захватив верхнюю одежду и башмаки. — Такой почтенный старец, с наружностью апостол, я даже знаю, где он служит. Да и вы все его знаете. Но всего курьезнее было, когда он, наконец, в зале почувствовал себя в безопасности, понимаете? Сидит на стуле, надевает панталоны, никак не попадет ногой куда следует и орет на весь дом. — Безобразие! Гнусный притон! Я вас выведу на чистую воду! Завтра же в двадцать четыре часа! Знаете ли, это соединение жалкой беспомощности с грозными криками было так уморительно, что даже мрачный Симеон рассмеялся. Ну вот, кстати, о Симеоне. Я говорю, что жизнь поражает, ставит в тупик своей диковинной путаницы и неразберихой. Можно насказать тысячу громких слов о сутенерах. А вот именно такого Симеона ни за что не придумаешь. Так разнообразная пестра жизнь. Или еще возьмите здешнюю хозяйку Анну Марковну. Это кровопийца, гиена, мегера и так далее. Самая нежная мать, какую только можно себе представить. У нее одна дочь, Берта. Она теперь в пятом классе гимназии. Если бы вы видели, сколько осторожного внимания, сколько нежной заботы затрачивает Анна Марковна, чтобы дочь не узнала как-нибудь случайно о ее профессии. И все для Берточки. Все ради Берточки. И сама при ней не смеет даже разговаривать. Боится за свой лексикон бандерши и бывшей проститутки. Глядит ей в глаза, держит себя рабски, как старая прислуга, как глупая преданная нянька, как старый верный опоршивший пудель. Ей уж давно пора уйти на покой, потому что и деньги есть. И занятия здесь тяжелые и хлопотные. И годы ее уже почтенные. Так ведь нет. Надо еще лишнюю тысячу, а там и еще, и еще, и все для Берточки. А у Берточки лошади, у Берточки англичанка, Берточку каждый год возят за границу, у Берточки на сорок тысяч бриллиантов, черт их знает, чьи они эти бриллианты. И ведь я не только уверен, но я твердо знаю, что для счастья этой самой Берточки, нет, даже не для счастья, а предположим, что у Берточки сделается на пальчике заусенница. Так вот, чтобы эта заусенница прошла, вообразите на секунду возможность такого положения вещей. Анна Марковна, не сморгнув, продаст нарастление наших сестер и дочерей, заразит нас всех и наших сыновей сифилисом. Что, вы скажете чудовище? А я скажу, что ею движет та же великая, неразумная, слепая, эгоистическая любовь, за которую мы все называем наших матерей святыми женщинами. — Легче на поворотах, — заметил сквозь зубы Борис Собашников. — Простите, я не сравнивал людей, я только обобщил первоисточник чувства. Я могу привести для примера и самоотверженную любовь матерей животных. Но вижу, что затеял скучную материю. Лучше бросим. — Нет, вы договорите, — возразил Лихонин. — Я чувствую, что у вас была цельная мысль. И очень простая. Давеча профессор спросил меня, не наблюдаю ли я здешней жизни с какими-нибудь писательскими целями. И я хотел только сказать, что я умею видеть, но именно не умею наблюдать. Вот я привел вам в пример Симеона и Бандершу. Я не знаю сам, почему, но я чувствую, что в них таится какая-то ужасная непреоборимая действительность жизни. Но ни рассказать ее, ни показать ее я не умею. Мне не дано этого. Здесь нужно великое умение взять какую-нибудь мелочишку, ничтожный бросовый штришок, и получится страшная правда, от которой читатель в испуге забудет закрыть рот. Люди ищут ужасного в словах, в криках, в жестах. Ну вот, например, читаю я описание какого-нибудь погрома, или избиения в тюрьме, или усмирения. Конечно, описываются городовые, эти слуги произвола, эти опричники современности, шагающие по колено в крови, или как там еще пишут в этих случаях. Конечно, возмутительно и больно и противно. Но все это умом, а не сердцем. Но вот я иду утром по любяжьей улице, вижу, собралась толпа. В середине девочка, пяти лет. Оказывается, отстала от матери и заблудилась. Или, быть может, мать ее бросила. А перед девочкой на корточках городовой. Расспрашивает, как ее зовут. Да откуда, да как зовут папу, да как зовут маму. Вспотел бедный от усилия шапка на затылке. Огромное усатое лицо, такое доброе, жалкое и беспомощное, а голос ласковый-приласковый. Наконец, что вы думаете? Так как девчонка вся переволновалась и уже осипла от слез и всех дичится, он, этот самый имеющийся постовой городовой, вытягивает вперед два своих черных заскорузлых пальца, указательный и мизинец, и начинает девочке делать козу. Рогами за баду, ногами за топу. И вот когда я глядел на эту милую сцену и подумал, что через полчаса этот самый постовой будет в участке бить ногами в лицо и в грудь человека, которого он до сих пор ни разу в жизни не видал, и преступление которого для него совсем неизвестно, то, вы понимаете, мне стало невыразимо жутко и тоскливо. Не умом, а сердцем. Такая чертовская путаница — это жизнь. Выпьем, Лихонин, коньяку? Хотите на «ты», — предложил вдруг Лихонин. Хорошо, только без поцелуйчиков, правда? Будь здоров, мой милый. Или вот еще пример. Читаю я, как один французский классик описывает мысли и ощущения человека, приговоренного к смертной казни. Громко, сильно, блестяще описывает. А я читаю, и, ну, никакого впечатления, ни волнения, ни возмущения, одна скука. Но вот на днях попадается мне короткая хроникерская заметка о том, как где-то во Франции казнили убийцу. Прокурор, который присутствовал при последнем туалете преступника, видит, что тот надевает башмаки на босу ногу, и болван напоминает «А чулки-то?» А тот посмотрел на него и говорит так раздумчиво. «Стоит ли?» «Понимаете, эти две коротеньких реплики меня как камнем по черепу». Сразу раскрылся передо мною весь ужас и вся глупость насильственной смерти. Или вот еще о смерти. Умер один мой приятель, пехотный капитан, пьяница, бродяга и душевнейший человек в мире. Мы его звали почему-то электрическим капитаном. Я был поблизости, и мне пришлось одевать его для последнего парада. Я взял его мундир и стал надевать к нему ипполеты. Там, знаете, в ушке ипполетных пуговиц продевается шнурок, а потом два конца этого шнурка просовываются сквозь две дырочки под воротником и изнутри, с подкладки, завязываются. И вот проделал я всю эту процедуру. Завязываю шнурок петелькой, и, знаете, все у меня никак не выходит петля. То чересчур некрепко связано, то один конец слишком короток. Копошусь я над этой ерундой. И вдруг мне в голову приходит самая удивительно простая мысль, что гораздо проще и скорее завязать узлом, ведь все равно никто развязывать не будет. И сразу я всем своим существом почувствовал смерть. До тех пор я видел остекленевшие глаза капитана, щупал его холодный лоб, и все как-то не осязал смерти, а подумал об узле. И всего меня пронизало и точно пригнуло к земле простое и печальное сознание о невозвратимой и неизбежной погибели всех наших слов, дел и ощущений, о гибели всего видимого мира. И таких маленьких, но поразительных мелочей я мог бы привести сотню. Хотя бы о том, что такое люди испытывали на войне. Но я хочу свести свою мысль к одному. Все мы проходим мимо этих характерных мелочей равнодушно, как слепые, точно не видя, что они валяются у нас под ногами. А придет художник и разглядит, и подберет. И вдруг так умело повернет на солнце крошечный кусочек жизни, что все мы ахнем. Ах, боже мой, да ведь это я сам, сам лично видел. Только мне просто не пришло в голову обратить на это пристального внимания. Но наши русские художники слова, самые совестливые и самые искренние во всем мире художники, почему-то до сих пор обходили проституцию и публичный дом. Почему? Право, нетрудно ответить на это. Может быть, по брезгливости, по малодушию, из-за боязни простыть порнографическим писателем, наконец, просто из страха, что наша кумовская критика отожествит художественную работу писателя с его личной жизнью и пойдет копаться в его грязном белье. Или, может быть, у них не хватает ни времени, ни самоотверженности, ни самообладания вникнуть с головой в эту жизнь и подсмотреть ее близко-близко, без предубеждения, без громких фраз, без овечьей жалости, во всей ее чудовищной простоте и буднишной деловитости. Ах, какая бы это получилась громадная, потрясающая и правдивая книга! «Пишут же», — нехоти заметил Рамзес, «пишут», — в тон ему скучно повторил Платонов, «но все это или ложь, или театральные эффекты для детей младшего возраста, или хитрая символика, понятная лишь для мудрецов будущего. А самой жизни никто еще не трогал. Один большой писатель, человек с хрустально чистой душой и замечательным изобразительным талантом подошел однажды к этой теме. И вот все, что может схватить глаз внешнего, отразилось в его душе, как в чудесном зеркале. Но лгать и пугать людей он не решился, он только поглядел на жесткие, как у собаки, волосы швейцара и подумал, а ведь и у него, наверное, была мать. Скользнул своим умным, точным взглядом по лицам проституток и запечатлел их. Но того, чего он не знал, он не посмел написать. Замечательно, что этот же писатель, обаятельный своей честностью и правдивостью, приглядывался неоднажды и к мужику, но он почувствовал, что и язык, и склад мысли, и душа народа для него темные и непонятные. И он с удивительным тактом скромно обошел душу народа стороной, а весь запас своих прекрасных наблюдений преломил сквозь глаза городских людей. Я нарочно об этом упомянул. У нас, видите ли, пишут о сыщиках, об адвокатах, об акцизных надзирателях, о педагогах, о прокурорах, о полиции, об офицерах, о сладострастных дамах, об инженерах, о баритонах, и пишут ей Богу совсем хорошо, умно, тонко и талантливо. Но ведь все эти люди ссор, и жизнь их не жизнь, а какой-то надуманный, призрачный, ненужный бред мировой культуры. Но вот есть две странных действительности, древних, как само человечество. Проститутка и мужик. И мы о них ничего не знаем, кроме каких-то сусальных, пряничных, ёрнических изображений в литературе. Я вас спрашиваю, что русская литература выжила из всего кошмара проституции? Одну Сонечку Мармеладову. Что она дала о мужике, кроме паскудных, фальшивых, народнических пасторалей? Одно, всего лишь одно, но зато правда величайшее в мире произведение, потрясающую трагедию, от правдивости которой захватывает дух и волосы становятся дыбом. Вы знаете, о чем я говорю? Коготок увяз, тихо подсказал Лихонин. Да, ответил репортер и с благодарностью ласково поглядел на студента. Ну, что касается Сонечки, то ведь это абстрактный тип, заметил уверенно Ярченко. Так сказать, психологическая схема. Платонов, который до сих пор говорил точно нехотя, с развальцей вдруг загорячился. Сто раз слышал это суждение, сто раз, и вовсе это неправда, под грубой похабной профессией, под матерными словами, под пьяным безобразным видом, и все-таки жива Сонечка Мармеладова. Судьба русской проститутки. О, какой-то трагический, жалкий, кровавый, смешной и глупый путь. Здесь все совместилось. Русский бог, русская широта и беспечность, русское отчаяние в падении, русская некультурность, русская наивность, русское терпение, русское бесстыдство. Ведь все они, которых вы берете в спальне, поглядите, поглядите на них хорошенько, ведь все они дети, ведь им всем по одиннадцати лет. Судьба толкнула их на проституцию, и с тех пор они живут в какой-то странной, феерической, игрушечной жизни, не развиваясь, не обогащаясь опытом, наивные, доверчивые, капризные, не знающие, что скажут и что сделают через полчаса, совсем как дети. Эту светлую и смешную детскость я видел у самых опустившихся, самых старых девок, заезженных и искалеченных, как извозь чекляч, и не умирает в них никогда эта бессильная жалость, это бесполезное сочувствие к человеческому страданию. Например, Платонов обвел всех сидящих медленным взором и вдруг махнувши рукой сказал усталым голосом, а, впрочем, к черту, я сегодня наговорился лет на десять, и все это ни к чему. Но, в самом деле, Сергей Иванович, отчего бы вам не попробовать все это описать самому, спросил Ярченко. У вас так живо сосредоточено вниманием на этом вопросе? Пробовал, с невеселой усмешкой ответил Платонов. Но ничего не выходит. Начну писать, и сейчас же заплутаюсь в разных что, который, был. Эпитеты выходят пошлыми, слова простывают на бумаге, какая-то жвачка. Знаете ли, здесь однажды проездом был Терехов, тот, известный. Я пришел к нему, и стал рассказывать ему многое-много о здешней жизни, чего я вам не говорю из боязни наскучить. Я просил его воспользоваться моим материалом. Он выслушал меня с большим вниманием, и вот что он сказал буквально. Не обижайтесь, Платонов, если я вам скажу, что нет почти ни одного человека, из встречаемых мною в жизни, который несовал бы мне тем для романов и повестей, или не учил бы меня, о чем надо писать. Тот материал, что вы мне сейчас сообщили, прямо необъятен по своему смыслу и весу, но что я с ним поделаю? чтобы написать такую колоссальную книгу, о которой вы думаете, мало чужих слов, хотя бы и самых точных, мало даже наблюдений, сделанных с записной книжечкой и карандашиком. Надо самому вжиться в эту жизнь, не мудрствуя лукаво, без всяких задних писательских мыслей. Тогда выйдет страшная книга. Слова его меня обескуражили и в то же время окрылили. С этих пор я верю, что ни теперь, ни скоро, лет через пятьдесят, но придет гениальный и именно русский писатель, который вберет в себя все тяготы и всю мерзость этой жизни и выбросит их нам в виде простых, тонких и бессмертно жгучих образов. И все мы скажем, да ведь это все мы сами видели и знали, но мы и предположить не могли, что это так ужасно. В этого грядущего художника я верю всем сердцем. Аминь, сказал серьезно Лихонин, выпьем за него. А, ей богу, вдруг отозвалась Манька маленькая, хотя бы кто-нибудь написал по правде, как живем мы здесь, разнесчастные. В дверь постучали и тотчас же вошла Женя в своем блестящем оранжевом платье. Она непринужденно, с независимым видом первого персонажа в доме, поздоровалась со всеми мужчинами и села около Сергея Ивановича, позади его стула. Она только что освободилась от того самого немца в форме благотворительного общества, который рано вечером остановил свой выбор на Мане Беленькой, а потом переменил ее по рекомендации экономки на Пашу. Но задорная и самоверенная красота Жени должно быть сильно уязвило его блудливое сердце, потому что, прошлявшись часа три по каким-то пивным заведениям и ресторанам и набравшись там мужества, он опять вернулся в дом Анны Марковны, дождался, пока от Жени не ушел ее временный гость, Карл Карлович из оптического магазина, и взял ее в комнату. На безмолвные глазами вопрос Тамары Женя с отвращением поморщилась, содрогнулась спиною и утвердительно кивнула головой. Ушел. Бррррр. Платонов с чрезвычайным вниманием приглядывался к Жене. Ее он отличал среди прочих девушек и почти уважал за крутой, неподатливый и дерзко насмешливый характер. И теперь, изредка оборачиваясь назад, он по ее горящим прекрасным глазам, по ярко и неровно рдевшему на щеках нездоровому румянцу, по искусственным запекшимся губам чувствовал, что в девушке тяжело колышется и душит ее большая, давно назревшая злоба. И тогда же он подумал, и впоследствии часто вспоминал об этом, что никогда он не видел Женю такой блестяще красивой, как в эту ночь. Он заметил также, что все бывшие в кабинете мужчины, за исключением Лихонина, глядят на нее, иные откровенно, другие украдкой, точно мельком, с любопытством и затаенным желанием. Красота этой женщины вместе с мыслью о ее ежеминутной, совсем легкой доступности волновала их воображение. — С тобой что-то такое творится, Женя, — сказал тихо Платонов. Она ласково чуть-чуть провела пальцами по его руке, не обращая внимания. — Так, наши бабские дела. Тебе будет неинтересно. Но, тотчас же повернувшись к Тамаре, она страстно и быстро заговорила что-то на условном жаргоне, представляющем дикую смесь из еврейского, цыганского и румынского языков и из воровских и конократских словечек. — Не звони, метличка, метлик фартовы! — прервала ее Тамара и с улыбкой показала глазами на репортера. Платонов действительно понял. Женя с негодованием рассказывал о том, что за сегодняшний вечер и ночь, благодаря наплыву дешевой публики, несчастную Пашу брали в комнату больше десяти раз, и все разные мужчины. Только сейчас с ней сделался истерический припадок, закончившийся обмороком. И вот, едва приведя Пашу в чувство и отпоив ее валерьяновыми каплями, на рюмке спирта. Эмма Эдуардовна опять послала ее в зал. Женя попробовала было заступиться за подругу, но экономка обругала заступницу и пригрозила ей наказанием. — О чем это она? — недоумение спросил Ярченко, высоко подымая брови. — Не беспокойтесь, ничего особенного, — ответила Женя еще взволнованным голосом. — Так, наш маленький семейный вздор. — Сергей Иванович, можно мне вашего вина? Она налила себе полстакана и выпила коньяк залпом, широко раздувая тонкие ноздри. Платонов молча встал и пошел к двери. — Не стоит, Сергей Иванович, бросьте! — остановила его Женя. — Да нет, отчего же, — возразил репортер. — Я сделаю самую простую невинную вещь. Возьму Пашу сюда. А если придется, так и уплачу за нее. Пусть полежит здесь на диване и хоть немного отдохнет. — Нюра, живо сбегай за подушкой. Едва закрылась дверь за его широкой, неуклюжей фигурой в сером платье, как тотчас же Борис Собашников заговорил с презрительной резкостью. — На кой черт, господа, мы затащили в свою компанию этого фрукта с улицы? Очень нужно связываться со всякой рванию. Черт-то его знает, кто он такой. Может быть, даже шпик. Кто может ручаться? И всегда ты так, Лихонин. — Ну, какая тебе, Боря, опасность от шпика? — добродушно возразил Лихонин. — Это не Лихонин, а я его познакомил со всеми, — сказал Рамзес. — Я его знаю за вполне порядочного человека и за хорошего товарища. — Эй, чепуха! Хороший товарищ выпить на чужой счет. — Разве вы сами не видите, что это самый обычный тип завсегдата и при публичном доме? И всего вероятнее, что он просто здешний кот, которому платят проценты за угощение, в которое он втравливает посетителей. — Оставь, Боря, глупо! — укоризненно заметил Ярченко. Но Боря не мог оставить. У него была несчастная особенность. Опьянение не действовало ему ни на ноги, ни на язык, но приводило его в мрачное, обидчивое настроение и толкало на ссоры. А Платонов давно уже раздражал его своим небрежно искренним, уверенным и серьезным тоном, так мало подходящим к отдельному кабинету публичного дома. Но еще больше сердило Собашникова то кажущее соравнодушие, с которым репортер пропускал его злые вставки в разговор. И потом, каким он тоном позволяет себе говорить в нашем обществе, — продолжал кипятиться Собашников. — Какой-то опломб, снисходительность, профессорский тон, — паршивый трехкопеечный писака, бутербродник. Женя, которая все время пристально глядела на студента, весело и злобно играя блестящими темными глазами, вдруг захлопала в ладоши. — Вот так! Браво, студентик! Браво, браво, браво! Так его, хорошенько! В самом деле, что это за безобразие? Вот он придет сюда, я ему все это повторю. — Пожалуйста! Сколько угодно! — по-актерски процедил Собашников, делая вокруг рта высокомерно брезгливые складки. — Я сам повторю то же самое. — Вот это молочина! За это люблю! — воскликнул радостное изложение, ударив кулаком о стол. — Сразу видно сову по полету! Доброго молодца по соплям! Мани Беленькая и Тамара с удивлением посмотрели на Женю, но, заметив лукавые огоньки, прыгавшие в ее глазах, ее нервно подрагивавшие ноздри, обе поняли и улыбнулись. Мани Беленькая, смеясь, укоризненно покачала головой. Такое лицо всегда бывало у Жени, когда ее буйная душа чуяла, что приближается ей уже самой вызванный скандал. — Не ерши, Сборенька! — сказал Лихонин. — Здесь все равны. Пришла Нюра с подушкой и положила ее на диван. — Это еще зачем? — прикрикнул на нее Собашников. — Пшла! Сейчас же унеси вон! Здесь не ночлежка! — Ну оставь ее, голубчик! Что тебе? — возразила сладким голосом Женя и спрятала подушку за спину Тамары. — Погоди, миленькая, вот я лучше с тобой посижу. Она обошла кругом стола, заставила Бориса сесть на стул и сама взобралась к нему на колени. Обвив его шею рукой, она прижалась губами к его рту так долго и так крепко, что у студента захватило дыхание. Совсем вплотную около своих глаз, он увидел глаза женщины, странно большие, темные, блестящие, нечеткие и неподвижные. На какую-нибудь четверть секунды, на мгновение ему показалось, что в этих неживых глазах запечатлелось выражение острой, бешеной ненависти. И холод ужаса, какое-то смутное предчувствие грозной, неизбежной беды, пронеслось в мозгу студента. С трудом оторвав от себя гибкие Женины руки и оттолкнув ее, он сказал, смеясь, покраснев и часто дыша. — Вот так темперамент! — Ах ты, мисс Алина Пафнутьевна! Тебя кажется, Женькой звать? — Хорошенькая, Шельма! Вернулся Платонов с Пашей. На Пашу жалко и противно было смотреть. Лицо у него было бледно, с синим отечным отливом. Мутные полузакрытые глаза улыбались слабой идиотской улыбкой. Открытые губы казались похожими на две растрепанные красные мокрые тряпки. И шла она какой-то робкой, неуверенной походкой, точно делая одной ногой большой шаг, а другой — маленькой. Она послушно подошла к дивану и послушно улегла с головой на подушку, не переставая слабо и безумно улыбаться. Издали было видно, что ей холодно. — Извините, господа, я разденусь, — сказал Лихонин, и, сняв с себя пиджак, набросили его на плечи проститутки. — Тамара, дай ей шоколада и вина. Борис Собашников опять картинно стал в углу, в наклонном положении, заложив нога за ногу и задрав кверху голову. Вдруг он сказал среди общего молчания самофотовским тоном, обращаясь прямо к Платонову. — Э-э-э, послушайте, как вас? Это должно быть и есть ваша любовница, э? И он концом сапога показал по направлению лежавшей Паши. — Что? — спросил протяжно Платонов, сдвигая брови. — Или вы ее любовник, это все равно. Как это должность здесь у вас называется? Ну, вот те самые, которым женщины вышивают рубашки и с которыми делятся своим честным заработком. Э-э? Платонов поглядел на него тяжелым, напряженным взглядом сквозь прищуренные веки. — Слушайте, — сказал он тихо, хриплым голосом, медленно и веско расставляя слова. — Это уже не в первый раз сегодня, что вы лезете со мной на ссору. Но, во-первых, я вижу, что, несмотря на ваш трезвый вид, вы сильно и скверно пьяны, а, во-вторых, я щижу вас ради ваших товарищей. Однако предупреждаю, если вы еще вздумаете так говорить со мною, то снимите очки. — Что за чушь? — воскликнул Борис и поднял кверху плечи и фыркнул носом. — Какие очки? Почему очки? Но машинально, двумя вытянутыми пальцами, он поправил душку пенсне на переносице. — Потому что я вас ударю, и осколки могут попасть в глаз, — равнодушно сказал репортер. Несмотря на неожиданность такого оборота ссоры, никто не рассмеялся. Только Манька Беленькая удивленно ахнула и всплеснула руками. Женя с жадным нетерпением перебегала глазами от одного к другому. — Ну, положим. Я и сам. Так дам сдачи, что не обрадуешься. — грубо, совсем по-мальчишески выкрикнул собашников. — Только не стоит рук марать обо всякого. Он хотел прибавить новое ругательство, но не решился. Со всяким... И вообще, товарищи, я здесь оставаться больше не намерен. Я слишком хорошо воспитан, чтобы понебратствовать с подобными субъектами. Он быстро и гордо пошел к дверям. Ему приходилось пройти почти вплотную около Платонова, который краем глаза по-звериному следил за каждым его движением. На один момент у студента мелькнуло было в уме желание неожиданно сбоку ударить Платонова и отскочить. Товарищи, наверное, разняли бы их и не допустили до драки. Но он тотчас же, почти не глядя на репортера, каким-то глубоким бессознательным инстинктом, увидел и почувствовал эти широкие кисти рук, спокойно лежавшие на столе, эту упорно склоненную вниз голову широким лбом и все неуклюже ловкое, сильное тело своего врага, так небрежно сгорбившееся и распустившееся на стуле, но готовая каждую секунду к быстрому и страшному толчку. И Собашников вышел в коридор, громко захлопнув за собой дверь. — Баба с возу кобыли легче, — насмешливо с корговоркой сказал ему в след Жене. — Тамарочка, налей мне еще коньяком. Но встал с своего места длинный студент Петровской и счел нужным вступиться за Собашникова. — Вы как хотите, господа. Это дело вашего личного взгляда, но я принципиально ухожу вместе с Борисом. Пусть он там не прав и так далее. Мы можем выразить ему порицание в своей интимной компании. Но раз нашему товарищу нанесли обиду, я не могу здесь оставаться. Я ухожу. — Ах ты, боже мой! И Лихонин досадливо и нервно почесал себе висок. Борис же все время вел себя в высокой степени пошло, грубо и глупо. Что это за такая корпоративная честь, подумаешь? Коллективный уход из редакции, из политических собраний, из публичных домов. — Мы не офицеры, чтобы прикрывать глупость каждого товарища. Все равно, как хотите, но я ухожу из чувства солидарности, — сказал важный Петровской и вышел. — Будь тебе земля пухом! — послал ему вдогонку Женя. Но как извилистые и темные пути человеческой души. Оба они, и Собашников, и Петровской, поступили в своем негодовании довольно искренне. Но первый только наполовину, а второй всего лишь на четверть. У Собашникова, несмотря на его опьянение и гнев, все-таки стучалась в голову заманчивая мысль, что теперь ему удобнее и легче перед товарищами вызвать потихоньку Женю и уединиться с нею. А Петровской, совершенно с той же целью, имея в виду ту же Женю, пошел вслед за Борисом, чтобы взять у него взаймы три рубля. В общей зале они поладили между собою, а через десять минут в полуотворенную дверь кабинета просунула свое косенькое, розовое, хитрое лицо экономка Зося. — Женечка! — позвала она. — Иди. Там тебе белье принесли, посчитай. — А тебя Нюра, актер, просит прийти к нему на минуточку, выпить шампанского. Он с Генриетто и с Маней большой. Быстрая и нелепая ссора Платонова с Борисом долго служила предметом разговора. Репортер всегда в подобных случаях чувствовал стыд, неловкость, жалость и терзание совести. И, несмотря на то, что все оставшиеся были на его стороне, он говорил со скукой в голосе. — Господа, ей-богу, я лучше уйду. Почему я буду расстраивать ваш кружок? Оба мы были виноваты. Я уйду. О счете не беспокойтесь. Я уже все уплатил Симеону, когда ходил за Пашей. Лихонин вдруг взъерошил волосы и решительно встал. — Да нет, черт побери, я пойду и приволоку его сюда. Честное слово, они оба славные ребята, и Борис, и Васька, но еще молоды и на свой собственный хвост лают. Я иду за ними и ручаюсь, что Борис извинится. Он ушел, но вернулся через пять минут. — Упокаяются! — мрачно сказал он и безнадежно махнул рукой. В это время в кабинет вошел Симеон с подносом, на котором стояли два бокала с игристым золотым вином, и лежала большая визитная карточка. — Позвольте успросить, кто здесь будет, Гаврил Петрович, господин Ярченко? — сказал он, оглядывая сидевших. — Я? — отозвался Ярченко. — Пожалуйте-с. Господин актер прислали. Ярченко взял визитную карточку, украшенную сверху громадной маркистской короной, и прочитал вслух. — Евмений Полуэктович Эгмонд Лаврецкий, драматический артист столичных театров. — Замечательно, — сказал Володя Павлов, — что все русские гаррики носят такие странные имена, вроде Хрисанфов, Фетисов, Мамонтов и Епимахов. — И, кроме того, самые известные из них обязательно или картавят, или пришипетывают, или заикаются, прибавил репортер. — Да, но замечательнее всего то, что я совсем не имею высокой чести знать этого артиста столичных театров. Впрочем, здесь на обороте что-то еще написано. Судя по почерку, писано человеком сильно пьяным и слабо грамотным. — Пью, не пью, а пью, — пояснил Ярченко. — Пью за здоровье светило русской науке Гаврила Петровича Ярченко, которого случайно увидел, проходя мимо по Калидору. Желал бы чокнуться лично. Если не помните, то вспомните Народный театр, бедность не порог и скромного артиста, игравшего африкана. — Да, это верно, — сказал Ярченко. — Мне как-то навязали устроить этот благотворительный спектакль в Народном доме. Смутно мелькает у меня в памяти какое-то бритое гордое лицо, но... — Как быть, господа? — Лихонин ответил добродушно. — А волоките его сюда. Может быть, он смешной. — А вы? — обратился приват-доцент к Платонову. — Мне все равно, я его немножко знаю. Сначала будет кричать «Кельнер! Шампанского!» Потом расплачется о своей жене, которая ангел. Потом скажет патриотическую речь и, наконец, поскандалит из-за счета, но не особенно громко. Да ничего, он занятный. — Пусть идет, — сказал Володя Павлов из-за плеча Кати, сидевшей, болтая ногами у него на коленях. — А ты, Вельтман? — Что? — встрепенулся студент. Он сидел на диване спиною к товарищам около лежавшей Паши, нагнувшись над ней, и давно уже с самым дружеским, сочувственным видом поглаживал ее то по плечам, то по волосам на затылке. А она уже улыбалась ему своей застенчиво-бестыдной, бессмысленно страстной улыбкой сквозь полуопущенные и трепетавшие ресницы. — Что, в чем дело? — Ах, да, можно ли сюда актера? — Ничего не имею против, пожалуйста. Ярченко послал через Симеона приглашение, и актер пришел и сразу же начал обычную актерскую игру. В дверях он остановился в своем длинном сюртуке, сиявшем шелковыми отворотами, с блестящим цилиндром, который он держал левой рукой перед серединой груди, как актер, изображающий на театре пожилого светского льва или директора банка. Приблизительно этих лиц он внутренно и представлял себе. — Будет ли мне позволено, господа, вторгнуться в вашу тесную компанию? — спросил он жирным, ласковым голосом с полупоклоном, сделанным несколько набок. Его попросили, и он стал знакомиться. Пожимая руки, он оттопыривал вперед локоть и так высоко подымал его, что кисть оказывалась гораздо ниже. Теперь это уже был не директор банка, а этакой лихой молодцеватый малый, спортсмен и кутила, и золотой молодежи. Но его лицо, с ерошенными дикими бровями и с обнаженными безволосыми веками, было вульгарным, суровым и низменным лицом типичного алкоголика, развратника и мелко жестокого человека. Вместе с ним пришли две его дамы — Генриетта, самая старшая по годам девица в заведении Анны Марковны, опытная, все видевшая и ко всему претерпевшаяся, как старая лошадь на приводе у молотилки. Обладательница густого баса, но еще красивая женщина. И Манька Большая или Манька Крокодил. Генриетта еще с прошлой ночи не расставалась с актером, бравшим ее из дома в гостиницу. Усевшись рядом с Ярченко, он сейчас же заиграл новую роль. Он сделался чем-то вроде старого добряка-помещика, который сам был когда-то в университете и теперь не может глядеть на студентов без тихого отеческого умиления. — Поверьте, господа, что душой отдыхаешь среди молодежи от всех этих житейских дрязг, — говорил он, придавая своему жесткому и порочному лицу по-актерски преувеличенное и неправдоподобное выражение растроганности. Это вера в святой идеал, эти честные порывы. Что может быть выше и чище нашего русского студенчества? — Кёльнер! Шампанского! — зарал он вдруг оглушительно и треснул кулаком по столу. Лихонин и Ярченко не захотели остаться у него в долгу. Началась попойка. Бог знает, каким образом в кабинете очутили вскоре Мишка-певец и Колька-бухгалтер, которые сейчас же запели своими скачущими голосами. Чуют правду, ты ж заря, скорее! Появился и проснувшийся Ванька-встанька. Опустив умильно на бок голову и сделав на своем морщинистом старом лице Дон Кихота узенькие слезливые и сладкие глазки, он говорил убедительно просящим тоном. — Господа студенты, угостили бы старичка. Я и Богу люблю образование. Дозвольте! Лихонин всем был рад, но Ярченко сначала, пока ему не бросилось голову шампанское, только поднимал кверху свои коротенькие черные брови с боязливым, удивленным и наивным видом. В кабинете вдруг сделалось тесно, дымно, шумливо и душно. Симеон с грохотом запер снаружи болтами ставни. Женщины, только что отделавшись от визита или в промежутке между танцами, заходили в комнату, сидели у кого-нибудь на коленях, курили, пели в разброд, пили вино, целовались и опять уходили, и опять приходили. Приказчики от Киришковского, обиженные тем, что девицы больше уделяли внимания кабинету, чем залу, затеяли было скандал и пробовали вступить со студентами в задорное объяснение. Но Симеон в один миг укоротил их двумя-тремя властными словами, брошенными как будто бы мимоходом. Вернулась из своей комнаты Нюра, и немного спустя вслед за ней Петровской. Петровской с крайне серьезным видом заявил, что он все это время ходил по улице, обдумывая происшедший инцидент, и, наконец, пришел к заключению, что товарищ Борис был действительно неправ, но что есть и смягчающее его вино обстоятельства — опьянение. Потом пришла и Женя, но одна. Собашников заснул в ее комнате. У актера оказалась пропасть талантов. Он очень верно подражал жужжанию мухи, которую пьяный ловит на оконном стекле, и звуком пилы. Смешно представлял, став лицом в угол разговор нервной дамы по телефону, подражал пению граммофонной пластинки, и, наконец, чрезвычайно живо показал мальчишку-персиянина с ученой-обезьянкой. Держа с рукой завоображаемую цепочку и в то же время оскаливаясь, приседая, как мартышка, часто моргая веками и почесывая себе то зад, то волосы на голове, он пел гнусавым, однотонным и печальным голосом коверкая слова. «Малядой, кизак, на война пришел! Малядой, барышня, под забором валается! Ай-на-ай-на, ай-на-на, ай-на-на-на-на-на-на-на!» В заключение он взял на руки Маню беленькую, завернул ее бортами сюртука и, протянув руку и сделав плачущее лицо, закивал головой, склоненный на бок, как это делают черномазые грязные восточные мальчишки, которые шляются по всей России в длинных старых солдатских шинелях, с обнаженной бронзового цвета грудью, держа за пазухой кашляющую облезлую обезьянку. «Ты кто такой?» — строго спросила толстая Катя, знавшая и любившая эту шутку. «Сербиян! Барина!» — жалобно простонал в нос актер. «Подари что-нибудь, барина!» «А как твою обезьянку зовут?» «Матрешка!» «Он, барина, голодний!» «Он кушай хочет!» «А паспорт у тебя есть?» «Миссербиян!» «Дай что-нибудь, барина!» Актер оказался совсем не лишним. Он произвел сразу много шуму и поднял падавшее настроение. И поминутно он кричал зычным голосом «Кёльнер! Шампанского!» Хотя привыкший к его манере Симеон очень мало обращал внимания на эти крики. Началась настоящая русская громкая непонятная бесточь. Розовый, белокурый, миловидный Толпыгин играл на пианино сегидилью из Кармен. А Ванька-встанька плясал под нее комаринского мужика. Подняв кверху узкие плечи, весь искособочившись, растопырив пальцы опущенных вниз рук, он зателиво перебирал на месте длинными тонкими ногами, потом вдруг пронзительно ухал, вскидывался и выкрикивал в такт своей дикой пляски. «Ух, пляши, Матвей! Не жалей лаптей!» «Эх, за одну выходку четвертной мало!» — приговаривал он, встряхивая длинными сидеющими волосами. «Чуют правду!» — ревели два приятеля. С трудом подымая тяжелевшие веки под мутными, закисшими глазами. Актер стал рассказывать похабные анекдоты, высыпая их, как из мешка, и женщины визжали от восторга, сгибались пополам от смеха и отваливались на спинке кресел. Вельтман, долго шептавшийся с Пашей, незаметно под шумок ускользнул из кабинета, а через несколько минут после него ушла и Паша, улыбаясь своей тихой, безумной и стыдливой улыбкой. Да и все остальные студенты, кроме Лихонина, один за другим, кто потихоньку, кто под каким-нибудь предлогом, исчезали из кабинета и подолгу не возвращались. Володе Павлову захотелось поглядеть на танцы, у толпыгина разболелась голова, и он попросил Тамару провести его умыться. К Петровской, тайно перехватив у Лихонина три рубля, вышел в коридор и уже оттуда послал экономку Зосю за Манькой Беленькой. Даже благоразумный и брезгливый Рамзес не смог справиться с тем пряным чувством, какое в нем возбуждала сегодняшняя странная, яркая и болезненная красота Жени. У него оказалось на нынешнее утро какое-то важное и неотложное дело, надо было поехать домой и хоть два часика поспать. Но, простившись с товарищами, он, прежде чем выйти из кабинета, быстро и многозначительно указал Жене глазами на дверь. Она поняла, медленно, едва заметно, опустила ресницы в знак согласия, и когда опять их подняла, то Платонова, который, почти не глядя, видел этот немой разговор, поразило то выражение злобы и угрозы в ее глазах, с каким она проводила спину уходившего Рамзеса. Выждав пять минут, она встала, сказала «Извините, я сейчас», и вышла, раскачивая своей оранжевой короткой юбкой. «Что ж, теперь твоя очередь, Лихонин?» — спросил насмешливый репортер. «Нет, брат, ошибся», — сказал Лихонин и прищелкнул языком. «И не то, что я по убеждению или из принципа, нет. Я, как анархист, исповедую, что чем хуже, тем лучше. Но, к счастью, я игрок, и весь свой темперамент трачу на игру, поэтому во мне простая брезгливость говорит гораздо сильнее, чем это самое неземное чувство. Но удивительно, как совпали наши мысли. Я только что хотел тебя спросить о том же». «Я... нет. Иногда, если сильно устану, я ночую здесь, беру у Исаия Саевича ключ от его комнатки и сплю на диване. Но все девицы давно уже привыкли к тому, что я — существо третьего пола. И неужели... Никогда! Никогда!» «Уж то верно, то верно!» — воскликнул Нюра. «Сергей Иванович как святой отшельник». «Раньше, лет пять тому назад, я и это испытал», — продолжал Платонов. «Но, знаете, уж очень это скучно и противно. Вроде тех мух, которых сейчас представлял господин артист. Слепились на секунду на подоконнике, а потом в каком-то дурацком удивлении почесали задними лапками спину и разлетелись навеки. «А разводить здесь любовь?» «Так для этого я — герой не их романа. Я некрасив, с женщинами робок, стеснительный, вежлив. А они здесь жаждут диких страстей, кровавой ревности, слез, отравлений, побоев, жертв, словом, истеричного романтизма. Да оно и понятно. Женское сердце всегда хочет любви. А о любви им говорят ежедневно разными кислыми, слюнявыми словами. Невольно хочется в любви перцу. Хочется уже не слов страсти, а трагически страстных поступков. И поэтому их любовниками всегда будут воры, убийцы, сутенеры и другая сволочь. А главное, — прибавил Платонов, — это тотчас же испортило бы мне все дружеские отношения, которые и так славно наладились. Будет шутить, — недоверчиво возразил Лихонин. Что же тебя заставляет здесь дневать и ночевать? Будь ты писатель, — делал другого рода. Легко найти объяснение. Ну, собираешь типы, что ли, наблюдаешь жизнь. Вроде того профессора-немца, который три года прожил с обезьянами, чтобы изучить их язык и нравы. Но ведь ты сам сказал, что писательством не балуешься. Не то, что не балуюсь, а просто не умею. Не могу. Запишем. Теперь предположим другое, что ты являешься суда, как проповедник лучшей, честной жизни, вроде этакого спасителя погибающих душ. Знаешь, как на заре христианства иные святые отцы, вместо того, чтобы стоять на столпе тридцать лет или жить в лесной пещере, шли на торжище, в дома веселья, к блудницам и скоморохам. Но ведь ты не так? Не так. Зачем же, черт побери, ты здесь толчешься? Я чудесно же вижу, что многое тебе самому противно и тяжело, и больно. Например, эта дурацкая ссора с Борисом или этот лакей, бьющий женщину, да и вообще, постоянное созерцание всяческой грязи, похоти, зверства, пошлости, пьянства. Ну да, раз ты говоришь, я тебе верю, что блуду ты не предаешься. Но тогда мне еще непонятней твой модус вивензи, образ жизни, выражаясь стилем передовых статей. Репортер ответил не сразу. — Видишь ли, — заговорил он медленно, с расстановками, точно в первый раз слушая свои мысли и взвешивая их, — видишь ли, меня притягивает и интересует в этой жизни ее, как бы это выразиться, ее страшная, обнаженная правда. Понимаешь ли, с нее как будто бы сдернуты все условные покровы. Нет ни лжи, ни лицемерия, ни ханжества, нет никаких сделок, ни с общественным мнением, ни с навязчивым авторитетом предков, ни с своей совестью. Никаких иллюзий, никаких прикрас. Вот она, я, публичная женщина, общественный сосуд, клоака для стока, избытка городской похоти. Иди ко мне любой, кто хочет. Ты не встретишь отказа, в этом моя служба. Но за секунду этого сладострастия в попыхах ты заплатишь деньгами, отвращением, болезнью и позором. И все. Нет ни одной стороны человеческой жизни, где бы основная, главная правда сияла с такой чудовищной, безобразной, голой яркостью, без всякой тени человеческого лганья и самообеления. Ну, положим. Эти женщины врут, как зеленые лошади. Поди-ка поговори с ней о ее первом падении. Такого наплетет? А ты не спрашивай. Какое тебе дело? Но если они и лгут, то лгут совсем, как дети. А ведь ты сам знаешь, что дети — это самые первые, самые милые в ролишке и в то же время самые искренние на свете народ. И замечательно, что и те, и другие, то есть и проститутки, и дети лгут только нам, мужчинам и взрослым. Между собой они не лгут. Они лишь вдохновенно импровизируют. Но нам они лгут, потому что мы сами этого от них требуем, потому что мы лезем в их совсем чуждые нам души со своими глупыми приемами и расспросами, потому, наконец, понимают, что они нас втайне считают большими дураками и бестолковыми притворщиками. Да вот хочешь, я тебе сейчас пересчитаю по пальцам все случаи, когда проститутка непременно лжет, и ты сам убедишься, что к лганью ее побуждает мужчина. Ну-ну, посмотрим. Первое. Она беспощадно красится, даже иногда и в ущерб себе. Отчего? От того, что каждый прыщавый юнкер, которого так тяготит его половая зрелость, что он весною глупее точно тетерев на таку, и какой-нибудь жалкий чинодрал из управы благочиния, муж беременной жены и отец девяти младенцев. Ведь оба они приходят сюда вовсе не с благоразумной и простой целью оставить здесь избыток страсти. Он, негодяя, пришел насладиться. Ему, этакому эстету, видите ли, нужна красота. А все эти девицы, эти дочери простого, незатейливого великого русского народа, как смотрят на эстетику? Что сладко, то вкусно. Что красно, то красиво. И вот на, изволь, получай себе красоту, из сурьмы белил и румян. Это раз. Второе, то, что этот же распрекрасный кавалер мало того, что хочет красоты, нет, ему подай еще подобие любви, чтобы в женщине от его ласк зажегся бы этот самый огонь безумной сатара-сати, о которой поется в идиотских романсах. А ты этого хочешь? На! И женщина лжет ему лицом, голосом, вздохами, стонами, телодвижениями. И он сам ведь в глубине души знает про этот профессиональный обман. Но подите же все-таки обольщается. Ах, какой я красивый мужчина! Ах, как меня женщины любят! Ах, в какое я их привожу изступление! Знаете, бывает, что человеку с самой отчаянной наглостью, с самым неправдоподобным образом льстят в глаза, и он сам это отлично видит и знает, но, черт возьми, какое-то сладостное чувство все-таки обмасливает душу. Так и здесь спрашивается, чей же почин во лжи? А вот вам лихонен еще и третий пункт. Вы его сами подсказали. Больше всего они лгут, когда их спрашивают, как дошла ты до жизни такой. Но какое же право ты имеешь ее об этом спрашивать, черт бы тебя побрал! Ведь она не лезет же в твою интимную жизнь. Она же не интересуется твоей первой святой любовью или невинностью твоих сестер и твоей невесты. Ага, ты платишь деньги. Чудесно. Бандерша и вышибала, и полиция, и медицина, и городская управа блюдут твои интересы. Прекрасно. Тебе гарантировано вежливое и благопристойное поведение со стороны нанятой тобою для любви проститутки, и личность твоя неприкосновенна, хотя бы даже в самом прямом смысле, в смысле пощечины, которую ты, конечно, заслуживаешь своими бесцельными и, может быть, даже мучительными расспросами. Но ты за свои деньги хотел еще и правды, но уж этого тебе никогда не учесть и не проконтролировать. Тебе расскажут именно такую шаблонную историю, какую ты, сам человек шаблона и пошляк, легче всего переваришь. Потому что сама по себе жизнь или чересчур обыденно и скучна для тебя, или уж так чересчур неправдоподобна, как только умеет быть неправдоподобной жизнь. И вот тебе вечная средняя история об офицере, о приказчике, о ребенке и о престарелом отце, который там, в провинции, оплакивает заблудшую дочь и умоляет ее вернуться домой. Но заметли, Хонин, все, что я говорю, к тебе не относится. К тебе, честное слово, я чувствую искреннюю и большую душу. Давай выпьем за твое здоровье. Они выпили. Говорит ли дальше, продолжал нерешительно Платонов. Скучно? Нет, нет, прошу тебя, говори. Лгут они еще и лгут особенно невинно тем, кто перед ними красуется на политических конях. Тут они совсем с чем хочешь соглашаются. Я ей сегодня скажу. Долой современный буржуазный строй. Уничтожим бомбами и кинжалами капиталистов, помещиков и бюрократию. Она горячо согласится со мною. Но завтра лобазник Ноздрунов будет орать, что надо перевешать всех социалистов, передрать всех студентов и разгромить всех жидов, причащающихся христианской кровью. И она радостно согласится и с ним. Но если к тому же еще вы воспламенить ее влюбить ее в себя, то она за вами пойдет всюду, куда хотите, на погром, на баррикаду, на воровство, на убийство. Но и дети ведь так же податливы. А они ей богу дети, милый мой Лихонин. лихонин. В четырнадцать лет ее растлили, а в шестнадцать она стала патентованной проституткой, желтым билетом и с венерической болезнью. И вот вся ее жизнь обведена и отгорожена от вселенной какой-то причудливой, слепой и глухой стеною. Обрати внимание на ее обиходный словарь. Тридцать, сорок слов, не более, совсем как у ребенка или дикаря есть, пить, спать, мужчина, кровать, хозяйка, рубль, любовник, доктор, больница, белье, городовой, вот и все. Ее умственное развитие, ее опыт, ее интересы так и остаются на детском уровне до самой смерти. Совершенно так же, как у седой и наивной классной дамы, с десяти лет не переступавшей институтского порога, как у монашенки, отданной ребенком в монастырь. Словом, представь себе дерево настоящей крупной породы, но выращенное в стеклянном колпаке, в банке из-под варенья. И именно к этой детской стороне их быта я и отношу их вынужденную ложь, такую невинную, бесцельную и привычную. Но зато какая страшная, голая, ничем не убранная, откровенная правда в этом деловом торге о цене ночи, в этих десяти мужчинах в вечер, в этих печатных правилах, изданных отцами города, об употреблении раствора борной кислоты и о содержании себя в чистоте, в еженедельных докторских осмотрах, в скверных болезнях, на которые смотрят так же легко и шутливо, так же просто и без страданий, как на насморк, в глубоком отвращении этих женщин к мужчинам, таком глубоком, что все они без исключения возмещают его лесбийским образом и даже ничуть этого не скрывают. Вот вся их нелепая жизнь у меня, как на ладони, со всем ее цинизмом, уродливой и грубой несправедливостью, но нет в ней той лыжи и того притворства перед людьми и перед собою, которые опутывают все человечество сверху донизу. Подумай, милый Ильихонин, сколько нудного, длительного, противного обмана, сколько ненависти в любом брачном сожительстве в девяносто девяти случаях из ста, сколько слепой, беспощадной жестокости, именно не животной, а человеческой, разумной, дальновидной, расчетливой жестокости в святом материнском чувстве и смотри, какими нежными цветами разубрано это чувство. А все эти ненужные шутовские профессии, выдуманные культурным человеком для охраны моего гнезда, моего куска мяса, моей женщины, моего ребенка, эти разные надзиратели, контролеры, инспекторы, судьи, прокуроры, тюремщики, адвокаты, начальники, чиновники, генералы, солдаты и еще сотни и тысячи названий. Все они обслуживают человеческую жадность, трусость, порочность, рабство, узаконенное сладострастие, леность, нищенство. Да, вот оно, настоящее слово, человеческое нищенство. А какие пышные слова! Алтарь, отечество, христианское сострадание к ближнему, прогресс, священный долг, священная собственность, святая любовь. Тьфу! Ни одному красивому слову я теперь не верю. А тошно мне с этими лгунишками, трусами и обжорами до бесконечности. Нищенки. Человек рожден для великой радости, для беспрестанного творчества, в котором он Бог, для широкой, свободной, ничем не стесненной любви ко всему, к дереву, к небу, к человеку, к собаке, к милой, кроткой, прекрасной земле, ах, особенно к земле, с ее блаженным материнством, с ее утрами и ночами, с ее прекрасными ежедневными чудесами. А человек так и залгался, и спопрошайничался, и унизился. Эх, Лихонин, тоска! Я, как анархист, отчасти понимаю тебя, сказал задумчиво Лихонин. Он как будто бы слушал и не слушал репортера. Какая-то мысль тяжело в первый раз рождалась у него в уме. Но одного не постигаю. Если уж так тебе осмердело человечество, то как ты терпишь, да еще так долго, вот это все! Лихонин обвел стол круглым движением руки. Самое подлое, что могло придумать человечество. А я и сам не знаю, сказал простодушно Платонов. Видишь ли, я бродяга и страстно люблю жизнь. Я был токарем, наборщиком, сеял и продавал табак, махорку серебрянку, плавал кочегаром по Азовскому морю, рыбачил на Черном, на Дубининских промыслах, грузил арбузы и кирпич на Днепре, ездил с цирком, был актером, всего я не упомню. И никогда меня не гнала нужда. Нет, только безмерная жадность к жизни и нестерпимое любопытство. Ей-богу, я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбой, или побыть женщиной и испытать роды. Я бы хотел пожить внутренней жизнью и посмотреть на мир глазами каждого человека, которого встречаю. И вот я беспечно брожу по городам и весям, ничем не связанной, знаю и люблю десятки ремесл и радостно плыву всюду, куда угодно судьбе направить мой парус. Так-то вот я и набрел на публичный дом. И чем больше в него вглядываюсь, тем больше во мне растет тревога, непонимание и очень большая злость. Но и этому скоро конец. Как перевалит дело на осень, опять айда. Поступлю на рельсопрокатный завод. У меня приятель есть один, он устроит. Постой, постой, Лихонин. Послушай актера. Это акт третий. Эггмонд Лаврецкий, до сих пор очень удачно подражавший то поросенку, которого сажают в мешок, то ссоре кошки с собакой, стал понемногу раскисать и опускаться. На него уже находил очередной стих самообличения, в припадке которого он несколько раз покушался поцеловать у Гярченко руку. Веки у него покраснели, вокруг бритых колючих губ углубились плаксивые морщины, и по голосу было слышно, что его нос и горло уже переполнялись слезами. — Служу в фарсе, — говорил он, бия себя в грудь кулаком, — кривляюсь в полосатых кальсонах на потеху сытой толпе. Угасил свой светильник, зарыл в землю талант, как раб ленивый, а прежде, — заблеил он трагически, — прежде, спросите в Новочеркасске, спросите в Твери, в Устюжне, в Звенигородке, в Крыжополе. Каким я был Жадовым и Белугином, как я играл Макса, какой образ я создал из Вильтищева, это была моя коронная роль. Надин Перекопской начинал со мною Сумбекова, с Никифоровым Павленко служил. Кто сделал имя Лягунова по чайнину? Я. А теперь... Он склипнул носом и полез целовать приват доцента. Да, презирайте меня, клеймите меня, честные люди, поясничаю, пьянствую. Продал и розлил священный елей. Сижу в вертепе с продажным товаром. А моя жена, святая, чистая, голубка моя, о, если бы она знала, если бы только она знала. Она трудится, у нее модный магазин, у нее пальцы, эти ангельские пальцы, истыканы иголкой, а я... О, святая женщина! И я, негодяй, на кого я тебя меняю? О, ужас! Актер схватил себя за волосы. Профессор, дайте я поцелую вашу ученую руку. Вы один меня понимаете. Поедемте, я вас познакомлю с ней. Вы увидите какой-то ангел. Она ждет меня, она не спит ночей. Она складывает ручки моим малюткам и вместе с ними шепчет. Господи, спаси и сохрани папу! Врешь ты все, актер! Сказала вдруг пьяная Манька Беленькая, глядя с ненавистью на Эггмонта Лаврецкого. Ничего она не шепчет, а преспокойно спит с мужчиной на твоей кровати. — Молчи! — завопил иступленный актер и, схватив за горло бутылку, высоко поднял ее над головой. — Держите меня, иначе я размозжу голову этой стерви, не смея сквернять своим поганым языком. — У меня язык не поганый, я причастие принимаю, — дерзко ответила женщина. — А ты, дурак, рога носишь. Ты сам шляешься по проституткам, да еще хочешь, чтобы тебе жена не изменяла. И нашел же, болван, место, где слюну вожжой распустить. — Зачем ты детей-то приплел, папа, ты злосчастный? Ты на меня не ворочай глазами, зубами не скрипи, не запугаешь, сам ты... Потребовалось много усилий и красноречия со стороны Ярчинки, чтобы успокоить актера и Маньку Беленькую, которая всегда после Бенедиктина лезла на скандал. Актер под конец обширный, некрасиво, постарчески расплакался, рассморкался, ослабел, и Генретто вела его к себе. Всеми уже овладело утомление. Студенты один за другим возвращались из спален, и врозь от них с равнодушным видом приходили их случайные любовницы. И правда, и те, и другие были похожи на мух, самцов и самок, только что разлетевшихся с оконного стекла. Они зевали, потягивались, и с их бледных от бессонницы, нездорово лоснящихся лиц долго не сходило невольное выражение тоски и брезгливости. И когда они перед тем, как разъехаться, прощались друг с другом, то в их глазах мелькало какое-то враждебное чувство, точно у соучастников одного и того же грязного и ненужного преступления. — Ты куда сейчас? — в полголоса спросил у репортера Лихонин. — А право сам не знаю. Хотел было переночевать в кабинете у Иса и Савича, но жаль потерять такое чудесное утро. Думаю, выкупаться, а потом сяду на пароход и поеду в Липский монастырь к одному знакомому пьяному черницу. — А что? — Я тебя попрошу остаться немного, пересидеть остальных. Мне нужно сказать тебе два очень важных слова. — Идет. Последний ушел Ярченко, он ссылался на головную боль и усталость, но едва он вышел из дома, как репортер схватил за руку Лихонина и быстро потащил его в стеклянные сени подъезда. — Смотри, — сказал он, указывая на улицу. И сквозь оранжевое стекло цветного окошка Лихонин увидел приват доцента, который звонил к Треппелю. Через минуту дверь открылась и Ярченко исчез за ней. — Как ты узнал? — спросил с удивлением Лихонин. — Пустяки. Я видел его лицо и видел, как его руки гладили Веркина трико. Другие поменьше стеснялись, а этот стыдлив. — Ну так пойдем, сказал Лихонин, я тебя недолго задержу. Из девиц остались в кабинете только две — Женя, пришедшая в ночной кофточке, и Люба, которая уже давно спала под разговор, свернувшись калачиком в большом плюшевом кресле. Свежее веснущетое лицо Любы приняло кроткое почти детское выражение, а губы как улыбнулись во сне, так и сохранили легкий отпечаток светлой, тихой и нежной улыбки. Синё и едко было в кабинете от густого табачного дыма. На свечах в канделябрах застыли оплывшие бородавчатые струйки. Залитый кофеем и вином, забросанный апельсинными корками стол, казался безобразным. Женя сидела с ногами на диване, обхватив колени руками, и опять Платонова поразил мрачный огонь ее глубоких глаз, точно запавших под темными бровями, грозно сдвинутыми сверху вниз к переносью. «Я потушу свечи», сказал Лихонин. Утренний полусвет, водянистый и сонный, наполнил комнату сквозь щели ставен. Слабыми струйками курились потушенные фитили свечей. Слоистыми голубыми пеленами колыхался табачный дым. Но солнечный луч, прорезавшийся сквозь сердцеобразную выемку в ставне, пронизал кабинет в кость веселым пыльным золотым мечом и жидким горячим золотом расплескался на обоих стены. «Так-то лучше», сказал Лихонин, садясь. «Разговор будет короткий, но черт его знает, как к нему приступить». Он рассеянно поглядел на Женю. «Так я уйду», сказала она равнодушно. «Нет, ты посиди», ответил Залихонин «Репортер». «Она не помешает», обратился он к студенту и слегка улыбнулся. «Ведь разговор будет о проституции, не так ли?» «Ну да, вроде». «И отлично. Ты к ней прислушайся. Мнения у нее бывают необыкновенно циничного свойства, но иногда чрезвычайной вескости». Лихонин крепко потер и помял ладонями свое лицо, потом сцепил пальцы с пальцами и два раза нервно хрустнул ими. Видно было, что он волновался и сам стеснялся того, что собирался сказать. «Ах, да не все ли равно?» вдруг воскликнул он сердито. «Ты вот сегодня говорил об этих женщинах. Я слушал. Правда, нового ты ничего мне не сказал. Но странно, я почему-то точно в первый раз за всю мою беспутную жизнь поглядел на этот вопрос открытыми глазами. Я спрашиваю тебя, что же такое наконец проституция? Что она? Блажной бред больших городов или это вековечное историческое явление? Прекратится ли она когда-нибудь? Или она умрет только со смертью всего человечества? Кто мне ответит на это? Платонов смотрел на него пристально, слегка по привычке щурис. Его интересовало, какой главной мыслью так искренне мучится Лихонин. Когда она прекратится, никто тебе не скажет. Может быть, тогда, когда осуществятся прекрасные утопии социалистов и анархистов? Когда земля станет общей и ничьей? Когда любовь будет абсолютно свободна и подчинена только своим неограниченным желаниям, а человечество сольется в одну счастливую семью, где пропадет различие между твоим и моим, и наступит рай на земле, и человек опять станет нагим, блаженным и безгрешным. Вот разве тогда? А теперь, теперь, спрашивал Лихонин с возраставшим волнением. Гляди, сложа ручки, моя хата с краю, терпеть, как неизбежное зло, мириться, махнуть рукой, благословить. Зло это не неизбежное, а непреоборимое. Да не все ли тебе равно? спросил Платонов с холодным удивлением. Ты же ведь анархист. Какой я к черту анархист? Ну да, я анархист, потому что разум мой, когда я думаю о жизни, всегда логически приводит меня к анархическому началу. И я сам думаю в теории, пускай люди людей бьют, обманывают и стригут как стада овец, пускай. Насилие породит рано или поздно злобу. Пусть насилуют ребенка, пусть топчут ногами творческую мысль, пусть рабство, пусть проституция, пусть воруют, глумятся, проливают кровь, пусть. Чем хуже, тем лучше, тем ближе к концу. Есть великий закон, думаю, я одинаковый как для неодушевленных предметов, так и для всей огромной, многомиллионной, многолетней человеческой жизни. Сила действия равна силе противодействия, чем хуже, тем лучше. Пусть накопляется в человечестве зло и месть, пусть они растут и зреют, как чудовищный нарыв, нарыв во весь земной шар величиной, ведь лопнет же он когда-нибудь, и пусть будет ужас и нестерпимая боль, пусть гной затопит весь мир, но человечество или захлебнется в нем и погибнет, или переболев возродится к новой прекрасной жизни. Лихонин жадно выпил чашку черного холодного кофе, продолжал пылко, да, так именно я и многие другие теоретизируем, сидя в своих комнатах за чаем с булкой и с вареной колбасой, причем ценность каждой отдельной человеческой жизни это так себе, бесконечно малое число в математической формуле, но увижу я, что обижают ребенка, и красная кровь мне хлынет в голову от бешенства, и когда я погляжу погляжу на труд мужика или рабочего, меня кидает в истерику от стыда за мои алгебраические выкладки. Есть, черт его побери, есть что-то в человеке нелепое, совсем нелогичное, но что в сто раз сильнее человеческого разума. Вот и сегодня. Почему я сейчас чувствую себя так, как будто бы я обокрал спящего или обманул трехлетнего ребенка или ударил связанного, и почему мне сегодня кажется, что я сам виноват в зле проституции, виноват своим молчанием, своим равнодушием, своим косвенным попустительством. Что мне делать, Платонов? — воскликнул студент со скорбью в голосе. Платонов промолчал, щуря на него узенькие глаза. Но Женя неожиданно сказала язвительным тоном. — А ты сделай так, как сделала одна англичанка. Приезжала к нам тут одна рыжая старая халда. Должно быть очень важная, потому что с целой свитой приезжала. Все какие-то чиновники. А до нее приезжал пристава помощник с околоточным кербишем. Помощник так прямо и предупредил. «Если вы стервы раз так ты раз так ты хоть одно грубое словечко или что, так от вашего заведения камня на камне не оставлю. А всех девок перепарю в участке и в тюрьме сгною». Ну и приехала эта Грымза. Латашила латашила что-то по-иностранному. Все рукой на небо показывала, а потом раздала нам всем по-пятачкому Евангелию и уехала. Вот и вы бы так, миленькой. Платонов громко рассмеялся, но, увидев наивное и печальное лицо Лихонина, который точно не понимал и даже не подозревал на смешке, он сдержал смех и сказал серьезно. «Ничего не сделаешь, Лихонин, пока будет собственность, будет и нищета, пока существует брак, не умрет и проституция. Знаешь ли ты, кто всегда будет поддерживать и питать проституцию? Это так называемые порядочные люди, благородные отцы семейств, безукоризненные мужья, любящие братья. Они всегда найдут почтенный повод узаконит, нормировать и обандеролить платный разврат, потому что они отлично знают, что иначе он хлынет в их спальни и детские. Проституция для них оттяжка чужого сладострасти от их личного, законного, алькова. Да и сам почтенный отец семейства не прочь втайне предаться любовному дебушу. Надоест же в самом деле все одно и то же жена, горничная и дама на стороне. Человек в сущности животное много и даже чрезвычайно многобрачное. Его петушиным любовным инстинктом всегда будет сладко развертываться в этаком пышном рассаднике вроде Треппеля или Анны Марковны. О, конечно, уравновешенный супруг или счастливый отец шестерых взрослых дочерей всегда будет орать об ужасе проституции. Он даже устроит при помощи лотереи и любительского спектакля общество спасения падших женщин или приют во имя Святой Магдалины. Но существование проституции он благословит и поддержит. Магдалинские приюты с тихим смехом полным давней непереболевшей ненависти повторила Женя. Да, я знаю, что все эти фальшивые мероприятия чушь и сплошное надругательство, перебил Лихонин. Но пусть я буду смешон и глуп. И я не хочу оставаться соболезнующим зрителем, который сидит на заваленке, глядит на пожар и приговаривает, ах, батюшки, ведь горит, ей-богу горит, пожалуй, и люди ведь горят, а сам только причитает и хлопает себя поляшком. Ну да, сказал сурово Платонов, ты возьмешь детскую спринцовку и пойдешь с ней тушить пожар? Нет, горячо воскликнул Лихонин. Может быть, почем знать, может быть, мне удастся спасти хоть одну живую душу. Об этом я и хотел тебя попросить Платонов, и ты должен помочь мне. Только умоляю тебя, без насмешек, без расхолаживания. Ты хочешь взять отсюда девушку? Спасти? Внимательно, глядя на него, спросил Платонов. Он теперь понял, к чему клонился весь этот разговор. «Да я не знаю, я попробую», неуверенно ответил Лихонин. «Вернется назад», сказал Платонов. «Вернется», убежденно повторила Женя. Лихонин подошел к ней, взял ее за руки и заговорил дрожащим шепотом. «Женечка, может быть, вы, а? Ведь не в любовницы зову, как друга. Пустяки, полгода отдыха, а там какое-нибудь ремесло изучим, будем читать». Женя с досадой выхватила из его рук свои. «Ну, тебя в болото!» почти крикнула она. «Знаю я вас. Чулки тебе штопать, на керосинке стряпать, ночей из-за тебя не спать, когда ты со своими коротковолосыми будешь болты болтать. А как ты заделаешься доктором или адвокатом или чиновником, так меня же в спину коленом пошла, мол, на улицу публичная шкура. Жизнь-то мою молодую заела. Хочу на порядочной жениться, на чистой, на невинной». «Я как брат, я без этого», — смущенно лепетал Лихонин. «Знаю я этих братьев до первой ночи. Брось и не говори-то мне чпухи, скучно слушать». «Подожди, Лихонин», — серьезно начал репортер. «Ведь ты на себя взвалишь непосильный груз». Я знавал идеалистов-народников, которые принципиально женились на простых крестьянских девках. Так они и думали. Натура, чернозем, непочатые силы. А этот чернозем через год обращался в столстенную бабищу, которая целый день лежит на постели и жует пряники. Или унижит свои пальцы копеечными кольцами, растопырит их и любуется. А то сидит на кухне, пьет с кучером сладкую наливку и разводит с ним натуральный роман. Смотрите, здесь хуже будет. Все трое замолчали. Лихонин был бледен и утирал платком мокрый лоб. «Нет, черт возьми!» крикнул он друг упрямо. «Не верю я вам!» «Не хочу верить!» «Люба!» громко позвала заснувшую девушку. «Любочка!» Девушка проснулась, провела ладони по губам в одну сторону и в другую, зевнула и смешно по-детски улыбнулась. «Я не спала и все слышала», сказала она. «Только самую-самую чуточку задремала». «Люба, хочешь ты уйти отсюда со мною?» спросил Лихонин и взял ее за руку. «Но совсем!» «Навсегда уйти, чтобы больше уже никогда не возвращаться ни в публичный дом, ни на улицу». Люба вопросительно с недоумением поглядела на Женю, точно безмолвно ища у нее объяснение этой шутки. «Будет вам», сказала она лукаво, «вы сами еще учитесь. Куда же вам девицу брать на содержание?» «Не на содержание, Люба. Просто хочу помочь тебе, ведь не сладко же тебе здесь в публичном доме-то». «Понятно, не сахар. Если бы я была такая гордая, как Женечка, или такая увлекательная, как Паша, а я ни за что здесь не привыкну». «Ну и пойдем, пойдем со мной», убеждал Лихонин. «Ты ведь, наверное, знаешь какое-нибудь рукоделье, ну там шить что-нибудь, вышивать, метить». «Ничего я не знаю», застенчиво ответила Люба. И засмеялся, покраснела, закрыла локтем свободной руки рот. «Что у нас по-деревенскому требуется, то знаю, а больше ничего не знаю. Стряпать немного умею». «У папа жила, стряпала». «И чудесно, и превосходно», обрадовался Лихонин. «Я тебя пособлю. Откроешь столовую, понимаешь, дешевую столовую, я рекламу тебе сделаю, студенты будут ходить. Великолепно!» «Будет смеяться-то», немного обидчиво возразила Люба, и опять искосо вопросительно посмотрела на Женю. «Он не шутит», ответила Женя странно дрогнувшим голосом. «Он вправду?» «Серьезно?» «Вот тебе честное слово, что серьезно, вот ей Богу!» с жаром подхватил студент и для чего-то даже перекрестился на пустой угол. «А в самом деле, сказала Женя, берите Любку, это не то, что я, я как старая драгунская кобыла с норовом, меня ни сеном, ни плетью не переделаешь, а Любка девочка простая и добрая, и к жизни нашей еще не привыкла, ну что ты дурищу пялишь на меня глаза, отвечай, когда тебя спрашивают, ну, хочешь или нет? А что же, если они не смеются, а за правду? А ты что, Женечка, мне посоветуешь? Ах, дерево какое, рассердила Женя, что же по-твоему лучше, с проваленным носом на соломе сгнить, под забором и сдохнуть, как собаки, или сделаться честной, дура, тебе бы ручку у него поцеловать, а ты кабенишься, наивная Люба в самом деле потянулась губами к руке Лихонина, и это движение всех рассмешило и чуть-чуть растрогало. И прекрасно, и волшебно, суетился обрадованный Лихонин. Иди и сейчас же заяви хозяйке, что ты уходишь отсюда навсегда, и вещи забери самые необходимые, теперь не то, что раньше, теперь девушка, когда хочет, может уйти из публичного дома. Нет, так нельзя, остановила его что она уйти может, это так, это верно, но неприятности и крику не оберешься. Ты вот что, студент, сделай, тебе десять рублей не жаль? Конечно, конечно, пожалуйста. Пусть Люба скажет экономке, что ты ее берешь на сегодня к себе на квартиру. Это уж такса, десять рублей. А потом, ну, хоть завтра приезжай за ее билетом и за вещами. Ничего, мы это дело обладим кругло. А потом ты должен пойти в полицию с ее билетом и заявить, что вот такая-то Любка наняла служить у тебя за горничную и что ты желаешь переменить ее бланк на настоящий паспорт. Ну, Любка, живо, бери деньги и марш. Да смотри, сэкономка, это будет пологчее, а то она, сука, по глазам прочтет. Да, и не забудь, крикнула она уже вдогонку Любе, румяна-то с морды сотри, а то извозчики будут пальцами показывать. Через полчаса Люба и Лихонин садились у подъезда на извозчика. Женя и репортер стояли на тротуаре. — Глупость ты делаешь большую, Лихонин, — говорил лениво Платонов, — но чту и уважаю в тебе славный порыв. Вот мысль, вот и дело. Смелый ты, прекрасный парень. — Со вступлением, смеяла Женя, смотрите на Кристину-то, не забудьте позвать. — Не дождетесь, — хохотал Лихонин, размахивая фуражкой. Они уехали. Репортер поглядел на Женю и с удивлением увидал в ее осмягчившихся глазах слезы. — Дай Бог, дай Бог, — шептала она. — Что с тобой сегодня было, Женя? — спросил он ласково. — Что? — Тяжело тебе? Не помогу ли я тебе чем-нибудь? Она повернулась к нему спиной и нагнулась надрезным перилом крыльца. — Как тебе написать, если нужно будет? — спросила она глухо. — Да просто, в редакцию отголосков, такому-то. Мне живо передадут. — Я — я начала облыжение, но вдруг громко, страстно разрыдалась и закрыла руками лицо. — Я напишу тебе. И, не отнимая рук от лица, вздрагивая плечами, она взбежала на крыльцо и скрылась в доме, громко захлопнув за собой дверь. Часть вторая До сих пор еще спустя десять лет вспоминают бывшие обитатели Ямков тот обильный несчастными грязными кровавыми событиями год, который начался рядом пустяковых маленьких скандалов, а кончился тем, что администрация в один прекрасный день взяла и разорила дотла старинное, насиженное, ей же созданное гнездо узаконенной проституцией, разметав его остатки по больницам, тюрьмам и улицам большого города. До сих пор еще немногие оставшиеся в живых, прежние, в конец одрехлевшие хозяйки и жирные хриплые, как состарившиеся мопсы, бывшие экономки, вспоминают об этой общей гибели со скорбью, ужасом и глупым недоумением. Точно картофель из мешка посыпались драки, грабежи, болезни, убийства и самоубийства, и, казалось, никто в этом не был виновен. Просто-напросто все злоключения сами собой стали учащаться, наворачиваться друг на друга, шириться и расти, подобно тому, как маленький снежный комочек, толкаемый ногами ребят, сам собою, от прилипающего к нему талого снега, становится все больше, больше, вырастает выше человеческого роста, и, наконец, одним последним небольшим усилием свергается во враг и скатывается вниз огромной лавиной. Старые хозяйки и экономки, конечно, никогда не слыхали о Роке, но внутренне, душою, они чувствовали его таинственное присутствие в неотвратимых бедах того ужасного года. И правда, повсюду в жизни, где люди связаны общими интересами, кровью, происхождением или выгодами профессии в тесные обособленные группы, там непременно наблюдается этот таинственный закон внезапного накопления и нагромождения событий, их эпидемичность, их странная преемственность и связность, их непонятная длительность. Это бывает как давно заметила народная мудрость в отдельных семьях, где болезнь или смерть вдруг нападает на близких неотвратимым загадочным чередом. Беда одна не ходит, пришла беда творяя ворота. Это замечается также в монастырях, банках, департаментах, полках, учебных заведениях и других общественных учреждениях, где подолгу не изменяясь, чуть не десятками лет, жизнь течет ровно, подобно болотистой речке. И вдруг после какого-нибудь совсем незначительного случая начинаются переводы, перемещения, исключения из службы, проигрыши, болезни. Члены общества, точно сговорившись, умирают, всходят с ума, проворовываются, стреляются или вешаются, освобождаются вакансии за вакансией, повышение следует за повышениями, вливаются новые элементы, и смотришь, через два года нет на месте никого из прежних людей, все новое, если только учреждение не распалось окончательно, не расползлось в кость. И не та же самая удивительная судьба постигает громадные общественные мировые организации, города, государства, народы, страны, и почем знать может быть даже целые планетные миры. Нечто подобное этому непостижимому уроку пронеслось и над ямской слободой, приведя ее к быстрой и скандальной гибели. Теперь вместо буйных ямков осталась мирная будничная окраина, в которой живут огородники, кошатники, татары, свиноводы и мясники из ближних боин. По ходатайству этих почтенных людей даже самое название ямской слободы, как позорище обывателей своим прошлым, переименовано в Голубевку, в честь купца Голубева, владельца колониального и гастрономического магазина, к титру местной церкви. Первые подземные толчки этой катастрофы начались в разгаре лета, во время ежегодной летней ярмарки, которая в этом году была сказочно блестяща. Ее необычайному успеху, многолюдству и огромности заключенных на ней сделок способствовали многие обстоятельства. Постройка в окрестностях трех новых сахарных заводов и необыкновенно обильный урожай хлеба, и в особенности свекловицы. Открытие работ по проведению электрического трамвая и канализации, сооружение новой дороги на расстоянии в 750 верст, главная же строительная горячка, охватившая весь город, все банки и другие финансовые учреждения и всех домовладельцев. Кирпичные заводы росли на окраине города как грибы. Открылась грандиозная сельскохозяйственная выставка. Возникли два новых пароходства, и они вместе со старинными прежними, неистово конкурировали друг с другом, перевозя груз и богомольцев. В конкуренции они дошли до того, что понизили цены на рейсы с 75 копеек для третьего класса до пяти, трех, двух и даже одной копейки. Наконец, изнемогая в непосильной борьбе, одно из пароходных обществ предложило всем пассажирам третьего класса даровой проезд. Тогда его конкурент тотчас же к даровому проезду присовокупил еще полбулки белого хлеба. Но самым большим и значительным предприятием этого года было оборудование обширного речного порта, привлекшее к себе сотни тысяч рабочих и стоившее бог знает каких денег. Надо еще прибавить, что город в это время справлял тысячелетнюю годовщину своей знаменитой Лавры, наиболее чтимой и наиболее богатой среди известных монастырей России, со всех концов России, из Сибири, от берегов Ледовитого океана, с Крайнего юга, с побережья Черного и Каспийского морей, собрались туда бесчисленные богомольцы на поклонение местным святыням, лаврским угодникам, почивающим глубоко под землею в известковых пещерах. Достаточно того сказать, что монастырь давал приют и кое-какую пищу сорока тысячам человек ежедневно, а те, которым не хватало места, лежали по ночам в повалку, как дрова на обширных дворах и улицах лавры. Это было какое-то сказочное лето. Население города увеличилось чуть ли не втрое всяким пришлым народом. Каменщики, плотники, маляры, инженеры, техники, иностранцы, земледельцы, маклеры, темные дельцы, речные моряки, праздные бездельники, туристы, воры, шулеры, все они переполнили город, и ни в одной самой грязной сомнительной гостинице не было свободного номера. За квартиры платили сбешенные цены. Биржа играла широко, как никогда ни до, ни после этого лета. Деньги миллионами так и текли ручьями из одних рук в другие, а из этих в третьи. создавались в один час колоссальные богатства, но зато многие прежние фирмы лопались и вчерашние богачи обращались в нищих. Самые простые рабочие купались и грелись в этом золотом потоке. Портовые грузчики, ломовики, дроголи, катали, подносчики кирпичей и землекопы до сих пор еще помнят, какие суточные деньги они зарабатывали в это сумасшедшее лето. Любой босяк при разгрузке барж с арбузами получал не менее четырех-пяти рублей в сутки. И вся эта шумная чужая шайка, одурманенная легкими деньгами, опьяненная чувственной красотой старинного прелестного города, очарованная сладостной теплотой южных ночей, напоенных вкратчивым ароматом белой акации, эти сотни тысяч ненасытных разгульных зверей во образе мужчин всей своей массовой волей кричали «Женщину!» В один месяц возникло в городе несколько десятков новых увеселительных заведений, шикарных тиволи, шато-де-флеров, олимпий, альказаров и так далее, с формы, с опереткой, много ресторанов и портерных с летними садиками и простых кабачков вблизи строящегося порта. На каждом перекрестке открывались ежедневно фиалочные заведения, маленькие дощатые балаганчики, в каждом из которых под видом продажи кваса торговали собой тут же рядом за перегородкой из шилевок подви, потри, старых девки. И многим матерям и отцам тяжело и памятно это лето по унизительным болезням их сыновей, гимназистов и кадетов. Для приезжих случайных гостей потребовалась прислуга, и тысячи крестьянских девушек потянулись из окрестных деревень в город. Неизбежно, что спрос на проституцию стал необыкновенно высоким. И вот из Варшавы, Лодзи, Одессы, Москвы и даже из Петербурга, даже из-за границы наехало бесчисленное множество иностранок, как оток русского изделия, самых обыкновенных рядовых проституток и шикарных францужинок и венок. Властно сказалось развращающее влияние сотен миллионов шальных денег. Этот водопад золота как будто захлестнул, завертел и потопил в себе весь город. Число краж и убийств возросло с поражающей быстротой. Полиция, собранная в усиленных размерах, терялась и сбивала с ног. Но впоследствии, обкормившись обельными взятками, она стала походить на сытого удава, по неволе сонного и ленивого. Людей убивали ни за что, ни про что, так себе. Случалось просто, подходили среди бела дня, где-нибудь на малолюдной улице к человеку и спрашивали «Как твоя фамилия?» «Федоров». «Ага, Федоров, так получай». И распарывали ему живот ножом. Так в городе и прозвали этих шелунов подкалывателями. И были между ними имена, которыми как будто бы гордилась городская хроника. Полищики, два брата Митька и Дундас, Володька Грек, Федор Миллер, капитан Дмитриев, Сивахо, Добровольской, Шпачек и многие другие. И днем и ночью на главных улицах ошалевшего города стояла, двигала, сорала толпа точно на пожаре. Почти невозможно было описать, что делалось тогда на Ямках. Несмотря на то, что хозяйки увеличили более чем вдвое состав своих пациенток и втрое увеличили цены, их бедные обезумевшие девушки не успевали удовлетворять требованиям пьяной шальной публики, швырявшей деньгами как щепками. Случалось, что в переполненном народом зале, где было тесно как на базаре, каждую девушку дожидались по семи, восьми, иногда даже по десяти человек. Было поистине какое-то сумасшедшее пьяное припадочное время. С него-то и начались все злоключения ямков, приведшие их к погибели. А вместе с ямками погиб и знакомый нам дом толстой, старой, бледноглазой Анны Марковны. Пассажирский поезд весело бежал с юга на север, пересекая золотые хлебные поля и прекрасные дубовые рощи, с грохотом проносясь по железным мостам над светлыми речками, оставляя после себя крутящиеся клубы дыма. В купе второго класса даже при открытом окне стояла страшная духота и было жарко. Запах серного дыма першил в горле. Качка и жара совсем утомили пассажиров, кроме одного веселого энергичного подвижного еврея, прекрасно одетого, услужливого, общительного и разговорчивого. Он ехал с молодой женщиной и сразу было видно особенно по ней, что они молодожены. Так часто ее лицо вспыхивало неожиданной краской при каждой самой маленькой нежности мужа. А когда она подымала свои ресницы, чтобы взглянуть на него, то глаза ее сияли как звезды и становились влажными. И лицо ее было так прекрасно, как бывают только прекрасные лица у молодых влюбленных еврейских девушек. Все нежно-розовое, с розовыми губами, прелестно-невинно очерченными, и с глазами такими черными, что на них нельзя было различить зрачка от райка. Не стесняясь присутствия трех посторонних людей, он поминутно расточал ласки и, надо сказать, довольно грубые своей спутницы. С бесцеремонностью обладателя, с тем особенным эгоизмом влюбленного, который как будто бы говорит всему миру, посмотрите, как мы счастливы, ведь это и вас делает счастливыми, не правда ли? Он то гладил ее по ноге, которая упруга и рельефно выделялась под платьем, то щипал ее за щеку, то щекотал ей шею своими жесткими черными, завитыми кверху усами. Но хотя он и сверкал от восторга, однако что-то хищное, опасливое, беспокойное, мелькало в его часто моргавших глазах, в подергивании верхней губы и в жестком рисунке его бритого, выдвинувшегося вперед квадратного подбородка с едва заметным угибом посредине. Против этой влюбленной парочки помещались трое пассажиров. Отставной генерал, сухонький опрятный старичок, нафиксатуаренный, с начесанными наперед височками. Толстый помещик, снявший свой крахмальный воротник и все-таки задыхавшийся от жары и поминутно вытиравший мокрое лицо мокрым платком. И молодой пехотный офицер. Бесконечная разговорчивость Семена Яковлевича молодой человек уже успел уведомить соседи, что его зовут Семен Яковлевич Горизонт. Немного утомляло и раздражало пассажиров точно жужжание мухи, которое в знойный летний день ритмически бьется об оконное стекло закрытой душной комнаты. Но он все-таки умел подымать настроение, показывал фокусы, рассказывал еврейские анекдоты, полные тонкого своеобразного юмора. Когда его жена уходила на платформу освежиться, он рассказывал такие вещи, от которых генерал расплывался в блаженную улыбку, помещик ржал, колыхая черноземным животом, а подпоручик только год, выпущенный из училища. Безусый мальчик, едва сдерживая смех и любопытство, отворачивался в сторону, чтобы соседи не видели, что он краснеет. Жена ухаживала за горизонтом с трогательным наивным вниманием, вытирала ему лицо платком, обмахивала его веером, поминутно поправляла ему галстук, и лицо его в эти минуты становилось смешно надменным и глупо самодовольным. — А позвольте узнать, спросил вежливо покашливая сухонькая генерал, — позвольте узнать почтеннейшим, чем вы изволите заниматься. Ах, боже мой, с милой откровенностью возразил Семен Яковлевич. Ну, чем может заниматься в наше время бедный еврей? Я себе немножко комивейжор и комиссионер. В настоящее время я далек от дела. Вы хе-хе, сами понимаете, господа, медовый месяц, не краснее сарочка, это ведь не по три раза в год повторяется. Но потом мне придется очень много ездить и работать. Вот мы приедем с Сарочкой в город, нанесем визиты ее родственникам и потом опять в путь. На первый воеж, я думаю, взять с собой жену. Знаете, вроде свадебного путешествия. Я представитель Сидриса и двух английских фирм. Не угодно ли поглядеть? Вот со мной образчики. Он очень быстро достал из маленького красивого желтой кожи чемодана несколько длинных картонных складных книжечек и с ловкостью портного стал разворачивать их, держа за один конец, отчего створки быстро падали вниз с легким треском. Посмотрите, какие прекрасные образцы. Совсем не уступают заграничным. Обратите внимание, вот, например, русская, а вот английская трико, или вот кангар и шевьет. Сравните, пощупайте, и вы убедите, что русские образцы почти не уступают заграничным. А ведь это говорит о прогрессии, о росте культуры. Так что совсем напрасно Европа считает нас, русских, такими варварами. Итак, мы нанесем наши семейные визиты, посмотрим ярмарку, побываем себе немножко в Шато-де-Флер, погуляем, пофланируем, а потом на Волгу, вниз, до Царицына, на Черное море, по всем курортам, и опять к себе на родину в Одессу. Прекрасное путешествие, сказал скромно подпоручик. Что и говорить, прекрасное, согласился Семен Яковлевич, но нет розы без шипов. Дело комивое жора чрезвычайно трудно и требует многих знаний, и не так знаний дела, как знаний, как бы это сказать, человеческой души. Другой человек не хочет дать заказа, а ты его должен уговорить, как слона, и до тех пор уговариваешь, пока Мистон не почувствует ясности и справедливости твоих слов. Потому что я берусь только исключительно за дела совершенно чистые, в которых нет никаких сомнений. Фальшивого или дурного дела я не возьму, хотя бы мне за это предлагали миллионы. Спросите где угодно, в любом магазине, который торгует сукнами или подтяжками, Глуар, я тоже представитель этой фирмы, или пуговицами Гелиос. Вы спросите только, кто такой Семен Яковлевич Горизонт? И вам каждый ответит, Семен Яковлевич это не человек, а золото, это человек бескорыстный, человек бриллиантовой честности. И Горизонт уже разворачивал длинные коробки с патентованными потяжками и показывал блестящие картонные листики, усеянные правильными рядами разноцветных пуговиц. Бывают большие неприятности, когда место избито, когда до тебя являлся многого эжоров, тут ничего не сделаешь, даже тебя совсем не слушают, только махают себе руками. Но это только для других. Я Горизонт, я сумею его уговорить как верблюда от господина Фальцфейна из Новой Оскании. Но еще неприятнее бывает, когда сойдутся в одном городе два конкурента по одному и тому же делу. Да еще хуже бывает, когда какой-нибудь шмаровоз и сам не сможет ничего, и тебе же дело портит. Тут на всякие хитрости пускаешься, напоишь его пьяным или пустишь куда-нибудь по ложному следу. Нелегкое ремесло. Кроме того, у меня еще есть одно представительство, это вставные глаза и зубы. Но дело невыгодное, я хочу его бросить. Да и всю эту работу подумываю оставить. Я понимаю, хорошо порхать, как мотылек, человеку молодому, в цвете сил, но раз имеешь жену, а может быть и целую семью, он игриво похлопал по ноге женщину, отчего та сделала спонцовой и необыкновенно похорошела. ведь нас, евреев, Господь одарил за все наши несчастья плодородием. То хочется иметь какое-нибудь собственное дело, хочется, понимаете, усесться на месте, чтобы была и своя хата, и своя мебель, и своя спальня, и кухня, не так ли, ваше превосходительство? — Да, 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 конечно, конечно, снисходительно отозвался генерал. — Я вот взял себе за сарочкой небольшое приданное. Что значит небольшое приданное? Такие деньги, на которые Ротшильд и поглядеть не захочет, в моих руках уже целый капитал. Но надо сказать, что и у меня есть кое-какие сбережения, знакомые фирмы дадут мне кредит. Если Господь даст, мы таки себе будем кушать кусок хлеба с маслицем и по субботам вкусную рыбу фиш. Прекрасная рыба. — Щука по-жидовски, сказал задыхающий из помещик. — Мы откроем себе фирму «Горизонт и сын». Не правда ли, Сарочка? И сын. И вы, надеясь, господа, удостоите меня своими почтенными заказами. Как увидите вывеску «Горизонт и сын», который адски оглупел от любви и от счастья. — Обязательно, сказал помещик. И Семен Яковлевич сейчас же обратился к нему. — Но я тоже занимаюсь и комиссионерством. Продать имение, купить имение, устроить вторую закладную вы не найдете лучшего специалиста, чем я, и при том самого дешевого. Могу вам служить, если понадобится. И он протянул с поклоном помещику свою визитную карточку, а, кстати, уже вручил по карточке и двум его соседям. Помещик полез в боковой карман и тоже вытащил карточку. — И Иосиф Иванович Венгженовский, — прочитал вслух Семен Яковлевич. — Очень-очень приятно. — Так вот, если я вам понадоблюсь... — Отчего же, может быть, сказал раздумчиво помещик. — Да что, может быть, в самом деле нас свел благоприятный случай. Я ведь как раз еду в Ка насчет продажи одной лесной дачи. — Так, пожалуй, вы того наведаетесь ко мне. Я всегда останавливаюсь в гранд-отеле, может быть, и сладим что-нибудь. — О, я уже почти уверен, дражайший Иосиф Иванович, воскликнул радостный горизонт и слегка кончиками пальцев потрепал осторожно по коленке Венгженовского. — Уж будьте покойны, если горизонт за что-нибудь взялся, то вы будете благодарить как родного отца, не более не менее. Через полчаса Семен Яковлевич и безусый подпоручик стояли на площадке вагона и курили. — Вы часто, господин поручик, бываете в Ка? — спросил горизонт. — Представьте себе только в первый раз. Наш полк стоит в Чернобобе. Сам я родом из Москвы. — Ай-яй-яй, как это вы так далеко забрались? — Да так уж пришлось, не было другой вакансии при выпуске. — Да ведь Чернобоб это же дыра, самый паскудный городишко во всей Подолии. — Правда, но уж так пришлось. Значит, теперь молодой господин офицер едет в Ка, чтобы немножко себе развлечься. — Да, я думаю там остановиться денька на два, на три. Еду я, собственно, в Москву, получил двухмесячный отпуск, но интересно было бы по дороге поглядеть город. Говорят, очень красивый. — Ох, что вы мне будете говорить? Замечательный город? Ну, совсем европейский город. Если бы вы знали, какие улицы, электричество, трамваи, театры. А если вы знали, какие кафе шантаны, вы сами себе пальчики оближите. Непременно, непременно советую вам, молодой человек, сходите в шатое в Тиволи, а также проезжайте на остров. Это что-нибудь особенное. Какие женщины, какие женщины! Поручик покраснел, отвел глаза и спросил дрогнувшим голосом. Да, мне приходилось слышать. Неужели так красивы? Ой, накажи меня, бог, поверьте мне, там вовсе нет красивых женщин. То есть, как это? А так, там только одни красавицы, вы понимаете, какое счастливое сочетание кровей, польское, малорусское и еврейское. Как я вам завидую, молодой человек, что вы свободный, одинокий. В свое время я таки показал бы там себя. Замечательнее всего, что необыкновенно страстные женщины, ну, прямо как огонь. И знаете, что еще? Спросил он вдруг многозначительным шепотом. Что? испуганно спросил подпоручик. Замечательно то, что нигде, ни в Париже, ни в Лондоне, поверьте, это мне рассказывали люди, которые видали весь белый свет, никогда нигде таких утонченных способов любви, как в этом городе, вы не встретите. Это что-нибудь особенное, как говорят наши еврейчики. Такие выдумывают штуки, которых никакое воображение не может себе представить. С ума можно сойти! Да неужели? Тихо проговорил подпоручик, у которого захлестнуло дыхание. Да накажи меня, Бог! А впрочем, позвольте, молодой человек, вы сами понимаете, я был холостой, и, конечно, понимаете, всякий человек грешен. Теперь уж, конечно, не то. Записался в инвалиды, но от прежних дней у меня осталась замечательная коллекция. Подождите, я вам сейчас покажу ее, только, пожалуйста, смотрите осторожнее. Горизонт боязливо оглянулся налево и направо и извлек из кармана узенькую длинную софьяновую коробочку, вроде тех, в которых обыкновенно хранятся игральные карты, и протянул ее под поручику. Вот, поглядите. Только прошу осторожнее. Подпоручик принялся перебирать одну за другой карточки простой фотографии и цветной, на которых во всевозможных видах изображалась в самых скотских образах, в самых неправдоподобных положениях, та внешняя сторона любви, которая иногда делает человека неизмеримо ниже и подлее павиана. Горизонт заглядывал ему через плечо, подталкивал локтем и шептал «Скажите, разве это не шик? Это же настоящий парижский и венский шик!» Подпоручик пересмотрел всю коллекцию от начала до конца. Когда он возвращал ящичек обратно, то рука у него дрожала, виски и лоб были влажны, глаза помутнели, и по щекам разлился мраморно-пестрый румянец. «А знаете что?» Вдруг воскликнул весело горизонт. «Мне все равно. Я человек закабаленный. Я, как говорили в старину, сжег свои корабли, сжег все, чему поклонялся. Я уже давно искал случая, чтобы сбыть кому-нибудь эти карточки. За цену я не особенно гонюсь. Я возьму только половину того, что они мне самому стоили». «Не желаете ли приобрести, господин офицер?» «Что же?» «Я...» «То есть...» «Почему же?» «Пожалуй». «И прекрасно. По случаю такого приятного знакомства я возьму по пятьдесят копеек за штуку». «Что?» «Дорого». «Ну, нехай бог с вами. Вижу, вы человек дорожный, не хочу вас грабить, так и быть по тридцать». «Что?» «Тоже недешево?» «Ну, по рукам». «Двадцать пять копеек штука». «Ой, какой вы несговорчивый?» «По двадцать». «Потом сами меня будете благодарить». «И потом знаете что?» «Я, когда приезжаю в Ка, то всегда останавливаюсь в гостинице «Эрмитаж». «Вы меня там очень просто можете застать или рано утречком, или часов около восьми вечера». «У меня есть масса знакомых прихорошеньких дамочек». «Так я вас познакомлю и, понимаете, не за деньги, о, нет. Просто им приятно и весело провести время с молодым, здоровым, красивым мужчиной вроде вас. Денег не надо никаких абсолютно. Да что там, они сами охотно заплатят за вино за бутылку шампанского. Так помните же «Эрмитаж», «Горизонт». А если не это, то все равно помните. Может быть, я вам буду полезен. А карточки это такой товар, такой товар, что он никогда у вас не залежится. Любители дают по три рубля за экземпляр. Ну, это, конечно, люди богатые, старички. И потом, вы знаете, горизонт нагнулся к самому уху офицера, прищурил один глаз и произнес лукавым шепотом. Знаете, многие дамы обожают эти карточки. Ведь вы человек молодой, красивый. Сколько у вас еще будет романов. Получив деньги и тщательно пересчитав их, горизонт еще имел нахальство протянуть и пожать руку под поручику, который не смел на него поднять глаз, и, оставив его на площадке, как ни в чем не бывало вернулся в коридор вагона. Это был необыкновенно общительный человек. По дороге к своему купе он остановился около маленькой прелестной трехлетней девочке, с которой давно уже издали заигрывал и строил ей всевозможные смешные гримасы. Он опустился перед ней на корточки, стал ей делать козу и сюсюкающим голосом расспрашивал, «Ой, что, куда забались не едет? Ой-ой-ой, такая большая, едет одна без мамы, сама себе купила билет и едет одна, ай, какая нехолосая девочка! А где же у девочки мама?» В это время из купе показалась высокая, красивая, самоуверенная женщина и сказала спокойно, «Отстаньте от ребенка!» «Что за гадость привязываться к чужим детям?» Горизонт скачал на ноги и засуетился. «Мадам, я не мог удержаться, такой чудный, такой роскошный и шикарный ребенок, настоящий купидон!» «Поймите, мадам, я сам отец у меня, у самого дети, я не мог удержаться от восторга!» Но дама повернулась к нему спиной, взяла девочку за руку и пошла с ней в купе, оставив горизонт расшаркиваться и бормотать комплименты и извинения. Несколько раз в продолжение суток горизонт заходил в третий класс, в два вагона, разделенные друг от друга чуть ли не целым поездом. В одном вагоне сидели три красивые женщины, в обществе чернобородого молчаливого сумрачного мужчины. С ним горизонт перекидывался странными фразами на каком-то специальном жаргоне. Женщины глядели на него тревожно, точно желая и не решаясь о чем-то спросить. Раз только около полудня одна из них позволила себе робко произнести «Так это правда?» «То, что вы говорили о месте?» «Вы понимаете, у меня как-то сердце тревожится?» «Ах, что вы, Маргарита Ивановна!» «Уж раз я сказал, то это верно, как в государственном банке». «Послушайте, лазер», — обратился он к бородатому, «сейчас будет станция. Купите барышням разных бутербродов, каких они пожелают. Поезд стоит двадцать пять минут». «Я бы хотела бульону», — несмело произнесла маленькая блондинка с волосами как спелая рожь и с глазами как васильки. «Милая Белла, все, что вам угодно. На станции я пойду распоряжусь, чтобы вам принесли бульону с мясом и даже с пирожками. Вы не беспокойтесь, Лазер, я все это сам сделаю». В другом вагоне у него был целый рассадник женщин, человек двенадцать или пятнадцать, под предводительством старой толстой женщины с огромными устрашающими черными бровями. Она говорила басом, а ее жирные подбородки, груди и животы колыхались под широким капотом в такт тряски вагона, точно яблочное желе. Ни старуха, ни молодые женщины не оставляли ни малейшего сомнения относительно своей профессии. Женщины валялись на скамейках, курили, играли в карты в шестьдесят шесть, пили пиво. Часто их задирала мужская публика вагона, и они отругивались бесцеремонным языком, сиповатыми голосами. Молодежь угощала их папиросами и вином. Горизонт был здесь совсем неузнаваем. Он был величественно небрежен и свысока шутлив. Зато в каждом слове, с которым к нему обращались его клиентки, слышалось подобострастное заискивание. Он же, осмотрев их всех, эту странную смесь румынок, евреек, полик и русских, и удостоверясь, что все в порядке, распоряжался насчет бутербродов и величественно удалялся. В эти минуты он очень был похож на гуртовщика, который везет убойный скот по железной дороге и на станции заходит поглядеть на него и задать корму. После этого он возвращался в свое купе и опять начинал миндальничать с женой, и еврейские анекдоты, как горох, сыпались из его рта. При больших остановках он выходил в буфет для того, только чтобы распорядиться о своих клиентках. Сам же он говорил соседям, «Вы знаете, мне все равно, что трефное, что кошерное, я не признаю никакой разницы, но что я могу поделать с моим желудком? На этих станциях черт знает, какой гадость иногда накормит. Заплатишь каких-нибудь три-четыре рубля, а потом на докторов пролечишь сто рублей. «Вы, может быть, ты, Сарочка, обращался он к жене, может быть, сойдешь на станцию скушать что-нибудь? Или я тебе пришлю сюда?» Сарочка счастливая его вниманием краснела, сияла ему благодарными глазами и отказывалась. «Ты очень добрый, Сеня, но только мне не хочется, я сыта». Тогда Горизонт доставал из дорожной корзинки курицу, вареное мясо, огурцы, и бутылку палестинского вина, не торопясь с аппетитом закусывал, угощал жену, которая ела очень жеманно, оттопырив мизинчики своих прекрасных белых рук, затем тщательно заворачивал остатки в бумагу и, не торопясь, аккуратно укладывал их в корзинку. Вдали, далеко впереди паровоза, уже начали поблескивать золотыми огнями купола колоколин. Мимо купе прошел кондуктор и сделал горизонт какой-то неуловимый знак. Тот сейчас же вышел вслед за кондуктором на площадку. Сейчас контроль пройдет, сказал кондуктор. Так что, будьте любезны постоять здесь с супругой на площадке третьего класса. Ну, ну, согласился горизонт. А теперь пожалуйте денежки по уговору. Сколько же тебе? Да как уговорили с половину приплаты. Два рубля восемьдесят копеек. Что? вскипел вдруг горизонт. Два рубля восемьдесят копеек. Что я сумасшедший тебе дался? На тебе рубль, и то благодари Бога. Простите, господин, это даже совсем не сообразно, ведь уговаривались мы с вами, уговаривались, уговаривались, на тебе еще полтинника и больше никаких. Что это за нахальство? А я еще заявлю контролеру, что безбилетных возишь. Ты, брат, не думай, и на такого напал. Глаза у кондуктора вдруг расширились, налились кровью. У же да ваза, рычал он, взять бы тебя под лица да под поезд. Но горизонт тотчас же петухом налетел на него. Что? Под поезд? А ты знаешь, что за такие слова бывают? Угроза действием? Вот я сейчас пойду и крикну караул и поверну сигнальную ручку. И он с таким решительным видом схватился за рукоятку двери, что кондуктор только махнул рукой и плюнул. Подавис ты моими деньгами жит пархатый. Пойдем посмотрим на платформу. Там виднее. Ну так красиво, просто как на картине. Сара покорно пошла за ним, поддерживая неловкой рукой новое должно быть впервые надетое платье, изгибаясь и точно боясь прикоснуться к двери или к стене. Вдали в розовом праздничном тумане вечерней зари сияли золотые купола и кресты. Высоко на горе белые стройные церкви казалось плавали в этом цветистом волшебном мареве. Курчавые леса и кустарники сбежали сверху и надвинулись над самым оврагом. А отвесный белый обрыв, купавший свое подножье в синей реке, весь точно зелеными жилками и бородавками был изборожден случайными порослями. Сказочно прекрасный древний город точно сам шел навстречу поезду. Когда поезд остановился, горизонт приказал носильщикам отнести вещи в первый класс и велел жене идти за ним следом, а сам задержался в выходных дверях, чтобы пропустить обе свои партии. А старухи, наблюдавшие за одюжиной женщин, он коротко бросил на ходу. — Так помните, мадам Берман, гостиница Америка Иванюковская 22. А чернобородому мужчине он сказал, — Не забудьте лазерно кормить девушек обедом и сведите их куда-нибудь в кинематограф. Часов в один вечер ждите меня, я приеду поговорить. А если кто-нибудь будет вызывать меня экстренно, то вы знаете мой адрес Эрмитаж, позвоните. Если же там меня почему-нибудь не будет, то забегите в кафе к Реймону или напротив в еврейскую столовую. Я там буду кушать рыбу фиш. Ну счастлива пути. Все рассказы горизонта о его комевое жорстве были просто наглым и бойким лаганьем. Все эти обращики портновских материалов, подтяжки глуар и пуговицы гелиус, искусственные зубы и вставные глаза служили только щитом, прикрывавшим его настоящую деятельность, а именно торговлю женским телом. Правда, когда-то, лет десять тому назад, он разъезжал по России представителем сомнительных вин от какой-то неизвестной фирмы, и эта деятельность сообщила его языку ту развязную непринужденность, которой вообще отличаются комевые жоры. Эта же прежняя деятельность натолкнула его на настоящую профессию. Как-то едучи в Ростов-на-Дону, он сумел влюбить в себя молоденькую швейку. Эта девушка еще не успела попасть в официальные списки полиции, но на любовь и на свое тело глядела без всяких возвышенных предрассудков. горизонт, тогда еще совсем зеленый юноша, влюбчивый и легкомысленный, потащил швейку за собою в свои скитания, полные приключений и неожиданностей. Спустя полгода она страшно надоела ему. Она, точно тяжелая обуза, точно мельничный жернов, повисла на шее у этого человека энергии, движения и натиска. К тому же вечные сцены ревности, недоверия, постоянный контроль и слезы, неизбежные последствия долговременной совместной жизни. Тогда он стал исподволь поколачивать свою подругу. В первый раз она изумилась, а со второго раза притихла, стала покорной. Известно, что женщины любви никогда не знают середины в любовных отношениях. Они или истеричные лгуньи, обманщицы, притворщицы с холодно развращенным умом и извилистой темной душой, или же безгранично самоотверженные, слепо преданные, глупые, наивные животные, которые не знают меры ни в уступках, ни в потере личного достоинства. Швейка принадлежала ко второй категории, и скоро Горизонту удалось без большого труда убедить ее выходить на улицу торговать собой. И с того же вечера, когда любовница подчинилась ему и принесла домой первые заработанные пять рублей, Горизонт почувствовал к ней безграничное отвращение. Замечательно, что сколько Горизонт после этого не встречал женщин, а прошло их через его руки несколько сотен, это чувство отвращения и мужского презрения к ним никогда не покидало его. Он всячески издевался над бедной женщиной и стязал ее нравственно, выискивая самые больные места. Она только молчала, вздыхала, плакала и, становясь перед ним на колени, целовала его руки. Эта бессловесная покорность еще более раздражала Горизонта. Он гнал ее от себя. Она не уходила. Он выталкивал ее на улицу, а она через час или два возвращалась назад, дрожащей от холода, в измокшей шляпе, в загнутых полях, которой, как в желобах, плескалась дождевая вода. Наконец, какой-то темный приятель подал Семену Яковлевичу жесткий и коварный совет, положивший след на всю остальную его жизнедеятельность — продать любовницу в публичный дом. По правде сказать, пускаясь в это предприятие, Горизон в душе почти не верил в его успех. Но против ожидания дело скроилось как нельзя лучше. Хозяйка заведения — это было в Харькове — с охотой пошла навстречу его предложению. Она давно и хорошо знала Семена Яковлевича, который забавно играл на рояле, прекрасно танцевал и смешил своими выходками весь зал, а главное умел с необыкновенной ловкостью выставить из монет любую кутящую компанию. Оставалось только уговорить подругу жизни, и это оказалось самым трудным. Она ни за что не хотела отлипнуть от своего возлюбленного, грозила самоубийством, клялась, что выжжет ему глаза серной кислотой, обещала поехать и пожаловаться полицмейстеру. Она действительно знала за Семеном Яковлевичем несколько грязных делишек пахнувших уголопщиной. Тогда Горизонт переменил тактику. Он сделался вдруг нежным, внимательным другом, неутомимым любовником. Потом внезапно он впал в черную меланхолию. На беспокойные расспросы женщин он только отмалчивался, проговорился сначала как будто случайно, намекнул вскользь на какую-то жизненную ошибку, а потом принялся врать отчаянно вдохновенно. Он говорил о том, что за ним следит полиция, что ему не миновать тюрьмы, а может быть даже каторги и виселицы, что ему нужно скрыться на несколько месяцев за границу. А главное, на что он особенно сильно упирал, было какое-то громадное фантастическое дело, в котором ему предстояло заработать несколько сот тысяч рублей. Швейка поверила и затревожилась той бескорыстной женской почти святой тревогой, в которую у каждой женщины так много чего-то материнского. Теперь очень нетрудно было убедить ее в том, что ехать с ней вместе горизонту представляет большую опасность для него, и что лучше ей остаться здесь и переждать время, пока дела у любовника не сложатся благоприятно. После этого уговорить ее скрыться, как в самом надежном убежище в публичном доме, где она могла жить в полной безопасности от полиции сыщиков, было пустым делом. Однажды утром горизонт велел одеться ей получше, завить волосы, попудриться, положить немного румян на щеки и повез ее в притон к своей знакомой. Девушка там произвела благоприятные впечатления, и в тот же день ее паспорт был сменен в полиции на так называемый желтый билет. Расставшись с нею после долгих объятий и слез, горизонт зашел в комнату хозяйки и получил плату пятьдесят рублей, хотя он запрашивал двести. Но он и не особенно сокрушался о малой цене, главное было то, что он нашел наконец сам себя, свое призвание, и положил краеугольный камень своему будущему благополучию. Конечно, проданная им женщина так и осталась навсегда в цепких руках публичного дома. Горизонт настолько основательно забыл ее, что уже через год не мог даже вспомнить ее лица. Но почем знать, может быть, сам перед собой притворялся. Теперь он был одним из самых главных спекулянтов женским телом на всем юге России. Он имел дела с Константинополем и с Аргентиной. Он переправлял целыми партиями девушек из публичных домов Одессы в Киев, киевских перевозил в Харьков, а харьковских в Одессу. Он же рассовывал по разным второстепенным губернским городам и по уездам, которые побогаче, товар, забракованный или слишком примелькавшийся в больших городах. У него завязалась громаднейшая клиентура. И в числе своих потребителей горизонт мог бы насчитать немало людей с выдающимся общественным положением. Вице-губернаторы, жандармские полковники, видные адвокаты, известные доктора, богатые помещики, кутящие купцы. Весь темный мир, хозяек публичных домов, кокоток-одиночек, сводин, содержательниц домов свиданий, сутенеров, выходных актрис и хористок, был ему знаком как астроному звездное небо. Его изумительная память, которая позволяла ему благоразумно избегать записных книжек, держала в уме тысячи имен, фамилий, прозвищ, адресов, характеристик. Он в совершенстве знал вкусы всех своих высокопоставленных потребителей. Одни из них любили необыкновенно причудливый разврат. Другие платили бешеные деньги за невинных девушек. Третьим надо было выискивать малолетних. Ему приходилось удовлетворять и садические, и мазохические наклонности своих клиентов, а иногда обслуживать и совсем противоестественные половые извращения. Хотя надо сказать, что за последнее он брался только в редких случаях, суливших большую несомненную прибыль. Раза два-три ему приходилось отсиживать в тюрьме, но эти выседки шли ему впрок. Он не только не терял хищнического нахрапа и упругой энергии в делах, но с каждым годом становился смелее, изобретательнее и предприимчивее. С годами к его наглой стремительности присоединялась огромная житейская деловая мудрость. Раз пятнадцать за это время он успел жениться и всегда изловчался брать порядочные преданные. Завладев деньгами жены, он в один прекрасный день вдруг исчезал бесследно, а если бывала возможность, то выгодно продавал жену в тайный дом разврата или в шикарное публичное заведение. Случалось, что его разыскивали через полицию родители обманутой жертвы, но в то время, когда повсюду наводили справки о нем, как о Шперлинге, он уже разъезжал из города в город под фамилией Розенблюма. Во время своей деятельности, вопреки завидной памяти, он переменил столько фамилий, что не только позабыл, в каком году он был Натанаэльсоном, а в каком Бакаляром, но даже его собственная фамилия ему начинала казаться одним из псевдонимов. Замечательно, что он не находил в своей профессии ничего преступного или предосудительного. Он относился к ней так же, как если бы торговал селедками, и звездкой, мукой, говядиной или лесом. По-своему, он был набожен. Если позволяло время, с усердием посещал по пятницам синагогу. Судный день, Пасха и Куще неизменно и благоговейно справлялись им всюду, куда бы не забрасывала его судьба. В Одессе у него оставались старушка-мать и горбатая сестра, и он неуклонно высылал им то большие, то маленькие суммы денег, нерегулярно, но довольно часто, почти из всех городов, от Курска до Одессы и от Варшавы до Самары. У него уже скопились порядочные денежные сбережения в Леонском кредите, и он постепенно увеличивал их, никогда не затрагивая процентов. Но жадности или скупости почти совсем был чужд. Его скорее влекли к себе в деле острота, риск и профессиональное самолюбие. К женщинам он был совершенно равнодушен, хотя понимал их и умел ценить. И был в этом отношении похож на хорошего повара, который при тонком понимании дела страдает хроническим отсутствием аппетита. Чтобы уговорить, прельстить женщину, заставить ее сделать все, что он хочет, ему не требовалось никаких усилий. Они сами шли на его зов и становились в его руках беспрекословными, послушными и податливыми. В его обращении с ними выработался какой-то твердый, непоколебимый, самоуверенный опломб, которому они также подчинялись, как инстинктивно подчиняется строптивая лошадь голосу, взгляду и поглаживанию опытного наездника. Он пил очень умеренно, а без компании совсем не пил, к еде был совершенно равнодушен, но, конечно, как у всякого человека, у него была своя маленькая слабость. Он страшно любил одеваться и тратил на свой туалет немалые деньги. Модные воротнички всевозможных пасонов, галстуки, бриллиантовые запонки, брелоки, щегольское нижнее белье и шикарная обувь составляли его главнейшие увлечения. С вокзала он прямо проехал в Эрмитаж. Гостиничные носильщики в синих блузах и форменных шапках внесли его вещью в вестибюль. Вслед за ними вошел и он под руку со своей женой, оба нарядные, представительные, а он таки прямо великолепный, в своем широком в виде колокола английском пальто в новой широкополой панаме, держа небрежно в руке тросточку с серебряным набалдашником в виде голой женщины. «Не полагается без права жительства», сказал, глядя на него сверху вниз, огромный толстый швейцар, храня на лице сонное и неподвижно холодное выражение. «Ах, Захар, опять не полагается!» весело воскликнул горизонт и потрепал гиганта по плечу. «Что такое не полагается? Каждый раз вы мне тычете этим самым своим «не полагается!» «Мне всего только на три дня!» «Только заключу арендный договор с графом Ипатьевым и сейчас же уеду!» «Бог с вами! Живите себе хоть один во всех номерах!» «Но вы только поглядите, Захар, какую я вам привез игрушку из Одессы!» «Вы таки будете довольны!» Он осторожным, ловким, привычным движением всунул золотой в руку швейцара, который уже держал ее за спиной приготовленной и сложенной в виде лодочки. Первое, что сделал горизонт, водворившись в большом просторном номере с Альковым, это выставил в коридор за дверью номера шесть пар великолепных ботинок, сказав прибежавшему на звонок коридорному «Немедленно все вычистить, чтобы блестело как зеркало!» «Тебя Тимофей кажется?» «Так ты меня должен знать! За мной труд никогда не пропадет, чтобы блестело как зеркало!» Горизонт жил в гостинице «Эрмитаж» не более трех суток. И за это время он успел повидаться с тремястами людей. Приезд его как будто оживил большой веселый портовый город. К нему приходили содержательницы, контор для найма прислуги, номерные хозяйки и старые опытные посиделые в торговле женщинами сводни. Не так из-за корысти, как из-за профессиональной гордости, Горизонт старался во что бы то ни стало выторговать как можно больше процентов, купить женщину как можно дешевле. Конечно, у него не было расчета в том, чтобы получить 10-15 рублями больше, но одна мысль о том, что конкурент Юмпольской получит при продаже более чем он, приводила его в бешенство. После приезда на другой день он отправился к фотографу Мезеру, захватив с собой соломенную девушку Беллу и снялся с ней в разных позах, причем за каждый негатив получил по 3 рубля, а женщине дал по рублю. Снимков было 20. После этого он поехал к Барсуковой. Это была женщина, вернее сказать, отставная девка, которая водится только на юге России, не то полька, не то малороссиянка, уже достаточно старая и богатая для того, чтобы позволить себе роскошь содержать мужа, а вместе с ним и кафе Шантан, красивого и ласкового полячка. Горизонты Барсукова встретились, как старые знакомые. Кажется, у них не было ни страха, ни стыда, ни совести, когда они разговаривали друг с другом. Мадам Барсукова, я вам могу предложить что-нибудь особенного. Три женщины, одна большая брюнетка, очень скромная, другая маленькая, блондинка, но которая, вы понимаете, готова на все. Третья загадочная женщина, которая только улыбается, ничего не говорит, но много обещает и красавица. Мадам Барсукова глядела на него и недоверчиво покачивала головой. Господин Горизонт, что вы мне голову дурачите? Вы хотите то же самое со мной сделать, что в прошлый раз? Дай бог мне так жить, как я хочу вас обманывать, но главное не в этом. Я вам еще предлагаю совершенно интеллигентную женщину. Делайте с ней что хотите, вероятно, у вас найдется любитель. Барсукова тонко улыбнулась и спросила. Опять жена? Нет. Но дворянка. Значит, опять неприятность с полицией? Ах, боже мой, я с вас не беру больших денег. За всех четырех какая-нибудь паршивая тысяча рублей. Ну, будем говорить откровенно, пятьсот. Не хочу покупать кота в мешке. Кажется, мадам Барсукова, мы с вами не в первый раз имеем дело. Обманывать я вас не буду, и сейчас же ее привезу сюда. Только прошу вас не забыть, что вы моя тетка, и в этом направлении, пожалуйста, работайте. Я не пробуду здесь в городе более чем три дня. Мадам Барсукова со всеми своими грудями, животами и подбородками весело заколыхалась. Не будем торговаться из-за мелочей. Тем более, что ни вы меня, ни я вас не обманываем. Теперь большой спрос на женщин. Что вы сказали бы, господин Горизонт, если бы я предложила вам красного вина? Благодарю вас, мадам Барсукова, с удовольствием. Поговоримте, как старые друзья. Скажите, сколько вы зарабатываете в год? Ах, мадам, как сказать, тысяча двенадцать, двадцать приблизительно. Ну, подумайте, какие громадные расходы постоянно в поездках. Вы откладываете немножко? Ну, это пустяки, какие-нибудь две-три тысячи в год. Я думала, десять, двадцать. Горизонт насторожился. Он чувствовал, что его начинают ощупывать и спросил вкратчиво, а почему это вас интересует? Анна Михайловна нажала кнопку электрического звонка и приказала нарядной горничной дать кофе с топленными сливками и бутылку Шамбертена. Она знала вкуса Горизонта. Потом она спросила, вы знаете господина Шепшировича? Горизонт так и вскрикнул, боже мой, кто же не знает Шепшировича? Это бог, это гений! И, оживившись, забыв, что его тянут в ловушку, он восторженно заговорил, представьте себе, что в прошлом году сделал Шепширович. Он отвез в Аргентину тридцать женщин из Ковна, Вильна, Житомира. Каждую из них он продал по тысяче рублей, и того, мадам, считайте, тридцать тысяч. Вы думаете, на этом Шепширович успокоился? На эти деньги, чтобы оплатить себе расходы по пароходу, он купил несколько негритянок, рассовал их в Москву, Петербург, Киев, Одессу, в Харьков. Но вы знаете, мадам, это не человек, а орел! Вот кто умеет делать дела! Барсукова ласково положила ему руку на колено. Она ждала этого момента и сказала дружелюбно, «Так вот, я вам и предлагаю, господин... Впрочем, я не знаю, как вас теперь зовут. Скажем, Горизонт». «Вот я вам и предлагаю, господин Горизонт, не найдется ли у вас невинных девушек? Теперь на них громадный спрос. Я с вами играю в открытую. За деньгами мы не постоим. Теперь это в моде». «Заметьте, Горизонт, вам возвратят ваших клиенток совершенно в том же виде, в каком они были. Это, вы понимаете, маленький разврат, в котором я никак не могу разобраться». Горизонт потупился, потер голову и сказал, «Видите ли, у меня есть жена. Вы почти угадали». «Так, но почему же почти?» Мне стыдно сознаться, что она, как бы сказать, «она мне невеста». Барсукова весело расхохоталась. «Вы знаете, Горизонт, я никак не могла ожидать, что вы такой мерзавец. Давайте вашу жену все равно. Да неужели вы в самом деле удержались?» «Тысячу?» спросил Горизонт серьезно. «Ах, что за пустяки? Скажем, тысячу». «Но скажите, удастся ли мне с ней справиться?» «Пустяки», сказал самуверенно Горизонт. «Предположим, опять вы моя тетка, и я оставляю у вас жену. Представьте себе, мадам Барсукова, что эта женщина в меня влюблена как кошка. Если вы скажете ей, что для моего благополучия она должна сделать то-то и то-то, то никаких разговоров». Кажется, им больше не очень было разговаривать. Мадам Барсукова вынесла вексельную бумагу, где она с трудом написала свое имя, отчество и фамилию. Вексель, конечно, был фантастической, но есть связь с пайка каторжной совести. В таких делах не обманывают, иначе грозит смерть. Все равно в остроге, на улице или в публичном доме. Затем тотчас же, точно приведение из люка, появился ее сердечный друг, молодой поличок с высоко закрученными усами, хозяин кафе Шантана. Выпили вина, поговорили о ярмарке, о выставке, немножко пожаловались на плохие дела. Затем Горизонт телефонировал к себе в гостиницу, вызвал жену, познакомил ее с теткой и с двоюродным братом тетки и сказал, что таинственные политические дела вызывают его из города. Нежно обнял Сару, прослезился и уехал. С приездом Горизонта, впрочем, Бог знает, как его звали, Гоголевич, Гидалевич, Окунев, Разметальский. Словом, с приездом этого человека все переменилось на Ямской улице. Пошли громадные перетасовки. От Треппеля переводили девушек к Анне Марковне, от Анны Марковны в рублевое заведение и из рублевого в полтинничное. Повышения не было, только понижение. На каждом перемещении Горизонт зарабатывал от пяти до ста рублей. Поистине у него была энергия, равная приблизительно водопаду Иматри. Сидя днем у Анны Марковны, он говорил, щурясь от дыма папиросы и раскачивая ногу на ноги. Спрашивается, для чего вам эта самая Сонька? Ее не место в порядочном заведении. Ежели мы ее сплавим, то вы себе заработаете сто рублей, я себе двадцать пять. Скажите мне откровенно, она ведь не в спросе. Ах, господин Шацкий, вы всегда сумеете говорить, но представьте себе, что я ее жалею. Такая деликатная девушка. Горизонт на минуту задумался, он искал подходящие цитаты и вдруг выпалил. Падающего толкни. И я уверен, мадам Шайбес, что на нее нет никакого спроса. Исай Савич, маленький, болезненный, мнительный старичок, но в нужные минуты очень решительный, поддержал горизонта. И очень просто, на нее действительно нет никакого спроса. Представь себе, Анечка, что ее барахло стоит пятьдесят рублей. Двадцать пять рублей получит господин Шацкий. Пятьдесят рублей нам с тобой останется. И, слава богу, мы с ней развязались. По крайней мере, она не будет компрометировать нашего заведения. Таким-то образом, Сонька, руль, минуя рублевое заведение, была переведена в полтинничное, где всякий сброд целыми ночами, как котел, издевался над девушками. Там требовалось громадное здоровье и большая нервная сила. Сонька однажды задрожала от ужаса ночью, когда Фекла, бабища пудов около шести весу, выскочила на двор за естественной надобностью и крикнула проходившей мимо нее экономки. Экономочка, послушайте, тридцать шестой человек, не забудьте! К счастью, Соньку беспокоили немного. Даже и в этом учреждении она была слишком некрасива. Никто не обращал внимания на ее прелестные глаза и брали ее только в тех случаях, когда под рукой не было никакой другой. Фармацевт разыскал ее и приходил каждый вечер к ней. Но трусость ли, или специально еврейская щепетильность, или, может быть, даже физическая брезгливость не позволяла ему взять и увезти эту девушку из дома. Он просиживал около нее целые ночи и по-прежнему терпеливо ждал, когда она возвратится от случайного гостя, делал ей сцены ревности и все-таки любил, и, торча днем в своей аптеке за прилавком и закатывая какие-нибудь вонючие пилюли, неустанно думал о ней и тосковал. Сейчас же при входе в загородный кафе Шантан сияла разноцветными огнями искусственная клумба с электрическими лампочками вместо цветов, и от нее шла вглубь сада такая же огненная аллея из широких полукруглых арк, сужавшихся к концу. Дальше была широкая усыпанная желтым песком площадка. Налево открытая сцена, театр и тир, прямо эстрада для военных музыкантов в виде раковины и балаганчики с цветами и пивом. Направо длинная терраса ресторана. Площадку ярко-бледно и мертвенно освещали электрические шары со своих высоких мачт. Об их матовые стекла, обтянутые проволочными сетками, били стучи ночных бабочек, тени которых смутные большие рели внизу на земле. Взад и вперед ходили попарно уже усталые волочащиеся походкой голодные женщины, слишком легко нарядные вычурно одетые, сохраняя на лицах выражение беспечного веселья или надменной обиженной неприступности. В ресторане были заняты все столы, и над ними плыл сплошной стук ножей о тарелке и пестрый скачущий волнами говор. Пахло сытным и едким кухонным чадом. Посредине ресторана на эстраде играли румыны в красных фраках, все смуглые, белозубые, с лицами усатых, напомаженных и прилизанных обезьян. Дирижер оркестра, наклоняясь вперед и манерно раскачиваясь, играл на скрипке и делал публике непристойно сладкие глаза, глаза мужчины проститутки. И все вместе это обилие назойливых электрических огней, преувеличенные яркие туалеты дам, запахи модных пряных духов, это звенящая музыка с произвольными замедлениями темпа, со сладотрассными замираниями в переходах, взвинчиванием в бурных местах, все шло одно к одному, образуя общую картину безумной и глупой роскоши, обстановку подделки веселого непристойного кутежа. Наверху кругом всей залы шли открытые хоры, на которые, как на балкончике, выходили двери отдельных кабинетов. В одном из таких кабинетов сидело четверо, две дамы и двое мужчин, известная всей России артистка, певица Равинская, большая красивая женщина с длинными зелеными египетскими глазами и длинным красным чувственным ртом, на котором углы губ хищно опускались к низу. Баронесса Тефтинг, маленькая, изящная, бледная, ее повсюду видели вместе с артисткой, знаменитый адвокат Рязанов и Володя Чаплинской, богатый светский молодой человек, композитор-дилетант, автор нескольких миленьких романцев и многих злободневных острот, ходивших по городу. Стены в кабинете были красные с золотым узором. На столе между зажженными канделябрами торчали из мельхиоровой вазы, отпотевшей от холода, два белых осмоленных горлышка бутылок, и свет с жидким дрожащим золотом играл в плоских бокалах с вином. Снаружи у дверей дежурил прислонясь к стене лакей, а толстый рослый важный метрдотель, у которого навсегда оттопыренном мизинце правой руки сверкал огромный бриллиант, часто останавливался у этих дверей и внимательно прислушивался одним ухом к тому, что делалось в кабинете. Баронесса со скучающим бледным лицом лениво глядела сквозь лорнет вниз на гудящую, жующую, копошащуюся толпу. Среди красных, белых, голубых и палевых женских платьев однообразные фигуры мужчин походили на больших коренастых черных жуков. Равинская небрежно, но в то же время и пристально глядела вниз на эстраду и на зрителей, и лицо ее выражало усталость, скуку, а может быть и то присвящение всеми зрелищами, какие так свойственны знаменитостям. Ее прекрасные длинные худые пальцы левой руки лежали на малиновом бархате ложи. Редкостной красоты изумруды так небрежно держались на них, что казалось вот-вот свалиться. Вдруг она рассмеялась. «Посмотрите», сказала она, «какая смешная фигура! Или, вернее сказать, какая смешная профессия! Вот-вот на этого, который играет на семиствольной цивнице!» Все поглядели по направлению ее руки, и в самом деле картина была довольно смешная. Сзади румынского оркестра сидел толстый усатый человек, вероятно, отец, а может быть даже и дедушка многочисленного семейства. И изо всех сил свистел в семь деревянных свистулек, склеенных вместе. Так как ему было вероятно трудно передвигать этот инструмент между губами, то он с необыкновенной быстротой поворачивал голову то влево, то вправо. «Удивительное занятие», сказала Равинская. «А ну-ка вы, Чеплинский, попробуйте так помотать головой». Володя Чеплинский, тайный, безнадежно влюбленный в артистку, сейчас же послушно и усердно постарался это сделать, но через полминуты отказался. «Это невозможно», сказал он. «Тут нужна или долгая тренировка, или, может быть, наследственные способности». Голова кружится. Бронефса в это время отрывала лепестки у своей розы и бросала их в бокал, потом, с трудом подавив зевоту, она сказала, чуть-чуть поморщившись, «Но, боже мой, как скучно развлекаются у вас вка! Посмотрите, ни смеха, ни пения, ни танцев, точно какое-то стадо, которые пригнали, чтобы нарочно веселиться». Рязанов лениво взял свой бокал, отхлебнул немного и ответил равнодушно своим очаровательным голосом, «Ну, а у вас в Париже или Ницце разве веселее? Ведь надо сознаться, веселье, молодость и смех навсегда исчезли из человеческой жизни, да и вряд ли когда-нибудь вернутся. Мне кажется, что нужно относиться к людям терпеливее. Почем знать, может быть, для всех сидящих тут внизу сегодняшний вечер отдых, праздник? Защитительная речь», вставил со своей спокойной манерой Чаплинской. Но Равинская быстро обернулась к мужчинам, и ее длинные изумрудные глаза сузились, а это у нее служило признаком гнева, от которого иногда делали глупости и коронованные особы. Впрочем, она тотчас же сдержалась и продолжала вяло. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не понимаю даже, для чего мы сюда приехали, ведь зрелищ теперь совсем нет на свете. Вот я, например, видала бои быков в Севилье, Мадриде и Марселе, представление, которое, кроме отвращения, ничего не вызывает. Видала и бокс, и борьбу, гадость и грубость. Пришлось мне также участвовать на охоте на тигра, причем я сидела под балдахином на спине большого умного белого слона. Словом, вы это хорошо сами знаете. И от всей моей большой, пестрой, шумной жизни, от которой я состарилась... «О, что вы, Елена Викторовна!» сказала с ласковым упреком Чеплинской. «Бросьте, Володе, комплименты. Я сама знаю, что еще молода и прекрасна телом, но, право, иногда мне кажется, что мне девяносто лет. Так износилась душа». Я продолжаю. Я говорю, что за всю мою жизнь только три сильных впечатления врезались в мою душу. Первое — это когда я еще девочкой видела, как кошка кралась за воробьем, и я с ужасом и с интересом следила за ее движениями и за зорким взглядом птицы. До сих пор я и сама не знаю, чему я сочувствовала более — ловкости ли кошки или увертливости воробья. Воробей казался проворнее. Он мгновенно взлетел на дерево и начал оттуда осыпать кошку такой воробьиной бранью, что я покраснела бы от стыда, если бы поняла хоть одно слово. А кошка обиженно подняла хвост трубою и старалась сама перед собой делать вид, что ничего особенного не произошло. В другой раз мне пришлось петь в опере дуэт с одним великим артистом. — С кем? — спросила быстро баронесса. — Ну, не все ли равно, к чему имена? И вот, когда мы с ним пели, я вся чувствовала себя во власти гения, как чудесно, в какую дивную гармонию слились наши голоса. Ах, невозможно передать этого впечатления. Вероятно, это бывает только раз в жизни. Мне по роли нужно было плакать, я плакала искренними настоящими слезами. И когда после занавеса он подошел ко мне и погладил меня своей большой горячей рукой по волосам и со своей обворожительно светлой улыбкой сказал «Прекрасно! Первый раз в жизни я так пел, и вот я, а я очень гордый человек, я поцеловала у него руку, а у меня еще стояли слезы в глазах». «А третья?» спросила баронесса, и глаза ее зажгли злыми искрами ревности. «Ах, третья!» ответила грустно артистка. «Третья проще простого. В прошлогоднем сезоне я жила в Ницце и вот видела на открытой сцене во фрежусе Кармен с участием Сесилька Тен, которая теперь — артистка искренно перекрестилась — умерла, не знаю права, к счастью или к несчастью для себя. Вдруг мгновенно ее прелестные глаза наполнились слезами и засияли таким волшебным зеленым светом, каким сияет летними теплыми сумерками вечерняя звезда. Она обернула лицо к сцене и некоторое время ее длинные нервные пальцы судорожно сжимали обивку барьера ложи. Но когда она опять обернулась к своим друзьям, то глаза уже были сухи и на загадочных порочных и властных губах блестела непринужденная улыбка. Тогда Рязанов спросил ее вежливо, нежным, но умышленно спокойным тоном. Но ведь Елена Викторовна, ваша громадная слава, поклонники, рев толпы, цветы, роскошь, наконец, тот восторг, который вы доставляете своим зрителям, неужели даже это не щекочет ваших нервов? Нет, Рязанов, ответила она усталым голосом, вы сами не хуже меня знаете, чего это стоит. Наглый интервьюер, которому нужны контрамарки для его знакомых, а, кстати, и двадцать пять рублей в конверте. Гимназисты, гимназистки, студенты и курсистки, которые выпрашивают у вас карточки с надписями, какой-нибудь старый болван в генеральском чине, который громко мне подпевает во время моей арии, вечный шепот сзади тебя, когда ты проходишь, вот она, та самая знаменитая. Анонимные письма, наглость закулисных завсегдатаев, да всего ее не перечислишь. Ведь, наверное, вас самого часто осаждают судебные психопатки. Да, сказал твердо Рязанов. Вот и все. А прибавьте к этому самое ужасное, что каждый раз, почувствовав настоящее вдохновение, я тут же мучительно ощущаю сознание, что я притворяюсь и кривляюсь перед людьми. А боязнь успеха соперницы, а вечный страх потерять голос, сорвать его или простудиться, вечная мучительная возня с горловыми связками, нет, право тяжело нести на своих плечах известность. Но артистическая слава, возразил адвокат, власть гения, это ведь истинная моральная власть, которая выше любой королевской власти на свете. Да, 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 конечно, вы правы, мой дорогой, но слава, знаменитость, сладкий лишь издали, когда о них только мечтаешь, но когда их достиг, то чувствуешь одни их шипы. И зато как мучительно ощущаешь каждый золотник их уболи. И еще я забыла сказать, ведь мы артисты несем каторжный труд. Утром упражнения, днем репетиция, а там едва хватит времени на обед и пора на спектакль. Чудом урвешь часок, чтобы почитать или развлечься, вот как мы с вами, да и то развлечение совсем из средних. Она небрежно и утомленно слегка махнула пальцами руки, лежавшей на барьере. Володя Чеплинской, взволнованный этим разговором, вдруг спросил, ну, а скажите, Елена Викторовна, чего бы вы хотели, чтобы развлекло ваше воображение и скуку? Она посмотрела на него своими загадочными глазами и тихо, как будто даже немножко застенчиво ответила. В прежнее время люди жили веселее и не знали никаких предрассудков. Вот тогда, мне кажется, я была бы на месте и жила бы полной жизнью. О, древний Рим! — Никто ее не понял, кроме Рязанова, который, не глядя на нее, медленно произнес своим бархатным актерским голосом классическую всем известную латинскую фразу «Ave, Cesar, moriturete salutant!» «Да здравствует Цезарь, идущий на смерть, приветствует тебя!» — Именно. Я вас очень люблю, Рязанов, за то, что вы умница. Вы всегда схватите мысль на лету, хотя я должна сказать, что это не особенно высокое свойство ума. И в самом деле сходятся два человека, вчерашние друзья, собеседники, застольники, и сегодня один из них должен погибнуть, понимаете? Уйти из жизни навсегда. Но у них нет ни злоба, ни страха. Вот настоящее прекрасное зрелище, которое я только могу себе представить. — Сколько в тебе жестокости, сказала раздумчивая баронесса. — Да уж, ничего не поделаешь, мои предки были всадниками и грабителями. — Однако, господа, не уехать ли нам? Они все вышли из сада. Володя Чеплинская велел крикнуть свой автомобиль. Елена Викторовна опиралась на его руку, и вдруг она спросила, — Скажите, Володя, куда вы обыкновенно ездите, когда прощаете с так называемыми порядочными женщинами? Володя замялся, однако он знал твердо, что лгать Равинской нельзя. Я боюсь оскорбить ваш слух к цыганам, например, в ночные кабаре, а еще что-нибудь похуже. — Право вы ставите меня в неловкое положение с тех пор, как я в вас так безумно влюблен. Оставьте романтику. — Ну, как сказать, — пролепетал Володя, почувствовав, что он краснеет не только лицом, но телом, спиной. — Ну, конечно, к женщинам. Теперь со мною лично этого, конечно, не бывает. Равинская злобно прижала к себе локоть Чеплинского. — В публичный дом? — Володя ничего не ответил. Тогда она сказала. — Итак, вот сейчас вы нас туда свезете на автомобиле и познакомите нас с этим бытом, который для меня чушт. Но помните, что я полагаюсь на ваше покровительство. Остальные двое согласились на это, вероятно, неохотно, но Елене Викторовне сопротивляться не было никакой возможности. Она всегда делала все, что хотела. И потом все они слышали и знали, что в Петербурге светские кутящие дамы и даже девушки позволяют себе из модного снобизма выходки куда похуже той, какую предложила Равинская. По дороге на Ямскую улицу Равинская сказал Володе, вы меня повезете сначала в самое роскошное учреждение, потом в среднее, а потом в самое грязное. Дорогая Елена Викторовна, горячо возразил Чеплинской, я для вас готов все сделать. Говорю без ложного хвостовства, что отдам свою жизнь по вашему приказанию, разрушив свою карьеру и положение по вашему одному знаку. Но я не рискую вас везти в эти дома. Русские нравы грубые, а то и просто бесчеловечные нравы. Я боюсь, что вас оскорбят резким непристойным словом или случайный посетитель сделает при вас какую-нибудь нелепую выходку. Ах, боже мой, нетерпеливо прервала Равинская. Когда я пела в Лондоне, то в это время за мной многие ухаживали, и я не постеснялась в избранной кампании поехать смотреть самые грязные притоны Уайтчепля. Скажу, что ко мне там относились очень бережно и предупредительно. Скажу также, что со мной были в это время двое английских аристократов, лорды, оба спортсмены, оба люди необыкновенно сильные физически и морально, которые, конечно, никогда не позволили бы обидеть женщину. Впрочем, может быть, вы, Володя, из породы трусов? Чеплинский вспыхнул. — О, нет-нет, Елена Викторовна, я вас предупреждал, только из любви к вам. Ну, если вы прикажете, то я готов идти, куда хотите, не только в это сомнительное предприятие, но хоть и на самую смерть. В это время они уже подъехали к самому роскошному заведению на Ямках, к Треппелю. Адвокат Рязанов сказал, улыбаясь своей обычной иронической улыбкой, и так начинается обозрение зверинца. Их провели в кабинет с малиновыми обоями, а на обоих повторялся в стиле ампир золотой рисунок в виде мелких лавровых венков. И сразу Равинская узнала своей зоркой артистической памятью, что совершенно такие же обои были в том кабинете, где они все четверо только что сидели. Вышли четыре аздейские немки. Все толстые, полногрудные блондинки, напудренные, очень важные и почтительные. Разговор сначала не завязывался. Девушки сидели неподвижно, точно каменные извояния, чтобы изо всех сил притвориться приличными дамами. Даже шампанское, которое потребовало Рязанов, не улучшило настроение. Равинская первая пришла на помощь обществу, обратившись к самой толстой, самой белокурой, похожей на булку, немки. Она спросила вежливо по-немецки, скажите, откуда вы родом? Вероятно, из Германии? Нет, сударыня, я из Риги. Что же вас заставляет здесь служить? Надеюсь, не нужда? Конечно, нет, сударыня. Но, понимаете, мой жених Ганс служит кельнером в ресторане автомате, и мы слишком бедны для того, чтобы теперь жениться. Я отношу мои сбережения в банк, и он делает то же самое. Когда мы накупим необходимые нам десять тысяч рублей, то мы откроем свою собственную пивную, и если Бог благословит, тогда мы позволим себе роскошь иметь детей, двоих детей, мальчика и девочку. — Ну, послушайте же, фрейлин, удивилась Равинская, вы молоды, красивы, знаете два языка. — Три, мадам, гордо вставила немка. Я знаю еще и эстонской, я окончила городское училище и три класса гимназии. — Ну, вот видите, видите, загорячилась Равинская, с таким образованием вы всегда могли бы найти место на всем готовом рублей на тридцать, ну, скажем, в качестве экономки, бонны, старшей приказчицы в хорошем магазине, кассирши. И если ваш будущий жених фриц Ганс, мадам, если Ганс оказался бы трудолюбивым и бережливым человеком, то вам совсем не трудно было бы через три-четыре года стать совершенно на ноги, как вы думаете? — Ах, мадам, вы немного ошибаетесь, вы упустили из виду то, что на самом лучшем месте я даже отказывая себе во всем не сумею отложить в месяц более пятнадцати двадцати рублей. А здесь при благоразумной экономии я выгадываю до ста рублей и сейчас же отношу и взберегательную кассу на книжку. А кроме того, вообразите себе, сударыня, какое унизительное положение быть в доме прислугой. Всегда зависит от каприза или расположения духа хозяев. И хозяин всегда пристает с глупостями. Пфу! А хозяйка ревнует, придирается и бронится. — Нет, не понимаю, задумчиво протянула Равинская, не глядя немке в лицо, а потупив глаза в пол. — Я много слышала о вашей жизни здесь, в этих, как это называется, в домах. Рассказывают что-то ужасное, что вас принуждают любить самых отвратительных, старых и уродливых мужчин, что вас обирают и эксплуатируют самым жестоким образом. — О, никогда, мадам! у нас у каждой есть своя расчетная книжка, где вписывается аккуратно мой доход и расход. За прошлый месяц я заработала немного больше 500 рублей. Как всегда, хозяйки две трети за стол, квартиру, отопление, освещение, белье. Мне остается больше, 150, не так ли? 50 я трачу на костюмы и на всякие мелочи. Стол сберегаю. Какая же это эксплуатация, мадам, я вас спрашиваю? А если мужчины мне совсем не нравятся, правда, бывают чересчур уж гадкие, я всегда могу сказаться больной, и вместо меня пойдет какая-нибудь из новеньких. Но ведь, простите, я не знаю вашего имени, Эльза, говорят, Эльза, что с вами обращаются очень грубо, иногда добьют, принуждают к тому, чего вы не хотите и что вам противно? Никогда, мадам, высокомерно уронила Эльза. Мы все здесь живем своей дружной семьей. Все мы землячки или родственницы, и дай бог, чтобы многим так жилось в родных фамилиях, как нам здесь. Правда, на Имской улице бывают разные скандалы и драки и недоразумения, но это там, в этих, в рублевых заведениях. Русские девушки много пьют и всегда имеют одного любовника, и они совсем не думают о своем будущем. Вы благоразумны, Эльза, сказала тяжелым тоном Равинская. Все это хорошо. Но случайная болезнь, зараза, ведь это смерть, а как угадать? И опять нет, мадам. Я не пущу к себе в кровать мужчину, прежде чем не сделаю ему подробный медицинский осмотр. Я гарантированно по крайней мере на 75%. Черт! Вдруг горячо воскликнула Равинская и стукнула кулаком по столу. Но ведь ваш Альберт Ганс, кротко поправил немка. Простите, ваш Ганс, наверное, не очень радуется тому, что вы живете здесь и что вы каждый день изменяете ему. Эльза поглядела на нее с искренним живым изумлением. Но, сударыня, я никогда и не изменяла ему. Это другие погибшие девчонки, особенно русские, имеют в себе любовников, на которых они тратят свои тяжелые деньги. «Но чтобы я когда-нибудь допустила себя до этого. Фу! Большего падения. Я не воображала», сказала брезгливо и громко Равинская, вставая. «Заплатите, господа, и пойдем отсюда дальше». Когда они вышли на улицу, Володя взял ее под руку и сказал умолеющим голосом, «Ради Бога, не довольны ли вам одного опыта? О, какая пошлость, какая пошлость! Вот я поэтому и говорю, бросим этот опыт». «Нет, во всяком случае, я иду до конца. Покажите мне что-нибудь среднее, попроще». Володя Чеплинский, который все время мучился за Елену Викторовну, предложил самое подходящее — зайти в заведение Анны Марковны, до которого всего десять шагов. Но тут-то их и ждали сильные впечатления. Сначала Симеон не хотел их впускать, и лишь несколько рублей, которые дал ему Рязанов, смягчили его. Они заняли кабинет, почти такой же, как у Треппеля, только немножко более ободранный и полинялый. По приказанию Эммы Эдуардена согнали в кабинет девиц, но это было то же самое, что смешать соду и кислоту. А главной ошибкой было то, что пустили туда и Женьку, злую, раздраженную с дерзкими огнями в глазах. Последней вошла скромная и тихая Тамара со своей застенчивой развратной улыбкой Моны Лизы. В кабинете собрался в конце концов почти весь состав заведения. Равинская уже не рисковала спрашивать, как дошла ты до жизни такой, но надо сказать, что обитательницы дома встретили ее с внешним гостеприимством. Елена Викторовна попросила спеть их обычные канонные песни, и они охотно спели. Понедельник наступает, мне на выписку идти, доктор Красов не пускает, ну так черт его дери, и дальше. Бедная, бедная, бедная я, казенка закрыта, болит голова, любовь шармача горяча, горяча, а проститутка как лед холодна, ха-ха-ха-ха. Сошли са они на подбор на подбор, она проститутка, он карманный вор, ха-ха-ха. Вот утро приходит, он о краже и хохочет, ха-ха-ха. Наутро мальчишку в сыскную ведут, ее ж проститутку товарищи ждут, ха-ха-ха-ха. И еще дальше арестантскую. Погиб я, мальчишка, погиб навсегда, а годы за годами проходит лета. И еще. Не плачь ты, Маруся, будешь ты моя, как отбуду призыв, женюсь на тебя. Но тут вдруг к общему удивлению расхохоталась толстая, обычно молчаливая Катька. Она была родом из Одессы. Позвольте мне спеть одну песню. Ее поют у нас на Молдаванке и на Пересопи воры и хиппеснице в трактирах. И ужасным басом, заржавленным и неподатливым голосом она запела, делая самые нелепые жесты, но, очевидно, подражая когда-то виденной ею шансонетной певице третьего разбора. Ах, пойду я к дюковку, сядю я за стол, сбрасиваю шляпу, кидаю под стол, спрасиваю, милую, что ты будешь пить, а она мне отвечать, голова болить. Я тебя не спросию, что в тебе болить, а я тебе спросию, что ты будешь пить, или же пиво, или же вино, или же фиалку, или ничего. И все обошлось бы хорошо, если бы вдруг не ворвалась в кабинет Манька беленькая в одной нижней рубашке и в белых кружевных штанишках. С нею кутил какой-то купец, который накануне устраивал райскую ночь, и злосчастный Бенедиктин, который на девушку всегда действовал с быстротой динамита, привел ее в обычное скандальное состояние. Она уже не была больше Манька маленькая и не Манька беленькая, а была Манька скандалистка. Вбежав в кабинет, она сразу от неожиданности упала на пол и, лежа на спине, расхохоталась так искренно, что и все остальные расхохотались. Да, но смех этот был недолг. Манька вдруг уселась на полу и закричала «Ура! К нам новые девки поступили!» Это было совсем уже неожиданностью. Еще большую бестактность сделала баронесса, она сказала «Я патронесса монастыря для падших девушек, и поэтому я по долгу моей службы должна собирать сведения о вас». Но тут мгновенно вспыхнула Женька. «Сейчас же убирайся отсюда, старая дура!» «Витошка, половая тряпка!» «Ваши приюты Магдалины — это хуже, чем тюрьма. Ваши секретари пользуются нами, как собаки падалью. Ваши отцы, мужья и братья приходят к нам, заражают вас. Ваши надзирательницы живут с кучерами, дворниками и городовыми, а нас сажают в карцер за то, что мы рассмеемся или пошутим между собою. И вот если вы приехали сюда как в театр, так вы должны выслушать правду прямо в лицо». Но Тамара спокойно остановила ее. «Перестань, Жень, я сама». «Неужели вы и вправду думаете, баронесса, что мы хуже так называемых порядочных женщин?» «Ко мне приходит человек, платит мне два рубля за визит или пять рублей за ночь, и я этого ничуть не скрываю ни от кого в мире. А скажите, баронесса, неужели вы знаете хоть одну семейную замужнюю даму, которая не отдавалась бы тайком либо ради страсти молодому либо ради денег старику? мне прекрасно известно, что пятьдесят процентов из вас состоят на содержании у любовников, а пятьдесят остальных из тех, которые постарше, содержат молодых мальчишек. Мне известно также, что многие, ах, как многие из вас живут со своими отцами, братьями и даже сыновьями, но вы эти секреты прячете в какой-то потайной сундучок. И вот вся разница между нами. Мы падшие, но мы не лжом не притворяемся, а вы все падаете и при этом лжете. Подумайте теперь сами, в чью пользу эта разница. Браво, Тамарочка, так их закричала Манька, не вставая с полу, растрепанная, белокурая, курчавая, похожая сейчас на тринадцатилетнюю девочку. Ну-ну, подтолкнула и Женька, горя воспламененными глазами. Отчего же, Женечка, я пойду и дальше. Из нас едва-едва одна на тысячу делала себе аборт, а вы все по нескольку раз. Что? Или это неправда? И те из вас, которые это делали, делали не ради отчаяния или жестокой бедности, а вы просто боитесь испортить себе фигуру и красоту. Это ваш единственный капитал. Или вы искали лишь скотской похоти, а беременность и кормление мешали вам ей предаваться? Равинская сконфузилась и быстрым шепотом произнесла, обратите внимание, баронесса, в ее положении эта девушка довольно образованно. Представьте, я тоже заметила это странное лицо, но где я его видела? Во сне, в бреду, в раннем детстве? Не трудитесь напрягать вашу память, баронесса, я сейчас приду вам на помощь. Вдруг дерзко вмешала своих разговор Тамара. Вспомните только Харьков, гостиницу Конякина, антрепренера Соловейчика и одного лирического тенора. В то время вы еще не были баронессой де. Впрочем, бросим французский язык, вы были простой хариской и служили со мной вместе. Расскажите, ради Бога, как вы очутили здесь мадемуазель Маргарита? О, об этом нас ежедневно расспрашивают. Просто взяла и очутилась. И с непередаваемым цинизмом она спросила, надеюсь, вы оплатите время, которое мы провели с вами. Нет, черт вас, побрал бы! Вдруг вскрикнула, быстро поднявшись с ковра, Манька беленькая. И вдруг, вытащив из-за чулка два золотых, швырнула их на стол. На-те! Это я вам даю на извозчика. Уезжайте сейчас же, иначе я разобью здесь все зеркала и бутылки. Равинская встала и сказала с искренними теплыми слезами на глазах, «Конечно, мы уедем, и урок мадемуазель Маргариты пойдет нам в пользу. Время ваше будет оплачено, позаботьтесь, Володя. Однако вы так много пели для нас, что позвольте мне спеть для вас». Равинская подошла к пианино, взяла несколько аккордов и вдруг запела прелестный романс Дорогомышского. Расстались гордо мы, ни вздохом, ни словами, упрека ревности тебе не подала. Мы разошлись навек, но если бы с тобою я встретиться могла, ах, если бы я хоть встретиться могла. Без слез, без жалоб я склонилась предсудьбою, не знаю, сделав мне так много в жизни зла, любил ли ты меня, но если бы с тобою я встретиться могла, ах, если бы я хоть встретиться могла. Этот нежный и страстный романс, исполненный великой артисткой, вдруг напомнил всем этим женщинам о первой любви, о первом падении, о позднем прощании на весенней заре, на утреннем холодке, когда трава седа от росы, а красное небо красит в розовый цвет верхушки берез, о последних объятиях, так тесно сплетенных, и о том, как не ошибающийся чуткое сердце скорбно шепчет, нет, это не повторится, не повторится. И губы тогда были холодные и сухие, а на волосах лежал утренний влажный туман. Замолчала Тамара, замолчала Манька-скандалиска. И вдруг Женька, самая неукротимая из всех девушек, подбежала к артистке, упала на колени и зарыдала у нее в ногах. И Равинская, сама растроганная, обняла ее за голову и сказала, «Сестра моя, дай я тебя поцелую». Женька прошептала ей что-то на ухо. «Да это глупости», сказала Равинская, «несколько месяцев лечения и все пройдет». «Нет, нет, нет, я хочу всех их сделать больными, пускай они все сгниют и подохнут». «Ах, милая моя», сказала Равинская, «я бы на вашем месте этого не сделала». И вот Женька, эта гордая стала целовать колени и руки артистки и говорила, «Зачем же меня люди так обидели? Зачем меня так обидели? Зачем? Зачем?» Такова власть гения. Единственная власть, которая берет в свои прекрасные руки не подлый разум, а теплую душу человека. Самолюбивая Женька прятала свое лицо в платье Равинской. Манька беленькая скромно сидела на стуле, закрыв лицо платком. Тамара, опершись локтем о колено и склонив голову на ладонь, сосредоточенно глядела вниз, а швейцар Симеон, подглядывавший на всякое случаю дверей, таращил глаза от изумления. Равинская тихо шептала в самое ухо Женьки, «Никогда не отчаивайтесь, иногда все складывается так плохо, хоть вешается, а, глядь, завтра жизнь круто переменилась. Милая моя, сестра моя, я теперь мировая знаменитость, но если б ты знала, сквозь какие моря унижений и подлости мне пришлось пройти, будь же здорова, дорогая моя, и верь своей звезде». Она нагнулась к Женьке и поцеловала ее в лоб. И никогда потом Володя Чеплинской, с жутким напряжением следивший за этой сценой не мог забыть тех теплых и прекрасных лучей, которые в этот момент зажглись в зеленых длинных египетских глазах артистки. Компания невесело уехала, но на минуту задержался Рязанов. Он подошел к Тамаре, почтительно и нежно поцеловал ее руку и сказал, «Если возможно, простите нашу выходку. Это, конечно, не повторится, но если я когда-нибудь вам понадоблюсь, то помните, что я всегда к вашим услугам. Вот моя визитная карточка. Не выставляйте ее на своих комодах, но помните, что с этого вечера я ваш друг». И он, еще раз поцеловав руку у Тамары, последним спустился с лестницы. В четверг с самого утра пошел беспрерывный дождик, и вот сразу позеленели обмытые листья каштанов, акации и тополей. И вдруг стало как-то мечтательно тихо и медлительно скучно, задумчиво и однообразно. В это время все девушки собрались по обыкновению в комнате у Женьки. Но с ней делалось что-то странное. Она не острила, не смеялась, не читала, как всегда, своего обычного бульварного романа, который теперь бесцельно лежал у нее на груди или на животе, но была зла, сосредоточена печально, и в ее глазах горел желтый огонь, говоривший о ненависти. Напрасно Манька беленькая, Манька скандалистка, которая ее лажала, старалась обратить на себя ее внимание. Женька точно ее не замечала, и разговор совсем не ладился. Было тоскливо. А может быть, на всех на них влиял упорный августовский дождик, зарядивший подряд на несколько недель? Тамара присела на кровать к Женьке, ласково обняла ее и, приблизив рот к самому ее уху, сказала шепотом, «Что с тобой, Женечек? Я бою делается что-то странное, и Манька это тоже чувствует. Посмотри, как она извелась без твоей ласки. Скажи, может быть, я сумею чем-нибудь тебе помочь?» Женька закрыла глаза и отрицательно покачала головой. Тамара немного отодвинулась от нее, но продолжала ласково гладить ее по плечу. «Твое дело, Женечка, я не смею лезть к тебе в душу. Я только потому спросила, что ты единственный человек, который...» Женька вдруг решительно вскочила с кровати, схватила за руку Тамару и сказала отрывисто и повелительно, «Хорошо, выйдем отсюда на минутку. Я тебе все расскажу. Девочки, подождите нас немного». В светлом коридоре Женька положила руки на плечи подруги и с исказившимся внезапно побледневшим лицом сказала, «Ну так вот, слушай, меня кто-то заразил сифилисом». «Ах, милая, бедная моя, давно?» «Давно». «Помнишь, когда у нас были студенты? Еще они затеяли скандал с Платоновым? Тогда я в первый раз узнала об этом. Узнала днем. Знаешь, тихо заметила Тамара, я об этом почти догадывалась, а в особенности тогда, когда ты встала на колени перед певицей и о чем-то говорила с ней тихо. Но все-таки, милая Женечка, ведь надо бы полечиться». Женька гневно топнула ногой и разорвала пополам батистую платок, который она нервно комкала в руках. «Нет, ни за что. Из вас я никого не заражу. Ты сама могла заметить, что в последние недели я не обедаю за общим столом и что сама мою и перетираю посуду, потому что я стараюсь отвадить от себя маньку, которую ты сама знаешь, я люблю искренно, по-настоящему. Но этих двуногих подлецов я нарочно заражаю и заражаю каждый вечер человек по десяти, по пятнадцати. Пускай они гниют, пускай переносят сифилис на своих жен, любовниц, матерей, да-да, и на матерей, и на отцов, и на гувернанток, и даже хоть на прабабушек. Пускай не пропадут все честные подлецы». Тамара осторожно и нежно погладила Женьку по голове. «Неужели ты пойдешь до конца, Женечка?» «Да, и без всякой пощады. Вам, однако, нечего опасаться меня. Я сама выбираю мужчин, самых глупых, самых красивых, самых богатых и самых важных. Но ни к одной из вас я потом их не пущу. Я разыгрываю перед ними такие страсти, что ты бы расхохотался, если бы увидела. Я кусаю, их царапаю, кричу и дрожу, как сумасшедшие. Они дурачье верят». «Твое дело». «Твое дело, Женечка», раздумчиво произнесла Тамара, глядя вниз. «Может быть, ты и права. Почем знать? Но скажи, как ты уклонился от доктора?» Женька вдруг отвернулась от нее, прижалась лицом к углу оконной рамы и внезапно расплакала с едкими, жгучими слезами, слезами озлобления и мести. И в то же время она говорила, задыхаясь и вздрагивая, «Потому что... потому что... потому что Бог мне послал особенное счастье. У меня болит там, где, пожалуй, никакому доктору не видать. Она ж, кроме того, стар и глуп. И внезапно каким-то необыкновенным усилием воли Женька так же неожиданно как расплакалась, так и остановила слезы. «Пойдем ко мне, Тамарочка», сказала она. «Конечно, ты не будешь болтать лишнее». «Конечно, нет». И они вернулись в комнату Женьки, обе спокойные и сдержанные. В комнату вошел Симеон. Он, вопреки своей природной наглости, всегда относился с оттенком уважения к Женьке. Симеон сказал, «Так что, Женечка, к Ванде приехали их превосходительства. Позвольте им уйти на десять минут». Ванда, голубоглазая и светлая блондинка с большим красным ртом, с типичным лицом литвинки, поглядела умоляюще на Женьку. Если бы Женька сказала «нет», то она осталась бы в комнате. Но Женька ничего не сказала и даже умышленно закрыла глаза. Ванда покорно вышла из комнаты. Этот генерал приезжал аккуратно два раза в месяц через две недели, так же, как к другой девушке Зое приезжал ежедневно другой почетный гость, прозванный в доме директором. Женька вдруг бросила через себя старую затрепанную книжку. Ее коричневые глаза вспыхнули настоящим золотым огнем. «Напрасно выбрезговать этим генералам», сказала она. «Я знавала хуже эфиопов. У меня был один гость, настоящий болван. Он меня не мог любить иначе, иначе, ну, скажем, просто, он меня колол иголками в грудь. А в вильна ко мне ходил ксенц. Он одевал меня во все белое, заставлял пудриться, укладывал в постель, зажигал около меня три свечки. И тогда, когда я оказалась ему совсем мертвой, он кидался на меня». Манька беленькая вдруг воскликнула. «Ты правду говоришь, Женька? У меня тоже был один елот. Он меня все время заставлял притворяться невинной, чтобы я плакала и кричала. А вот ты, Женечка, самая умная из нас, а все-таки не угадаешь, кто он был. Смотритель тюрьмы? Брандмайор!» Вдруг басом расхохотала с Катей. «А то у меня был один учитель, он какую-то арифметику учил, я не помню какую. Он меня все время заставлял думать, что будто бы я мужчина, а он женщина, и чтобы я его насильно. И какой дурак! Представьте себе девушки! Он все время кричал, «Я твоя! Я вся твоя! Возьми меня! Возьми меня!» «Шамашечкины!» сказала решительной и неожиданно низким контральта голубоглазая проворная верка. «Шамашечкины!» «Нет, отчего же!» вдруг возразила ласковая и скромная Тамара. «Вовсе не сумасшедший, а просто как и все мужчины развратник. Дома ему скучно, а здесь за свои деньги он может получить какое хочет удовольствие. Кажется, ясно?» До сих пор молчавшая Женя вдруг одним быстрым движением села на кровать. «Все вы дуры!» крикнула она. «Отчего вы им все это прощаете? Раньше я и сама была глупа, а теперь заставляю их ходить передо мной на четвереньках, заставляю целовать мои пятки, и они это делают с наслаждением. «Вы вы девочки знаете, что я не люблю денег, но я обираю мужчин как только могу. Они, мерзавцы, дарят мне портреты своих жен, невест, матерей, дочерей. Впрочем, вы, кажется, видали фотографии в нашем клозете. Но ведь подумайте, дети мои, женщина любит один раз, но навсегда, а мужчина точно борзой кобель. Это ничего, что он изменяет, но у него никогда не остается даже простого чувства благодарности ни к старой, ни к новой любовнице. Говорят, я слышала, что теперь среди молодежи есть много чистых мальчиков, я этому верю, хотя сама не видела, не встречала. А всех, кого видела, все потаскуны, мерзавцы, и подлецы. Не так давно я читала какой-то роман из нашей разнесчастной жизни. Это было почти то же самое, что я сейчас говорю. Вернулась Ванда. Она медленно, осторожно уселась на край Жениной постели, там, где падала тень от лампового колпака. Из той глубокой, хотя и уродливой душевной деликатности, которая свойственна людям, приговоренным к смерти, к каторжникам и проституткам, никто не осмелился ее спросить, как она провела эти полтора часа. Вдруг она бросила на стол двадцать пять рублей и сказала, «Принесите мне белого вина и арбуз». И, уткнувшись лицом в опустившиеся на стол руки, она беззвучно зарыдала. И опять никто не позволил себе задать ей какой-нибудь вопрос. Только Женька побледнела от злобы и так прикусила себе нижнюю губу, что на ней потом остался ряд белых пятен. «Да», сказала она, «Вот теперь я понимаю Тамару. Ты слышишь, Тамара? Я перед тобой извиняюсь. Я часто смеялась над тем, что ты влюблена в своего вора Сеньку. А вот я теперь скажу, что из всех мужчин самый порядочный это вор или убийца. Он не скрывает того, что любит девчонку, и если нужно, сделает для нее преступление, воровство или убийство. А эти? Остальные? Все вранье, ложь, маленькая хитрость, разврат из-под тишка. У мерзавца три семьи, жена и пятеро детей, гувернантка и два ребенка за границей, старшая дочь от первого Жениного брака и от нее ребенок. И это все-все в городе знают, кроме его маленьких детей. Да и тем, может быть, догадываются и перешептываются. И представьте себе, он почтенное лицо, уважаемое всем миром. Дети мои, кажется, у нас никогда не было случая, чтобы мы пускались друг с другом в откровенности. А вот я вам скажу, что меня, когда мне было десять с половиной лет, моя собственная мать продала в городе Житомире доктору Тарабукину. Я целовала его руки, умоляла пощадить меня, я кричала ему, я маленькая, а он мне отвечал, ничего-ничего, подрастешь. Ну, конечно, боль, отвращение, мерзость. А он потом это пустил, как ходячий анекдот, отчаянный крик моей души. Ну, говорить-то говорить до конца, спокойно сказала друг Зоя и улыбнулась небрежно и печально. Меня лишил невинности учитель министерской школы Иван Петрович Сус. Просто позвал меня к себе на квартиру, а жена бы в это время пошла на базар за поросенком, было Рождество, угостил меня конфетами, а потом сказал, что одно из двух, либо я должна его во всем слушаться, либо он сейчас же меня выгонит из школы за дурное поведение. И ведь вы сами знаете, девочки, как мы боимся учителей. Здесь они нам не страшны, потому что мы с ними что хотим, то и делаем, а тогда ведь он нам казался более чем царь и бог. А меня студент учил у нас Борчуков там, где я служила. Нет, а я воскликнула Нюра, но внезапно обернувшись назад к двери, так и осталась с открытым ртом. Поглядев по направлению ее взгляда, Женька всплеснула руками. В дверях стояла Любка, исхудавшая, с черными кругами под глазами, и точно сомнамбула отыскивала рукой дверную ручку как точку опоры. Любка, дура, что с тобой? закричала громко Женька. Что? Ну, конечно, что? Он взял и выгнал меня. Никто не сказал ни слова. Женька закрыла глаза руками и часто задышала, и видно было, как под кожей ее щек быстро ходят напряженные мускулы скул. Женечка, на тебя только вся и надежда, сказала с глубоким выражением тоскливой беспомощности Любка. Тебя так все уважают. Поговори, душенька, с Анной Марковной или с Симеоном. Пускай меня примут обратно. Женька выпрямилась на постели, вперилась в Любку сухими, горящими, но как будто плачущими глазами и спросила отрывисто. Ты ела что-нибудь сегодня? Нет. Ни вчера, ни сегодня. Ничего. Послушай, Женечка, тихо спросила Ванда, а что если я дам ей белого вина? А Верка пока мисс бегает на кухню за мясом, а? Делай, как знаешь, конечно, это хорошо. Да поглядите, девчонки, ведь она вся мокрая. Ах, какая дурища! Ну, живо, раздевайся! Манька, беленькая или ты, Тамарочка, дайте ей сухие панталоны, Клюбки, рассказывай, идиотка, все, что с тобой случилось. В то раннее утро, когда Лихонин так внезапно и, может быть, неожиданно даже для самого себя, увез Любку из веселого заведения Анны Марковны, был перелом лета. Деревья еще стояли зелеными, но в запахе воздуха, листьев и травы уже слегка чувствовался точно издали нежной, меланхолической и в то же время очаровательный запах приближающейся осени. С удивлением глядел студент на деревья, такие чистые, невинные, тихие, как будто бы Бог, незаметно для людей, рассадил их здесь ночью, и деревья сами с удивлением оглядываются вокруг на спокойную голубую воду, как будто еще дремлющую в лужах и канавах, и под деревянным мостом, перекинутым через мелкую речку, оглядываются на высокое и точно вновь вымытое небо, которое только что проснулось, и в заре с просонок улыбается розовой, ленивой, счастливой улыбкой навстречу разгоравшемуся солнцу. Сердце студента ширилось и трепетало и от красоты этого блаженного утра, и от радости существования, и от сладостного воздуха, освежавшего его легкие после ночи, проведенные без сна, в тесном и накуренном помещении. Но еще более умиляла его красота и возвышенность собственного поступка. Да, он поступил как человек, как настоящий человек в самом высоком смысле этого слова. Вот и теперь он не раскаивается в том, что сделал. Хорошо им, кому это им, Лихонин и сам не понимал, как следует, хорошо им говорить об ужасах проституции, говорить, сидя за чаем с булками и колбасой в присутствии чистых и развитых девушек. А сделал ли кто-нибудь из коллег какой-нибудь действительный шаг к освобождению женщины от гибели? Ну-ка, а то есть еще и такие, что придет к этой самой Сонечке Мармеладовой, наговорит ей Туруса на колесах, распишет всякие ужасы, залезет к ней в душу, пока не доведет до слез. И сейчас же сам расплачется и начнет утешать, обнимать, по голове погладит, поцелует сначала в щеку, потом в губы, ну и известно, что тьфу! А вот у него, у Лихонина, слово с делом никогда не расходится. Он обнял Любку за стан и поглядел на нее ласковыми, почти влюбленными глазами, хотя сам подумал сейчас же, что смотрит на нее, как отец или брат. Любку страшно морил сон, слепались глаза, и она с усилием таращила их, чтобы не заснуть, а на губах лежала та же наивная детская усталая улыбка, которую Лихонин заметил еще и там, в кабинете. из одного угла ее рта слегка тянула слюна. Люба, дорогая моя, милая многострадальная женщина, посмотри, как хорошо кругом. Господи, вот уже пять лет, как я не видал, как следует восхода солнца. То карточная игра, то пьянство, то в университет надо спешить. Посмотри, душенька, вон там заря расцвела. Солнце близко. Это твоя заря, Любочка. Это начинается твоя новая жизнь. Ты смело обопрешься на мою сильную руку. Я выведу тебя на дорогу честного труда, на путь смелый, лицом к лицу борьбы с жизнью. Любка искоса взглянула на него. Ишь, хмель-то еще играет, ласково подумала она. А ничего, добрый, хороший. Только немножко некрасивый. И, улыбнувшись полусонной улыбкой, она сказала тоном капризного упрека. Да, обманете, небось. Все вы, мужчины, такие. Вам бы сперва своего добиться, получить свое удовольствие, а потом нуль внимания. «Я? О, чтобы я!» воскликнул горячо Рихонин и даже свободной рукой ударил себя в грудь. «Плохо же ты меня знаешь? Я слишком честный человек, чтобы обманывать беззащитную девушку. Нет, я положу все свои силы и всю свою душу, чтобы образовать твой ум, расширить твой кругозор, заставить твое бедное и страдавшееся сердце забыть все раны и обиды, которые нанесла ему жизнь. Я буду тебе отцом и братом. Я берегу каждый твой шаг. А если ты полюбишь кого-нибудь истинно, чистой, святой любовью, то я благословлю тот день и час, когда вырвал тебя из этого дантова ада». В продолжение этой пылкой тирады старый извозчик многозначительно хотя и молча рассмеялся, и от этого беззвучного смеха трясла с его спина. Старые извозчики очень многое слышат, потому что извозчику, сидящему спереди, все прекрасно слышно, чего вовсе не подозревают разговаривающие седоки. И многое старые извозчики знают из того, что происходит между людьми. Почем узнать? Может быть, он слышал не раз и более беспорядочные и более возвышенные речи? Любке почему-то показало, что Лихонин на нее рассердился или заранее ревнует ее к воображаемому сопернику. Уж слишком он громко и возбужденно декламировал. Она совсем проснулась, повернула к Лихонину свое лицо широко раскрытыми, недоумевающими и в то же время покорными глазами и слегка прикоснулась пальцами к его правой руке, лежавшей на ее талии. Не сердитесь, мой миленький, я никогда не сменю вас на другого. Вот вам, ей-богу, честное слово, честное слово, что никогда. Разве я не чувствую, что вы меня хотите обеспечить? Вы думаете, разве я не понимаю? Вы же такой симпатичной, хорошенькой, молоденькой. Вот если бы вы были старик и некрасивый. Ах, ты не про то, закричал Лихонин и опять высоким слогом начал говорить ей о равноправии женщин, о святости труда, о человеческой справедливости, о свободе, о борьбе против царящего зла. Из всех его слов Любка не поняла ровно ни одного. Она все-таки чувствовала себя в чем-то виновата и вся как-то съежила, запечалилась, опустила вниз голову и замолчала. Еще немного, и она, пожалуй, расплакалась бы среди улицы, но, к счастью, они в это время подъехали к дому, где квартировал Лихонин. «Ну вот мы и дома», сказал студент. «Стой, извозчик». А когда расплатился, то не удержался, чтобы не произнести патетически с рукой театрально протянутый вперед прямо перед собой «И в дому смело и спокойно хозяйкой полную войди». И опять непонятная пророческая улыбка съежила старческое коричневое лицо извозчика. Комната, в которой жил Лихонин, помещалась в пятом с половиной этаже. С половиной, потому что есть такие пяти-, шести- и семиэтажные доходные дома, битком набитые и дешевые, сверху которых возводятся еще жалкие клоповники из кровельного железа, нечто вроде мансард, или вернее скворечников, в которых страшно холодно зимой, а летом жарко, точно на тропиках. Любка с трудом карабкалась наверх. Ей казалось, что вот-вот еще два шага, и она свалится прямо на ступени лестницы и беспробудно заснет. А Лихонин между тем говорил, — Дорогая моя, я вижу, вы устали, но ничего, обопритесь на меня, мы идем все вверх, все выше и выше, нет ли символ всех человеческих стремлений, подруга моя, сестра моя, обопрись на мою руку. Тут бедной Любке стало еще хуже, и она и так еле-еле поднималась со дна. А ей пришлось еще тащить на буксире Лихонина, который чересчур отяжелел. И это бы еще ничего, что он был грузен, но ее понемногу начинало раздражать его многословие. Так иногда раздражает непрестанно и скучно и как зубная боль плач грудного ребенка, пронзительное верещание канарейки или, если кто беспрерывно и фальшиво свистит в комнате рядом. Наконец они добрались до комнаты Лихонина. Ключа в двери не было. Да обыкновенно ее никогда и не запирали на ключ. Лихонин толкнул дверь и они вошли. В комнате было темно, потому что занавески были спущены. Пахло мышами, керосином, вчерашним борщом, заношенным постельным бельем, старым табачным дымом. В полутьме кто-то, кого не было видно, храпел, оглушительно и разнообразно. Лихонин приподнял штору. Обычная обстановка бедного холостого студента. Провисшая неубранная кровать со скомканным одеялом, хромой стол и на нем подсвечник без свечи, несколько книжек на полу и на столе, окурки повсюду, а напротив кровати вдоль другой стены старый пристарый диван, на котором сейчас спал и храпел, широко раскрыв рот какой-то чернокудрый и черноусый молодой человек. Ворот его рубахи был расстегнут, и сквозь ее прореху можно было видеть грудь и черные волосы, такие густые и курчавые, какие бывают только у карачаевских барашков. нежерадзе, 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 вставай, крикнул Вихонин и толкнул спящего в бок. Князь, вставай, я тебе говорю, и шаг кавказской идиот осетинской, да будет проклят твой рот в лице предков и потомков, да будут они изгнаны с высот прекрасного Кавказа, да не увидят они никогда благословенной Грузии, вставай, подлец, вставай, драмадер аравийской, кентошка. Но вдруг совсем неожиданно для Лихонина вмешалась Любка. Она взяла его за руку и сказала робко, миленький, зачем же его мучить, может быть, он спать хочет, может быть, он устал, пускай поспит, уж лучше я поеду домой. Вы мне дадите полтинник на извозчика? Завтра вы опять ко мне приедете. Правда, душенька? Лихонин смутился. Таким странным ему показалось вмешательство этой молчаливой, как будто сонной девушки. Конечно, он не сообразил того, что в ней говорила инстинктивная, бессознательная жалость к человеку, который не доспал, или, может быть, профессиональное уважение к чужому сну. Но удивление было только мгновенное. Ему стало почему-то обидно. Он поднял свесившуюся до полу руку лежащего, между пальцами которой так и осталась потухшая папироса, и, крепко встряхнув ее, сказал серьезным, почти строгим голосом, «Слушай же, не жерадзе, я тебя наконец серьезно прошу. Пойми же, черт тебя побери, что я не один, а женщиной, свинья». Случилось точно чудо. Лежавший человек вдруг вскочил, точно какая-то пружина необыкновенной мощности мгновенно раскрутилась под ним. Он сел на диване, быстро потер ладонями глаза, лоб, виски, увидал женщину, сразу сконфузился и пробормотал, торопливо застегивая косоворотку. «Это ты, Лихонин? А я тут себя дожидался, дожидался и заснул. Попроси незнакомого товарища, чтобы она отвернулась на минутку». Он поспешно натянул на себя серую студенческую тужурку и взлохматил обеими пятернями свои роскошные черные кудри. Любка со свойственным всем женщинам кокетством, в каком бы возрасте и положении они не находились, подошла к осколку зеркала, висевшему на стене, поправить прическу. Нижерадзе искоса, вопросительно, одним движением глаз показал на нее Лихонину. «Ничего». «Не обращай внимания», ответил тот слух. «А, впрочем, выйдем отсюда. Я тебе сейчас все расскажу. Извините, Любочка, я только на одну минуту. Сейчас вернусь, устрою вас, а затем испарюсь, как дым». «Да вы не беспокойте себя», возразила Любка. «Мне здесь на диване будет хорошо, а вы устраивайтесь себе на кровати». «Нет, это уж не модель, ангел мой. У меня здесь есть один коллега, я к нему и пойду ночевать. Всю минуту я вернусь». оба студента, вышли в коридор. «Что сей сон значит?» спросил Нижерадзе, широко раскрывая свои восточные немножко бараньи глаза. «Откуда это прелестное дитя? Этот товарищ в юбке?» Лихонин многозначительно покрутил головой и сморщился. Теперь, когда поездка, свежий воздух, утро и деловая буднишная привычная обстановка почти совсем отрезвили его, он начал ощущать в душе смутное чувство какой-то неловкости, ненужности своего внезапного поступка и в то же время что-то вроде бессознательного раздражения против самого себя и против увезенной им женщины. Он уже предчувствовал тягость совместной жизни, множество хлопот, неприятностей и расходов, двусмысленные улыбки или даже просто бесцеремонные расспросы товарищей, наконец, серьезную помеху во время государственных экзаменов. Но, едва заговорив с Нижерадзе, он сразу устыдился своего малодушия и, начав вяло, к концу опять загорцевал на героическом коне. «Видишь ли, князь?» сказал он в смущении, вертя пуговицы на тужурке товарища, не глядя ему в глаза. «Ты ошибся. Это вовсе не товарищ в юбке, а это...» «Просто я сейчас был с коллегами, был...» «То есть не был, а только заехал на минутку с товарищами на ямки». «С кем?» спросил ожививши с Нижерадзе. «Ну, не все ли тебе равно, князь?» «Был Толпыгин, Рамзес, приват-доцент один, Ярченко, Борь Собашников и другие, не помню. Катались на лодке целый вечер, потом нырнули в кабачару, а уж потом как свиньи на ямки. Я, ты знаешь, человек очень воздержанный. Я только сидел и насасывался с коньяком, как губка с одним знакомым репортером. Ну, а прочие все грехоподнули. И вот поутро отчего-то я совсем размяк. Так мне стало грустно и жалко глядеть на этих несчастных женщин. Подумал я и о том, что вот наши сестры пользуются нашим вниманием, любовью, покровительством, наши матери окружены благоговейным обожанием. Попробуй кто-нибудь сказать им грубое слово, толкнуть, обидеть, ведь мы гордо готовы перегрызть каждому, не правда ли? М-м-м, протянул не то вопросительно, не то выжидательно грузин и скосил глаза в бок. Ну, вот я и подумал, а ведь каждую из этих женщин, любой прохвост, любой мальчишка, любой развалившийся старец может взять себе на минуту или на ночь как мгновенную прихоть и равнодушно еще в лишние тысячи первый раз осквернить и опоганить в ней то, что в человеке есть самое драгоценное — любовь. Понимаешь? Надругаться, растоптать ногами, заплатить за визит и уйти спокойно, ручки в брючки посвистывая. А ужаснее всего, что это все вошло уже у них в привычку. И ей все равно, и ему все равно. Притупились чувства, померкла душа, так ведь? А ведь в каждой из них погибает и прекрасная сестра, и святая мать, а? Не правда ли? — На! Промычал Нижерадзе и опять отвел глаза в сторону. Я и подумал, к чему слова и лишние воскресания, к чему лицемерные речи на съездах, к черту аболиционизм, регламентацию, и мы вдруг невольно пришли на ум недавние слова репортера, и все эти раздачи священных книг в заведениях, магдалинские приюты. Вот я возьму и поступлю как настоящий честный человек, вырву девушку из омота, внедрю ее в настоящую твердую почву, успокою ее, приласкаю. Хм, крякнул Нижерадзе, усмехнувшись. Эх, князь, у тебя всегда сальности на уме. Ты же понимаешь, что я не о женщине говорю, а о человеке, не о мясе, а о душе. Хорошо, хорошо, душа мой, дальше. А дальше то, что я как задумал, так и сделал. Взял ее сегодня от Анны Марковны и привез покамест к себе, а там, что Бог даст. Научу ее сначала читать, писать, потом открою для нее маленькую кухмистерскую или, скажем, бокалейную лавочку. Думаю, товарищи мне не откажутся помочь. Сердце человеческое, братец, мой князь, всякое сердце в согреве, в тепле нуждается. Вот посмотри, через год, через два я возвращу обществу хорошего, работящего, достойного члена с девственной душой, открытой для всяких великих возможностей, ибо она отдавала только тело, а душа ее чиста и невинна. Цэ-цэ-цэ, почмокал языком князь. Что это значит? Ишак Тифлистской. А купишь ей швейную машинку? Почему именно швейную машинку? Не понимаю. Всегда душа мой так в романах, как только герой спас бедное, но погибшее создание, сейчас же он ей заводит швейную машинку. Перестань говорить глупости, сердито отмахнулся от него рукой Лихонин. Паяц. Грузин вдруг разгорячился, засверкал черными глазами, и в голосе его сразу послышали скавказские интонации. Нет, не глупости, душа мой, тут одно из двух, и... все, один и тот же результат. Или ты с ней сойдешься, и через пять месяцев выбросишь ее на улицу, и она вернется опять в публичный дом, или пойдет на панель, это факт. Или ты с ней не сойдешься, а станешь ей навязывать ручной или головной труд, и будешь стараться развивать ее невежественный темный ум, и она от скуки убежит от тебя и опять очутится либо на панели, либо в публичном доме, это тоже факт. Впрочем, есть еще как брат, как рыцарь ланчелот, а она тайком от тебя полюбит другого. Душа мой, поверь мне, что женщина, пока она женщина, так она женщина, и без любви жить не может, тогда она сбежит от тебя к другому, а другой поиграется немножко с ее телом, а через три месяца выбросит ее на улицу или в публичный дом. Рихонин глубоко вздохнул. Где-то глубоко, не в уме, а в сокровенных, почти неуловимых тайниках сознания промелькнул у него что-то похожее на мысль о том, что Нижерадзе прав. Но он быстро овладел собою, встряхнул головой и, протянув руку князю, произнес торжественно. Обещаю тебе, что через полгода ты возьмешь свои слова обратно и в знак извинения, чурчхелаты и реванская бодриджан армавирской, поставишь мне дюжину Кахетинского. «Ва! Идет!» Князь с размах ударил ладони по руке Лихонина. «С удовольствием!» «А если, по-моему, то ты, то я!» «Однако, до свидания, князь!» «Ты у кого ночуешь?» «Я здесь же, по этому коридору у Соловьева». «А ты, конечно, как средневековый рыцарь положишь обоюдоострый меч между собой прекрасной розамун, дай, да?» «Глупости!» «Я сам было хотел — Я хотел у Соловьева переночевать. А теперь пойду поброжу по улицам и заверну к кому-нибудь, к Зайцевичу или к Штрумпу. Прощай, князь. — Постой, постой! — позвал его Нижерадзе, когда он отошел на несколько шагов. — Самое главное я тебе забыл сказать. Парцан провалился. — Вот как! — удивился Лихонин и тотчас же длинно, глубоко и сладко зевнул. — Да, но ничего страшного нет. Только одно хранение брюшурятины. Отсидит не больше года. — Ничего он, хлопец, крепко не раскиснет. — Крепко, — подтвердил князь. — Прощай. До свидания, рыцарь Грюнвальдус. До свидания, жеребец Кабардинской. Лихонин остался один. В полутемном коридоре пахло керосиновым чадом, догоравшей жестяной лампочки и запахом застоявшегося дурного табака. Дневной свет тускло проникал только сверху, из двух маленьких стеклянных рам, проделанных в крыше над коридором. Лихонин находился в том одновременно расслабленном и приподнятом настроении, которое так знакомо каждому человеку, которому случалось надолго выбиться из сна. Он как будто бы вышел из пределов обыденной человеческой жизни, и эта жизнь стала для него далекой и безразличной. Но в то же время его мысли и чувства приобрели какую-то спокойную ясность и равнодушную четкость. И в этой хрустальной нирване была скучная и томительная прелесть. Он стоял около своего номера, прислонившись к стене, и точно ощущал, видел и слышал, как около него и под ним спят несколько десятков людей. Спят последним крепким утренним сном, с открытыми ртами, с мерным глубоким дыханием, с вялой бледностью на глинцевитых от сна лицах. И в голове его пронеслась давнишняя, знакомая еще с детства, мысль о том, как страшны спящие люди. Гораздо страшнее, чем мертвецы. Потом он вспомнил о Любке. Его подвальное, подпольное, таинственное «я» быстро-быстро шепнуло о том, что надо было бы зайти в комнату и поглядеть, удобно ли девушке, а также сделать некоторые распоряжения насчет утреннего чая. Но он сам сделал перед собой вид, что вовсе не думал об этом, и вышел на улицу. Он шел, вглядываясь во все, что встречали его глаза, с новым для себя, ленивым и метким любопытством. И каждая черта рисовалась ему до такой степени рельефной, что ему казалось, будто он ощупывает ее пальцами. Вот прошла баба, у нее через плечо коромысло, а на обоих концах коромысло по большому ведру с молоком. Лицо у нее немолодое, с сетью морщинок на висках и с двумя глубокими бороздами от ноздрей к углам рта, но ее щеки румяны и должны быть тверды на ощупь, а карие глаза лучатся бойкой и хохлатской усмешкой. От движения тяжелого коромысла и от плавной поступи ее ведра раскачиваются ритмично то влево, то вправо, и в их волнообразных движениях есть грубая чувственная красота. «Бедовая бабенка!» «И прожила она пеструю жизнь», — подумал Лихонин. И вдруг неожиданно для самого себя почувствовал и неудержимо захотел эту совсем незнакомую ему женщину, некрасивую и немолодую, вероятно, грязную и вульгарную, но все же похожую, как ему представилось, на крупное яблоко, антоновку-падалку, немного подточенное червем, чуть-чуть полежалое, но еще сохранившее яркий цвет и душистый винный аромат. Перегоняя его, пронесся пустой черный погребальный катафалк. Две лошади в запряжке, а две привязаны сзади, к задним колонкам. Факельщики и гробовщики, уже с утра пьяные, с красными звероподобными лицами, с порыжалыми цилиндрами на головах, сидели беспорядочной грудой на своих форменных, ливреях, на лошадиных сетчатых попонах, на травмных фонарях и ржавыми сиплыми голосами орали какую-то нескладную песню. «Должны быть, к выносу торопятся, а, пожалуй, уже и закончили», — подумал Лихонин. «Веселые ребята». На бульваре он остановился и присел на низенькую деревянную, крашенную зеленым скамейку. Два ряда мощных столетних каштанов уходили вдаль, сливаясь где-то далеко в одну прямую зеленую стрелу. На деревьях уже висели колючие крупные орехи. Лихонин вдруг вспомнил, что в самом начале весны он сидел именно на этом бульваре и именно на этом самом месте. Тогда был тихий, нежный, пурпурно-дымчатый вечер, беззвучно засыпавший, точно улыбающаяся, усталая девушка. Тогда могучие каштаны, с листвой широкой внизу и узкой кверху, сплошь были усеяны гроздьями цветов, растущих светлыми, розовыми, тонкими шишками прямо к небу. Точно кто-то по ошибке взял и прикрепил на все каштаны, как на люстры, розовые елочные рождественские свечи. И вдруг с необычайной остротой Лихонин почувствовал, каждый человек неизбежно рано или поздно проходит через эту полосу внутреннего чувства, что вот уже зреют орехи, а тогда были розовые цветущие свечечки, и что будет еще много весен и много цветов, но то, что прошло, никто и ничто не в силах ему возвратить. Грустно глядя вглубь уходящей густой аллеи, он вдруг заметил, что сентиментальные слезы щиплют ему глаза. Он встал и пошел дальше, приглядываясь ко всему встречному с неустанным, обостренным и в то же время спокойным вниманием, точно он смотрел на созданный Богом мир в первый раз. Мимо него прошла помостовой артель каменщиков, и все они преувеличенно ярко и цветисто, точно на матовом стекле камеры обскуры, отразились в его внутреннем зрении. И старший рабочий с рыжей бородой, свалявшийся набок, с голубыми строгими глазами, и огромный парень, у которого левый глаз затек, и от лба до скулы, и от носа до виска расплывалось пятно черно-сизого цвета. И мальчишка с наивным деревенским лицом, с разинутым ртом, как у птенца, безвольным, мокрым. И старик, который, припоздавший, бежал за артелью смешной козлиной рысью. И их одежда, запачканная звездкой, их фартуки, их зубила, все это мелькнуло перед ним неодушевленной вереницей, цветной, пестрой, но мертвой лентой кинематографа. Ему пришлось пересекать Новокишиневский базар. Вдруг вкусный и жирный запах чего-то жареного заставил его раздуть ноздри. Лихонин вспомнил, что со вчерашнего полдня он еще ничего не ел, и сразу почувствовал голод. Он свернул направо, вглубь базара. В дни голодовок, а ему приходилось испытывать их неоднократно, он приходил сюда на базар и на жалкие, с трудом добытые гроши покупал себе хлеба и жареные колбасы. Это бывало чаще всего зимой. Торговка, укутанная во множество одежд, обыкновенно сидела для теплоты на горшке с угольями, а перед нею на железном противне шипела и трещала толстая домашняя колбаса, нарезанная кусками по четверть аршина длиною, обильно сдобренная чесноком. Кусок колбасы обыкновенно стоил 10 копеек, хлеб — 2 копейки. Сегодня на базаре было очень много народа. Еще издали, протискиваясь к знакомому любимому ларьку, Лихонин услыхал звуки музыки. Пробившись сквозь толпу, окружавшую один из ларьков сплошным кольцом, он увидал наивное и милое зрелище, какое можно увидеть только на благословенном юге России. Десять или пятнадцать торговок, в обыкновенное время злоязычных сплетниц и неудержимых, неистощимых, в словесном разнообразии ругательниц, а теперь льстивых и ласковых подруг, очевидно, разгулялись еще с прошлого вечера, прокутили целую ночь и теперь вынесли на базар свое шумное веселье. Наемные музыканты, две скрипки, первая и вторая, и бубен, наяливали однообразный, но живой, залихватский, лукавый мотив. Одни бабы чокались и целовались, поливая друг друга водкой, другие разливали ее по рюмкам и по столам, следующие, прихлопывая в ладоши в такт музыки, ухали, взвизгивали и приседали на месте. А посередине круга, на камнях мостовой, вертелась и дробно топталась на месте толстая женщина, лет сорока пяти, но еще красивая, с красными мясистыми губами, с влажными, пьяными, точно обмасленными глазами, весело сиявшими под высокими дугами черных, правильных малорусских бровей. Вся прелесть и все искусство ее танца заключались в том, что она то наклоняла вниз головку и выглядывала задорно из-под лобья, то вдруг откидывала ее назад и опускала вниз ресницы и разводила руки в стороны, а также в том, как в размер пляски колыхались и вздрагивали у нее под красный ситцевый кофт и огромные груди. Во время пляски она пела, перебирая то каблуками, то носками козловых башмаков, «На улице скрыбка грая, бас гудэ вымовляя, мене мата не пуская, а ней милой дожидая». Это-то и была знакомая Лихонину баба Гриппа, та самая, у которой в крутые времена он не только бывал клиентом, но даже кредитовался. Она вдруг узнала Лихонину, бросилась к нему, обняла, притиснула к груди и поцеловала прямо в губы мокрыми, горячими, толстыми губами. Потом она размахнула руки, ударила ладонь об ладонь, скрестила пальцы с пальцами и сладко, как умеет это только подольские баба, заворковала. «Паны чужми, золотко ж мое серебряное, любый мой, вы ж мяная баба пьяная и простытье, ну, чё ж, загуляла?» Она кинулась было целовать ему руку. «Да я же знаю, что вы не горды, як другие паны, ну, дайте, рыбонька моя, я ж вам ручку поцелую. Не-не-не-не-не, просю, просю вас». «Ну вот глупости тетя Гриппа», — перебил ее, внезапно оживляясь Лихонин. «Уж лучше так поцелуемся, губы у тебя больно сладкие». «Ах ты, серденятонька мое, Сонечка мое ясное, яблочко ж мое райское», — разнежилась Гриппа. «Дай же мне твои бузи, дай же мне твои бузенятки». Она жарко прижала его к своей исполинской груди и опять обслюневила влажными горячими гатантоцкими губами. Потом схватила его за рукав, вывела на середину круга и заходила вокруг него плавно семенящей походкой, кокетливо изогнув стан и голося «Ой, кто до кого, а я до поразки, бо у меня черт мавштанив, а у ней запаски». И потом вдруг перешла, поддержанная музыкантами, к развеселому малорусскому гопаку. «Ой, чук, тай байдуже, задрепала фартук дужа, а ты прысканежу рис, доки мокро, тай утрыс, траля-ля, траля-ля, спит Хима, тай не чуя, еще казак с ней ночуя, брешешь Хима, ты все чуешь, только так сабимандруешь, тай-тай, траля-ляй». Лихонин, окончательно развеселенный, неожиданно для самого себя, вдруг заскакал козлом около нее, точно спутник вокруг несущейся планеты. Длинноногая, длиннорукая, сутуловатая и совершенно нескладная. Его выход приветствовали общим, но довольно дружелюбным ржанием. Его усадили за стол, подчевали водкой, колбасой. Он со своей стороны послал знакомого босика за пивом и со стаканом в руке произнес три нелепых речи. Одну о самостийности Украины, другую о достоинстве малорусской колбасы в связи с красотою и семейственностью малорусских женщин, а третью почему-то о торговле и промышленности на юге России. Сидя рядом с гриппой, он все пытался обнять ее за талию, и она не противилась этому. Но даже его длинные руки не могли обхватить ее изумительного стана. Однако она крепко до боли тискала под столом его руку в свой огромный, горячий, как огонь, мягкой рукою. В это время между торговками, до сих пор нежно целовавшимися, вдруг промелькнули какие-то старые, неоплаченные ссоры и обиды. Две бабы, наклонившись друг к другу, точно петухи, готовые вступить в бой, подпершись руками в бока, поливали друг дружку самыми посадскими ругательствами. — Дура, стерва, собачья дочь! — кричала одна. — Ты не достойна меня от сюда поцеловать! И, обернувшись тылом к противнице, огромко шлепнула себя ниже спины. — От сюда! Ось! А другая в ответ визжала бешено. — Брешешь, курва, бодостойно, достойно! Лихонин воспользовался минутой. Будто что-то вспомнив, он торопливо вскочил с лавки и крикнул. — Подождите меня, тетя Гриппа! Я через три минуты приду! И нырнул сквозь живое кольцо зрителей. — Панычу! Панычу! — кричала ему вслед его соседка. — Вы же скорейше назад идите! Я вам одно словцо маю, сказатые! Зайдя за угол, он некоторое время мучительно старался вспомнить, что такое ему нужно было непременно сделать сейчас, вот в сию минуту. И опять в недрах души он знал о том, что именно надо сделать, но медлил сам себе в этом признаться. Был уже яркий светлый день, часов около девяти-десяти. Дворники поливали улицы из резиновых рукавов. Цветочницы сидели на площадях и у калиток бульваров с розами, левкоями, нарциссами. Светлый, южный, веселый, богатый город оживлялся. Продребезжала по мостовой железной клетке, наполненная собаками всевозможных мастей, пород и возрастов. На козлах сидело двое гицелей, или, как они сами себя называют, почти ревно «крулевских гицелей», то есть ловцов бродячих собак, возвращавшихся домой с сегодняшним утренним уловом. — Она уже, должно быть, проснулась, — оформил, наконец, свою тайную мысль Лихонин. — А если не проснулась, то я тихонько прилягу на диван и посплю. В коридоре по-прежнему тускло светила и чадила умирающая керосиновая лампа, и водянисто-грязный полусвет едва проникал в узкий длинный ящик. Дверь номера так и осталась не запертой. Лихонин беззвучно отворил ее и вошел. Слабый синий полусвет лился из прозоров между шторами и окном. Лихонин остановился посреди комнаты и с обостренной жадностью услышал тихое сонное дыхание Любки. Губы у него сделали с такими жаркими и сухими, что ему приходилось не переставая их облизывать. Колени задрожали. Спросить, не надо ли ей чего-нибудь, вдруг пронеслось у него в голове. Как пьяный, тяжело дыша, с открытым ртом, шатаясь на трясущихся ногах, он подошел к кровати. Люба спала на спине, протянув одну голую руку вдоль тела, а другую положив на грудь. Лихонин наклонился к ней ближе к самому ее лицу. Она дышала ровно и глубоко. Это дыхание молодого здорового тела было, несмотря на сон, чисто и почти ароматно. Он осторожно провел пальцами по голой руке и погладил грудь немножко ниже ключиц. — Что я делаю? — с ужасом крикнул вдруг в нем рассудок. Но кто-то другой ответил за Лихонина. — Я же ничего не делаю. Я только хочу спросить, удобно ли ей было спать и не хочет ли она чаю. Но Любка вдруг проснулась, открыла глаза, зажмурила их на минуту и опять открыла. Потянулась длинно-длинно, и с ласковой, еще не осмыслившейся улыбкой, окружила жаркой крепкой рукой шею Лихонина. — Дуся, милый! — ласково произнесла женщина воркующим, немного хриплым сосноголосом. — А я тебя ждала, ждала и даже рассердилась. А потом заснула и всю ночь тебя во сне видела. — Иди ко мне, моя цыпочка, моя ляленька! — она притянула его к себе, грудь и груди. Лихонин почти не противился. Он весь трясся, как от озноба, и бессмысленно повторял скачущим шепотом, ляская зубами. — Нет же, Люба, не надо, правда, не надо, Люба! Так, ах, оставим это, Люба! Не мучай меня! Я не ручаю за себя! Оставь же меня, Люба, ради бога! — Глупенький мой! — воскликнул она смеющимся веселым голосом. — Иди ко мне, моя радость! И, преодолевая последнее, совсем незначительное сопротивление, она прижала его рот к своему и поцеловала крепко и горячо, поцеловала искренне, может быть, в первый и последний раз в своей жизни. — О, подлец, что я делаю! — продекламировал в Лихонине кто-то честный, благоразумный и фальшивый. — Ну что, полегшало? — спросила ласкова Любка, целуя в последний раз губы Лихонина. — Ах ты, студентик мой! С душевной болью, со злостью, с отвращением к себе и к Любке и, кажется, ко всему миру, бросился Лихонин, не раздеваясь на деревянной, кособокой, пролеженный диван и от жгучего стыда даже заскрежетал зубами. Сон не шел к нему, а мысли все время вертелись около этого дурацкого, как он сам называл увоз Любке, поступка, в котором так противно переплелся скверный водевиль с глубокой драмой. — Все равно, — упрямо твердил он сам себе, — раз я обещался, я доведу дело до конца. И, конечно, то, что было сейчас, никогда-никогда не повторится. Боже мой, кто же не падал, поддаваясь минутной расхлябанности нервов? Глубокую и замечательную истину высказал какой-то философ, который утверждал, что ценность человеческой души можно познавать по глубине ее падения и по высоте взлетов. Но все-таки черт бы побрал весь сегодняшний идиотский день этого двусмысленного резонера, репортера Платонова, его собственной Лихонина, нелепый рыцарский порыв. Точно в самом деле все это было не из действительной жизни, а из романа «Что делать, писателя Чернышевского?» И как черт побери, какими глазами погляжу я на нее завтра? У него горела голова, жгло веки глаз, сохли губы. Он нервно курил папиросу за папиросой и часто приподнимался с дивана, чтобы взять со стола графин с водой и жадно прямо из горлышка выпить несколько больших глотков. Потом каким-то случайным усилием воли ему удалось оторвать свои мысли от прошедшей ночи, и сразу тяжелый сон, без всяких видений и образов, точно обволок его черной ватой. Он проснулся далеко за полдень, часа в два или три, и сначала долго не мог прийти в себя, чавкал ртом и озирался по комнате мутными, отяжелевшими глазами. Все, что случилось ночью, точно вылетело из его памяти. Но когда он увидел Любку, который тихо и неподвижно сидел на кровати, опустив голову и сложив на коленях руки, он застонал и закряхтел от досады и смущения. Теперь он вспомнил все. И в эту минуту он сам на себе испытал, как тяжело бывает утром воочию увидеть результаты, сделанные вчера ночью глупости. — Проснулся Дусенька? — спросила ласкова Любка. Она встала с кровати, подошла к дивану, села в ногах у Лихонина и осторожно погладила его ногу поверх одеяла. А я давно уже проснулась и все сидела, боялась тебя разбудить. Очень уж ты крепко спал. Она потянулась к нему и поцеловала его в щеку. Лихонин поморщился и слегка отстранил ее от себя. — Подожди, Любочка, подожди, этого не надо, понимаешь? Совсем, никогда не надо. То, что вчера было, ну, это случайность. — Скажем, моя слабость. Даже более, может быть, мгновенная подлость. Ну, ей-богу, поверь мне, я вовсе не хотел сделать из тебя любовницу. Я хотел видеть тебя другом, сестрой, товарищем. Нет-нет, ничего, все сладится, стерпится. Не надо только падать духом. — А пока, мисс, дорогая моя, подойди и посмотри немножко в окно, я только приведу себя в порядок. Любка слегка надула губы и отошла к окну, повернувшись спиной к Лихонину. Всех этих слов о дружбе, братстве и товариществе она не могла осмыслить своим куриным мозгом и простой крестьянской душой. Ее воображение гораздо более льстило, что студент все-таки не кто-нибудь, а человек образованный, который может на доктора выучиться или на адвоката или на судью, взял ее к себе на содержание. А вот теперь вышло так, что он только исполнил свой каприз, добился чего ему нужно, и уже на попятный. Все они таковы, мужчины. Лихонин поспешно поднялся, плеснул себе на лицо несколько пригоршней воды и вытерся старой салфеткой. Потом он поднял шторы и распахнул обе ставни. Золотой солнечный свет, лазоревое небо, грохот города, зелень густых лип и каштанов, звонки конок, сухой запах горячей пыльной улицы — все это сразу вторгнулось в маленькую чердачную комнатку. Лихонин подошел к Любке и дружелюбно потрепал ее по плечу. — Ничего, радость моя. Сделанного не поправишь, а вперед наука. — Вы еще не спрашивали себе чаю, Любочка? — Нет. Я все вас дожидалась. — Да не знал, кому сказать. — И вы тоже хороши. Я ведь слышала, как вы после того, как ушли с товарищем, вернулись назад и постояли у дверей. А со мной даже и не попрощались. Хорошо ли это? — Первая семейная ссора, — подумал Лихонин, но подумал беззлобно, шутя. Умывание. — Самовар, две булки, масло и колбасы, и мерзавчик водки. В коридоре послышал шлепанье туфель, и старческий голос еще издали зашамкал. — Чего орешь? Чего орешь-то? Го-го-го-го-го-го-го! Точно жеребец стоялый! Чай не маленький! Запсовил уж, а держишь себя, как мальчишка уличный. Ну чего тебе? В комнату вошла маленькая старушка, с красновейкими глазами, узкими, как щелочки, и с удивительно пергаментным лицом, на котором угрюмый зловеще торчал вниз длинный острый нос. Это была Александра, давнишняя прислуга студенческих скворечников, друг и кредитор всех студентов, женщина лет шестидесяти пяти, резонерка и ворчунья. Лихонин повторил ей свое распоряжение и дал рублевую бумажку. Но старуха не уходила, толклась на месте, сопела, жевала губами и недружелюбно глядела на девушку, сидевшую спиной к свету. — Ты что ж, Александр, точно окостенела? — смея спросил Лихонин. — Или залюбовалась? — Ну так знаю, это моя кузина, то есть двоюродная сестра. — Любовь, — он замялся всего лишь на секунду, но тотчас же выпалил. — Любовь Васильевна, а для меня просто Любочка. — Я вот такой еще ее знал, — показала на четверть аршина от стола. — И за уши драл, и шлепал за капризы по тому месту, откуда ноги растут, и там жуков для нее разных ловил. — Ну, однако, однако ты иди, иди, египтская мумия. — Обломок прежних веков. — Чтобы одна нога там, другая здесь. Но старуха медлила. Топчас вокруг себя, она еле-еле поворачивалась к дверям и не спускала острого ехидного бокового взгляда с Любки. И в то же время она бормотала за павшим ртом. — Двоюродная. — Знаем мы этих двоюродных. Много их по Каштановой улице ходит. И шкобели несытые. — Ну ты, старая барка, жива и не ворчать! — прикрикнул на нее Лихонин. — А то я тебя, как твой друг, студент Трясов, возьму и запру в уборной на двадцать четыре часа. Александра ушла, и долго еще слышали с коридора ее старческие шлепающие шаги и невнятное бормотание. Она склонна была в своей суровой ворчливой доброте многое прощать студенческой молодежи, которую она обслуживала уже около сорока лет. Прощала пьянство, картежную игру, скандалы, громкое пение, долги. Но, увы, она была девственницей. Ее целомудренная душа не переносила только одного — разврата. — Вот и чудесно, и хорошо, и мило! — говорил Лихонин, суетясь около хромоногого стола и без нужды переставляя чайную посуду. — Давно я, старый крокодил, не пил чайку, как следует, по-христиански, в семейной обстановке. — Садитесь, Люба. — Садитесь, милая, вот сюда, на диван, хозяйничайте. — Водки вы, верно, по утрам не пьете, а я, с вашего позволения, выпью. Это сразу подымает нервы. Мне, пожалуйста, покрепче, с кусочком лимона. Ах, что может быть вкуснее стакана горячего чая, налитого милыми жанскими руками? Люк слушал его болтовню, немного слишком шумную, чтобы казаться вполне естественной. Ее сначала недоверчивая, старушкая улыбка смягчалась и светлела. Но с чаем у нее не особенно ладилось. Дома, в глухой деревне, где этот напиток считался еще почти редкостью, лаком и роскошью зажиточных семейств, и заваривался лишь при почетных гостях по большим праздникам, там, над разливанием чая, священно действовал старший мужчина семьи. Позднее, когда Любка служила за все в маленьком уездном городишке, сначала у попа, а потом у страхового агента, который первый и толкнул ее на путь проституции, то ей обыкновенно оставляла жидкий, спитое, чуть тепловатый чай с обгрызком сахара сама хозяйка, тощая, желчная, ехидная попадья, или агентиха, толстая, старая, обрюзглая, злая, засаленная, ревнивая и скупая бабища. Поэтому теперь простое дело приготовления чая было ей так же трудно, как для всех нас в детстве умение отличать левую руку от правой или завязывать веревку петелькой. Суетливый Лихонин только мешал ей и конфузил ее. — Дорогая моя, искусство заваривать чай — великое искусство. Ему надо учиться в Москве. Сначала слегка прогревается сухой чайник. Потом в него всыпается чай и быстро ошпаривается кипятком. Первую жидкость надо сейчас же слить в полоскательную чашку. От этого чай становится чище и ароматнее. Да и, кстати, известно, что китайцы — язычники и приготовляют свою траву очень грязно. Затем надо вновь налить чайник до четверти его объема, оставить на подносе, прикрыть сверху полотенцем и так продержать три с половиной минуты. После долить почти доверху кипятком, опять прикрыть, дать чуточку настояться. И у вас, моя дорогая, готов божественный напиток, благовонный, освежающий и укрепляющий. Некрасивое, но миловидное лицо Любки, все пестрое от веснушек, как кукурчье яйцо, немного вытянулось и побледнело. — Вы уж, ради Бога, на меня не сердитесь. — Ведь вас, Василий Васильевич? — Не сердитесь, миленький Василий Васильевич, я, правда же, скоро выучусь, я ловкая. — И что ж это вы мне все, вы да вы? Кажется, не чужие теперь. Она посмотрела на него ласково. И правда, она сегодня утром в первый раз за всю свою небольшую, но исковерканную жизнь отдала мужчине свое тело, хотя и не с наслаждением, а больше и с признательностью и жалостью, но добровольно, не за деньги, не по принуждению, не под угрозой расчета или скандала. Ее женское сердце, всегда неувидаемое, всегда тянущееся к любви, как подсолнечник к свету, было сейчас чисто и разнежено. Но Лихонин вдруг почувствовал колючую и стыдливую неловкость, и что-то враждебное против этой вчера ему незнакомой женщины теперь его случайной любовницы. Начались прелести семейного очага. Подумал он невольно, однако поднялся со стула, подошел к Любке и, взяв ее за руку, притянул к себе и погладил по голове. — Дорогая моя, милая сестра моя, — сказал он трогательно и фальшиво, — то, что случилось сегодня, не должно никогда больше повторяться. Во всем виноват только один я, и если хочешь, я готов на коленях просить у тебя прощения. Пойми же, пойми, что все это вышло помимо моей воли, как-то стихийно, вдруг, внезапно. Я и сам не ожидал, что это будет так. Понимаешь, я очень давно не знал близко женщины. Во мне проснулся зверь, отвратительный, разнузданный зверь, и я не устоял. Но, Господи, разве так уж велика моя вина? Святые люди, отшельники, затворники, схимники, столбники, пустынники, мученики, не чита мне по крепости духа. И они падали в борьбе с искушением дьявольской плоти. Но зато, чем хочешь, клянусь, что это больше не повторится. Ведь так? Люба упрямо вырывала его руку из своей. Губы ее немного отторбучились, и опущенные веки часто заморгали. — Да, — протянула она, как ребенок, который упрямится, мирится. — Я же вижу, что я вам не нравлюсь. Так что ж, вы мне лучше прямо скажите и дайте немного на извозчика еще там, сколько захотите. Деньги за ночь все равно заплачены, и мне только доехать туда. Лихонин схватился за волосы, заметался по комнате и задекламировал. Ах, не то, не то, не то, поймите же меня, Люба, продолжать то, что случилось утром, это... это свинство, скотство и недостойно человеку, уважающего себя. Любовь, любовь — это полное слияние умов, мыслей, душ, интересов, а не одних только тел. Любовь — громадное великое чувство, могучее, как мир, а вовсе не валяние в постели. Такой любви нет между нами, Любочка. Если она придет, это будет чудесным счастьем и для тебя, и для меня. А пока я твой друг, верный товарищ на жизненном пути, и довольна, и паста. Я, хотя и не чужд человеческих слабостей, но считаю себя честным человеком. Любка точно завяла. Он думает, что я хочу, чтобы он на мне женился. И совсем мне это не надо, печально думала она. Можно жить и так. Живут же другие на содержании. И говорят, гораздо лучше, чем покрутившись вокруг аналоя. Что тут худого? Мирно, тихо, благородно. Я бы ему чулки штопала, полы мыла бы, стряпала, что попроще. Конечно, ему когда-нибудь выйдет линия жениться на богатой. Но уж, наверное, он так не выбросит на улицу, в чем мать родила. Хоть и дурачок, и болтает много, а видно, человек порядочный. Обеспечит все-таки чем-нибудь. А может быть, и за правду приглядится, привыкнет. Я девица простая, скромная и на измену никогда не согласная. Ведь, говорят, бывает так-то. Надо только виды ему не показывать. А что он опять придет ко мне в постель и придет сегодня же вечером, это как бог свят. И Лихонин тоже задумался, замолк и заскучал. Он уже чувствовал тяготу взятого на себя непосильного подвига. Поэтому он даже обрадовался, когда в дверь постучали, и на его окрик «Войдите!» вошли два студента — Соловьев и ночевавший у него Нижерадзе. А Соловьев, рослый и уже тучноватый, с широким румяным волжским лицом и светлой маленькой вьющейся бородкой, принадлежал к тем добрым, веселым и простым малым, которых достаточно много в любом университете. Он делил свои досуги, а досуга у него была 24 часа в сутки, между пивной и шатанием по бульварам, между бильярдом, винтом, театром, чтением газет и романов и зрелищами цирковой борьбы. Короткие же промежутки употреблял на еду, спанье, домашнюю починку туалета при помощи ниток, картона, булавок и чернил и на сокращенную самую реальную любовь к случайной женщине из кухни, передней или с улицы. Как и вся молодежь его круга, он сам считал себя революционером, хотя тяготился политическими спорами, раздорами и взаимными колкостями, и не перенося чтения революционных брошюр и журналов, был в деле почти полным невеждой. Поэтому он не достиг даже самого малого партийного посвящения, хотя иногда ему давались кое-какие поручения вовсе небезопасного свойства, смысл которых ему не уясняли. И не напрасно полагались на его твердую совесть. Он все исполнял быстро, точно, со смелой верой в мировую важность дела, с беззаботной улыбкой и широким презрением к возможной погибели. Он укрывал нелегальных товарищей, хранил запретную литературу и шрифты, передавал паспорта и деньги. В нем было много физической силы, черноземного добродушия и стихийного простосердечия. Он нередко получал издумы откуда-то из глуши Симбирской или Уфимской губернии довольно крупные для студента денежные суммы. Но в два дня разбрасывал и рассовывал их повсюду с небрежностью французского вельможи семнадцатого столетия, а сам оставался зимой в одной тужурке с сапогами, реставрированными собственными средствами. Кроме всех этих наивных, трогательных, смешных, возвышенных и безалаберных качеств старого русского студента, уходящего, и бог весть, к добру ли, в область исторических воспоминаний. Он обладал еще одной изумительной способностью — изобретать деньги и устраивать кредиты в маленьких ресторанах и кухмистерских. Все служащие ломбарда и судных касс, тайные и явные ростовщики, старьевщики, были с ним в самом тесном знакомстве. Если же по некоторым причинам нельзя было к ним прибегнуть, то и тут Соловьев оставался на высоте своей находчивости. Предводительствуя кучкой обедневших друзей и удрученной своей обычной деловой ответственностью, он иногда мгновенно озарялся внутренним вдохновением, делал издали через улицу таинственный знак, проходившему со своим узлом за плечами татарину, и на несколько секунд исчезал с ним в ближайших воротах. Он быстро возвращался назад без тужурки в одной рубахе на выпуск, под поясной шнурочком, или зимой без пальто в легоньком костюмчике, или вместо новой только что купленной форменной фуражки в крошечном жакейском картузике, чудом державшемся у него на макушке. Его все любили, товарищи, прислуга, женщины, дети, и все были с ним фамильярны. Особенным благорасположением пользовался он со стороны своих кунаков, татар, который, кажется, считали его заблаженненького. Они иногда летом приносили ему в подарок крепкий пьяный кумыс в больших четвертных бутылях, а на байрам приглашали к себе есть молочного жеребенка. Как это не покажется неправдоподобным, но Соловьев в критические минуты отдавал на хранение татарам некоторые книги и брошюры. он говорил при этом с самым простым и значительным видом «То, что я тебе даю, великая книга». Она говорит о том, что Аллах Акбар и Магомед его пророк, что много зла и бедности на земле, и что люди должны быть милостивы и справедливы друг другу. У него были еще две особенности. Он очень хорошо читал вслух и удивительно мастерски прямо-таки гениально играл в шахматы, побеждая шутя первоклассных игроков. Его нападение было всегда стремительно и жестоко. Защита мудра и осторожна, преимущественно в облическом направлении. Уступки противнику исполнены тонкого дальновидного расчета и убийственного коварства. При этом делал он свои ходы точно под влиянием какого-то внутреннего инстинкта или вдохновения, не задумываясь более чем на 4-5 секунд и решительно презирая почтенные традиции. С ним неохотно играли. Считали его манеру играть дикарской. Но все-таки играли иногда на крупные деньги, которые, неизменно выигрывая, Соловьев охотно возлагал на алтарь товарищеских нужд. Но от участия в конкурсах, которые могли бы ему создать положение звезды в шахматном мире, он постоянно отказывался. «У меня нет в натуре ни любви к этой ерунде, ни уважения», говорил он, «просто я обладаю какой-то механической способностью ума, каким-то психическим уродством, ну вот как бывают левши. и потому у меня нет ни профессионального самолюбия, ни гордости при победе, ни желчи при проигрыше». Таков был матерой студент Соловьев. А Нижерадзе приходил с ему самым близким товарищем, что не мешало, однако, обоим с утра до вечера зубоскалить друг над другом, спорить и ругаться. Бог ведает, чем и как существовал грузинский князь. Он сам про себя говорил, что обладает способностью верблюда питаться впрок на несколько недель вперед, а потом месяц ничего не есть. Издому из своей благословенной Грузии он получал очень мало, и то больше съестными припасами. На Рождество, на Пасху или в день именин в августе ему присылали непременно через приезжих земляков целые клады из корзин с бараниной, виноградом, чурчхелой, колбасами, сушеной мушмолой, рахат-лукумом, бодриджанами и очень вкусными лепешками, а также бурдюки с отличным домашним вином, крепким и ароматным, но отдававшим чуть-чуть овчиной. Тогда князь сзывал к кому-нибудь из товарищей, у него никогда не было своей квартиры, всех близких друзей и земляков и устраивал такое пышное празднество по-кавказски той, на котором истреблялись дотла дары плодородной Грузии, на котором пели грузинские песни и, конечно, в первую голову мравал джамием и нам каждый гость неиспослан богом, какой бы ни был он страны. плясали безустрей лесгинку, размахивая дико в воздухе столовыми ножами и говорил своей импровизацией тулумбаш, или, кажется, он называется тамада, по большей части говорил сам Нижерадзе. Говорить он был великий мастер и умел разгоряча спроизносить около трех слов в минуту. Слог его отличался пылкостью, пышностью и образностью, и его речи не только не мешала, а даже как-то странно своеобразно украшал ее кавказский акцент с характерным цоканьем и гортанными звуками, похожими то на харканье вальчнопа, то на орлиный клекот. И о чем бы он не говорил, он всегда сводил монолог на самую прекрасную, самую плодородную, самую передовую, самую рыцарскую и в то же время самую обиженную страну Грузию. И неизменно цитировал он строки из «Барсовой кожи» грузинского поэта Руставели, уверяя, что эта поэма в тысячу раз выше всего Шекспира, умноженного на Гомера. Он был хотя и вспыльчив, но отходчив и в обращении женственно мягок, ласков, предупредителен, не теряя природной гордости. Одно в нем не нравилось товарищам, какое-то преувеличенное экзотическое женолюбие. Он был непоколебимо до святости или до глупости убежден в том, что он неотразимо прекрасен с собой, что все мужчины завидуют ему, все женщины влюблены в него, а мужья ревнуют. Это хвастливое и навязчивое бабничество ни на минуту должно быть даже и во сне не покидало его. Идя по улице, он поминутно толкал локтем в бок Лихонина, Соловьева или другого спутника и говорил причмокивая и кивая назад головой на прошедшую мимо женщину. Цэ-цэ-цэ вай-вай, замечательная женщина, как она на меня посмотрела, захочу, моя будет. За ним этот смешной недостаток знали, высмеивали эту его черту добродушно и бесцеремонно, но охотно прощали ради той независимой товарищеской услужливости и верности слова данному мужчине, клятвы женщины были не в счет, которыми он обладал так естественно. Впрочем, надо сказать, что он пользовался в самом деле большим успехом у женщин. Швейки, мадиски, хариски, кондитерские и телефонные барышни таяли от пристального взгляда его тяжелых, сладких и томных черно-синих глаз. — Дому сему и всем праведно, мирно, непорочно, обитающим в нем, — загласил было по-протодьяконски Соловьев и вдруг Асекса. — Отцы святители. Забормотал он с удивлением, стараясь продолжать неудачную шутку. — Да ведь это... Это же... Ах, дьявол! Это... Соня! Нет, виноват. Надя! Ну да, Люба! От Анны Марковны. Любка горячо до слез покраснела и закрыла лицо ладонями. Лихонин заметил это, понял, прочувствовал сметенную душу девушки и пришел ей на помощь. Он сурово, почти грубо остановил Соловьева. — Совершенно верно, Соловьев. Как в адресном столе. Люба из Ямков. Прежде проститутка. Даже больше, еще вчера проститутка. А сегодня мой друг, моя сестра. Так на нее пускай смотрит всякий, кто хоть сколько-нибудь меня уважает. Иначе... Грузный Соловьев торопливо, искренне и крепко обнял и помял Лихонина. «Ну, милый, ну, будет. Я в попыхах сделаю глупость. Больше не повторится». «Здравствуйте, бледнолицая сестра моя». Он широко через стол протянул руку Любке и стиснул ее безвольные маленькие короткие пальцы с обгрызенными крошечными ногтями. «Прекрасно, что вы пришли в наш скромный Вигвам. Это освежит нас и внедрит в нашу тихие приличные нравы». «Александра, пиво!» закричал он громко. «Мы одичали, огрубили, погрязли в сквернословии, пьянстве, лености и других пороках. И все от того, что были лишены благотворного, умиротворяющего влияния женского общества. Еще раз жму вашу руку, милую маленькую руку. Пиво! Иду!» послышался за дверью недовольный голос Александры. «Иду я! Чего кричишь?» «Насколько?» Соловьев пошел в коридор объясниться. Лихонин благодарно улыбнулся ему вслед, а грузин по пути благодушно шлепнул его по спине между лопатками. Оба поняли и оценили запоздалую грубоватую деликатность Соловьева. «Теперь», сказал Соловьев, возвратившись в номер и садясь осторожно на древний стул, «теперь приступим к порядку дня. Буду ли я вам чем-нибудь полезен? Если вы мне дадите полчаса сроку, я сбегаю на минутку в кофейную и выпотрошу там самого лучшего шахматиста, словом располагательную». «Какой вы смешной!» сказала Любка, стесняясь и смеясь. Она не понимала шутливого и необычного слога студента, но что-то влекло ее простое сердце к нему. «Это вовсе не нужно», вставил Лихонин. «Я покамест еще зверски богат. Мы, я думаю, пойдем все вместе куда-нибудь в трактирчик. Мне надо будет с вами кое о чем посоветоваться. Все-таки вы для меня самые близкие люди и, конечно, не так глупые и неопытные, как с первого взгляда кажетесь. Затем я пойду попробую устроиться с ее слюбинным паспортом. Вы подождете меня, это недолго. Словом, вы понимаете, в чем заключается все это дело, и не будете расточать лишних шуток. Я — его голос дрогнул сентиментально и фальшиво, — я хочу, чтобы вы взяли на себя часть моей заботы. Идет? «Ва, идет!» воскликнул князь. У него вышло идиот и почему-то взглянул значительно на Любку и закрутил усы. Лихонин покосился на него, а Соловьев сказал просто сердечно. «И дело, ты затеял нечто большое и прекрасное, Лихонин. Князь мне ночью говорил». «Ну что ж, на то и молодость, чтобы делать святые глупости. Дай мне бутылку, Александр, я сам открою, а то ты надорвешься, и у тебя жил лопнет». «За новую жизнь, Любочка?» «Виноват. Любовь, любовь, Никоновна. Да зовите, как сказалось, Люба». «Ну да, Люба». «Князь Алаверды». «Якше Ол», ответил Нижерадзе и чокнулся с ним пивом. «И еще скажу, что я очень за тебя рад, дружище Лихонин», продолжал Соловьев, поставив стакан и облизывая усы. «Рад и кланяю с тебе. Именно только и ты способен на такой настоящий русский героизм, выражены просто, скромно, без лишних слов». «Оставь, ну, какой героизм», поморщил Солихонин. «И правда», подтвердил Нижерадзе, «ты все меня упрекаешь, что я много болтаю, а сам какую чепуху развел?» «Все равно», возразил Соловьев. «Может быть, и витиевато, но все равно». «Как староста нашей чердачной коммуны объявляю Любу равноправным и почетным членом». Он поднялся, широко простер руку и патетически произнес «И в дом наш смело и свободно хозяйкой милую войди». Лихонин ярко вспомнил, что ту же самую фразу он по-актерски сказал сегодня на рассвете и даже зажмурился от стыда. «Будет балаганить, пойдемте, господа». «Одевайся, Люба». До ресторана Воробьи было недалеко, шагов двести. По дороге Любка незаметно взяла Лихонина за рукав и потянула к себе. Таким образом они опоздали на несколько шагов, отшедших впереди Соловьева и Нижерадзе. «Так это вы серьезно, Василий Васильевич? Миленький мой», спросила она, заглядывая снизу вверх на него своими ласковыми темными глазами. «Вы не шутите надо мной?» «Какие тут шутки, Любочка? Я был бы самым низким человеком, если бы позволял себе такие шутки. Повторяю, что я тебе более чем друг, я тебе брат, товарищ, и не будем об этом больше говорить. А то, что случилось сегодня поутру, это уж будь покойна, не повторится. И сегодня же я найму тебе отдельную комнату». Любка вздохнула. Не то, чтобы ее обижало целомудренное решение Лихонина, которому, по правде сказать, она плохо верила, но как-то ее узкий темный ум не мог даже теоретически представить себе иного отношения мужчины к женщине, кроме чувственного. Кроме того, сказывалось давнишнее, крепко усвоенное в доме Анны Марковны в виде их восстливого соперничества, а теперь глухое, но искреннее сердитое недовольство предпочтенной или отвергнутой самки. И Лихонина она почему-то довольно плохо верила, улавливая бессознательно много наигранного, не совсем искреннего в его словах. Вот Соловьев, тот, хотя и говорил непонятно, как и прочее большинство знакомых ей студентов, когда они шутили между собой или с девицами в общем зале, отдельно в комнате все без исключения мужчины, все как один говорили и делали одно и то же. Однако Соловьеву она поверила бы скорее и охотнее. Какая-то простота светилась из его широко расставленных, веселых, искристых, серых глаз. Лихонина в воробьях уважали за солидность, добрый нрав и денежную аккуратность. Поэтому ему сейчас же отвели маленький отдельный кабинетик, честь, которой могли похвастаться очень немногие студенты. В этой комнате целый день горел газ, потому что свет проникал только из узенького низа, обрезанного потолком окна, из которого можно было видеть только сапоги, ботинки, зонтики и тросточки людей, проходивших по тротуару. Пришлось присоединить к компании еще одного студента, Симоновского, с которым столкнулись у вешалки. — Что это точно он на показ меня водит? — подумала Любка. — Похоже, что он хвастается перед ними. И, улучив свободную минуту, она шепнула нагнувшемуся на дне Лихонину. — Миленькая, зачем же так много народу? Я ведь такая стеснительная, совсем не умею компанию поддержать. — Ничего, ничего, дорогая Любочка, — быстро прошептал Лихонин, задерживаясь в дверях кабинета. — Ничего, сестра моя, это все люди свои, хорошие, добрые товарищи. Они помогут тебе, помогут нам обоим. Ты не гляди, что они иногда шутят и врут глупости, а сердца у них золотые. — Да уж очень неловко мне, стыдно. — Все уж знают, откуда ты меня взял. — И ничего, ничего, и пусть знают, — горячо возразил Лихонин. Зачем стесняться своего прошлого, замалчивать его? Через год ты взглянешь смело и прямо в глаза каждому человеку и скажешь, кто не падал, тот не поднимался. Идем, идем, Любочка. Пока мист подавали немудреную закуску и заказывали еду, все, кроме Симоновского, чувствовали себя неловко и точно связанно. Отчасти причиной этому и был Симоновский, бритый человек в пенсне, длинноволосый, с гордо закинутый назад головою и с презрительным выражением в узких, опущенных вниз углами губах. У него не было близких сердечных друзей между товарищами, но его мнения и суждения имели среди них значительную авторитетность. Откуда происходила эта его влиятельность, вряд ли кто-нибудь мог бы объяснить себе. От его ли самуверенной внешности, от умения ли схватить и выразить в общих словах то раздробленное и неясное, что смутно ищется и желается большинством, или от того, что свои заключения он всегда приберегал к самому нужному моменту. Среди всякого общества много такого рода людей. Одни из них действуют на среду софизмами, другие каменные бесповоротные непоколебимости убеждений, третьи широкой глоткой, четвертые злой насмешкой, пятые просто молчанием, заставляющим предполагать за собой глубокомыслие, шестые трескучие внешней словесной эрудиции, иные хлесткой насмешкой надо всем, что говорят, многие ужасным русским словом ерунда. Ерунда, говорят они презрительно, на горячее, искреннее, может быть, правдивое, на скомканное слово. Почему же ерунда? Потому что чепуха, вздор, отвечают они, пожимая плечами, и точно камнем по голове ухлопывают человека. Много еще есть сортов таких людей, главенствующих над робкими, застенчивыми, благородно скромными, и часто даже над большими умами, и к числу их принадлежал Симоновской. Однако к середине обеда языки развязались у всех, кроме Любки, которая молчала, отвечала да и нет, и почти не притрогивалась к еде. Больше всех говорили Лихонин, Соловьев и Нижерадзе. Первый решительно и деловито, стараясь скрыть под заботливыми словами что-то настоящее, внутреннее, колючее и неудобное. Соловьев с мальчишеским восторгом, с размашистыми жестами, стуча кулаком по столу. Нижерадзе с легким сомнением и с недомолвками, точно он знал то, что нужно сказать, но скрывал это. Всех, однако, казалось, захватило, заинтересовала странная судьба девушки, и каждый, высказывая свое мнение, почему-то неизбежно обращался к Симоновскому. Он же больше помалкивал и поглядывал на каждого из-под низа стекол пенсне, высоко поднимая для этого голову. Так, 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 сказал он наконец, пробарабанив пальцами по столу. То, что сделал Лихонин прекрасно и смело, и то, что князь и Соловьев идут ему навстречу, тоже очень хорошо. Я, с своей стороны, готов, чем могу содействовать вашим начинаниям. Но не лучше ли будет, если мы поведем нашу знакомую по пути, так сказать, естественных ее влечений и способностей. Скажите, дорогая моя, обратился он к Любке, что вы знаете, умеете, ну там, работу какую-нибудь или что, ну там, шить, вязать, вышивать? Я ничего не знаю, ответила Любка шепотом, низко опустив глаза, вся красная, тиская под столом свои пальцы. Я ничего здесь не понимаю. А ведь и в самом деле вмешался Лихонин, ведь мы не с того конца начали дело. Разговаривая о ней в ее присутствии, мы только ставим ее в неловкое положение. Ну, посмотрите, у нее от растерянности и язык не шевелится. Пойдем-ка, Люба, я тебя провожу на минутку домой и вернусь через десять минут. А мы пока мы здесь без тебя обдумаем, что и как. Хорошо? Мне что же, я ничего, еле слышно ответил Любка. Я как вам Василий Васильевич угодно, только я бы не хотела домой. Почему так? Мне одной там неудобно. Я уж лучше вас на бульваре подожду, в самом начале, на скамейке. Ах, да, спохватился Лихонин. Это на нее Александра такого страха нагнала. Задам же я перцу этой старой ящерицы. Ну, пойдем, Любочка. Она робко как-то сбоку лопаточкой протянула каждому свою руку и вышла в сопровождении Лихонина. Через несколько минут он вернулся и сел на свое место. Он чувствовал, что без него что-то говорили о нем, и тревожно обижал глазами товарищей. Потом, положив руки на стол, он начал. Я знаю вас всех, господа, за хороших близких друзей. Он быстро и искосо поглядел на Симоновского. И людей отзывчивых. Я сердечно прошу вас прийти мне на помощь. Дело мною сделано в попыхах, в этом я должен признаться. Но сделано по искреннему чистому влечению сердца. А это главное, вставил Соловьев. Мне решительно все равно, что обо мне станут говорить знакомые, незнакомые, а от своего намерения спасти, извините за дурацкое слово, которое сорвалось, от намерения ободрить, поддержать эту девушку, я не откажусь. Конечно, я в состоянии нанять ей дешевую комнатку, дать первое время что-нибудь на прокорм, но вот что делать дальше это меня затрудняет. Дело, конечно, не в деньгах, которые я всегда для нее нашел бы. Но ведь заставить ее есть, пить, и при том дать ей возможность ничего не делать, это значит осудить ее на лень, равнодушие, апатию, а там известно, какой бывает конец. Стало быть, нужно ей придумать какое-нибудь занятие. Вот эту сторону надо обмозговать. Понатушьтесь, господа, посоветуйте что-нибудь. Надо знать, на что она способна, сказал Симоновский, ведь делала же она что-нибудь до поступления в дом. Лихонин с видом безнадежности развел руками. Почти что ничего, чуть-чуть шить, как и всякая крестьянская девчонка, ведь ей пятнадцати лет не было, когда ее совратил какой-то чиновник. Подмести комнату, постирать, ну, пожалуй, еще сварить щи и кашу. Больше кажется ничего. Маловато, сказал Симоновский и прищелкнул языком. Да к тому же еще и неграмотно. Да это не важно, горячо вступился Соловьев. Если б мы имели дело с девушкой интеллигентной, а еще хуже полуинтеллигентной, то из всего, что мы собираемся сделать, вышел бы вздор, мыльный пузырь. А здесь перед нами девственная почва, непочатая целина. Хм, заржал двусмысленно Нижерадзе. Соловьев теперь уже не шутя, а с настоящим гневом накинулся на него. Слушай, князь, каждую святую мысль, каждое благое дело можно опоскудить и опохабить. В этом нет ничего ни умного, ни достойного. Если ты так пожеребячий относишься к тому, что мы собираемся сделать, то вот тебе Бог, а вот и порог. только что сейчас в номере, смущенно возразил князь. Да, и я, Соловьев сразу смягчился и потух, я выскочил с глупостью и жалею об этом. А теперь я охотно признаю, что Лихонин молочина и прекрасный человек, и я все готов сделать со своей стороны. И повторяю, что грамотность дело второстепенное, ее легко постигнуть шутя. Таким непочатым умом научиться читать, писать, считать, особенно без школы, в охотку, это как орех разгрызть. А что касается до какого-нибудь ручного ремесла, на который можно жить и кормиться, то есть сотни ремесл, которым легко выучиться в две недели. Например, спросил князь, а например, например, ну вот, ну, например, делать искусственные цветы. Да, а еще лучше поступить в магазин цветочницы. Милое дело, чистое и красивое. Нужен вкус, небрежно уронил Симоновской. Врожденных вкусов нет, как и способности, иначе бы таланты зарождались только среди изысканного высокообразованного общества, а художники рождались бы только от художников, а певцы от певцов, а этого мы не видим. Впрочем, я не буду спорить, ну, не цветочница, так что-нибудь другое. Я, например, недавно видал на улице в магазинной витрине сидит барышня, и перед нею какая-то машинка ножная. «Ва! Опять машинка!» сказал князь, улыбаясь и поглядывая на Лихонина. «Перестань, не жирадзе!» Тихо, но сурово ответил Лихонин. «Стыдно!» «Болван!» бросил ему Соловьев и продолжал. «Так вот, машинка движется взад и вперед, а на ней на квадратной рамке натянуто тонкое полотно. И уж я право не знаю, как это там устроено, я не понял, но только барышня вводит по экрану какой-то металлической штучкой, и у нее выходит чудесный рисунок разноцветными шелками. Представьте себе озеро, все поросшее кувшинками, с их белыми венчиками и желтыми тычинками, и кругом большие зеленые листья, а по воде плывут друг другу навстречу два белых лебедя, и сзади темный парк с аллеей, и все это тонко, четко, как акварельная живопись. Я так заинтересовался, что нарочно зашел спросить, что стоит. Оказывается, чуть-чуть дороже обыкновенной швейной машины, и продается в рассрочку, а научиться этому искусству может в течение часа каждый, кто немножко умеет шить на простой машине. Имеется множество прелестных оригиналов. А главное, что такую работу очень охотно берут для экранов, альбомов, абажуров, занавесок и для прочей дряни. И деньги платят порядочные. Что ж, и это дело, согласился Лихонин и задумчиво погладил бороду. А я, признаться, вот что хотел. Я хотел открыть для нее, открыть небольшую кухмистерскую или столовую. Сначала, конечно, самую малюсенькую, но в которой готовилось бы все очень дешево, чисто и вкусно. Ведь многим студентам решительно все равно, где обедать и что есть. В студенческой почти никогда не хватает места, так вот, может быть, нам удастся как-нибудь затащить всех знакомых и приятелей. Это верно, согласился князь, но и непрактично. Начнем столоваться в кредит. А ты знаешь, какие мы аккуратные плательщики. В таком деле нужно человека практичного, жоха. А если бабу, то со щучьими зубами, и то непременно за ее спиной должен торчать мужчина. В самом деле, ведь не Лихонин уже стоять за выручкой и глядеть, что вдруг кто-нибудь наест, напьет и ускользнет. Лихонин посмотрел на него прямо и дерзко, но только сжал челюсти и промолчал. Начал своим размеренным беспрекословным тоном, поигрывая стеклами пенсне Симоновской. Намерение ваше прекрасно, господа, нет спору, но обратили ли вы внимание на одну, так сказать, теневую сторону? Ведь открыть столовую, завести какое-нибудь мастерство, все это требует сначала денег, помощи, так сказать, чужой спины. Денег не жалко, это правда, я согласен с Лихонином, но ведь такое начало трудовой жизни, когда каждый шаг заранее обеспечен, не ведет ли оно к неизбежной распущенности и халатности и в конце концов к равнодушному пренебрежению к делу? Ведь и ребенок, пока он раз в пятьдесят не хлопнется, не научится ходить. Нет уж, если вы действительно хотите помочь этой бедной девушке, то дайте ей возможность сразу стать на ноги как трудовому человеку, а не как трудню. Правда, тут большой искус, тягость работы, временная нужда, но зато если она превозможет все это, то она превозможет и остальное. Что же ей, по-вашему, в судомойки идти? спросил с недоверием Соловьев. Ну да, спокойно возразил Симановской, в судомойке, в прачке, в кухарке всякий труд возвышает человека. Лихонин покачал головой. Золотые слова сама мудрость вещает вашими устами Симановской, судомойкой, кухаркой, горничной, экономкой. Но, во-первых, вряд ли она на это способна. Во-вторых, она уже была горничной и вкусила все прелести барских окриков при всех и барских щепков за дверями в коридоре. Скажите, разве вы не знаете, что 90% проституции вербуются из числа женской прислуги. И, значит, бедная Люба при первой же несправедливости, при первой неудаче легче и охотнее пойдет туда же, откуда я ее извлек, если еще не хуже, потому что это для нее и не так страшно и привычно, а может быть, даже от господского обращения и в охотку покажется. А кроме того, стоит ли мне, то есть, я хочу сказать, стоит ли нам всем столько хлопотать, стараться, беспокоиться для того, чтобы, избавив человека от одного рабства, ввергнуть в другое? — Верно, подтвердил Соловьев. — Как хотите, с презрительным видом процедил Симановский. — А что касается до меня, заметил князь, то я готов, как твой приятель и как человек любознательный, присутствовать при этом опыте и участвовать в нем. Но я тебя еще утром предупреждал, что такие опыты бывали и всегда оканчивались позорной неудачей, по крайней мере, те, о которых мы знаем лично, а те, о которых мы знаем только понаслышке, сомнительны в смысле достоверности. Ну, ты начал дело, Лихонин, и делай, мы тебе помощники. Лихонин ударил ладонью много образовать ее ум, а что сердце и душа у нее прекрасны, в этом я уверен. Не имею никаких оснований для веры, но уверен, почти знаю. не жирадзе, не паясничай, резко крикнул он бледнее. Я сдерживался уже много раз при твоих дурацких выходках. Я до сих пор считал тебя за человека с совестью и с чувством. Еще одна неуместная острота, и я переменю о тебе мнение, и знай, что это навсегда. Да я же ничего, я же право. Зачем кирпичиться душа мой? Тебе не нравится, что я веселый человек? Ну, замолчу. Давай твою руку, Лихонин, выпьем. Ну, ладно, отвяжись, будь здоров. Только не веди себя мальчишкой, барашка сетинской. Ну, так я продолжаю, господа. Если мы не отыщем ничего, что удовлетворяло бы справедливому мнению Симановского о достоинстве независимого, ничем не поддержанного труда, тогда я все-таки союз при моей системе. Учить любую, чему можно, водить в театр, на выставки, на популярные лекции, в музеи, читать вслух, доставлять ей возможность слушать музыку, конечно, понятную. Одному мне, понятно, не справиться со всем этим. Жду от вас помощи, а там, что Бог даст. Что же, сказал Симановский, дело новое, незатасканное, и как знать, чего не знаешь, может быть, вы, Лихонин, сделайте с настоящим духовным отцом хорошего человека. Я тоже предлагаю свои услуги. И я, и я поддержали другие двое, и тут же, не выходя из-за стола, честь рода студентов выработали очень широкую и очень диковинную программу образования и просвещения Любки. Соловьев взял на себя обучить девушку грамматике и письму, чтобы не утомлять ее скучными уроками, и в награду за ее успехи он будет читать ей вслух доступную художественную билетристику, русскую и иностранную. Лихонин оставил за собой преподавание арифметики, географии и истории. Князь же сказал просто сердечно безобычной шутливости на этот раз, «Я, дети мои, ничего не знаю, а что и знаю, то очень плохо, но я ей буду читать замечательные произведения великого грузинского поэта Руставели и переводить строчка за строчкой. Признаюсь вам, что я никакой педагог, я пробовал быть репетитором, но меня вежливо выгоняли после второго же урока. Однако никто лучше меня не сумеет научить играть на гитаре, мандолине и зурне». Нижерадзе говорил совершенно серьезно, и поэтому Лихонин с Соловьевым добродушно рассмеялись, но совсем неожиданно, ко всеобщему удивлению, его поддержал Симоновский. «Князь говорит дело. Умение владеть инструментом во всяком случае повышает эстетический вкус, да и в жизни иногда бывает подспорьем. Я же своей стороны, господа, я предлагаю читать с молодой особой капитал Маркса и историю человеческой культуры, а кроме того проходить с ней физику и химию. Если бы необычный авторитет Симоновского и неважность с которой он говорил, то остальные трое расхохотались бы ему в лицо. Они только поглядели на него выпученными глазами. «Ну да», продолжал невозмутимо Симоновский, «я покажу ей целый ряд возможных произвести дома химических и физических опытов, которые всегда занимательны и полезны для ума и искореняют предрассудки. Попутно я объясню ей кое-что о строении мира, о свойствах материи. Что же касается до Карла Маркса, то помните, что великие книги одинаково доступны пониманию и ученого, и неграмотного крестьянина, лишь бы было понятно изложено. А всякая великая мысль проста». Лихонин нашел Любку на условленном месте, на бульварной скамеечке. Она очень неохотно шла с ним домой. Как и предполагал Лихонин, ее, давно отвыкшую от будничной, суровой и обильной всякими неприятностями действительности, страшила встреча с ворчливой Александрой. И, кроме того, на нее огнетающе подействовало то, что Лихонин не хотел скрывать ее прошлого. Но она, давно уже потерявшая в учреждении Анны Марковны свою волю, обезличенная, готовая идти вслед за всяким чужим зовом, не сказала ему ни слова и пошла вслед за ним. Коварная Александра успела уже за это время сбегать к управляющему домам и пожаловаться, что вот, мол, приехал Лихонин с какой-то девицей, ночевал с ней в комнате, а кто она того, Александра не знает, что Лихонин говорит, будто двоюродная сестра, а паспорта не предъявил. Пришлось очень долго пространно и утомительно объясняться с управляющим, человеком грубым и наглым, который обращался со всеми жильцами дома, как с обывателями завоеванного города, и только слегка побаивался студентов, дававших ему иногда суровый отпор. Умилостивил его Лихонин лишь только тем, что тут же занял для Любки другой номер, через несколько комнат от себя, под самым скосом крыши, так что он представлял из себя внутри круто усеченную низкую четырехстороннюю пирамиду с одним окошком. А все же вы паспорт господин Лихонин непременно завтра же предъявите, настойчиво сказал управляющий на прощание. Как вы человек почтенный, работящий, и мы с вами давно знакомы, так же и платите вы аккуратно, то только для вас делаю. Времена вы сами знаете, какие теперь тяжелые. Донесет кто-нибудь, и меня не то что штрафуют, а и выселить могут из города. Теперь строго. Вечером Лихонин с Любкой гуляли по княжескому саду, слушали музыку, игравшую в благородном собрании, и рано возвратились домой. Он проводил Любку до двери ее комнаты и сейчас же просился с ней, впрочем, поцеловав ее нежно, по-отечески в лоб. Но через десять минут, когда он уже лежал в постели раздетый, и читал государственное право, вдруг Любка, точно кошка, поцарапавшись в дверь, вошла к нему. Миленькая, душенька, извините, что я вас побеспокоила, нет ли у вас иголки с ниткой? Да вы не сердитесь на меня, я сейчас уйду. Люба, я тебя прошу не сейчас, а сию секунду уйти. Наконец я требую. Голубчик мой, хорошенький мой, смешно и жалобно запела Любка. Ну что вы все на меня кричите? И мгновенно дунув на свечку, она в темноте приникла к нему, смеясь и плача. Нет, так нельзя, Люба, так невозможно дальше, говорил десять минут спустя Лихонин, стоя у дверей, укутанный, как испанская гедальго, плащом, одеялом. Завтра же я найму тебе комнату в другом доме. И вообще, чтобы этого не было, иди с Богом, спокойной ночи. Все-таки ты должна дать честное слово, что у нас отношения будут только дружеские. Даю, миленький, даю, 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 залепетала она, улыбаясь, и быстро чмокнула его сначала в губы, а потом в руку. Последнее было сделано совсем инстинктивно и, пожалуй, неожиданно даже для самой мужской руки, кроме как у попа. Может быть, она хотела этим выразить признательность Лихонину и преклонение перед ним, как перед существом высшим? Среди русских интеллигентов, как уже многими замечено, есть порядочное количество диковинных людей, истинных детей русской страны и культуры, которые сумеют героически, не дрогнув ни одним мускулом, глядеть прямо в лицо смерть, которые способны ради идеи терпеливо переносить невообразимые лишения и страдания, равные пытки. Но зато эти люди теряются от высокомерности швейцара, съеживаются от окрика прачки, а в полицейский участок входят с томительной и робкой тоской. Вот именно таким-то и был Лихонин. На следующий день, вчера было нельзя из-за праздника и позднего времени, проснувшись очень рано и вспомнив о том, что ему нужно ехать клопотать о Любкином паспорте, он почувствовал себя так же скверно, как в былое время, когда еще гимназистом шел на экзамен, зная, что, наверное, провалится. У него болела голова, а руки и ноги казались какими-то чужими, ненужными. К тому же на улице с утра шел мелкий и точно грязный дождь. Всегда вот, когда предстоит какая-нибудь неприятность, непременно идет дождь, думал Лихонин, медленно одеваясь. До Ямской улицы от него было не особенно далеко, не более версты. Он вообще нередко бывал в этих местах, но никогда ему не приходилось идти туда днем, и по дороге ему все казалось, что каждый встречный, каждый извозчик и городовой смотрит на него с любопытством, с укором или с пренебрежением, точно угадывая цель его путешествия. Как и всегда это бывает ненастное мутное утро, все попадавшиеся ему на глаза лица казались бледными, некрасивыми, с уродливо подчеркнутыми недостатками. Десятки раз он воображал себе все, что он скажет сначала в доме, а потом в полиции, и каждый раз у него выходило по-иному. Сердясь на самого себя за эту преждевременную репетицию, он иногда останавливал себя. Ах, не надо думать, не надо предполагать, что скажешь. Всегда гораздо лучше выходит, когда это делается сразу. И сейчас же опять в голове у него начинались воображаемые диалоги. вы не имеете права удерживать девушку против ее желания. Да, но пускай она сама заявит о своем уходе. Я действую по ее поручению. Хорошо, но чем вы это можете доказать? И опять он мысленно обрывал сам себя. Начался городской выгон, на котором паслись коровы. Дощатый тротуар вдоль забора, шаткие мостики через ручейки и канавы. Потом он свернул на Ямскую. В доме Анны Марковны все окна были закрыты ставнями с вырезными посредине отверстиями в форме сердец. Также были закрыты и все остальные дома безлюдной улицы, опустевшие точно после моровой язвы. Со стесненным сердцем Лихонин потянул рукоятку звонка. На звонок отворила горничная, босая, с подтыканным подолом, с мокрой тряпкой в руке, с лицом полосатым от грязи. Она только что мыла пол. — Мне бы Женьку, — попросил Лихонин несмело. Так что барышня Женя занята с гостем, еще не просыпались. — Ну, тогда Тамару. Горничная посмотрела на него недоверчиво. — Барышня Тамара, не знаю, кажется, тоже занята. — Да вы как, с визитом или что? — Ах, не все ли равно, ну, скажем, с визитом. — Не знаю, пойду погляжу, подождите. Она ушла, оставив Лихонина в полутемной зале. Голубые пыльные столбы, исходившие из отверстий вставнях, пронизывали прямо и в кость тяжелый сумрак. Безобразными пятнами выступали из серой мути раскрашенная мебель и слащавые олиографии на стенах. Пахло вчерашним табаком, сыростью, кислятиной и еще чем-то особенным, неопределенным, нежилым, чем всегда пахнут по утрам помещения, в которых живут только временно. Пустые театры, танцевальные залы, аудитории. Далеко в городе прерывисто дребезжали дрожки. Стенные часы однозвучно тикали за стеной. В странном волнении ходил Лихонин взад и вперед по зале и потирал и имял дрожавшие руки, почему-то сутулился и чувствовал холод. Не нужно было затеивать всю эту фальшивую комедию, думал он раздраженно. Нечего уж и говорить о том, что я стал теперь позорной сказкой всего университета. Дернул меня черт. А ведь даже и вчера днем было не поздно, когда она говорила, что готова уехать назад. Дать бы я только на извозчика и немножко на булавки и поехала бы. И все было бы прекрасно, и был бы я теперь независим, свободен, и не испытывал бы этого мучительного и позорного состояния духа. А теперь уже поздно отступать. Завтра будет еще позднее, а послезавтра еще. Отколов одну глупость, нужно ее сейчас же прекратить, а если не сделаешь этого вовремя, то она влечет за собой две других, а те двадцать новых. Или может быть и теперь не поздно, ведь она же глупа, неразвита, и вероятно, как большинство из них истеричка. Она животное, годное только для еды и для постели. О, черт! Лихонин крепко стиснул себе руками щеки и лоб и зажмурился. Хоть бы я устоял от простого грубого физического соблазна. Вот, сам видишь, это уже случилось дважды, а потом и пойдет, и пойдет. Но рядом с этими мыслями бежали другие противоположные. Но ведь я мужчина, ведь я господин своему слову. Ведь то, что толкнуло меня на этот поступок, было прекрасно, благородно и возвышенно. Я отлично помню восторг, который охватил меня, когда моя мысль перешла в дело. Это было чистое, огромное чувство. Или это просто была блажь ума, подхлестнутого алкоголем, вследствие бессонной ночи, курения и длинных отвлеченных разговоров. И тотчас же представлялась ему любка, представлялась издалека, точно из туманной глубины времен, неловкая, робкая, с ее некрасивым и милым лицом, который стал вдруг казаться бесконечно родственным, давным-давно привычным и в то же время несправедливо, без повода неприятным. Неужели я трус и тряпка? Внутренне кричал Лихонин и заламывал пальцы. Чего я боюсь, перед кем стесняюсь? Не гордился ли я всегда тем, что я один хозяин своей жизни? предположим даже, что мне пришла в голову фантазия, блажь, сделать психологический опыт над человеческой душой? Опыт редкий, на 99 шансов неудачный. Неужели я должен отдавать кому-нибудь в этом отчет или бояться чьего-либо мнения? Лихонин, погляди на человечество сверху вниз. В комнату вошла Женя, растрепанная, заспанная, в белой ночной кофточке, поверх белой нижней юбки. А-а-а! зевнула она, протягивая Лихонину руку. Здравствуйте, милый студент! Как ваша Любочка себя чувствует на новоселье? Позовите когда в гости? Или вы справляете свой медовый месяц потихоньку, без посторонних свидетелей? Брось пустой Женечка, я насчет паспорта пришел. Так, насчет паспорта, задумалась Женька. То есть тут не паспорт, а надо вам взять у экономки бланк. Понимаете, наш обыкновенный проститутский бланк, а уж вам его в участке обменят на настоящую книжку. Только видите, голубчик, в этом деле я вам буду плохая помощница. Они меня чего доброго и забьют, если я сунус к экономке со швейцаром. А вы вот что сделаете. Пошлите-ка лучше горничную за экономкой. Скажите, чтобы она передала, что, мол, пришел один гость постоянный по делу, что очень нужно видеть лично. А меня вы извините, я отступаюсь. И не сердитесь, пожалуйста. Сами знаете, своя рубашка ближе к телу. Да что вам здесь в темноте шататься одному? Идите лучше в кабинет. Если хотите, я вам пиво туда пришлю. Или, может быть, кофе хотите? А то... И она лукаво заблестела глазами. А то, может быть, девочку? Тамара занята, так, может быть, Нюру или Верку? Перестаньте, Женя, я пришел по серьезному и важному вопросу, а вы... Ну, не буду, не буду, это я только так. Вижу, что верность соблюдаете, это очень благородно с вашей стороны. Так идемте же. Она повела его в кабинет и, открыв внутренний болт ставни, распахнула ее. Дневной свет мягко и скучно расплескался по красным золотом стенам, по канделябрам, по мягкой красной вельветиновой мебели. Вот здесь это началось, подумал Лихонин с тоскливым сожалением. Я ухожу, сказала Женька. Вы перед ней не очень-то пасуете, и перед Семеном тоже. Собачьте с ними вовсю. Теперь день, и они вам ничего не посмеют сделать. В случае чего, скажите прямо, что, мол, поедете сейчас губернатору и донесете. Скажите, что их двадцать четыре часа закроют и выселят из города. Они от окриков шелковыми становятся. Ну-с, желаю успеха. Она ушла. Спустя десять минут в кабинет вплыла экономка Эмма Эдуардовна в сатиновом голубом пеньюаре, дебелая, с важным лицом, расширявшимся от лба вниз к щекам, точно уродливая тыква, со всеми своими массивными подбородками и грудями, с маленькими зоркими черными без ресницами глазами, с тонкими злыми поджатыми губами. Лихонин привстав, пожал протянутую ему пухлую руку, унизанную кольцами, и вдруг подумал брезгливо, черт возьми, если бы у этой гадины была душа, если бы эту душу можно было прочитать, то сколько прямых и косвенных убийств таятся в ней скрытыми. Надо сказать, что, идя в ямки, Лихонин, кроме денег, захватил с собой револьвер и часто по дороге на ходу лазил рукой в карман и ощущал там холодные прикосновения металла. Он ждал оскорбления, насилия и готовился встретить их надлежащим образом. Но, к его удивлению, все, что он предполагал и чего он боялся, оказалось трусливым, фантастическим вымыслом. Дело обстояло гораздо проще, скучнее, прозаичнее и в то же время неприятнее. — Да, сударь, — сказал равнодушный немного свысока экономка, усаживаясь в низкое кресло и закуривая папиросу. — Вы заплатили за одна ночь и вместо этого взяли девушка еще на одна день и еще на одна ночь. Стало быть, вы должен еще двадцать пять рублей. Когда мы отпускаем девочка на ночь, мы берем десять рублей, а за сутки двадцать пять, это как такса. — Не угодно ли вам, молодой человек, курить? Она протянула ему портсигар, и Лихонин как-то нечаянно взял папирос. — Я хотел поговорить с вами совсем о другом. — О, не беспокойтесь говорить, я все прекрасно понимаю. Вероятно, молодой человек хочет взять эта девушка, эта Любка, совсем к себе на задержание, или чтобы ее, как это называется по-русску, чтобы ее спасай. Да-да-да, это бывает. Я двадцать два года живу в публичный дом, и всегда в самый лучший приличный публичный дом, и я знаю, что это случается с очень глупыми молодыми людьми, но только уверяю вас, что из этого ничего не выйдет. Выйдет, не выйдет, это уж мое дело, глухо ответил Лихонин, глядя вниз на свои пальцы, подрагивавшие у него на коленях. О, конечно, ваше дело, молодой студент. И дряблые щеки, и величественные подбородки Эммы Эдуардовны запрыгали от беззвучного смеха. От души желаю вам на любовь и дружбу, но только вы потрудитесь сказать этой мерзавке, этой Любки, чтобы она не смела суда и носа показывать, когда вы ее, как собачонку, выбросите на улицу, пуская подыхает с голоду под забором или идет в полтинничное заведение для солдат. Поверьте, не вернется. Прошу вас только дать мне немедленно ее свидетельство. Свидетельство? Ах, пожалуйста, хоть сию минуту. Только вы потрудитесь сначала заплатить за все, что она брала здесь в кредит. Посмотрите, вот ее расчетная книжка. Я ее нарочно взяла с собой. Уж я знала, чем кончится наш разговор. Она вынула из разреза пеньюара, показав на минутку Лихонину свою жирную желтую огромную грудь, маленькую книжку в черном переплете с заголовком «Счет девицы Ирины Вощенковой в доме терпимости с одержимым Анной Марковной Шайбис по Емской улице в доме номер такой-то и протянул ему через стол. Лихонин перевернул первую страницу и прочитал три или четыре параграфа печатных правил. Там сухо и кратко говорилось о том, что расчетная книжка имеется в двух экземплярах, из которых один хранится у хозяйки, а другой у проститутки, что в обе книжки заносятся все приходы и расходы, что по уговору проститутка получает стол, квартиру, отопление, освещение, постельное белье, баню и прочее, и за это выплачивает хозяйке никак не более двух третей своего заработка. Из остальных же денег она обязана одеваться чисто и прилично, имея не менее двух выходных платьев. Дальше упоминалось о том, что расплата производится при помощи марок, которые хозяйка выдает проститутке по получению от нее денег, а счет заключается в конце каждого месяца. И, наконец, что проститутка во всякое время может оставить дом терпимости, даже если бы за ней оставался и долг, который однако она обязывается погасить на основании общих гражданских законов. Лихонин ткнул пальцем в последний пункт и, перевернув книжку лицом к экономке, сказал торжествующе, «Ага, вот видите, имеет право оставить дом во всякое время. Следовательно, она может во всякое время бросить ваш гнусный вертеп, ваше проклятое гнездо насилия, подлости и разврата, в котором вы...» забарабанил был Лихонин, но экономка спокойно оборвала его. «О, я не сомневаюсь в этом, пускай уходит, пускай только заплатит деньги, а векселя? она может дать векселя? Пссс, векселя! Во-вторых, она неграмотна, а во-вторых, что стоит ее векселя? Пфу! И больше ничего? Пускай она найдет себе поручителя, который бы заслуживал доверия, и тогда я ничего не имею против. Но ведь в правилах ничего не сказано о поручителях. Мало ли, что не сказано. В правилах тоже не сказано, что можно увозить издаму девицу, не предупредив хозяев. Но, во всяком случае, вы должны мне будете отдать ее бланк. Никогда не сделаю такой глупости. Явитесь сюда с какой-нибудь почтенной особой или с полицией, и пусть полиция удостоверит, что этот ваш знакомый есть человек состоятельный, и пускай этот человек за вас поручится, и пускай, кроме того, полиция удостоверит, что вы берете девушку не для того, чтобы торговать ею или перепродать в другое заведение. Тогда, пожалуйста, с руками и ногами. Чертовщина! Воскликнул Лихонин. Но если этим поручителем буду я, я сам, если я вам сейчас же подпишу векселя... Молодой человек, я не знаю, чему вас учат в разных ваших университетах, но неужели вы меня считаете за такую уже окончательную дуру? Дай Бог, чтобы у вас были кроме этих, которые на вас еще какие-нибудь штаны. Дай Бог, чтобы вы хоть через день имели на обед обрезки колбасы из колбасной лавки, а вы говорите вексель. Что вы мне голову морочите? Лихонин окончательно рассердился. Он вытащил из кармана бумажник и шлепнул его на стол. В таком случае я плачу лично и сейчас же. Ах, ну, это дело другого рода. Сладко, но все-таки с недоверием пропела экономка. Потрудитесь перевернуть страничку и посмотрите, каков счет вашей возлюбленной. Молчи, стерва! крикнул на нее Лихонин. Молчу, дурак! спокойно отозвала сэкономка. На разграфленных листочках по левой стороне обозначался приход по правой расход. Получен марками 15 февраля читал Лихонин 10 рублей, 16-го 4 рубля, 17-го 12, 18-го больна, 19-го больна, 20-го 6 рублей, 21-го 24. Боже мой! С омерзением, с ужасом подумал Лихонин. 12 человек в одну ночь. В конце месяца стояло. Итого 330 рублей. Господи, ведь это бред какой-то! 165 визитов! Подумал механически подсчитав Лихонин и все продолжал перелистывать страницы. Потом он перешел на правые столбцы. Сделано платье красное шелковое с кружевами 84 рубля портниха Евдокимова. Матин и кружевное 35 рублей портниха Евдокимова. Чулки шелковые 6 пар 36 рублей и так далее, и так далее. Дано на извозчика, дано на конфеты, куплено духов и так далее, и так далее. Итого 205 рублей. Затем из 330 рублей вычиталось 220 рублей доли хозяйки за пансион. Получалась цифра 110 рублей. Конец месячного расчета гласил. Итого за уплаты портнихи и за прочие предметы 110 рублей за Ириной Вощенковой остается долгу 95 рублей, а с оставшимися от прошлого года 418 рублями 513 рублей. Лихонин упал духом. Сначала он пробовал возмущаться дороговизной поставляемых материалов, но экономка хладнокровно возражала, что это ее совсем не касается, что заведение только требует, чтобы девушка одевалась прилично, как подобает девице из порядочного благородного дома, а до остального ему нет дела. Заведение только оказывает ей кредит, уплачивая ее расходы. Но ведь это Мегера, это паук в образе человека, это ваша портниха, кричал иступленный Лихонин. Ведь она же в заговоре с вами, кровососная банковая черепаха, черепаха, вы гнусная каракатица. Где у вас совесть? Чем он больше волновался, тем Эмма Эдуардовна становилась спокойнее и насмешливее. Опять повторяю, это не мое дело. А вы, молодой человек, не выражайтесь, потому что я позову швейцара, и он вас выкинет из дверей. Лихонину приходилось долго озверело до хрипоты в горле торговаться с жестокой женщиной, пока она наконец не согласилась взять 250 рублей наличными деньгами и на 200 рублей векселями. И только тогда, когда Лихонин семестровым свидетельством доказал ей, что он в этом году кончает и делается адвокатом. Экономка пошла за билетом. А Лихонин принялся расхаживать взад и вперед по кабинету. Он пересмотрел уже все картинки на стенах. И леду с лебедем. И купани на морском берегу. И одолиску в гареме. И сатира, несущего на рука голую нимфу. Но вдруг его внимание привлек полузакрытой портьерой небольшой печатный плакат в рамке и за стеклом. Это был свод правил и постановлений, касающихся обихода публичных домов. Он попался впервые на глаза Лихонину, и студент с удивлением и мертвым, казенным языком полицейских участков. Там с постыдной деловой холодностью говорилось о всевозможных мероприятиях и предосторожностях против заражений, об интимном женском туалете, об еженедельных медицинских осмотрах и обо всех приспособлениях для них. Лихонин прочитал также о том, что заведение не должно располагаться ближе, чем на сто шагов от церквей, учебных заведений и судебных зданий, что содержать дом терпимости могут только лица женского пола, что селиться при хозяйке могут только ее родственники, и то исключительно женского пола, и не старше семи лет, и что как девушки, так и хозяева дома и прислуга должны в отношениях между собой и также с гостями соблюдать вежливость, тишину, учтивость и благопристойность, отнюдь не позволяя себе пьянство, ругательство и драки, а также о том, что проститутка не должна позволять себе любовных ласк, будучи в пьяном виде или с пьяным мужчиной, а кроме того, во время известных отправлений. Тут же строжайшего спрещалось проституткам производить искусственные выкидыши. Какой серьезный нравственный взгляд на вещи, со злобной насмешкой подумал Лихонин. Наконец, дело с Эммой Эдуардовной было покончено. Взяв деньги, написав расписку, она протянула ее вместе с Бланком Лихонину, а тот протянул ей деньги, причем во время этой операции оба глядели друг другу в глаза и на руки напряженная и старушка. Видно было, что оба чувствовали не особенно большое взаимное доверие. Лихонин спрятал документы в бумажник и собирался уходить. Экономка проводила его до самого крыльца, и когда студент уже стоял на улице, она, оставаясь на лестнице, высунула снаружи и окликнула. Студент! Эй, студент! Он остановился и обернулся. Что еще? А еще вот что. Теперь я должна вам сказать, что ваша Любка дрянь, воровка и больна сифилисом. У нас никто из хороших гостей не хотел ее брать. И все равно, если бы вы не взяли ее, то завтра мы бы ее выбросили вон. Еще скажу, что она путалась со швейцаром, с городовыми, с дворниками и с воришками. Поздравляю вас с законным браком! У, гадина! зарычал на нее Лихонин. «Болван зеленый!» крикнула экономка и захлопнула дверь. В участок Лихонин поехал на извозчике. По дороге он вспомнил, что не успел как следует поглядеть на бланк на этот пресловутый желтый билет, о котором он так много слышал. Это был обыкновенный белый листочек, не более почтового конверта. На одной стороне в соответствующей графе были прописаны имя, отчество и фамилия Любки и ее профессия проститутка. А на другой стороне краткие извлечения из параграфов того плаката, который он только что прочитал, позорные лицемерные правила о приличном поведении и внешней и внутренней чистоте. «Каждый посетитель прочитал он имеет право требовать от проститутки письменное удостоверение доктора, свидетельствовавшего ее в последний раз». И опять сентиментальная жалость овладела сердцем Лихонина. «Бедные женщины», подумал он со скорбью, «чего только с вами не делают, как не издеваются над вами, пока вы не привыкнете ко всему точно слепые лошади на молотильном приводе». В участке его принял околоточный кербиш. Он провел ночь на дежурстве, не выспался и был сердит. Его роскошная верообразная рыжая борода была помята. Правая половина румяного лица еще пунцово рдела от долгого лежания на неудобной клеенчатой подушке. На удивительные ярко-синие глаза, холодные и светлые, глядели ясно и жестко, как голубой фарфор. Окончив допрашивать, переписывать и ругать скверными словами кучу оборванцев, забранных ночью для вытрезвления и теперь отправляемых по своим участкам, он откинулся на спинку дивана, заложил руки за шею и так крепко потянулся всей своей огромной богатырской фигурой, что у него затрещали все связки и суставы. Поглядел он на Лихонина точно на вещь и спросил «А вам что, господин студент?» Лихонин вкратце изложил свое дело «И вот я хочу», закончил он, «взять ее к себе, как это у вас полагается, в качестве прислуги или, если хотите, родственницы, словом, как это делается?» «Ну, скажем, содержанки или жены», равнодушно возразил Кербиш и покрутил в руках серебряный портсигар с монограммами и фигурками. «Я решительно ничего не могу для вас сделать, по крайней мере, сейчас. Если вы желаете на ней жениться, представьте соответствующее разрешение своего университетского начальства. Если же вы берете на содержание, то подумайте, какая же тут логика. Вы берете девушку из дома разврата для того, чтобы жить с ней в развратном сожительстве». «Прислугой, наконец», вставил Лихонин. «Да и прислугой тоже. Потрудитесь представить свидетельство от вашего квартиры хозяина. Ведь, надеюсь, вы сами не домовладелец? Так вот, свидетельство о том, что вы в состоянии держать прислугу, а кроме того, все документы, удостоверяющие, что вы именно та личность, за которую себя вы даете, например, свидетельство из вашего участка и из университета и все такое прочее. «Ведь вы, надеюсь, прописаны? Или, может быть, того? Из нелегальных? Нет, я прописан», возразил Лихонин, начиная терять терпение. «И чудесно». «А девица, о которой вы хлопочете?» «Нет, она еще не прописана, но у меня имеется ее бланк, который вы, надеюсь, обмените мне на ее настоящий паспорт, и тогда я сейчас же пропишу ее». Кербиш развел руками, потом опять заиграл портсигаром. «Ничего не могу поделать для вас, господин студент, ровно ничего, пока мест вы не представите всех требуемых бумаг». «Что касается до девицы, то она, как не имеющий жительства, будет немедленно отправлена в полицию и задержана при ней, если только сама лично не пожелает отправиться туда, откуда вы ее взяли. Имею честь кланяться». Лихонин резко нахлобучил шапку и пошел к дверям. Но вдруг у него в голове мелькнула остроумная мысль, от которой, однако, ему самому стало противно. И, чувствуя под ложечкой тошноту, с мокрыми и холодными руками, испытывая противное щемление в пальцах ног, он опять подошел к столу и сказал как будто бы небрежно, но срывающимся голосом, «Виноват, господин околоточный. Я забыл самое главное. Один наш общий знакомый поручил мне передать вам его небольшой должок». «Знакомый?» спросил Кербиш, широко раскрывая свои прекрасные лазурные глаза. «Это кто же такой?» «Барбарисов». «А-а-а, Барбарисов! Так-так-так-так, помню, помню. Так вот, не угодно ли вам принять эти десять рублей?» Кербиш покачал головой, но бумажку не взял. «Ну и свинья же этот ваш, то есть наш, Барбарисов. Он мне должен вовсе не десять рублей, а четвертную, подлец этакой. Двадцать пять рублей! Да еще там мелочь какая-то. Ну, мелочь я ему, конечно, не считаю, бог с ним. Это, видите ли, бильярдный долг. Я должен сказать, что он, негодяя, играет нечисто. «Итак, молодой человек, гоните еще пятнадцать». «Ну и жох живы, господин околоточный», сказал Лихонин, доставая деньги. «Помилуйте», совсем уж добродушно возразил Кербиш. «Жена, дети, жалоба не наше, вы сами знаете, какое. Получайте, молодой человек, паспортишка. Распишитесь с принятием. Желаю». Странное дело, сознание того, что паспорт наконец у него в кармане, почему-то вдруг успокоило и опять взбодрило и приподняло нервы Лихонина. «Что ж», думал он, быстро идя по улице, «самое начало положено, самое трудное сделано. Держи скрепко теперь, Лихонин, и не падай духом. То, что ты сделал, прекрасно и возвышенно. Пусть я буду даже жертвой этого поступка все равно». «Стыдно, делая хорошее дело, сейчас же ждать за него награды. Я не цирковая собачка и не дрессированный верблюд и не первая ученица института благородных девиц. Напрасно только я вчера разболтался с этими носителями просвещения. Вышло глупо, бестактно, во всяком случае преждевременно, но все поправимо в жизни. Перетерпишь самое тяжелое, самое позорное, а пройдет время, вспомнишь о нем, как о пустяках». К его удивлению Любка не особенно удивилась и совсем не обрадовалась, когда он торжественно показал ей паспорт. Она была только рада опять увидеть Лихонина. Кажется, эта первобытная и наивная душа успела уже прилепиться к своему покровителю. Она кинулась было к нему на шею, но он остановил ее и тихо, почти на ухо спросил. «Люба, скажи мне, не бойся говорить правду, что бы ни было. Мне сейчас там в доме сказали, что будто ты больна одной болезнью, знаешь, такой, который называется дурной болезнью. Если ты мне хоть сколько-нибудь веришь, скажи, голубчик, скажи, так это или нет». Она покраснела, закрыла лицо руками, упала на диван и расплакалась. «Миленькая мы, Василий Васильевич, Васенька, ей-богу, вот ей-богу, никогда ничего подобного. Я всегда была такая осторожная, я ужасно этого боялась, я вас так люблю, я вам непременно бы сказала». Она поймала его руки, прижала их к своему мокрому лицу и продолжала уверять его со смешной и трогательной искренностью несправедливо обвиняемого ребенка. И он тотчас же в душе поверил ей. «Я тебе верю, дитя мое», сказал он, тихо поглаживая ее волосы. «Не волнуйся, не плачь, только не будем опять поддаваться нашим слабостям, ну, случилось, пусть случилось, и больше не повторим этого». «Как хотите», лепетал девушка, целуя то его руки, то сукно его сюртука, «если я вам так не нравлюсь, то, конечно, как хотите». Однако и в этот же вечер соблазн опять повторился и до тех пор повторялся, пока моменты грехопадения перестали возбуждать в Лихонине жгучий стыд и не обратились в привычку, поглотив и потушив раскаяние. «Надо отдать справедливость Лихонину, он сделал все, чтобы устроить Любке спокойное и безбедное существование, так как он знал, что им все равно придется оставить их мансарду, этот скворечник, возвышавшийся над всем городом, оставить не так из-за тесноты и неудобства, как из-за характера старухи Александры, которая с каждым днем становила все лютее, придирчивее и бранчивее, то он решился снять на краю города, на борщеговке, маленькую квартиренку, состоявшую из двух комнат и кухни. Квартира попалась ему недорогая, за девять рублей в месяц, без дров. Правда, Лихонину приходилось бегать оттуда очень далеко по его урокам, но он твердо полагался на свою выносливость и здоровье и часто говаривал, у меня ноги свои, жалеть их нечего. И правда, ходить пешком он был велик и мастер. Однажды, ради шутки, положив себе в жилетный карман шагомер, он к вечеру насчитал двадцать верст, что, принимая во внимание, необыкновенную длину его ног равнялось верстам двадцати пяти. А бегать ему надо было довольно-таки много, потому что хлопоты по Любкиному паспорту и обзаведение кое-какой домашней рухлядью съели весь его случайный карточный выигрыш. Он пробовал был опять приняться за игру, сначала помаленькой, но вскоре убедился, что теперь его карточная звезда вступила в полосу Ни для кого из его товарищей уже, конечно, не был тайный настоящий характер его отношения к Любке, но он еще продолжал в их присутствии разыгрывать с девушкой комедию дружеских и братских отношений. Почему-то он не мог или не хотел сознать того, что было бы гораздо умнее и выгоднее для него не лгать, не фальшивить и не притворяться. Или, может быть, он хотя и знал это, но не умел перевести установившегося тона. А в интимных отношениях он неизбежно играл второстепенную пассивную роль. Инициатива в виде нежности ласки всегда исходила от Любки. Она так и осталась Любкой, и Лихонин как-то совсем позабыл о том, что в паспорте сам же прочитал ее настоящее имя Ирина. Она, еще так недавно отдававшая безучастно или наоборот с имитацией знойной страсти свое тело десяткам людей в день, сотням, в месяц, привязалась к Лихонину всем своим женским существом, любящим и ревнивым. Приросла к нему телом, чувством, мыслями. Ей был смешон и занимателен князь. Близок душевно и интересно забавен размашистый Соловьев. К подавляющей авторитетности Симоновского она чувствовала суеверный ужас, но Лихонин был для нее одновременно и властелином, и божеством, и что всего ужаснее, ее собственностью, ее телесной радостью. Давно наблюдено, что изжившийся, затасканный мужчина, изгрызенный и изжеванный челюстями любовных страстей, никогда уже не полюбит крепкой и единой любовью, одновременно самоотверженной, чистой и страстной. А для женщины в этом отношении нет ни законов, ни пределов. Это наблюдение в особенности подтверждалось на Любке. Она с наслаждением готова была присмыкаться перед Лихонином, служить ему как раба, но в то же время хотела, чтобы он принадлежал ей больше, чем стол, чем собачка, чем ночная копта. И он оказывался всегда неустойчивым, всегда падающим под натиском этой внезапной любви, которая из скромного ручейка так быстро превратилась в реку и вышла из берегов. И нередко он с горечью и насмешкой думал про себя. Каждый вечер я играю роль прекрасного Иосифа, но тот, по крайней мере, хоть вырвался, оставив в руках у пылкой дамы свое нижнее белье. А когда же я, наконец, освобожусь от своего ерма? И тайная вражда к Любке уже грызла его. Все чаще и чаще приходили ему в голову разные коварные планы освобождения, и иные из них были настолько нечестны, что через несколько часов или на другой день, вспоминая о них, Лихонин внутренне корчился от стыда. Я падаю и нравственно и умственно, думал иногда он с ужасом. Недаром же я где-то читал или от кого-то слышал, что связь культурного человека с малоинтеллигентной женщиной никогда не поднимет ее до уровня мужчины, а наоборот его пригнет и опустит до умственного и нравственного кругозора женщины. И через две недели она уже совсем перестала волновать его воображение. Он уступал как насилию длительным ласкам, просьбам, а часто и жалости. А между тем, отдохнувшая и почувствовавшая у себя под ногами живую настоящую почву, Любка стала хорошеть с необыкновенной быстротой, подобно тому, как внезапно развертывается после обильного и теплого дождя цветочный бутон, еще вчера почти умиравший. Веснушки сбежали с ее нежного лица, и в темных глазах исчезло недоумевающе растерянное точно молодого галчонка выражение, и они посвежели и заблестели, окреплое и налило с тела, покраснели губы. Но Лихонин, видаясь ежедневно с Любкой, не замечал этого и не верил тем комплиментам, которые ей расточали его приятели. — Дурацкие шутки, думал он хмурец, дразницы мальчишки. Хозяйка Любка оказалась менее чем посредственной. Правда, она умела сварить жирные щи, такие густые, что в них ложка стояла торчком, приготовить огромные, неуклюжие, бесформенные котлеты, и довольно быстро освоилась под руководством Лихонина с великом искусством заваривания чая в 75 копеек фунт. Но дальше этого она не шла, потому что, вероятно, каждому искусству и для каждого человека есть свои крайние пределы, которых никак не переступишь. Зато она очень любила мыть полы и исполняла это занятие так часто и с таким усердием, что в квартире скоро завела сырость и показали смокрицы. Соблазненный однажды газетной рекламой, Лихонин приобрел для нее в рассрочку чулочно-вязальную машину. Искусство владеть этим инструментом, сулившим, судя по объявлению, три рубля в день чистого заработка его владельцу, оказалось настолько нехитрым, что Лихонин, Соловьев и Нижерадзе легко овладели им в несколько часов, а Лихонин даже ухитрился связать целый чулок, необыкновенные прочности, и таких размеров, что он оказался бы велик даже для ног Минина и Пожарского, что в Москве на Красной площади. Одна только Любка никак не могла постигнуть это ремесло. При каждой ошибке или путанице ей приходилось обращаться к содействию мужчин. Но зато делать искусственные цветы она научилась довольно быстро, и, вопреки мнению Симановского, делала их очень изящно и с большим вкусом, так что через месяц шляпные и специальные магазины стали покупать у нее работу. И что самое удивительное, она взяла всего два урока у специалистки, а остального научилась по самоучителю, руководясь только приложенными к нему рисунками. Она не ухитрялась выработать цветов более чем на рубль в неделю, но и эти деньги были ее гордостью, и на первый же вырученный полтинник она купила Лихонину мундштук для курения. Несколько лет спустя Лихонин сам в душе сознавался с раскаянием и тихой тоской, что этот период времени был самым тихим, мирным и уютным за всю его университетскую и адвокатскую жизнь. Это неуклюжая, неловкая, может быть, даже глупая, любка, обладала какой-то инстинктивной домовитостью, какой-то незаметной способностью создавать вокруг себя светлую, спокойную и легкую тишину. Это именно она достигла того, что квартира Лихонина очень скоро стала милым, тихим центром, где чувствовали себя как-то просто, по-семейному, и отдыхали душою после тяжелых мытарств, нужды и голоданий все товарищи Лихонина, которым, как и большинство студентов того времени, приходилось выдерживать ожесточенную борьбу с суровыми условиями жизни. Вспоминал Лихонин с благодарной грустью об ее дружеской услужливостью, об ее скромной и внимательной молчаливости в эти вечера за самоваром, когда так много говорила, спорила и мечтала. С учением дело шло очень туго. Все эти самозваные развиватели вместе и порзнь говорили о том, что образование человеческого ума и воспитание человеческой души должны исходить из индивидуальных мотивов. Но на самом деле они пичкали Любку именно тем, что им самим казалось нужным и необходимым, и старались преодолеть с нею именно те научные препятствия, которые без всякого ущерба можно было бы оставить в стороне. Так, Лихонин ни за что не хотел примириться, обучая ее арифметики, с ее странным, варварским, дикарским, или вернее детским, самобытным способом считать. Она считала исключительно единицами, двойками, тройками и пятками. Так, например, двенадцать у нее были два раза по две тройки, девятнадцать три пятерки и две двойки. И надо сказать, что по своей системе она с быстротой счетных костяшек оперировала почти дасты. Дальше идти она не решалась, да, впрочем, ей и не было в этом практической надобности. Тщетно Лихонин старался перевести ее на десятиричную систему. Из этого ничего не получалось, кроме того, что он выходил из себя, кричал на Любку, а она глядела на него молча, изумленными, широко открытыми, виноватыми глазами, на которых ресницы от слез слепали с длинными черными стрелами. Также по капризному складу ума она сравнительно легко начала овладевать сложением и умножением, но вычитание и деление было для нее непроницаемой стеной. Зато с удивительной быстротой, легкостью и остроумием она умела решать всевозможные устные шутливые задачи головоломки, да и сама помнила их еще очень много из деревенского тысячелетнего обихода. География она была совершенно тупа. Правда, она в сотни раз лучше, чем Лихонин умела на улице, в саду и в комнате ориентироваться по странам света, в ней сказывался древний мужицкий инстинкт, но она упорно отвергала сперичность земли и не признавала горизонта, а когда ей говорили, что земной шар движется в пространстве, она только фыркала. Географические карты для нее всегда были непонятной мазней в несколько красок, но отдельные фигуры она запоминала точно и быстро. «Где Италия?» спрашивал ее Лихонин. «Вот он, сапог», говорила Любка и торжествующе тыкала в Апенинский полуостров. «Швеция и Норвегия — это собака, которая прыгает с крыши. Балтийское море — вдова стоит на коленях, Черное море — башмак, Испания — толстяк в фуражке, вот он» и так далее. С историей дело шло не лучше. Лихонин не учитывал того, что она с ее детской душой, жаждущей вымыслом, легко освоилась бы с историческими событиями по разным смешным и героически трогательным анекдотам, а он, привыкший натаскивать к экзаменам и репетировать гимназистов четвертого или пятого класса, морил ее именами и годами. Кроме того, он был очень нетерпелив, не сдержан, вспыльчив, скоро утомлялся, и тайная, обыкновенно скрываемая, но все возраставшая ненависть к этой девушке, так внезапно и нелепо перекосившей всю его жизнь, все чаще и несправедливее срывалась во время этих уроков. Гораздо большим успехом пользовался как педагог Нижерадзе. Его гитара и мандолина всегда висели в столовой, прикрепленные лентами к гвоздям. Любку более влекла гитара своими мягкими теплыми звуками, чем раздражающее металлическое блеяние мандолины. Когда Нижерадзе приходил к ним в гости раза три или четыре в неделю вечером, она сама снимала гитару со стены, тщательно вытирал ее платком и передавала ему. Он, повозившись некоторое время с настройкой, откашливался, клал ногу на ногу, небрежно отваливался на спинку стула и начинал горловым, немного хриплым, но приятным и верным тенорком. По редетельской завуке поцелуя разыдался во ночной тишине. Он пылокая серо да сачаруя, да сытупины в олюбленной чите. За мига свидания, и при этом он делал вид, что млеет от собственного пения, зажмуривал глаза, в страстных местах потрясал головой или во время пауз, оторвав правую руку от струн, вдруг на секунду окаменевал и вонзался в глаза Любке томными влажными бараньими глазами. Он знал бесконечное множество романсов, песенок и старинных шутливых штучек. Больше всего нравились Любке всем известные армянские куплеты про карапета. У карапета есть буфет на буфете есть конфет, на конфете есть портрет, этот самый карапет. Куплетов этих, они на Кавказе называются кентаури, песни разносчиков. Князь знал беспредельно много, но нелепый припев был всегда один и тот же. Браво, браво, Катенька, Катерина Петровна, не целуй меня в щека, целуй на затылком. Пел эти куплеты нижераза всегда уменьшенным голосом, сохраняя на лице выражение серьезного удивления к карапету, а Любка смеялась до боли, до слез, до нервных спазм. Однажды, увлеченная, она не удержалась и стала вторить, и у них пение вышло очень согласное. Мало-помалу, когда постепенно она перестала стесняться князя, они все чаще и чаще пели вместе. У Любки оказалась очень мягкая и низкая, хотя и маленькая контральта, на котором совсем не оставила следов ее прошлую жизнь с простудами, питьем и профессиональными излишествами. А главное, что уже было случайным курьезным даром Божиим, она обладала инстинктивную, прирожденную способностью очень точно, красиво и всегда оригинально вести второй голос. Настало уже то время под конец их знакомства, когда не Любка князя, а наоборот князь ее упрашивал спеть какую-нибудь из любимых народных песен, которых она знала множество. И вот, положив локоть на стол и подперев побавьи голову ладонью, она заводила подбережный, тщательный, тихий аккомпанемент. Ой, да надоели мне ночи, да наскучили, с имелым содружком быть разлученный, ой, не сама ли я баба глупо сделала, моего дружка распрогневала, назвала его горьким пьяницей. Горьким пьяницей, повторял князь вместе с ней последние слова, и уныло покачивала склоненный набок курчавой головой. И оба они старались окончить песню так, чтобы едва уловимый трепет гитарных струн и голоса постепенно стихали, и чтобы нельзя было заметить, когда кончился звук и когда настало молчание. Зато с барсовой кожей, сочинением знаменитого грузинского поэта Руставели, князь Нежерадзе окончательно провалился. Прелесть поэмы, конечно, заключалась для него в том, как она звучала на родном языке, но едва только он начинал нараспев читать свои гортанные, цокающие, харкающие фразы, Любка сначала долго тряслась от непреодолимого смеха, пока наконец не прыскала на всю комнату и разражалась длинным хохотом. Тогда Нежерадзе со злостью захлопывал томик обожаемого писателя и бронил Любку и шаком, и верблюдом. Впрочем, они скоро мирились. Бывали случаи, что Нежерадзе находили припадки козлиной проказливой веселости. Он делал вид, что хочет обнять Любку, выкатывал на нее преувеличенно страстные глаза и театральным изнывающим шепотом произносил «Душа мой! Лучше роза в саду Аллаха, мед и молоко на устах твоих, а дыхание твое лучше, чем аромат шашлыка. Дай мне испить блаженство Нирвана и скупка твоих ус, о ты моя лучшая тифлицкая чурчхела!» Она смеялась, сердила, сбила его по рукам и угрожала пожаловаться Лихонину. «Ва!» — разводил князь руками. «Что такое Лихонин? Лихонин мой друг, мой брат и кунак. Но разве он знает, что такое любовь? Разве вы, северные люди, понимаете любовь? Это мы, грузины, созданы для любви. Смотри, Люба, я тебе покажу сейчас, что такое любовь!» Он сжимал кулаки, выгибался телом вперед и так зверски начинал вращать глазами, так скрижетал зубами и рычал львином голосом, что Любку, несмотря на то, что она знала, что это шутка, охватывал детский страх, и она бросалась бежать в другую комнату. Однако, надо сказать, что для этого парня, вообще, очень невоздержанного насчет легких случайных романов, существовали особенные твердые моральные запреты, всосанные с молоком матери грузинки, священные адаты относительно жены друга. Да и должно быть, он понимал, а надо сказать, что эти восточные человеки, несмотря на их кажущую наивность, а может быть и благодаря ей, обладают, когда захотят, тонким душевным чутьем. Понимал, что, сделав хотя бы только на одну минуту Любку своей любовницей, он навсегда лишится этого милого, тихого, семейного, вечернего уюта, к которому он так привык. А он, который был на ты почти совсем университетом, тем не менее чувствовал себя очень одиноким в чужом городе и до сих пор чуждой для него стране. Больше всего удовольствия доставляли эти занятия Соловьеву, этот большой, сильный, небрежный человек как-то невольно, незаметно для самого себя, стал подчиняться тому скрытому, неуловимому, изящному обаянию женственности, который нередко таится под самой грубой оболочкой в самой жесткой корявой среде. Властвовала ученица, слушался учитель. По свойствам первобытной, но зато свежей, глубокой и оригинальной души, Любка была склонна не слушаться чужого метода, а изыскивать свои особенные странные приемы. Так, она, как многие, впрочем, дети, раньше выучилась писать, чем читать. Не она сама, кроткая, уступчивая по натуре, а какое-то особенное свойство ее ума упрямо не хотела при чтении пристегивать гласную к согласной или наоборот. В письме же у нее это выходило. К чистописанию по косым линейкам она, вопреки общему обыкновению учащихся, чувствовала большую склонность. Писала низко склонившись над бумагой, тяжело вздыхала, дула от стараний на бумагу, точно сдувая воображаемую пыль, облизывала губы и подпирала изнутри то одну, то другую щеку языком. Соловьев не прикословил ей и шел следом по тем путям, которые пролагал ее инстинкт. И надо сказать, что он за эти полтора месяца успел привязаться всей своей огромной, раскидистой, мощной душой к этому случайному, слабому, временному существу. Это была бережная, смешная, великодушная, немного удивленная любовь и бережная забота доброго слона к хрупкому, беспомощному, желтопухому цыпленку. Чтение для них обоих было лакомством. И опять-таки выбором произведений руководил вкус Любки, а Соловьев шел только по его течению и изгибам. Так, например, Любка не одолела Дон Кихота, устала и, наконец, отвернувшись от него, с удовольствием прослушала Робинзона и особенно обильно поплакала над сценой свидания с родственниками. Ей нравился Диккенс, и она очень легко схватывала его светлый юмор. Но бытовые английские черты были ей чуждые и непонятны. Читали они не раз и Чехова, и Любка свободно, без затруднения, вникала в красоту его рисунка, в его улыбку и грусть. Детские рассказы ее умиляли, трогали до такой степени, что смешно и радостно было на нее глядеть. Однажды Соловьев прочитал ей чеховский рассказ «Припадок», в котором, как известно, студент впервые попадает в публичный дом и потом на другой день бьется, как в припадке, в спазмах острого душевного страдания и сознания общей виновности. Соловьев сам не ожидал того громадного впечатления, которое на нее произведет эта повесть. Она плакала, бронилась, всплескивала руками и все время восклицала «Господи, откуда он все это берет и так ловко? Ведь точь в точь, как у нас». Однажды он принес с собой книжку, заглавленную «История Манон Леско и кавалера де Грия», сочинение Аббата Прево. Надо сказать, что эту замечательную книгу сам Соловьев читал впервые, но гораздо глубже и тоньше оценила ее все-таки Любка. Отсутствие фабулы, наивность повествования, излишество сентиментальности, старомодность письма. Все это вместе взятое расхолаживало Соловьева. Любка же воспринимала не только ушами, но как будто глазами, и всем наивно открытым сердцем радостные, печальные, трогательные и легкомысленные детали этого причудливого бессмертного романа. Намерение наше обвенчаться было забыто в Сен-Де-Ни, читал Соловьев, низко склонив свою кудлатую, золотистую, освещенную абажуром голову над книгой. Мы приступили законы церкви и, не подумав о том, стали супругами. Что же это они? Самоволкой значит? Без попа? Так? спросила тревожная Любка, отрываясь от своих искусственных цветов? Конечно. Так что же, свободная любовь и больше никаких. Вот как и вы с Лихониным. То я! Это совсем другое дело. Он взял меня, вы сами знаете, откуда. Она барышня невинная и благородная. Это подлость с его стороны так делать. И поверьте мне, Соловьев, он ее непременно потом бросит. Ах, бедная девушка! Ну-ну-ну, читайте дальше. Но уже через несколько страниц все симпатии и сожаления Любки перешли от Манон на сторону обманутого кавалера. Впрочем, посещение и уход украдкой господина Д. Б. приводили у этого богача на содержание. «Ах, однажды она спросила, соловьев, милочка, а он кто был этот сочинитель?» Это был один французский священник. «Он был не русский?» «Нет, говорю тебе, француз. Видишь, там у него все, и города французские, и люди с французскими именами. Так вы говорите, он был священник? Откуда же он все это знал?» «Да так уж, знал. Раньше он был обыкновенным светским человеком, дворянином, а уж потом стал монахом. Он многое видел в своей жизни. Потом он опять вышел из монахов. Да, впрочем, здесь впереди книжки все о нем подробно написано. Он прочитал ей биографию Аббата Прево. Любка внимательно прослушала ее, многозначительно покачала головою, переспросила в некоторых местах о том, что ей было непонятно, и когда он кончил, она задумчиво протянула. «Так вот он какой!» Ужасно хорошо написал. «Только зачем она такая подлая? Ведь он вот как ее любит на всю жизнь, а она постоянно ему изменяет что же Любочка поделаешь? Ведь она его любила, только она пустая девчонка, легкомысленная, гиба только тряпки, да собственные лошади, да бриллианты. Любка вспыхнула и крепко ударила кулаком об кулак. Я бы ее подлую в порошок стерла. Тоже это называется любила. Если ты любишь человека, то тебе все должно быть мило от него. Он в тюрьму, и ты с ним в тюрьму. Он сделался вором, а ты ему помогай. Он нищий, а ты все-таки с ним. Что тут особенного, что корка черного хлеба, когда любовь? Подлая она и подлая, а я бы на его месте бросила бы ее, или вместо того, чтобы плакать, такую задала ей взбучку, что она бы целый месяц с синяками ходила, гадина. Конца повести она долго не могла дослушать, и все разражалось такими искренними горячими слезами, что приходилось прерывать чтение и последнюю главу они одолели только в четыре приема, и сам чтец не раз прослезился при этом. Беды и злоключения любовника в тюрьме, насильственное отправление Манон в Америку и самоотверженность де Грие, добровольно последовавшего за нею, так овладели воображением Любки и потрясли ее душу, что она уже забывала делать свои замечания. Слушая рассказ о тихой прекрасной смерти Манон среди пустынной равнины, она, не двигаясь, стиснутыми на груди руками, глядела на огонь лампы, и слезы часто-часто бежали из ее раскрытых глаз и падали, как дождик на стол. Но когда кавалер де Грие, пролежавший двое суток около трупа своей дорогой Манон, не отрывая уст от ее рук и лица, начинает наконец обломком шпаги копать могилу, Любка так разрыдалась, что Соловьев напугался и кинулся за водой. Но и успокоившись немного, она долго еще всхлипывала дрожащими распухшими губами и лепетала. Ах, жизнь их была какая разнесчастная! Вот судьба-то горькая какая! И уже кого мне жалеть больше, я теперь не знаю, его или ее. И неужели это всегда так бывает, милый Соловьев, что как только мужчина и женщина вот так вот влюбятся, как они, то непременно их Бог накажет. Голубчик, почему же это? Почему? Но если грузин и добродушный Соловьев служили в курьезном образовании ума и души Любки смягчающим началом против острых шипов житейской премудрости, и если Любка прощала педантизм Лихонина ради первой искренней безграничной любви к нему, и прощала так же охотно, как простила бы ему брань, побои или тяжелые преступления, зато для нее искренним мучением и постоянной длинной тяготой были уроки Симоновского. А надо сказать, что он, как назло, был в своих уроках гораздо аккуратнее и точнее, чем всякий педагог, отрабатывающий свои недельные поурочные. Неопровержимостью своих мнений, уверенностью тона, дидактичностью изложения, он также отнимал волю у бедной Любки и парализовал ее душу, как иногда во время университетских собраний или на массовках он влиял на робкие и застенчивые умы новичков. Он бывал оратором на сходках, он был видным членом по устройству студенческих столовых, он участвовал в записывании, литографировании изданий, лекций, он бывал выбираем старостой курса и, наконец, принимал очень большое участие в студенческой кассе. Он был из числа тех людей, которые после того, как оставят студенческие аудитории, становятся вожаками партии, безграничными властителями чистой и самоотверженной совести, отбывают свой политический стаж где-нибудь в чухломе, обращая острое внимание всей России на свое героически бедственное положение и затем прекрасно опираясь на свое прошлое, делают себе карьеру благодаря солидной адвокатуре, депутатству или же женитьбе, сопряженной с хорошим куском черноземной земли и земской деятельностью. Незаметно для самих себя и совсем уже незаметно для постороннего взгляда, они осторожно провеют или вернее линяют до тех пор, пока не отрастят себе живот, не наживут подагры и болезни печени. Тогда они ворчат на весь мир, говорят, что их не поняли, что их время было временем святых идеалов, а в семье они деспоты и нередко отдают деньги в рост. Путь образования Любкиного ума и души был для него ясен, как был ясный и неопровержимо все, что он не задумывал. Он хотел сначала заинтересовать Любку опытами по химии и физике. Девственный женский ум, размышлял он, будет поражен, тогда я овладею ее вниманием и от пустяков, от фокусов я перейду к тому, что введет ее в центр всемирного познания, где нет ни суеверия, ни предрассудков, где есть только широкое поле для испытания природы. Надо сказать, что он был непоследовательным в своих уроках. Он таскал на удивление Любке все, что ему попадалось под руки. Однажды приволок к ней большую самодельную шутиху, длинную картонную кишку, наполненную порохом, согнутую в виде гармонии и перевязанную крепко поперек шнуром. Он зажег ее и шутиха долго с треском прыгала по столовой и по спальне, наполняя комнату дымом и вонью. Любка почти не удивилась и сказала, что это просто фейерверки, что она это уже видела и что ее этим не удивишь, однако попросила позволения открыть окно. Затем он принес большую склянку, свинцовой бумаги, канифоли и кошачий хвост и таким образом устроил лейденскую банку. Разряд хотя и слабый, но все-таки получился. «Ну тебя к нечистому, сатана!» закричала Любка, почувствовав сухой щелчок в мизинце. Затем из нагретой перекиси марганца, смешанного с песком, был добыт при помощи аптекарского пузырька гуттаперчьего конца от эсмарховой кружки, таза, наполненного водой, и банки из-под варенья кислород. Разожженная пробка, уголь и проволока горели в банке так ослепительно, что глазам становилось больно. Любка хлопала в ладоши и визжала в восторге. «Господин профессор, еще! Пожалуйста, еще! Еще!» Но когда, соединив принесенные пустой бутылки из-под шампанского водород с кислородом и обмотав бутыль для предосторожности полотенцем, Симоновская велела Любке направить горлышко на горящую свечу и когда раздался взрыв, точно разом выпалили из четырех пушек, взрыв, от которого посыпалась штукатурка с потолка, тогда Любка струсила и только с трудом оправившись, произнесла дрожащими губами, но с достоинством. «Вы уж извините меня, пожалуйста, но так как у меня собственная квартира и теперь я вовсе не девка, а порядочная женщина, то прошу больше у меня не безобразничать. Я думаю, что вы, как умный и образованный человек, все чинно и благородно, а вы только глупостями занимаетесь. За это могут и в тюрьму посадить». Впоследствии, много-много спустя, она рассказывала о том, что у нее был знакомый студент, который делал при ней динамит. Должны быть в конце концов Симоновская этот загадочный человек, такой влиятельный в своей юношеской среде, где ему приходилось больше иметь дело с теорией и такой несуразный, когда ему попался практический опыт над живой душой, был просто-напросто глуп. Но только умел искусно скрывать это единственное в нем искреннее качество. Потерпев неудачу в прикладных науках, он сразу перешел к метафизике. Однажды он, очень самоуверенный таким тоном, после которого не оставалось никаких возражений, заявил Любке, что Бога нет, и что он берется это доказать в продолжении пяти минут. Тогда Любка вскочила с места и сказала ему твердо, что она, хотя и бывшая проститутка, но верует в Бога и не позволит его обижать в своем присутствии, и что если он будет продолжать такие глупости, то она пожалуется Василию Васильевичу. — Я ему тоже скажу, прибавила она плачущим голосом, что вы вместо того, чтобы меня учить, только болтайте всякую чушь и тому подобную гадость, а сами все время держите руку у меня на коленях, а это даже совсем неблагородно. И в первый раз за все их знакомство она, раньше робевшая и стеснявшаяся, резко отодвинулась от своего учителя. Однако Симоновской, потерпев несколько неудач, все-таки упрямо продолжал действовать на ум и воображение Любки. Он пробовал ей объяснить теорию происхождения видов, начиная от амебы и кончая Наполеоном. Любка слушала его внимательно, и в глазах ее при этом было умоляющее выражение «Когда же ты перестанешь наконец?» Она зевала в платок и потом виновата объясняла «Извините, это у меня от нервов». Маркс тоже не имел успеха. Товар, добавочная стоимость, фабриканты рабочие, превратившиеся в алгебраические формулы, были для Любки лишь пустыми звуками сотрясающими воздух. И она очень искренне в душе всегда с радостью вскакивала с места, услышав, что, кажется, борщ вскипел или самовар собирается убежать. Нельзя сказать, чтобы Симоновская не имел успеха у женщин. Его опломб и его веско-решительный тон всегда действовали на простые души, в особенности на свежие, наивно-доверчивые души. От длительных связей он отделался всегда очень легко, либо на нем лежало громадное ответственное призвание, перед которым семейные и любовные отношения — ничто, либо он притворялся сверхчеловеком, которому все позволено. О, ты, Ницше, так давно и так позорно перетолкованный для гимназистов. Пассивное, почти незаметное, но твердо, уклончивое сопротивление Любке раздражало и волновало его. Именно раззадоривало его то, что она прежде всем такая доступная, готовая отдать свою любовь в один день нескольким людям подряд, каждому за два рубля, и вдруг она теперь играет в какую-то чистую и бескорыстную влюбленность. Ерунда, думал он, этого не может быть. Она ломается. Невероятно, я с ней не нахожу настоящего тона. И с каждым днем он становился требовательнее, придирчивее и суровее. Он вряд ли сознательно, вернее, что по привычке, полагался на свое всегдашнее влияние, устрашающую мысль и подавляющую волю, которая ему редко изменяла. Однажды Любка пожаловалась на него Лихонину. Уж очень он, Василий Васильевич, со мной строго, я ничего не понимаю, что он говорит, я больше не хочу с ним учиться. Лихонин кое-как с грехом пополам успокоил ее, но все-таки объяснился с Симановским. Тот ему ответил хладнокровно. Как хотите, дорогой мой, если вам или Любе не нравится мой метод, то я готов и отказаться. Моя задача состоит лишь в том, чтобы в ее образование ввести настоящий элемент дисциплины. Если она чего-нибудь не понимает, то я заставляю ее зубрить наизусть. Со временем это прекратится. Это неизбежно. Вспомните, Лихонин, как нам был труден переход от арифметики к алгебре, когда нас заставляли заменять простые числа буквами, и мы не знали, для чего это делается. Или для чего нас учили грамматики, вместо того, чтобы просто рекомендовать нам самим писать повести и стихи. А на другой же день, склонившись низко под висячим абажуром лампы над телом Любки, и обнюхивая ее грудь и подмышками, он говорил ей, нарисуйте треугольник, ну да, вот так, и вот так. Вверху я пишу «Любовь». Напишите просто букву «Л», а внизу «М» и «Ж». Это будет любовь женщины и мужчины. С видом жреца, непоколебимым и суровым, он говорил всякую эротическую билиберду и почти неожиданно окончил. «Итак, поглядите, Люба, желание любить — это то же, что желание есть, пить и дышать воздухом». Он крепко сжимал ее ляжку гораздо выше колена, и она опять конфузится, не желая его обидеть, старалась едва заметно постепенно отодвинуть ногу. «Скажите, ну, разве будет для вашей сестры, матери или для вашего мужа обидно, что вы случайно не пообедали дома, а зашли в ресторан или в кухмистерскую и там насытили свой голод? Так и любовь, ни больше, ни меньше. Физиологическое наслаждение, может быть, более сильное, более острое, чем всякие другие, но и только. Так, например, сейчас я хочу вас как женщину, а вы да бросьте, господин, досадливо прервала его Любка. Ну, что все об одном и том же, заладила сорока Якова. Сказано вам нет и нет. Разве я не вижу, к чему вы подбираетесь? А только я на измену никогда не согласна, потому что, как Василий Васильевич мой благодетель, и я их обожаю всей душой, а вы мне даже довольно противны с вашими глупостями. Однажды он причинил Любке, и все из-за своих теоретических начал, большое и скандальное огорчение. Так как в университете давно уже говорили о том, что Лихонин спас девушку из такого-то дома, и теперь занимается ее нравственным возрождением, то этот слух, естественно, дошел и до учащихся девушек, бывавших в студенческих кружках. И вот никто иной, как Симоновской, однажды привел к Любке двух медичек, одну историчку и одну начинающую поэтессу, которой, кстати, писал уже и критические статьи. Он познакомил их самым серьезным и самым дурацким образом. Вот, сказал он, протягивая руки то по направлению к гостям, то к Любке. Вот, товарищи, познакомьтесь. Вы, Люба, увидите в них настоящих друзей, которые помогут вам на вашем светлом пути. А вы, товарищи Лиза, Надя, Саша и Рахиль, вы отнеситесь, как старшие сестры, к человеку, который только что выбился из того ужасного мрака, который ставит современную женщину социальный строй. Он говорил, может быть, и не так, но, во всяком случае, приблизительно в этом роде. Любка краснела, протягивала барышням в цветных кофточках и в кожаных кушаках руку, неуклюже сложенную всеми пальцами вместе, почивала их чаем с вареньем, поспешно давала им закуривать, но, несмотря на все приглашения, ни за что не хотела сесть. Она говорила «Да-с, нет-с, как извольте». И когда одна из барышень уронила на пол платок, она кинулась торопливо поднимать его. Одна из девиц красная, толстая, басистая, у которой всего-навсего было в лице только пара красных щек, из которых смешно выглядывал намек на взернутый нос и поблескивала из глубины пара черных изюминных глазок, все время рассматривала любку с ног до головы, точно сквозь воображаемый лорнет, водя по ней ничего не говорящим, но презрительным взглядом. «Да ведь я ж никого у ней не отбивала», подумала виновата Любка. Но другая была настолько бестактна, что, может быть, для нее в первый раз, а для Любки в сотый, начала разговор о том, как она попала на пусть проституции. Она была, барышня, суетливая, бледная, очень хорошенькая, воздушная, вся в светлых кудряшках, с видом избалованного котенка и даже с розовым кошачьим бантиком на шее. «Ну, скажите, кто же был этот подлец, который первый? Вы понимаете?» В уме Любки быстро мелькнули образы прежних ее подруг, Женьки и Тамары, таких гордых, смелых и находчивых. О, гораздо умнее, чем эти девицы. И она почти неожиданно для самой себя вдруг сказала резко. «Их было много. Я уже забыла. Колька, Митька, Володька, Сережка, Жоржик, Трошка, Петька, а еще Кузька да Гуська с компанией. А почему вам интересно? Да нет, ну, то есть я как человек, который вам вполне сочувствует, а у вас любовник есть? Простите, я не понимаю, что вы говорите. Господа, нам пора идти. То есть как это вы не понимаете? Вы когда-нибудь с мужчиной спали? Товарищ Симановский, я не предполагала, что вы нас приведете к такой особи. Благодарю вас. Чрезвычайно мило с вашей стороны. Людке было только трудно преодолеть первый шаг. Она была из тех натур, которые долго терпят, но быстро срываются, и ее обыкновенно такую робкую нельзя было узнать в этот момент. А я знаю, кричала она в озлоблении, я знаю, что и вы такие же, как и я. Но вас папа, мама, вы обеспечены, а если вам нужно, так вы и ребенка вытравите. Многие так делают. А будь вы на моем месте, когда жрать нечего, и девчонка еще ничего не понимает, потому что неграмотная, а кругом мужчины лезут, как кобели, то и вы бы были в публичном доме. Стыдно так над бедной девушкой изгаляться. Вот что! Попавший в беду Симоновский сказал несколько общих утешительных слов таким рассудительным басом, каким в старинных комедиях говорили благородные отцы, и увел своих дам. Но ему суждено было сыграть еще одну, очень постыдную, тяжелую и последнюю роль в свободной жизни Любки. Она давно уже жаловалась Лихонину на то, что ей тяжело присутствие Симоновского, но Лихонин не обращал на женские пустяки внимания, был силен в нем пустошный выдуманный фразерский гипноз этого человека повелений. Есть влияние от которых освободиться трудно, почти невозможно. С другой стороны, он уже давно тяготился сожительством с Любкой. Часто он думал про себя. Она заедает мою жизнь. Я пошлею, глупею. Я растворился в дурацкой добродетели. Кончится тем, что я женюсь на ней, поступлю в акциз или в сиротский суд, или в педагоге, буду брать взятки, сплетничать и сделаю с провинциальным гнусным сморчком. И где же мои мечты о власть ума, о красоте жизни, общечеловеческой любви и подвигах? Говорил он иногда даже вслух и теребил свои волосы. И потому, вместо того, чтобы внимательно разобраться в жалобах Любки, он выходил из себя, кричал, топал ногами, а терпеливая, кроткая смолкала и удалялась в кухню, чтобы там выплакаться. Теперь все чаще и чаще после семейных ссор в минуты примирения он говорил Любке. — Дорогая Люба, мы с тобой не подходим друг к другу, пойми это. Смотри, вот тебе сто рублей, поезжай домой. Родные тебя примут как свою. Поживи, осмотри-с. Я приеду за тобой через полгода, ты отдохнешь, и, конечно, все грязное, скверное, что привито тебе городом, отойдет, отомрет, и ты начнешь новую жизнь самостоятельно, без всякой поддержки, одинокая и гордая. Но разве сделаешь что-нибудь с женщиной, которую полюбила в первой, и, конечно, как ей кажется, в последний раз? Разве ее убедишь в необходимости разлуки? Разве для нее существует логика? Благоговея всегда перед твердостью слов и решений Симоновского, Лихонин, однако, догадывался и чутьем понимал истинное его отношение к Любке, и в своем желании освободиться, стряхнуть с себя случайный непосильный груз, он ловил себя на гаденькой мысли. Она нравится Симоновскому. А ей разве не все равно, он или я, или третий, объясню-ка я с ним на чистоту и уступлю ему Любку по-товарищески. Но ведь не пойдет, дура, виск подымет. Или хоть бы застать их как-нибудь вдвоем, думал он дальше, в какой-нибудь решительной позе, поднять крик, сделать скандал, благородный жест, немного денег и убежать. Он теперь часто по нескольку дней не возвращался домой и потом, придя, переживал мучительные часы женских допросов, сцен, слез, даже истерических припадков. Любка иногда тайком следила за ним, когда он уходил из дома, останавливалась против того подъезда, куда он входил, и часами дожидалась его возвращения для того, чтобы упрекать его и плакать на улице. Не умея читать, она перехватывала его письма и, не решаясь обратиться к помощи князя или Соловьева, копила их у себя в шкафчике вместе с сахаром, чаем, лимоном и всякой другой дрянью. Она уже дошла до того, что в сердитые минуты угрожала ему серной кислотой. — Черт бы ее побрал, размышлял Лихонин в минуты коварных планов. Все равно, пусть даже между ними ничего нет, а все-таки возьму и сделаю страшную сцену ему и ей. И он декламировал про себя, «Ах так, я тебя пригрел на своей груди, и что же я вижу? Ты платишь мне черной неблагодарностью, а ты, мой лучший товарищ, ты посягнул на мое единственное счастье? О, нет, нет, оставайтесь вдвоем, я ухожу со слезами на глазах, я вижу, что я лишний между вами, я не хочу препятствовать вашей любви» и так далее, и так далее. И вот именно эти мечты, затаенные планы, такие мгновенные, случайные и в сущности подлые, из тех, в которых люди потом самим себе не признаются, вдруг исполнились. Был очередной урок Соловьева. К его большому счастью, Любка наконец-таки прочитала почти без запинки «Хороша саха у Михея, хороша и у сысоя ласточка, качели, дети любят Бога». И в награду за это Соловьев прочитал ей вслух о купце Калашникове и опричнике Кирибеичи. Любка от восторга скакала в кресле, хлопала в ладоши. Ее всю захватила красота этого монументального героического произведения. Но ей не пришлось высказать полностью своих впечатлений. Соловьев торопился на деловое свидание. И точа же навстречу Соловьеву, едва обменявшись с ним в дверях приветствием, пришел Симоновской. У Любки печально вытянулось лицо и надулись губы. Уж очень противен стал ей за последнее время этот педантичный учитель и грубый самец. На этот раз он начал лекцию на тему о том, что для человека не существует ни законов, ни прав, ни обязанностей, ни чести, ни подлости, и что человек есть величина самодавлеющая, ни от кого и ни от чего независимая. Можно быть Богом, можно быть и глистом, салитером это все равно. Он уже хотел перейти к теории любовных чувств, но, к сожалению, от нетерпения поспешил немного. Он обнял Любку, притянул к себе и начал ее грубо тискать. Она опьянеет от ласки, отдастся, думал расчетливый Симоновской. Он добивался прикоснуться губами к ее рту для поцелуя, но она кричала и фыркала в него слюнями. Вся наигранная деликатность оставила ее. Убирайся, черт, паршивый дурак, свинья, сволочь, я тебе морду разобью! К ней вернулся весь лексикон заведения. Но Симоновская, потеряв пенсне, с перекошенным лицом глядел на нее мутными глазами и городил, что попало. Дорогая моя, все равно, секунда наслаждения, мы сольемся с тобой в блаженстве, никто не узнает, будь моею! Как раз в эту минуту и вошел в комнату Лихонин. Конечно, в душе он сам себе не сознавался в том, что сию минуту сделает гадость. Он лишь только как-то сбоку, издали, подумал о том, что его лицо бледно и что его слова сейчас будут трагичны и многозначительны. — Да, — сказал он глухо, точно актер в четвертом действии драмы и, опустив бессильно руки, закачал упавшим на грудь подбородком. — Я всего ожидал, только не этого. Тебе я извиняю, Люба, ты пещерный человек, но вы, Симоновской, я считал вас, впрочем, и до сих пор считаю, за порядочного человека. Но я знаю, что страсть бывает иногда сильнее довода про сутка. Вот здесь есть пятьдесят рублей, я их оставлю для Любы, вы мне, конечно, вернете потом, я в этом не сомневаюсь. Устройте ее судьбу, вы умный, добрый, честный человек, а я... Подлец, мелькнул у него в голове чей-то явственный голос. Я ухожу, потому что не выдержу больше этой муки. Будьте счастливы. Он выхватил из кармана и эффектно бросил свой бумажник на стул, потом схватился за волосы и выбежал из комнаты. Это был все-таки для него наилучший выход. И сцена разыгралась именно так, как он о ней мечтал. Часть третья. Все это очень длинно и избегчиво рассказала Любка, рыдая на Женькином плече. Конечно, эта трагикомическая история выходила в ее личном освещении совсем не так, как она случилась на самом деле. Лихонин, по ее словам, взял ее к себе только для того, чтобы увлечь, соблазнить, попользоваться, сколько хватит ее глупостью, а потом бросить. А она дура, сделалась и взаправду в него, влюбимшись. А так как она его очень ревновала ко всем этим кудлатам в кожаных поясах, то он и сделал подлость, нарочно подослал своего товарища, сговорился с ним, а тот начал обнимать Любку. А Васька вошел, увидел и сделал большой скандал и выгнал Любку на улицу. Конечно, в ее передаче были почти равные две части правды и неправды, но так, по крайней мере, все ей представлялось. Рассказала она также с большими подробностями и о том, как, очутившись внезапно без мужской поддержки или вообще без чего бы то ни было крепкого постороннего влияния, она наняла комнату в плохонькой гостинице, в захолустной улице, как с первого же дня коридорная обстрелянная птица, тертый калач, покушался ею торговать, даже не спрося на это ее разрешение, как она переехала из гостиницы на частную квартиру, но и там ее настигла опытная старуха сводня, которыми кишат дома, обитаемые беднотой. Значит, даже и при спокойной жизни было в лице, в разговоре и во всей манере Любке что-то особенное, специфическое, для ненаметанного глаза может быть и совсем незаметное, но для делового чутья ясное и неопровержимое как день. Но случайная, короткая, искренняя любовь дала ей силу, которой она сама от себя не ожидала. Силу сопротивляться неизбежности вторичного падения. В своем героическом мужестве она дошла до того, что сделала даже несколько публикаций в газетах о том, что ищет место горничной за все. Однако у нее не было никакой рекомендации. К тому же ей приходилось принайме иметь дело исключительно с женщинами, а те тоже каким-то внутренним безошибочным инстинктом угадывали в ней старинного врага, совратительницу их мужей, братьев, отцов и сыновей. Домой ехать ей не было ни смысла, ни расчета. Ее родной Васильковский уезд отстоит всего в пятнадцати верстах от губернского города. И молва о том, что она поступила в такое заведение, уже давно проникла через земляков в деревню. Об этом писали в письмах и передавали устно те деревенские соседи, которым случалось ее видеть и на улице, и у самой Анны Марковны, швейцары и номерные гостиниц, лакеи маленьких ресторанов, извозчики, мелкие подрядчики. Она знала, чем пахла бы эта слава, если бы она вернулась в родные места. Лучше было повеситься, чем это переносить. Она была нерасчетливая и непрактична в денежных делах, как пятилетний ребенок, и в скором времени осталась без копейки, а возвращаться назад в публичный дом было страшно и позорно. Но соблазны уличной проституции сами собой подвертывались и на каждом шагу лезли в руки. По вечерам на главной улице ее прежнюю профессию сразу безошибочно угадывали старые закоренелые уличные проститутки. То и дело одна из них, поравнявшись с нею, начинала сладким заискивающим голосом. Что это вы, девица, ходите одни, давайте будем подругами, давайте ходить вместе, это завсегда удобнее, которые мужчины хотят провести приятное время с девушками, всегда любят, чтобы завести компанию вчетвером. И тут же опытная искусившаяся вербовщица сначала вскользь, а потом уж горячо от всего сердца начинала расхваливать все удобства житья у своей хозяйки, вкусную пищу, полную свободу выхода, возможность всегда скрыть от хозяйки квартиры излишек сверхположенной платы. Тут же, кстати, говорилось много злого и обидного по поводу женщин закрытых домов, которых называли казенными шкурами, казенными, благородными девицами. Любка знала цену этим насмешкам, потому что, в свою очередь, жилицы публичных домов тоже с величайшим презрением относятся к проституткам, обзывая их босявками и венеричками. Понятно, в конце концов случилось то, что должно было случиться. Видев в перспективе целый ряд голодных дней, а в глубине их темный ужас неизвестного будущего, Любка согласилась на очень учтивое приглашение какого-то приличного маленького старичка, важного, седенького, хорошо одетого и корректного. За этот позор Любка получила рубль, но не смела протестовать. Прежняя жизнь в доме совсем вытравила в ней личную инициативу, подвижность и энергию. Потом несколько раз подряд он и совсем ничего не заплатил. Один молодой человек, развязный и красивый, в фуражке с приплюснутыми полями, лихо надетой на бекрень, в шелковой рубашке, опоясанной шнурком с кисточками, тоже повел ее с собой в номера, спросил вина и закуску, долго врал Любке о том, что он побочный сын графа, и что он первый бильярдист во всем городе, что его любят все девки, и что он из Любки тоже сделает фартовую маруху. Потом он вышел из номера на минутку, как бы по своим делам, и исчез навсегда. Суровый косоглазый швейцар довольно долго, молча, с деловым видом, сопя и прикрывая Любкин рот рукой, колотил ее. Но, наконец, убедившись, должно быть, что вина не ее, а гостя, отнял у нее кошелек, в котором было рубль с мелочью, и взял под залог ее дешевенькую шляпку и верхнюю кофточку. Другой, очень недурно одетый мужчина, лет сорока пяти, промучил девушку часа два, заплатил за номер и дал ей восемьдесят копеек. Когда же она стала жаловаться, он со зверским лицом приставил к самому ее носу огромный рыжеволосый кулак и сказал решительно, «Пускулю меня еще, я тебя пускулю. Вот скричу сейчас полицию и скажу, что ты меня обокрала, когда я спал. Хочешь?» Давно в счастье не была и ушел. И таких случаев было много. В тот день, когда ее квартирные хозяева, лодочник с женой, отказали ей в комнате и просто-напросто выкинули ее вещи на двор, и когда она без сна пробродила всю ночь по улицам под дождем, прячась от городовых, только тогда с отвращением и стыдом решилась она обратиться к помощи Лихонина. Но Лихонина уже не было в городе. Он малодушно уехал в тот же день, когда несправедливо обиженная и опозоренная Любка убежала с квартиры. И вот наутро ей пришла в голову последняя отчаянная мысль — возвратиться в публичный дом и попросить там прощения. — Женечка, вы такая умная, такая смелая, такая добрая. Попросите за меня Эмму Эдуардовну, экономочка вас послушает, — умоляла она Женьку и целовала ее голые плечи и мочила их слезами. — Никого она не послушает, — мрачно ответила Женька. — Не надо тебе было увязаться за таким дураком и подлецом. — Женечка, ведь вы же сами мне посоветовали, — робко возразила Любка. — Посоветовала. — Ничего я тебе не советовала. — Что ты врешь на меня как на мертвую. — Ну да ладно, пойдем. Эмма Эдуардовна уже давно знала о возвращении Любки и даже видела ее в тот момент, когда она проходила, озираясь через двор дома. В душе она вовсе не была против того, чтобы принять обратно Любку. Надо сказать, что и отпустила она ее только потому, что соблазнилась деньгами, из которых половину присвоила себе. Да к тому же рассчитывала, что при теперешнем сезонном наплыве новых проституток у нее будет большой выбор, в чем, однако, она ошиблась, потому что сезон круто прекратился. Но во всяком случае она твердо решила взять Любку. Только надо было для сохранения и округления престижа как следует напугать ее. — Что? — зарала она на Любку, едва выслушав ее смущенный лепет. — Ты хочешь, чтобы тебя опять приняли? Ты там черт знает с кем валялась по улицам под заборами. И ты опять сволочь лезешь в приличное порядочное заведение. Пфу, русская свинья! Вон! Любка ловила ее руки, стремясь поцеловать, но экономка грубо их выдергивала. Потом вдруг побледнев с перекошенным лицом, закусив наискось дрожащую нижнюю губу, Эмма расчетливо и метко со всего размаха ударила Любку по щеке, отчего та опустилась на колени, но тотчас же поднялась, задыхаясь и заикаясь от рыданий. Миленькая, не бейте, дорогая же вы моя, не бейте! И опять упала, на этот раз плашмя, на пол. И это систематическое, хладнокровное, злобное избиение продолжалось минуты две. Женька, смотревшая сначала молча, со своим обычным, злым, презрительным видом, вдруг не выдержала, дико завизжала, кинулась на экономку, вцепилась ею в волосы, сорвала шиньон и заголосила в настоящем истерическом припадке. «Дура! Убийца! Подлая сводница! Воровка!» Все три женщины голосили вместе, и тотчас же ожесточенные вопли раздались по всем коридорам и коморкам заведения. Это был тот общий припадок великой истерии, который овладевает иногда заключенными в тюрьмах или то стихийное безумие, которое охватывает внезапно и повально весь сумасшедший дом, отчего бледнеют даже опытные психиатры. Только спустя час порядок был водворен Симеоном и пришедшими к нему на помощь двумя товарищами по профессии. Крепко достал всем тринадцати девушкам, а больше других Женьке, пришедшей в настоящее иступление. Избитая Любка до тех пор присмыкалась перед Экономкой, пока место ее не приняли обратно. Она знала, что Женькин скандал рано или поздно отзовется на ней жестокой отплатой. Женька же до самой ночи сидела, скрестив по-турецки ноги на своей постели, отказалась от обеда и выгоняла вон всех подруг, которые заходили к ней. Глаз у нее был ушиблен, и она прикладывала к нему усердно медный пятак. Из-под разорванной сорочки краснела на шее длинная поперечная царапина, точно след от веревки. Это содрал ей кожу в борьбе Симеон. Она сидела так одна, с глазами, которые светились в темноте, как у дикого зверя, с раздутыми ноздрями, судорожно двигавшими со скулами, и шептала злобно, подождите же, постойте, проклятые, я вам покажу, вы еще увидите у людоеды. Но когда зажгли огни, и младшая экономка Зоси постучала ей в дверь со словами «Барышня, одеваться в залу», она быстро умылась, оделась, припудрила синяк, замазала царапины белилами и розовой пудрой, и вышла в залу, жалкая, но гордая, избитая, но с глазами горевшими нестерпимым озлоблением и нечеловеческой красотой. Многие люди, которым приходилось видеть самоубийц за несколько часов до их ужасной смерти, рассказывают, что в их облике, в эти роковые предсмертные часы, они замечали какую-то загадочную, таинственную, непостижимую прелесть. И все, кто видели Женьку в эту ночь и на другой день в немногие часы, подолгу, пристально, удивленно останавливались на ней взглядом. И всего страннее, это была одна из мрачных проделок судьбы, что косвенным виновником ее смерти, последней песчинкой, которая перетягивает вниз чашу весов, явился никто иной, как милый, добрейший кадет Коля Гладышев. Коля Гладышев был славный, веселый, застенчивый парнишка, большеголовый, румяный, с белой, смешной, изогнутой точно молочной полоской на верхней губе, под первым пробившимся пушком усов, широко расставленными синими наивными глазами и такой стриженной, что из-под его белокурой щетинки, как у породистого Йоркширхсова поросенка, просвечивала розовая кожа. Это именно с ним прошлой зимой играла Женька не то в материнские отношения, не то как в куклы, и совала ему яблочко или пару конфеток на дорогу, когда он уходил из дома терпимости, корчис от стыда. В этот раз, когда он пришел, в нем сразу, после долгого житья в лагерях, чувствовалась та быстрая перемена возраста, которая так неуловимо и быстро превращает мальчика в юношу. Он уже окончил кадетский корпус и с гордостью считал себя юнкером, хотя с отвращением еще ходил в кадетской форме. Он вырос, стал страннее и ловче, лагерная жизнь пошла ему в пользу. Говорил он басом, и в эти месяцы к его величайшей гордости нагрубли у него соски грудей, самый главный, он уже знал об этом, и безусловный признак мужской зрелости. Теперь для него покамест до строевых строгостей военного училища было время обольстительной полусвободы. Уже дома ему разрешили официально при взрослых курить, и даже сам отец подарил ему кожаный портсигар с его монограммой, а также в подъеме семейной радости определил ему 15 рублей месячного жалования. И отец